Эрген. Мир на ладони. Книга вторая. Верхняя Дао Академия Эфира. Глава 123. Павильон Тхармического Оружия. С появлением света, ожидавшие в тишине практики истинного дыхания, почувствовали невыразимый трепет. Ван Боулэ с предвкушением наблюдал из толпы, как от острова Верхней Академии к горной вершине протягивается мост из света. «Верхняя Академия — это не конец, а лишь одна из остановок на вашем жизненном пути. Я лично сопровожу вас туда, следуйте за мной!» Ректор подошёл к мосту из света и вступил на него. За ним незамедлительно последовали студенты стадии истинного дыхания. Мост вёл к острову Верхней Академии в центре озера Зеленолесье. Остров Верхней Академии был загадочным местом, большую часть года он скрывался за плотным слоем тумана. Даже идя по мосту из света, они видели лишь непроницаемую стену тумана. Вскоре ректор остановился у самой границы тумана и повернулся к студентам позади. «Верхняя Академия — это сердце дао Академии Эфира. Её всегда защищает великая магическая формация, изолирующая остров от остального мира. Поэтому вы и видите туман, но сейчас перед вами предстанет истинный остров Верхней Академии!» Закончив, ректор растворился в тумане, студенты с нетерпением последовали за ним. Ван Буоле сделал глубокий вдох и тоже вошёл в туман. Внутри ощущение было такое, будто он оказался в мутной воде. Кроме моста света под ногами он ничего не видел. Ван Буоле понимал, что здесь было безопасно, но всё равно инстинктивно напрягся и начал циркулировать духовную нить внутри тела. Вскоре до него донеслись тяжёлые вздохи и восклицания студентов. «Небеса! Это... вот это и есть остров Верхней Академии! Я совершенно по-другому себе его представлял! Это райская обитель!» Услышав голоса, Ван Буоле с блеском в глазах ускорил шаг. Вскоре он покинул область тумана. Снаружи ему в лицо ударил поток плотной духовной энергии. Окружавший туман раступился, явив целый мир внизу. У них под ногами находилась огромная платформа, парящая в воздухе. Если смотреть на неё с высоты птичьего полёта, то она напоминала шахматную доску. Стоя на платформе, Ван Буоле огляделся. Его сердце переполняли эмоции. Озёрная вода внизу была кристально чистой. Но Ван Буоле не так себе представлял остров Верхней Академии. В лазурном небе среди моря облаков парили гигантские острова. Каждый из них по размерам не уступал острову Нижней Академии. Вот только одно это не могло вызвать такую бурную реакцию у студентов. Причина всеобщего изумления была в другом. Эти десять островов напоминали гигантские горы, парящие в воздухе вершинами вниз. Рельеф каждого из островов изгибался, создавая множество гор. В море облаков студенты увидели бесчисленное множество зданий и строений, утопавших в зелени. Флора этих островов выглядела непривычно. В воздухе даже витал какой-то приятный аромат. С этих десяти зависших в воздухе гор свисали толстые лианы пугающей длины. Одни связывали десять парящих островов, другие висели над озером Зеленолесье, вторые были особенно многочисленными. Остров Верхней Академии разительно отличался от острова Нижней Академии. Туман представлял собой магическую формацию, скрывавшую остров и изолировавшую его от внешнего мира. Похоже, здесь действовало пространственное расширение. Снаружи туман очерчивал не очень большую территорию, но внутри площадь острова Верхней Академии в несколько раз превышала размеры всего озера Зеленолесье. Всё это потрясло людей, впервые оказавшихся внутри. Глаза Ван Бооле стали размером с блюдца, его сердце переполняло восхищение, остров Верхней Академии превосходил самые смелые ожидания. Ректор, идущий впереди, улыбнулся. Его нисколько не удивила такая реакция студентов, он решил дать им немного времени прийти в себя, а потом сухо покашлял. Этот звук прогремел в головах студентов, словно раскат грома. Структура и Верхняя Академия похожи на Нижнюю. Каждый из десяти гор представляет собой павильон, аналог факультетов острова Нижней Академии. На самом деле структуру Нижней Академии списывали с Верхней, а не наоборот. После краткой вводной ректор накрыл ладони кулак и поклонился горам. Они тут же засияли, а потом из них в платформу ударили десять лучей света. Теперь от неё расходились десять мостов из света. На другом конце можно было увидеть группки по семь-восемь человек, которые жестом приветствовали ректора. «Студенты с факультета боевых искусств, отправляйтесь на первую гору!» После слов ректора Джо и Фанни остальные вступили на мост. Группа этого факультета получилась самой многочисленной. По мосту пошли практически двести человек. «В отличие от остальных студентов, практики стадии истинного дыхания с корнем восемьцу не будут пользоваться в своих павильонах особыми привилегиями», — сказал им вслед ректор. «Вы не только получите пещеру бессмертного, но и маленький летающий корабль, чтобы упростить передвижение, а также бездонную сумку. Считайте это наградой за ваши успехи. Джо и Фань, не забудь всё это получить!» Джо и Фань остановился. Не в силах скрыть эмоции, он поклонился ректору. Ван Буэлэ в толпе всё прекрасно слышал. От слов ректора у него загорелись глаза. После этого ректор продолжил распределять студентов истинного дыхания по разным мостам, ведущим к парящим горам. Когда пришёл черёд группы молодых людей с факультета магических формаций, ректор указал на далёкую гору, где находился их павильон. «В павильоне магических формаций находится мистический мир, который может открыть каждый. Там скрыто наследие божественной молнии, можете посетить это место и испытать удачу. На сегодняшний день только один человек заполучил его в полном объёме, но вам очень поможет даже одна из пяти божественных сил наследия молнии». Старый доктор перевёл взгляд на седьмую парящую гору. «Там павильон тхармического оружия! Студенты факультета тхармического оружия вам туда!» Скомандовал он. Ван Буэлэ сердце затрепетало в груди. Сделав глубокий вдох и выказав уважение ректору поклоном, он вступил на сияющий мост. Остальные студенты факультета последовали за ним. Группа молодых людей шла по мосту к павильону тхармического оружия острова Верхней Академии. По мере приближения к парящей громадине, они всё чётче видели небольшую группу людей, стоящую на другом конце. Большинство из них были молодыми людьми в синих халатах с необычайной культивацией и духовной аурой. Особенно выделялся мужчина в пурпурном халате. Он спокойно, без какого-либо намёка на раздражение, взирал на идущего по мосту Ван Буэлэ и других студентов факультета, излучаемое им давление напоминало океанский прибой. Рядом с ним духовная энергия в теле студентов становилась нестабильной. — Приветствую, почтённая! — сойдя с моста, сказал Ван Буэлэ. Он накрыл ладони кулак в знак приветствия и низко поклонился. Студенты позади последовали его примеру и поприветствовали встречающих. — Это глава павильона тхармического оружия! — объявил практик с длинным лицом, указав на мужчину в пурпурном халате. — Наше почтение, глава павильона! Не став дожидаться реакции остальных, Ван Буэлэ ещё раз поклонился. Остальные тоже склонили головы. Мужчина в пурпурном халате с улыбкой кивнул и молча двинулся прочь. Практик с длинным лицом, представивший его, более дружелюбным тоном сказал Ван Буэлэ и остальным следовать за ним. Его взгляд несколько раз останавливался на Ван Буэлэ. Похоже, он уже знал, что перед ним выпускник с духовным корнем восемь цуней. Ван Буэлэ, как и люди позади, немного нервничал. Следуя за провожатыми, они разглядывали горы и павильоны вокруг. Вскоре они добрались до большого здания у подножья горы. Здесь мужчина в пурпурном халате обернулся и скользнул взглядом по толпе студентов. От увиденного уголки его губ чуть приподнялись. — Добро пожаловать в павильон тхармического оружия! Неплохая группа студентов! Среди вас сразу двое с духовным корнем восемь цуней. Один даже стал учеником оружия. Взгляните! Мужчина в пурпурном халате едва заметно улыбнулся. Стоило ему это сказать, как из Дания вышел человек в длинном синем халате, красивый как лицом, так и фигурой. Высокий, с царственной осанкой, он поклонился главе павильона, а потом повернулся к студентам, среди которых стоял Ван Буэлэ. При виде изумления на лицах студентов, его глаза блеснули, и он негромко рассмеялся. Давно не виделись. В глазах Ван Буэлэ что-то промелькнуло. — Лин Тянь Хао! Глава 124. Знакомый запах Студенты факультета от хромического оружия поменялись в лице. Разумеется, они узнали Лин Тянь Хао. До смещения Ван Буэлэ весь факультет, по сути, находился под его контролем. Большинство из них в ходе учебы так или иначе пересекались с ним. На публике он всегда прикидывался добродушным, но за этим фасадом скрывалась жестокая и бессердечная натура. Они слышали о его исключении. Кто бы мог подумать, что они вновь встретятся на острове Верхней Академии, и тот уже будет находиться в статусе некоего ученика оружия. Никто не знал значения этого титула, однако упоминание об этом главу павильона показывало его важность. После небольшой паузы они накрыли ладонями кулак, поприветствовав Лин Тянь Хао. При виде выражения лиц тот лишь улыбнулся. Касательно конфликта с Ван Буэлэ он понял, что имел в виду отец. И все же он чувствовал себя немного странно. С одной стороны, его появление было лишь формальностью, все-таки сегодня Верхняя Академия встречала новых студентов. С другой, он объявил о своем возвращении. На пронзительный взгляд Ван Буэлэ он отреагировал простой ухмылкой. Отец был прав. Ван Буэлэ всего лишь букашка. Но если я смогу раздавить его, то будет еще лучше. А Ван Буэлэ помрачнел. Хоть появление Лин Тянь Хао изрядно удивило его, он был готов к чему-то подобному. Сразу после наказания ректора Ван Буэлэ предсказал, что так все и произойдет. Как я и думал, Верхняя и Нижняя Академия действительно разные списки студентов. Ван Буэлэ холодно посмотрел на Лин Тянь Хао. Не было смысла делать вид, будто между ними не существовало неприязни. Вдобавок он ощущал от него эманацию духовного корня восемь цуней. С такой могущественной семьей, как у Лин Тянь Хао, в этом не было ничего удивительного. Остальные отреагировали на его духовный корень по-разному. Несмотря на все их старания, им так и не удалось добыть духовный корень восемь цуней, тогда как Лин Тянь Хао без труда превзошел их всех. Что еще за ученик, о котором говорил глава павильона? Этот вопрос беспокоил Ван Буэлэ. Он заметил, что Лин Тянь Хао носил точно такую же одежду, как и восемь сопровождавших главу павильона молодых практиков. Сейчас было не время об этом спрашивать. Ван Буэлэ понимал, что совсем скоро узнает значение этой формы обращения. Мужчина в пурпурном халате заметил выражение лица Ван Буэлэ, но не придал этому никакого значения. Он ничего не знал о конфликте Ван Буэлэ и Лин Тянь Хао, да и вникать в эту тему ему совершенно не хотелось. Оба являлись экспертами истинного дыхания с духовными корнями восемь цуней. Такие люди встречались нечасто, но в павильоне тхармического оружия учились и такие, конфликты учеников его не особо заботили. Сегодня он появился перед студентами только потому, что того требовал протокол. Глава павильона был обязан лично принять новоприбывших студентов и провести короткий инструктаж. Иначе бы он никогда не стал тратить время на такую чепуху. Что до Лин Тянь Хао, тот попал к ним только благодаря связям с Дао Академией, на него он тоже не планировал тратить своё время. На острове Верхней Академии существует много правил, которые отличаются от того, к чему вы привыкли. Бесцветно сказал он. Павильоны куда строже факультетов. Помните, Нижняя Академия это школа, тогда как Верхняя считается сектой. На факультете тхармического оружия вы получили лишь базовые знания. В одноимённом павильоне вас обучат работать с материалами для переплавки артефактов, а также покажут методы ковки. «Вдобавок вы будете изучить продвинутые начертания духовной заготовки. От вас требуется смирение и усердие». Именно этими словами глава павильона каждый год напутствовал новых учеников. После этого мужчина оставил регистрацию новичков на молодых людей в синих халатах, а сам пошёл прочь. Восемь практиков в синих нарядах повели студентов за собой. Лин Дянь Хао прибыл раньше, поэтому он успел зарегистрироваться. Он поклонился практикам, которые тут же ответили ему тем же, после чего ушёл. Взмахом рукава он достал маленький летающий корабль. Когда Лин Дянь Хао поднялся на борт, Ван Боуле фыркнул. «Ну и что? У меня тоже скоро будет такой корабль!» Отвернувшись, Ван Боуле задвинул эти мысли подальше. Он последовал за длиннолицым молодым человеком к месту для регистрации. По пути между ними завязалась беседа. Его сопровождающий был не против стать друзьями. От него Ван Боуле многое узнал о павилоне дхромического оружия. Не прошло много времени, прежде чем с формальностями было покончено. Новичкам раздали сумки с их халатами, нефритовыми табличками и удостоверяющими пластинами. Его сопровождающий указал на нефритовые таблички и серьёзно сказал. «Младшие братья, эти техники культивации запрещено передавать посторонним. Одна из техник культивации павилона дхромического оружия служит для переплавки артефактов. Называется она «Техника трансформации бесконечного оружия». Ещё есть фундаментальная техника культивации ДАО Академии Эфира для стадии истинного дыхания «Техника эфирного облака». Что до места в горах, где вы будете жить, загляните в нефритовые таблички. Там вы найдёте инструкцию, как туда добраться. Можете отправляться туда». Закончив практик в синем халате, накрыл ладонью кулак. Повторив жест, Ван Боуле вышел из толпы. И спросил об особых привилегиях студентов с духовными корнями восемь цуней, о которых упоминал ректор. Объяснив Ван Боуле, как получить пещеру бессмертного и остальные предметы, практик слыбко кивнул и оставил их одних. Студенты факультета дхармического оружия не знали, что и думать. Многие невольно почувствовали разочарование при виде такого равнодушного отношения Верхней Академии. Попрощавшись с Ван Боуле, они разошлись. Им требовалось время, чтобы свыкнуться с новым статусом и окружением. Ван Боуле, с другой стороны, не чувствовал разочарования. Появление Лин Тяньхау разбудило в нём дух соперничества. Сделав глубокий вдох, он накинул халат ученика и похлопал себя по животу. «Мой халат не такого цвета, как у Лин Тяньхау, хотя я куда симпатичней. Этот наряд мне очень идёт. В нём я выгляжу очень изящно». Ван Боуле считал, что мог победить Лин Тяньхау одним своим внешним видом. С довольной улыбкой он поспешил к месту, куда указал их провожатый. Он не очень спешил, чтобы получше рассмотреть окружающие его горы и постройки. Из разговора с практиком в синем халате он получил некоторое представление о павильоне дхармического оружия. Четыре главных горных цепи – северная, южная, восточная и западная – состояли из множества горных пиков. Это были не четыре отдельные горные цепи, они были единым целым. Будь то центр культивации или какое-то административное здание, их архитектурный стиль в разных аспектах уступал и в то же время дополнял друг друга. «Похоже на настоящий город», – мелькнула у Ван Боуле мысль. Он видел много спешащих по своим делам учеников в сером, место, где распределяли корабли и пещеры, называлось департаментом размещения, находился он в северной части павильона дхармического оружия. Вскоре Ван Боуле нашёл нужное место – большое трёхэтажное здание. Внутри он увидел усатого мужчину средних лет в синем халате, он сидел за большим столом с закрытыми глазами. Вокруг сновало несколько учеников в серых халатах, все разговаривали полушёпотом, словно не хотели его тревожить. Услышав скрип двери, они все посмотрели на Ван Боуле. Ван Боуле подошёл к усатому мужчине, сухо покашлял и положил на стол удостоверяющую пластину. «Старший брат, я пришёл узнать насчёт пещеры бессмертного!» Мужчина медленно открыл глаза. При виде Ван Боуле и удостоверения на столе, он слегка выгнал бровь. «Духовный корень восемь цуней!» Снующие по помещению ученики покосились на Ван Боуле, а потом почтительно накрыли ладонь и кулак перед мужчиной в синем. Зная, как действовать в деликатных ситуациях, они быстро вышли. Когда в помещении они остались вдвоём, усатый мужчина достал нефритовую табличку. «Младший брат!» Изучив её, смущенно сказал он. «Пещера бессмертного пока занята. Не волнуйся, она будет доступна дней через пять. Что-то безданные сумки, тут никаких проблем. Подожди немного». Мужчина скрылся на втором этаже, вскоре он вернулся с чёрной сумкой и почтительно положил её на стол. Ван Боуле нахмырился. Этот человек повёл себя с ним не так уж и плохо, к тому же он вполне мог подождать пять дней. Зная, как вести себя с людьми, он достал радужный духовный камень и с улыбкой положил на стол. «Старший брат, ты уж проследи за всем. Я никогда не забываю о тех, кто мне помог». Глаза мужчины в синем заблестели. «Не волнуйся, младший брат», с добродушным смехом пообещал он. «Пещера бессмертного будет готова через несколько дней, но корабль придётся подождать чуточку дольше. Тебе явно не захочется летать на чужом корабле. Чтобы сделать новый, потребуется время». Мужчина ловко убрал духовный камень в карман После таких искренних слов Ван Буэлэ ничего не оставалось, кроме как уйти. Следуя указаниям из нефритовой таблички, он двинулся в путь. Уже почти добравшись до своего жилища, он внезапно остановился и с подозрением принюхался. Внезапно у него заблестели глаза. «Очень знакомый запах!» Глава 125 Баулэ разозлился «Пахнет картошкой!» Ван Буэлэ широко улыбнулся. Всё-таки у него был отличный нюх. Стоило ему что-то унюхать, и он сразу мог сказать, что это была за еда. Подняв голову, он поспешил по дороге, ведущей в долину впереди. До него доносились запахи готовящейся еды, уличный шум и обрывки фраз. На входе в долину он вдохнул полной грудью. «Небеса! Это же мои любимые маринованные яйца!» Ван Буэлэ вздрёгнул и пулей вбежал в долину. Там его со всех сторон атаковала многогранная палитра ароматов и звуков. Он попал на настоящий рынок, только вместо пилюлит хромических сокровищ здесь продавалась уличная еда. В долине стояло множество магазинчиков с разнообразными вывесками над дверьми, а один из магазинов рекламировал снеки, которые Ван Буэлэ видел в городе Эфира. «Не могу поверить, что в Верхней Академии нашлось такое место, если только здесь они не испытывают силу духа учеников!» У Ван Буэлэ заблестели глаза. По долине сновали ученики в серых халатах, на рынке царила оживлённая атмосфера. Изредка в толпе мелькали ученики оружия в синих халатах. В каждом павильоне были такие рынки, хоть они и пробились на стадию древних боевых искусств и стали экспертами истинного дыхания, настоящими практиками, им всё ещё требовалась вода и пища. Для удовлетворения нужд огромного числа учеников требовалось большое количество палаток и магазинов. «Я практик. Я уже вобрал в себя духовную энергию мира, так как же я могу поддаться каким-то мирским соблазнам? К тому же я хочу похудеть! Вам не сломить мою волю!» Ван Буэлэ покачал головой и вздохнул. Он хотел уйти, но, проходя мимо небольшой палатки с едой, ему в нос ударил приятный запах. После продолжительной внутренней борьбы он повернулся к прилавку. «Старший брат, я хочу тридцать порций этой картошки и добавь сотню порций маринованных яиц! Старший брат, собери мне всю духовно-ледяную воду, что у тебя есть, и положи ещё восемь коробок твоих знаков!» Спустя какое-то время Ван Буэлэ покинул рынок. Он съел несколько картофелин, проглотил одно маринованное яйцо и выпил духовно-ледяной воды. Выглядел он при этом довольно кисло. «Забудь об этом! Сегодня не буду худеть! Всё-таки я встретил Лин Тяньхау прямо на входе в павильон! Теперь надо придумать, как от него избавиться! Для этого придётся как следует поломать голову! Во всём виноват Лин Тяньхау!» Размышляя об этом, Ван Буэлэ оторвал куриную ножку и жадно впился в неё зубами. С дороги он увидел ряды зданий неподалёку, уходящие к самой нижней точке долины. Всего домов было несколько тысяч. Несмотря на плотную застройку, грамотное расположение домов не вызывало чувства клаустрофобии. Учеников не селили в общежитиях. Вместо этого им предоставляли отдельный дом. Ван Буэлэ быстро нашёл своё жилище и внимательно обошёл его. По убранству оно уступало пещере бессмертного острова Нижней Академии, но здесь хотя бы было чисто. Главный недостаток заключался в расположении дома. Стоило Ван Буэлэ открыть окно, как оттуда повеяло манящими запахами готовящейся еды с рынка в долине. Хорошее место, но здесь моя сила воли будет подвержена серьёзному испытанию. В результате внутренней борьбы ему удалось Пусси с огромным трудом подавить желание распечатать ещё одну часть своих покупок на рынке, чтобы как-то отвлечься, он достал нефритовую табличку с техниками культивации. На остров Верхней Академии опустились сумерки. Когда на небе появилась луна, палатки на рынке начали закрываться. В округе стало непривычно тихо. Из-за нахождения горы в воздухе, у стоящего на дворе сезона, ветер был довольно холодным. Возле открытого окна Ван Буэлэ нежился под прохладным ветерком, он сосредоточенно изучал техники культивации с таблички, то и дело он задумчиво поднимал глаза к потолку и смыкал веки, словно пытался переварить полученную информацию. Первая ночь на острове Верхней Академии прошла без происшествий, когда из-за горизонта медленно поднялся солнечный диск, пронзённый мечом, Ван Буэлэ глубоко вздохнул и закончил изучение техник культивации. Так стадия истинного дыхания разделена на пять ступеней. Из описания следует, что на первой ступени духовной цепь подобен шёлку, туман на второй ступени превращается в ручеёк, а на третьей становится рекой. После этого река будет шириться, пока ручейки и реки не впадут в океан. Пробормотал Ван Буэлэ с блеском в глазах. За ночь он намного лучше понял устройство стадии истинного дыхания. Техника эфирного облака это техника культивации Дао Академии Эфира. Если следовать инструкциям, то я могу подняться на вершину стадии истинного дыхания, просто культивируя её. Помимо первой ступени, остальные тоже имеют особые заклинания. Эта техника культивации позволяет изменить духовную энергию и сделать её более гибкой, дабы она легче поддавалась контролю. Это очень важно. Когда человек в культивации достигнет предела, он может поднять свою скорость и в то же время стать эфирным. После всплеска культивации человек может частично слиться с духовной энергией неба и земли, правда процесс будет неустойчивым. Аван Буалэ глубоко вдохнул и задумался о бумажном талисмане проректора, который тот использовал во время их поединка. В нефритовой табличке объяснялось и про талисманы, первая ступень истинного дыхания была тонка словно шёлк, ввиду недостатка духовной энергии. По этой причине было трудно использовать магические техники, бумажные талисманы как раз помогали практикам использовать заклинания. На второй ступени нити тумана собирались в ручеёк, с этого момента практик мог использовать обычные магические техники безбумажных талисманов, если для них не требовались колоссальные объёмы силы. Получается, проектор находится на первой ступени истинного дыхания, если бы он находился на второй ступени, то наверняка использовал технику эфирного облака, облачный палец. Прочитанное в нефритовой табличке описание облачного пальца разожгло в сердце Ван Боулэ пламя, склонив голову, он достал нефритовую табличку с техникой бесконечной трансформации оружия. Я могу научиться технике бесконечной трансформации оружия. Это полная версия техники укрепления ЦИ. Сюда включён продвинутый курс начертаний, продвинутый курс духовных заготовок, раздел проковку материалов и переплавку артефактов. Если овладеть всеми этими навыками, то я смогу превращать любые предметы в сокровища. Во всяком случае, номинально. За ночь Ван Боулэ узнал, чему их будут обучить в павильоне тхармического оружия. В нефритовой табличке также упоминалось, что ученики павильона могли посещать специально отведённые места, где члены старшего поколения делились своим опытом. Также к их услугам были записи и лекции в интернете острова Верхней Академии. В отличие от Нижней Академии, занятия здесь не ставились во главу угла, большую часть времени ученики проводили в одиночестве, занимаясь переплавкой или экспериментами. Ван Боулэ с энтузиазмом приступил к работе. Столько всего следовало прочесть и запомнить, так прошло четыре дня. Всё это время Ван Боулэ культивировал технику эфирного облака и изучал технику бесконечной трансформации оружия. Изредка он делал перерывы, чтобы сходить на рынок и подкрепиться, такая близость к вкусной еде, вкупе с непрерывной работой с техникой культивации, отразилась на его весе. За четыре дня он серьёзно потолстел. «Так не может больше продолжаться!» Утром пятого дня Ван Боулэ похлопал себя по животу после обильного завтрака, вот только выглядел он слегка подавленным. Покинув рынок, он с тяжёлым вздохом достал зеркало и посмотрел на своё пухлое лицо. «Я всё ещё красавец, но мне следует быть более осторожным». Ощупывая щёки, Ван Боулэ подумал о том, чтобы посетить департамент размещения. Пора было получить полагающуюся ему пещеру бессмертного, когда он уже убирал зеркало, то заметил пролетавший в небе летающий корабль. Острое зрение помогло ему увидеть, кто на нём летел. Лин Тяньхао. «Опять он! Неужто он тоже где-то здесь живёт?» Ван Боулэ выгнул брови. Лин Тяньхао тоже заметил Ван Боулэ внизу. На мгновение их взгляды встретились. Один летел по небу, другой стоял на земле. Отец был прав. С презрительной усмёшкой подумал Лин Тяньхао. «Мы из разных миров. Интересно, удастся ли тебе занять прочное положение в Верхней Академии? Всё будет зависеть от того, попадёшься ли ты в мою ловушку или нет». С этой мыслью Лин Тяньхао демонстративно отвернулся и специально направил корабль к месту посреди склона горы, где находились пещеры Бессмертного. Ван Боулэ видел, как Лин Тяньхао приземлился рядом со входом в пещеру Бессмертного и скрылся внутри. Его глаза холодно блеснули. «Он живёт в пещере Бессмертного!» «Интересно, у Лин Тяньхао есть летающий корабль и пещера, а у меня, человека с духовным корнем восемь цуньей с большими заслугами перед Дао Академией, нет ни того, ни другого. Так получается!» Мрачно подумал Ван Боулэ. До этого он не особо обращал внимание на пролетающие корабли, но сейчас заметил кое-что. На борту каждого из них стоял номер. Насколько он понимал устройство острова Верхней Академии, этот летающий корабль предоставила Дао Академия. После разговора с сотрудником департамента размещения прошло уже пять дней, Ван Боулэ подавил пламя гнева внутри и быстрым шагом направился туда. Внутри департамента не было никого, кроме уже знакомого практика в синем халате. Когда Ван Боулэ заметил ответственного за департамент размещения, тот тоже заметил посетителей и потер переносицу. Не став дожидаться, пока Ван Боулэ заговорит, он со вздохом сказал «Младший брат Ван, подожди ещё немного, я уже узнавал насчёт тебя. Похоже, пещера бессмертного будет готова только через десять дней». Услышав это, Ван Боулэ с трудом одержал себя в руках. Вся эта ситуация выглядела крайне странной, поэтому он тут же положил на стол десять радужных духовных камней. «Старший брат, она нужна мне сегодня!» Для его собеседника десять таких камней были маленьким состоянием, он покосился на блестящие камни и натянуто улыбнулся. «Младший брат, я не пытаюсь тебя обмануть, ты владеешь духовным корнем восемь цуней, к тому же на острове Нижней Академии ты был главным префектом. Назначение тебя учеником оружия всего лишь вопрос времени, не в моих интересах оскорблить кого-то вроде тебя. Но я не могу вызвать ни удовольствие другого человека, я и так несколько раз пытался поторопить его». Ван Боулэ прищурился, взмахом рукава он вывалил на стол ещё двадцать духовных камней. «Старший брат, пожалуйста, объясни». «Ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Даже если бы Ван Буоле поднял на него руку, он бы не отступил от своих принципов. Но Ван Буоле слишком хорошо разбирался в искусстве ведения переговоров. Мужчина долго не сводил глаз с Ван Буоле, пока наконец не принял решение. «Младший брат Ван, я принимаю твою дружбу!» С этими словами он собрал духовные камни со стола, немного порылся в разложенных нефритовых табличках и отложил одну в сторону. Немного постучав ей по столу, он поднялся и размял затекшие плечи. «Младший брат Ван, я занимаюсь переплавкой хромического артефакта. Мне надо отойти ненадолго, чтобы проверить, как там идут дела. Вернусь минут через пять». С этими словами практик в синем вышел. Ван Буоле сразу понял, зачем ему так срочно понадобилось отойти. Он поднял отложенную в сторону нефритовую табличку, как вдруг выражение его лица изменилось. В ней находился список владельцев пещер бессмертного. Действительно не было ни одной свободной. Вот только имя Лин Тяньхау стояло сразу напротив двух пещер. Если сложить информацию, полученную из списка со странным поведением работника департамента, ответ напрашивался сам собой. «Проклятье!» Лин Тяньхау, ты решил загробастать мою пещеру бессмертного? Глаза Ван Буоле засияли холодным светом. Когда он уже был готов взорваться, к нему внезапно пришло осознание, что что-то здесь было не так. Действия его противника были слишком очевидными. «Постойте-ка, этот парень не дурак. Разве он не боится, что я в порыве гнева разукрашу его лицо?» Несмотря на рвущийся наружу гнев, Ван Буоле не терял головы. Он с подозрением подумал, что бы было, если б старший брат из департамента размещения не показал ему эту нефритовую табличку. Внезапно он хлопнул ладонью по столу. Он всё понял. «Пытается спровоцировать меня на глупость? Этот мелкий крысёныш хочет подвигаться со мной в мастерстве интриг? Я прочитал тонну автобиографии высокопоставленных чиновников. Чего я так переживал, что упустил свой шанс поквитаться с ним в Нижней Академии? Посмотрим, как тебе понравится, когда я тебя как следует отделаю!» Ван Буоле холодно усмехнулся, и его взгляд не предвещал ничего хорошего. Глава 126. «Как ты посмел присвоить себе мою пещеру Бессмертного?» Ван Буоле был вне себе от ярости. Вместо того, чтобы умчаться к своей пещере Бессмертного, он остался стоять в ожидании возвращения практиков синим. Вскоре тот вернулся. Ему хватило одного взгляда на мрачное лицо Ван Буоле, чтобы всё понять. Поэтому он убрал нефритовую табличку и в ожидающий посмотрел на него. В глазах Ван Буоле что-то промелькнуло, он накрыл ладони кулак и, наконец, нарушил гнетущую тишину. «Старший брат, в Нижней Академии я был тем ещё сорвиголовой», признался Ван Буоле. «Отношения с Линти Аньхао у меня сразу не заладились, к тому же я как-то избил его подчинённых прямо у него на глазах. Этот тип отлично знает, как меня разозлить». Сначала глаза практиков синим расширились от удивления, а потом превратились в узкие щёлки. Человек, поступивший в Дао Академию Эфира, прошедший экзамен для поступления в Верхнюю Академию и, получивший в итоге пост главы одного из департаментов, явно не был дураком. К словам, Ван Буоле он отнёсся очень серьёзно. Похоже, Линти Аньхао использовал его в своей игре против Ван Буоле. Если бы в результате провокации Ван Буоле вышел из себя и напал на Линти Аньхао, разгорелся бы нешуточный скандал. Если бы не обходительность Ван Буоле, то он бы никогда не показал ему нефритовую табличку. По сути, он поступил с одним из правил, запрещавшим разглашать информацию о пещерах Бессмертного посторонним. Если бы из-за пещеры Бессмертного произошёл конфликт, то его репутация как человека, в чём ведении они находятся, серьёзно пострадала. Если бы в результате неосведомлённости Ван Буоле повёл себя неадекватно и устроил скандал в павилоне дхармического оружия в первые же дни после поступления, наказан был бы практик, ответственный за административный департамент. Что до Линти Аньхао, ему достаточно было извиниться, ведь не он напал первым. Несколько дней назад усатый мужчина пытался выставить его из пещеры Бессмертного, тот не стал спорить, однако попросил дать ему отсрочку в несколько дней. «Этот Линти Аньхао пытался свалить всю вину на меня?» Риторически спросил практик в синем, при этом его глаза холодно блеснули. С богатым опытом за плечами он был не тем человеком, которым можно было манипулировать, не зря ведь он занимал этот пост. «Младший брат Ван, я несколько раз пытался поторопить младшего брата Лине, ты не поможешь мне напомнить ему ещё раз?» Сказав это, он передал Ван Боуэлэ нефритовую табличку. «С радостью, старший брат!» Глаза Ван Боуэлэ загорелись, он открыто заявил о своих намерениях и получил именно то, что хотел. С нефритовой табличкой в руках он двинулся к дверям. Практик за столом поднял голову и посмотрел в сторону, где находилась пещера Бессмертного Линти Аньхао. Он холодно фыркнул. Что Линти Аньхао, что Ван Боуэлэ, для него между ними практически не было разницы. Однако сейчас ему представился шанс оценить обоих. Вполне логично, что он решил помочь Ван Боуэлэ, предоставив ему легальную причину для выселения конкурента. Покинув административный департамент, Ван Боуэлэ поспешил к пещере Бессмертного Линти Аньхао. Пламя праведного гнева в его груди полыхало как никогда сильно. «Линти Аньхао, какой бы хитрый план ты ни придумал, твой папочка устроит тебе такую взбучку, что ты разревёшься как маленькая девочка. Решил увезти мою пещеру Бессмертного? Готовься к последствиям!» Чем больше Ван Боуэлэ думал об этом, тем сильнее становилась его ярость. Он со всех ног побежал к пещерам Бессмертного, издали он напоминал катящийся по дороге огромный меч, оставляющий за собой полевой шлейф. Ученики павильона от хромического оружия удивлённо провожали его взглядом. «Это ещё что такое? Куда этот толстяк так спешит?» Вскоре Ван Боуэлэ добрался до места, где располагались пещеры Бессмертного, а точнее до самого края этой области. Там находилась пещера Бессмертного Линти Аньхао. Он поднёс огромный мегафон и принялся кричать. «Линти Аньхао, ты зашёл слишком далеко! Я вызываю тебя на бой!» Его голос, усиленный мегафоном, волнами прокатился через область, где располагались пещеры Бессмертного. Хуже всего пришлось жилищу Линти Аньхао, поскольку оно находилось ближе всех. Звук легко миновал стены и изолирующие магические формации. Переплавлявший этхромический артефакт Линти Аньхао вздрогнул, как от удара током. Услушав знакомый голос, он холодно хохотнул. Его план сработал. Как и предполагалось, Ван Боуэлэ подсапался соответственным за административный департамент и теперь пришёл сюда сам. Линти Аньхао притворился, будто ничего не услышал. Когда никто не вышел из пещеры Бессмертного, Ван Боуэлэ сделался серьёзным. В это же время на улицу вышли ученики из других пещер. Им явно не понравилось, что кто-то нарушил их покой. «Кто орёт? Как шумно!» Не обращая внимания на выкрики в свой адрес, Ван Боуэлэ холодно рассмеялся и опять закричал в мегафон. «Линти Аньхао! Не я разлучил тебя с Дзянь Далуном! Хоть ты жестоко сломал моего Джуганцзяня! Я уважаю вашу любовь!» Невольные свидетели происходящего резко притихли, а потом взорвались громкими криками. «Что тут происходит? В чём именно он его обвиняет? Кто такие эти Джуганцзянь и Дзянь Далун?» Звучит как имя каких-то здоровых и крепко сбитых мужиков. «Небеса! Вот так новости! Кто б мог подумать, что у Линти Аньхао такие необычные вкусы!» Больше Линти Аньхао не мог это терпеть. Он распахнул дверь и с диким криком выскочил на улицу. «Ван Боулэ, что за чушь ты несёшь?» «О, ты наконец решил почтить нас своим присутствием!» Стоило Линти Аньхао выйти, как Ван Боулэ сорвался с места. Духовная нить пронизывала всё тело. Благодаря её усилению он мог двигаться с чудовищной скоростью. Его кулак уже приближался к Линти Аньхао. В этот удар Ван Боулэ вложил всю свою силу, не пожалев ни капли энергии. В результате перенаправления духовной энергии внутри и снаружи тела перед его кулаком образовался маленький ураган. Даже такой человек, как Линти Аньхао, который обладал корнем восемь цуней и духовными сокровищами для защиты, серьёзно недооценил боевую мощь Ван Боулэ. В следующую секунду на него обрушился кулак, с грохотом смяв окружающую его защиту. После такого удара он не смог устоять на ногах. Звук ещё не успел стихнуть, а его с огромной скоростью отбросило прочь от пещеры. По лицу Линти Аньхао промелькнуло изумление. Вот только после такой атаки он лишь побледнел, всё благодаря защитным духовным сокровищам. «Линь! Сукин ты сын! Как же давно мне хотелось тебя врезать! Пришло время ответить за случай в том аналесе!» Ван Боулэ молниеносно подлетел к обидчику и ударил его ногой в пах. «Почему он такой быстрый?» Никак не мог понять Линти Аньхао. Он хотел уклониться, но Ван Боулэ двигался слишком быстро. И вновь Линти Аньхао от удара оторвало от земли и с треском впечатало в скалу вдалеке. Терпя жуткую боль, Линти Аньхао хотел найти укрытие, но он двигался слишком медленно. В мгновение ока Ван Боулэ подскочил к нему, схватил за волосы и силой перебросил через себя. А потом опять ударил ногой в пах, вновь впечатав в горный склон. Эту тактику Ван Боулэ перенял у духовного корня длиной в девять суней. С такой скоростью и силой он напоминал ураган, таким образом он лишил противника инициативы и не давал ему возможности контратаковать. После очередного удара Линти Аньхао, несмотря на защиту духовных сокровищ, сложился пополам и закашлялся кровью. Все его тело жутко болело. Пока он пытался прийти в себя, ему в уши ударил крик Ван Боулэ. «И после всего этого ты посмел украсть мою пещеру бессмертного? Ты не оставил мне другого выхода! Поначалу я не хотел рассказывать про тебя, Дзян Далуна и моего бедного Джугансяня! Но ты пришел, черту!» Во время этой тирады Ван Боулэ раз за разом накидывался на Линти Аньхао и без жалости выворачивал ему руки и бил в пах. Разница в силе была слишком большой. Линти Аньхао вряд ли можно было назвать слабаком, но он ничего не мог противопоставить Ван Боулэ. За всем наблюдала внушительная толпа практиков павильон от хромического оружия. Только сейчас они поняли причину конфликта. Многие были удивлены. «Ван Боулэ? Я слышал о нем! Ученик с последнего набора? Какой свирепый толстячок!» «Он точно из одного с нами павильона! Почему меня не покидает ощущение, что он на самом деле с соседнего павильона боевых искусств? Как он может быть настолько сильным? А этот Линти Аньхао? Это правда, что он предпочитает мужиков? Но что еще за его Джугансянь, о котором говорил Ван Боулэ?» Пока ученики горячо обсуждали причины конфликта, Линти Аньхао во все горло закричал. В этот же миг его окутало красное свечение. Очевидно, он привел в действие какое-то секретное сокровище. С его помощью он смог вырваться из лап Ван Боулэ и отступить. Ван Боулэ прищурился. При таком количестве свидетелей он не собирался показывать свою истинную силу. Вместо того, чтобы броситься на отступающего Линти Аньхао, он повернулся к свидетелям и накрыл ладонью кулак. «Доброе утро, старшие братья! Вы сами видели, стоило мне упомянуть Джу Гансяня, как он сразу же вышел из себя. Так и знал, что его до сих пор мучают угрызения о совести!» Зрители недоуменно переглянулись, а Линти Аньхао лихорадочно пытался придумать, что сказать. Ему еще никогда не доводилось попадать в подобную ситуацию, да и избили его настолько серьезно тоже впервые. Побои он еще мог стерпеть, но при упоминании Джу Гансяня его дыхание стало прерывистым. Его тело ныло от боли, пальцы, казалось, могли в любую секунду отвалиться, а отрези в области паха его глаза налились кровью. Однако он не потерял головы и заставил себя успокоиться. «Ван Баулы, хватит уже выдумывать! Это бесполезно! Тебя не заставить невиновного почувствовать себя виноватым!» Говоря это, Линти Аньхао с холодным блеском в глазах достал духовное сокровище, «Метательный нож!» В полете оружие могло излучать подавляющую силу, нож был очень высокого качества, по меньшей мере пятого ранга. Помимо защитных сокровищ, Линти Аньхао нашелся еще один туз в рукаве. Ван Баулы сощурился, простого нападения на Линти Аньхао было недостаточно, он хотел растоптать репутацию этого мелкого интригана. Неважно, были ли его обвинения правды или нет, все-таки с подмоченной репутацией будет уже поздно что-то отрицать, поэтому он презрительно фыркнул. «Собрать удовольствием! У меня есть доказательства!» Широким взмахом руки Ван Баулы достал крупного автоматона с обильным волосяным покровом на теле, а от зрителей не ускользнуло, как этот лохматый громила при виде Линти Аньхао застенчиво начал водить ногой по земле. А потом автоматон издал какой-то обескураживающий полустон-полукрик, широко развел руки, и побежал к Линти Аньхао, словно хотел обнять его. Вырвавшиеся из него звук отчетливо слышали все присутствующие, словно для потерявшего голову автоматона не было человека притягательнее Линти Аньхао. «Это мой Джу Ган Сянь!» Линти Аньхао три дня и три ночи мучил его, и теперь бедняк округлые сутки издает эти странные звуки. «Линти Аньхао, скажи мне, что ты сделал с Джу Ган Сянем?» гневно воскликнул Ван Буэлэ. Глава сто двадцать седьмая «Лень, сукин сын! Хочешь со мной тягаться?» Повисла гробовая тишина, странные звуки ошелымели всех присутствующих, очень быстро в районе, где находились пещеры бессмертного, послушалось прерывистое дыхание, словно надувались гигантские кузнечные меха. «Это... что это? Тхармический артефакт? Автоматон?» «Этот жуткий звук! Мурашки по коже! Чтобы создать такого Автоматона, нужен незаурядный талант!» У зрителей в ушах до сих пор звучали слова Ван Буэлэ. В итоге гомон толпы стал еще громче. «Так это правда? Неважно, правда это или нет, что вообще Линти Аньхао сделал с этим Джуган Сяном? Как он довел Автоматона до такого состояния? Три дня и три ночи? Ну и животное!» Гляньте на выражение лица Джуган Сяна. Смущенное и в то же время уязвленное. Гляньте на его походку. «Немного странное. Полагаюсь за боли. Чую, за всем этим скрывается интересная история. Ха-ха! Вот так дела! Как интересно!» Слушая разговоры людей вокруг, Ван Буэлэ кое-что понял. Судя по сказанному, эти ученики, хоть и обладали талантом, были не очень хорошими людьми. Линти Аньхао задрожал, и выпученными глазами уставился на бегущего к нему с распростертыми объятиями смущенного здоровяка, пока он сутрожно соображал, что делать, метательный нож, духовное сокровище, выпал из дрожащих рук. «Убирайся! Не подходи!» Нетвердым голосом выкрикнул он. Линти Аньхао еще никогда не попадал в настолько странную ситуацию, он инстинктивно попятился, его дыхание сбилось, а в глазах начало темнеть. Настолько происходящее казалось сюрреалистичным. Однако Джу Гантьсянь оказался невероятно быстрым, не успел он далеко уйти, как его преследователь, издавая какие-то странные звуки, крепко его обнял. У Линти Аньхао волос на затылке встали дыбом, он как безумец замахал руками, обрушив на Джу Гантьсянь от хромические артефакты из бездонной сумки. Взрыв отбросил Джу Гантьсяня, на земле его слегка затрясло, эта атака серьезно повредила его корпус. К нему подскочил Ван Боулей и помог Джу Гантьсяню подняться, Ван Боулей печально посмотрел на свое творение, а потом уже более сердито на Линти Аньхао. Линти Аньхао, Джу Гантьсяня так несчастен, зачем ты это сделал? Он же просто был рад тебя видеть и на радостях хотел обнять! Его слова подлили масло в огонь дискуссии зрителей, все уже поняли, что в обвинениях Ван Боулей было не так уж много подробностей, к тому же некоторые обратили внимание на брошенную вначале фразу о неких разногласиях в Нижней Академии. Но никто не знал о последних событиях острова Нижней Академии, к тому же никто не был против разбавить довольно монотонную жизнь Верхней Академии небольшим шоу. На самом деле, если бы Ван Боулей и Линти Аньхао поменялись местами, на их реакцию это бы никак не повлияло, особенно учитывая разглашение весьма пикантных подробностей с участием дхармических артефактов. Некоторые ехидно закричали, «Линти Аньхао, это уже перебор! Давай расскажи нам, как ты довел Джигантьсяня до такого состояния!» «Ха-ха, Линти Аньхао, не стесняйся!» От ярости глаза Линти Аньхао покраснели, произошедшее сегодня не на шутку его разозлило. Ранее он заставил себя успокоиться, но сейчас Ван Боулей довел ситуацию до такого состояния, что теперь уже никто не понимал, что происходит. Даже если бы они все поняли, слухи о сегодняшнем инциденте было уже не удержать. От одной мысли, как вся Дао Академия будет обсуждать его якобы связь с Джигантьсяням, у Линти Аньхао все внутри вскипело от ярости. Его сотрясала мелкая дрожь, такой реакции у него не было даже после атаки Ван Боулы. «Ван Боулы, я убью тебя!» Взревел Линти Аньхао и взмыл воздух. Лишившись последних крох самообладания, он бросился на Ван Боулы. Тот закрыл глаза и про себя рассмеялся. Он был одним из тех, кто не прощал обид и не чирался мести. Если бы Линти Аньхао не перешел ему дорогу в Верхней Академии, то он бы не стал искать с ним конфронтации. Но Линти Аньхао решил спровоцировать его, поэтому Ван Боулы ответил, причем очень жестко. Ван Боулы хотел не только избить Линти Аньхао, он хотел уничтожить его репутацию и надломить дух, чтобы тот никогда не оправился. Наблюдая за обезумевшим Линти Аньхао, Ван Боулы сжал пальцы в кулак и приготовился атаковать. Духовная нить начала распространяться по его телу, поглощающая семечка тоже уже вращалась. Как вдруг на них обрушилось чудовищное давление, которому никто не мог противостоять, как будто из центрального пика четырех горных цепей павильона ударила огромная невидимая рука, подавившая и остановившая всю духовную энергию в области. «Ван Боулы, где ты по-твоему находишься? Смелости тебя не занимать!» От громогласного голоса Ван Боулы задрожал, поменялся в лице и начал задыхаться. Линти Аньхао тоже пытался унять тремор во всем теле, он был вынужден остановиться в десяти метрах от Ван Боулы, давление повлияло даже на сторонних наблюдателей, они даже не пытались сопротивляться, вместо этого все ученики почтительно склонили головы. «Приветствуем, глава павильона!» В воздухе появился длинный луч радужного света. Из этого многоцветного свечения вышел глава павильона от хромического оружия во все том же пурпурном халате. С зеленого летающего меча он мрачно посмотрел на Ван Боулы. Если судить по словам главы павильона, всю вину он почему-то возложил на одного Ван Боулы. Будучи экспертом по автобиографиям высокопоставленных чиновников, вместо того, чтобы начать жаловаться, он почтительно склонил голову, как сделали все остальные. Он даже вышел вперед. Из-за склоненной головы никто не увидел блеска его глаз. Этими несколькими шагами он показывал свое уважение главе павильона, в результате он оказался даже ближе к Лин Тяньхау, чем главе павильона. В Ван Боулы не было до этого никакого дела, он поприветствовал человека в небе, накрыв ладони кулак. «Пожалуйста, умерьте свой гнев, глава павильона! Ученик признает свою ошибку!» После этого Ван Боулы быстро убрал автоматона. Но перед этим он осторожно коснулся его, отчего тот издал громкий стон и посмотрел на Лин Тяньхау так, словно еще сильнее хотел его обнять. Этот маленький штрих стал искрой, спровоцировавший пожар. Лин Тяньхау был гордецом. Всю жизнь он считал себя не таким, как все. Испытанный сегодня шок начисто лишил его способности трезво соображать. Безумная ярость, которую он с трудом сдерживал, вновь вырвалась наружу. Если бы Ван Боулы стоял в десяти метрах от него, то он бы ничего не сделал. Но сейчас его противник находился всего в пяти метрах от него. С яростным пламенем в глазах Лин Тяньхау направил свой метательный нож и другие дхармические артефакты в Ван Боулы. С началом атаки его посетило странное чувство, будто он что-то упускал. Однако поворачивать назад было поздно, его внезапная атака застала всех врасплох. Никто не ожидал, что Лин Тяньхау посмеет напасть на другого ученика прямо на глазах у главы павильона. На Ван Боулы обрушились тхармические артефакты и метательный нож. Ихидно усмехнувшись про себя, он с напускным удивлением попытался прикрыться защитными оберегами. В результате удара он кубарем отлетел назад и с жалким видом закашлялся кровью. На самом деле, с таким крепким телом, как у него, эта атака его даже не поцарапала, но он театрально павильона. Вы правильно заметили, что смелости мне не занимать. Хоть я заполучил духовный корень восемь цуней и сделал немало хорошего для Дао Академии в деревне истинного дыхания, мне никогда не приходило в голову, что это должно давать мне какие-то особые привилегии. По правилам Дао Академии люди, пробившиеся на следующую стадию культивации с помощью духовного корня восемь цуней, вознаграждаются пещарей бессмертно вылетающим кораблем. И все же я ничего не получил. В то же время Лин Тяньхау, как и я, владеющий духовным корнем восемь цуней, получил и то, и другое. Я благодарен Дао Академии, ведь без нее Ван Буэлла никогда бы не стал тем, кто он сейчас. Я просто не имею права жаловаться на Дао Академию, я все понимаю. Лин Тяньхау нагло занял сразу две пещеры бессмертного и забрал то, что по праву принадлежит мне, и все же я не стал жаловаться. Сюда я пришел по поручению старшего брата из административного департамента. Он попросил помочь сдвинуть с мертвой точки ситуацию с пещеры бессмертного. В доказательство этих слов у меня есть нефритовая табличка. Я готов принять любое наказание, которое за счет нужным назначить глава павильона. Ван Буэлла с заметным усилием поднялся на ноги и достал нефритовую табличку. В его глазах стояли печали гнев, опустилась звенящая тишина. Ван Буэлла покосился на Лин Тяньхау и не без удовольствия заметил, как того перекосило. Линь, сукин сын, хочешь со мной тягаться? Если я не доведу тебя до белого коленя, то мое имя не Ван Буэлла. Глава 128 Какой хороший подопытный! Ван Буэлла был очень доволен своим блестящим выступлением и тем, как ему удалось вывернуть ситуацию таким образом, чтобы виноватым оказался Лин Тяньхау. Разумеется, он пытался скрыть свою радость от окружающих, большинство видели лишь его широкую спину, его слова особенно тронули собравшихся практиков. А люди часто сопереживают тем, кто находится в проигрышном положении. Давить на жалость, такую тактику Ван Буэлла избрал намеренно. Неожиданное нападение Лин Тяньхау в присутствии главы павильона привело всех в замешательство. Для многих этот поступок показал его в негативном свете, все присутствующие, вожидающие посмотрели на главу павильона. Лин Тяньхау с другой стороны судорожно ловил ртом воздух. Эту сторону Ван Буэлла он видел впервые, инстинкты подсказывали, что его оппонент специально прикидывался жертвой, его жалостливая история буквально пестрила деталями. «Голова павильона! Он притворяется!» Промямлил Лин Тяньхау. Мужчина в воздухе мрачным взглядом заставил его задрожать от страха. Лин Тяньхау пришлось закрыть рот, несмотря на то, что от ярости с его языка чуть не сорвались слова протеста. Когда Лин Тяньхау заставили замолчать, Ван Буэлла мысленно поздравил себя еще раз. Вот только он понимал, что эти люди не были дураками, поэтому ему не стоило переигрывать, по этой причине он молча склонил голову. Мужчина в пурпурном халате отвел взгляд от Лин Тяньхау, агрессивное нападение этого молодого человека пришлось ему не по вкусу. Что интересно, Лин Тяньхау получил дополнительную пещеру бессмертного с его разрешения, при том условии, что она будет использована для переплавки дхармических артефактов. В то время он не думал, во что это может вылиться. Если бы в этом конфликте Лин Тяньхау не набросился на своего оппонента, то главной целью его гнева стал бы Ван Буэлла, а Лин Тяньхау отделался бы короткой лекцией. Во всяком случае, он планировал так поступить, но все резко поменялось, когда Ван Буэлла подвергся атаке Лин Тяньхау, при этом требования первого были правомерны, если верить его истории и предоставленным доказательством. Ключевым моментом, изменившим его решение, стало уважительное отношение Ван Буэлла. Вместо того, чтобы упрямиться и кричать, как маленький ребенок, пусть он и был в своем праве, он уважительно изложил ситуацию и замолчал в ожидании его решения. Лин Тяньхау, с другой стороны, ситуацию усложняло большое количество свидетелей. Глава павильона не мог игнорировать общественное мнение, прищурившийся несколько раз посмотрел на Ван Буэлла, он без труда распознал его притворства и мотивы, и все же он не мог не признать, Ван Буэлла оказался весьма способным молодым человеком, который хорошо знал, как вести себя с людьми. «Вы оба, чтобы я такого больше не видел! Еще одна драка на территории Дао Академии, и вас ждет суровое наказание! Теперь ты, Лин Тяньхау, почему ты занимаешь пещеру бессмертного, принадлежащую другому? Немедленно верни ее!» Напоследок глава павильона холодно взглянул на Лин Тяньхау и полетел прочь. Сердце Лин Тяньхау хаотично колотилось, Ван Буэлла прикидывался уязвленным и оскорбленным, но на самом деле это он был уязвленным и оскорбленным. Он понимал, что проиграл этот раунд. После ухода главы павильона Ван Буэлла выпрямился и с характерным жестом, накрыв ладонью кулак, обратился к людям вокруг. «Старшие братья и сестры! Мы все из одной секты и скоро станем соседями! Я здесь новенький, поэтому буду рассчитывать на ваши советы!» Ван Буэлла подошел к толпе и горячо поприветствовал своих старших братьев и сестер. Он даже вручил им по одному радужному духовному камню. Их не расстроило, что они получили всего по одному камню, наоборот, они были весьма польщены. Такая чуткость со стороны Ван Буэлла только подняла его в их глазах, между ними завязалась легкая беседа. В ходе этого инцидента Ван Буэлла оставила себе хорошее впечатление. Они понимали, что перед ними коварный, беспощадный и в то же время очень способный молодой человек. К тому же продемонстрированный ранее автоматон показал и мастерство Ван Буэлла в переплавке хромических артефактов. Человек, сумевший совершить прорыв культивации с корнем 8 цуней, еще и знал, как разрешать деликатные ситуации и заводить знакомства. По их мнению, парень таких талантов мог найти выход из любой ситуации. До сегодняшнего дня до них доходили слухи о некоем Ван Буэлле из Нижней Академии и его возвращении из Деревни Истинного Дыхания. Подробности они не знали. Вскоре они из любопытства заглянут в сеть, чтобы узнать о нем побольше. Узнав подробности, они еще больше зауважают Ван Буэлле. Сейчас все, конечно же, поняли, что Ван Буэлле разыграл маленький спектакль, но им было плевать. Обрывки разговоров и смеха больно резали слух Лин Тяньхао, не теряя ни секунды, он устремился к пещере Бессмертного. Ван Буэлле искосо посмотрел на него, фыркнув, он выбросил его из головы и вновь включился в беседу. Когда ученики разошлись, Ван Буэлле остался стоять перед пещерой Бессмертного Лин Тяньхао. Две пещеры Бессмертного находились на самом краю, причем расстояние между дверьми было не больше 30 метров. После осмотра двух пещер Ван Буэлле рассудил, что правая, самая крайняя, могла принести ему неудачу, а вот та, что левее, выглядела неплохо. Лин Тяньхао! Громко крикнул Ван Буэлле. Я хочу правую пещеру Бессмертного! Проваливай! Я забираю ее! На лбу Лин Тяньхао, который как раз собирался перенести вещи в левую пещеру Бессмертного, вздулись вены. Изначально он планировал отдать Ван Буэлле правую пещеру, но теперь передумал. Он выскочил на улицу, бежал в левую пещеру Бессмертного, где быстро собрал свои вещи. На выходе он бросил ключ в виде небольшой пластины Ван Буэлле. «Бери или сам проваливай!» Напоследок бросил он и скрылся в правой пещере Бессмертного. «С твоим-то возрастом ты все еще не прошел подростковый бунт? Ведешь себя как капризный ребенок!» Ван Буэлле поймал ключ и прочистил горло. На слова Ван Буэлле, Лин Тяньхао в пещере Бессмертного заскрежетал зубами. Театрально распахнув двери, войдя внутрь, Ван Буэлле сразу же улыбнулся. Эта пещера не только в два раза превосходила прошлую по площади, в ней еще имелись комната для отдыха, уединенная палата для медитации и, самое главное, помещение с плавильной печью земного огня. С ней он мог переплавлять хромические артефакты, не выходя из дома. Ему больше не нужно было ходить в специально отведенные для этого места, как на острове Нижней Академии. В дальней части пещеры располагался балкон, откуда открывался прекрасный вид на горы вдалеке, накрытые шапкой из пушистых облаков. Еще дальше по ту сторону гор пролегала красивая линия, где соединялось небо с озерной гладью. Вид с балкона был весьма омиротворяющий. В сравнении с прошлой пещерой концентрация духовной энергии здесь была значительно выше, ее обилие подчеркивали всевозможные цветы растения, растущие за перилами балкона. В пещере Бессмертного ветер приносил с собой не только прохладу, но и благоухание цветов. Отличное место! Ван Буэлле не очень нравилось соседство с Лин Тяньхао, а с другой стороны, радость от получения такой хорошей пещеры отодвинула эту мысль на второй план. Расположившись поудобней, он достал пакетик со снеками. Теперь пришло время для переплавки и учебы. Я здесь не для того, чтобы цапаться с Лин Тяньхао. Моя цель – стать президентом Федерации! Съев пару горстей чипсов, Ван Буэлле отложил пакетик в сторону и залез в духовный интернет у острова Верхней Академии. Информация в сети помогла ему лучше понять устройство Верхней Академии. Вдобавок там он нашел сведения о высококлассных начертаниях и ковке. Так, надо разобраться, как тут все устроено, и выяснить, что такое ученики оружия. Ван Буэлле глубоко задумался. Он получил общую картину, и теперь пришло время разобраться в деталях. Пока Ван Буэлле бороздил просторы сети, его сосед Лин Тяньхао пребывал не в самом лучшем расположении духа. Скрижища зубами, он с недобрым огоньком в глазах достал нефритовую табличку и передал через нее несколько приказов. «Ван Буэлле, как ты посмел запятнать мою репутацию?» Злобно прошепел он. «Раз так, то и твоя репутация серьезно пострадает». Незаметно промелькнули три дня, новость о том, как Ван Буэлле заполучил себе пещеру бессмертного довольно быстро забылась. Все-таки для большинства учеников павильон от хромического оружия Лин Тяньхао и Ван Буэлле были всего лишь новичками, недостойными особого внимания. Результаты Ван Буэлле в деревне истинного дыхания впечатляли, но это лишь показывало его потенциал, которому еще предстояло раскрыться. Наконец, Ван Буэлле нашел нужную информацию в сети об острове Верхней Академии и павильоне тхромического оружия. Павильон тхромического оружия ответственен за переплавку тхромического оружия и духовных сокровищ внутри своих стен, а также осуществляет обслуживание тхромического оружия солдат, стоящих на границе. Что еще? Да, у Академии Эфюра не поощряет индивидуализм, поэтому учеников с разных павильонов заставляют работать вместе. В ходе семестра мы будем тренироваться в мире снаружи в составе небольших групп. Бормотал, сидящий в позе лотоса, Ван Буэлле. Ему удалось отыскать подробное описание структуры павильона с хромического оружия. Чем-то он напоминал город, если идти сверху вниз по иерархической лестнице, то сначала шел глава павильона, потом четыре вице-главы павильона, следом мастера оружия и, наконец, множество учеников оружия. Обычные ученики находились в самом низу. Каждая из этих иерархических ступеней обладала соответствующей положению властью, в глазах Ван Буэлле глава павильона был кем-то вроде мэра города, человек высокого положения, управляющий всем этим местом. Он обладал большой властью, причем не только регулирование жизни павильона и установление правил. В последнем у него была практически неограниченная власть. Вице-главы павильона по функциям напоминали помощников или заместителей мэра. Эти люди тоже обладали серьезной властью. Каждый из них был ответственен за свою область павильона хромического оружия. Вместе они представляли серьезную группу, способную поспорить с главой павильона. Мастера оружия номинально считались подчиненными вице-глав павильона. Под руководством каждого из них находилось некоторое их количество. Они помогали управлять павильоном хромического оружия и были ответственны за организации внутри павильона. И, наконец, ученики оружия. Их взаимоотношения с мастерами оружия напоминали отношения последних с вице-главами павильонов. Под предводительством каждого мастера находилось множество учеников оружия. Они помогали им в администрировании и управлении. Похожая структура власти была установлена практически во всех павильонах Верхней Академии. Обычные ученики вообще не обладали властью. Даже если на секунду забыть о главе павильона, то одни мастера оружия обладают неимоверной властью. Если стать одним из них, то можно получить управление какой-нибудь орган власти павильона. К тому же Верхняя Академия это ядро до Академии Эфира. В присутствии мастера оружия будут гнуть спины даже мэры небольших городков. Ван Буэлэ несколько раз глубоко вздохнул. В его глазах появился странный блеск. Если останусь мастером оружия, никто не сможет меня тронуть. К тому же это приблизит меня к креслу президента федерации. Ван Буэлэ очень хотелось стать одним из них. В поисках способа получения этого титула он наткнулся на тему форума в духовном интернете, где фигурировало его имя. А? Ван Буэлэ тут же открыл её. Пробежавшись по тексту он захохотал. Позвольте мне представить вам Ван Буэлэ из павильона хромического оружия. Говорит, в прошлом он жульничал, чтобы получить статус особого студента на острове Нижней Академии бессовестный и подлый человек. Вот оно как. Теперь понятно, откуда растут ноги его богатства. Оказывается, в Нижней Академии Ван Буэлэ был главным префектом. Он использовал свою власть, чтобы из силы отнимать у студентов их вещи и ценности. А вот откуда у этого жадного вора столько денег. Похожие посты поначалу встречались довольно редко, но их количество неуклонно росло. Особенно интересно выглядело смещение фокуса на похоть жадности властолюбия Ван Буэлэ, причем каждый пост был написан в негативном ключе. Такая подлая тактика показывала только одно. Лин Тяньхау только выглядел как хитрый и расчетливый человек. На самом деле этой выходкой он показал себя инфантильным и незрелым. К такому выводу пришел Ван Буэлэ, когда прочитал несколько похожих тем на форуме. В Нижней Академии эта тактика еще могла сработать, но здесь, в Верхней Академии, все были сосредоточены на своей культивации, здесь не было места дуракам. Такие посты вряд ли могли очернить репутацию человека, наоборот, они показывали глупость и ребячливость автора. Как ребенок. Похоже, пубертатный период поздновато застиг Лин Тяньхау. Такому недалекому только в цирке выступать. Ван Буэлэ покачал голову и, решив не обращать внимания на такие глупости, он и так потратил слишком много времени на Лин Тяньхау, взмахом в руке он кое-что достал из бездонного браслета. Хотя жаль, будет упустить такую прекрасную возможность. Он станет отличным подопытным. На его примере я испытаю пределы человеческого разума, подходящий случай, чтобы начать исследование психических термических артефактов. Глава 129-я Свяхнувшийся Лин Тяньхау Ван Буэлэ уже не терпелось приступить к исследованию. С вытащенным мегафоном в руках и лукавой улыбкой он зашел в комнату с плавильной печью, чтобы переплавить и перенастроить начертания новых мегафонов. Он сделал этот хромический артефакт еще сильнее и изменил направление исходящего звука. Что до требуемых материалов, ученики павильон от хромического оружия могли купить их за духовные камни. Большинство материалов считались достаточно редкими на острове Нижней Академии, дело было в разнице уровней учащихся. На самом деле очень редкие материалы для переплавки имелись в наличии на острове Верхней Академии, вот только их нельзя было купить за духовные камни, их можно было получить только после выполнения определенных заданий. Вскоре Ван Буэлэ закончил процесс переплавки, осмотрев около 30 переплавленных мегафонов, он разместил их на стене пещеры Бессмертного. По другую сторону этой стены находилось жилище его соседа, Ван Буэлэ стряхнул путь с рук и сел в позу лотоса. Пришло время для эксперимента. Распечатав пакетик со снеками, сказал он, первый тест психологическая реакция на шум. По взмаху правой руки все мегафоны завибрировали, несмотря на их включение в пещеры Бессмертного было тихо. В результате настройки Ван Буэлэ мегафоны испускали звук в направлении пещеры Бессмертного Лин Тяньхао. Пронзительный звук прошел камень и попал прямо в соседнюю пещеру Бессмертного. Лин Тяньхао как раз с улыбкой читал в духовном интранете очередной порочащий Ван Буэлэ пост. Когда он уже хотел отдать очередной приказ, в его пещере внезапно прогремел раскат грома. От этого звука у него заложило уши, словно огромная толпа людей разразилась гневными криками и другими странными звуками. От получившейся звуковой волны задрожала вся пещера Бессмертного, со стены потолка посыпалась пыль, его пещера Бессмертного находилась на самом краю, с другой стороны обрыв, поэтому оглушительный шум больше никого не потревожил. Лин Тяньхао успел только вздрогнуть от испуга. В следующую секунду в его ушах уже стоял звон, а голова сильно кружилась. Тишину и покой его жилища нарушили грохот и хаос. Жалким воплем дрожащий Лин Тяньхао вскочил с места, он закрыл уши руками, но звуковые вибрации и грохот раз за разом словно волны сотрясали его пещера Бессмертного. Он судорожно ловил ртом воздух, сердце казалось было готово вырваться из груди, Лин Тяньхао выскочил из пещеры Бессмертного как ошпаренный. На улице было тихо, но у него в ушах всё ещё стоял звон, чтобы прийти в себя ему потребовалось какое-то время. «Ван Була!» в ярости закричал Лин Тяньхао в сторону соседней пещеры Бессмертного. Он никак не ожидал от своего оппонента настолько необычной ответной реакции. Не в силах контролировать себя, он закричал во всё горло. Услышав опли снаружи, Ван Була доживал содержимое пакетика со снэками и достал нефритовую табличку. «Какая яркая реакция!» Вероятно, защитные механизмы субъекта сейчас взведены до предела. Внезапный звуковой удар действительно оказывает серьёзное влияние на поведение человека, бесполезно для изменения психологического состояния субъекта. Надо всё записать. Ван Була с предельно серьёзным лицом записал результаты. Он перенастроил мегафоны. Видя, что результатов эксперимента не удастся получить в ближайшее время, он засел за технику эфирного облака. Ленте Анихао снаружи пещеры в ярости хотел рвать на себе волосы. Его глаза налились кровью, он ещё долгое время кричал снаружи, Ван Була отказался выйти, однако звук мегафонов стал значительно мягче. Скрижища зубами, Ленте Анихао вернулся в пещеру Бессмертного, вот только он недооценил психологический тест Ван Була. Сначала громкость значительно уменьшилась, а потом опять резко возросла. Причём на этот раз грохот стоял даже громче, чем в прошлый раз. Ленте Анихао не мог выносить этот шум, он опять спотыкаясь выбежал на улицу и в бешенстве накинулся на дверь пещеры Бессмертного Ван Була. После шквала его атак магическая формация так и не поддалась, Ленте Анихао находился на пределе. Сделав несколько глубоких вздохов, он стиснул зубы. «Ван Була, хочешь выжить меня отсюда? Не выйдет!» Глаза Ленте Анихао мрачно блеснули, он понимал, что апеллировать главе павильона было бессмысленно, пока Ван Була не перейдёт к физическому насилию. Такой важный человек не станет разбираться в их мелких дрязгах, поэтому ему ничего не оставалось, как уйти. Вернувшись домой за полночь, он привёл в действие купленные защитные артефакты. С их помощью он создал плотный щит для блокирования грохота. Тем не менее, звук-то появлялся, то исчезал, иногда в пещере устанавливалась тишина, которая в любой момент мог нарушить жуткий грохот. Ленте Анихао мог активировать защитные артефакты, к сожалению, их использование серьёзно тратило его запасы духовной энергии. Несколько раз он снимал защиту, стоило грохоту стихнуть, как вдруг он возвращался. Внезапные звуковые атаки довели его до состояния, когда он вздрагивал от любого мало-мальски громкого шума, зашуканный и Ленте Анихао постоянно дрожал. Если так продолжится, у него от испуга произойдёт кровоизление в мозг или остановится сердце. Сколько он не пытался, ему не удалось выявить закономерность звуковых ударов, в бессильной ярости он мог лишь кричать. Даже будучи практиком истинного дыхания, в такой обстановке его сердце уже начало пошаливать. Он не хотел переезжать из пещеры бессмертного, но и не мог оставаться в ней. Поэтому ему пришлось найти временное жилье в другом месте. После побега испытуемого Ван Буэлэ немного расстроился. Пару вздохов спустя он сместил свой фокус Ленте Анихао на культивацию техники эфирного облака и скорейшее обретение звания ученика оружия. Благодаря духовному интранету он уже знал, какие шаги требовалось предпринять для достижения второй цели. Если хочу стать учеником оружия, то мне надо переплавить сотню дхармических артефактов первого ранга. Глаза Ван Буэлэ блеснули. В Нижней и Верхней Академии по-разному определяли первый ранг артефакта, дхармические артефакты на острове Нижней Академии были несовершенными ввиду того, что студенты не зашли в обучение дальше курса духовных заготовок. У них не было доступа к полному курсу о материалах и процессе переплавки. В результате творения студентов можно было считать дхармическими артефактами квази-первого ранга. С другой стороны, по стандартам, установленным Верхней Академией, артефакты первого ранга должны быть идеально переплавлены вводство таких артефактов представляло собой весьма трудоемкий процесс. Делу не помогало еще одно правило — не ученики определяли, какие артефакты они переплавляли. У павильона имелся специальный список дхармических артефактов первого ранга, откуда выбирали ученики. Причем, чтобы получить желанное звание, они должны были предоставить сотню разных дхармических артефактов. Такую задачу было крайне трудно выполнить за короткое время, особенно тем, кто только попал на остров Верхней Академии. Среди учеников было много тех, кто не справился с задачей даже спустя несколько лет. Для Ван Боуло это было не такой уж и серьезной проблемой, все-таки в Нижней Академии он постоянно работал с материалами и понимал процесс переплавки. Он даже успешно произвел несколько дхармических артефактов первого ранга, ему по силам было сделать артефакт рангом выше, правда у конечного продукта будут изъяны. Ван Боуло не сомневался в себе. С уже имеющимися знаниями он мог переплавить идеальные дхармические артефакты первого ранга, если будет систематически заниматься с материалами нового учебного курса. Ученикам оружия стать непросто, так как Лин Тяньхау это удалось. После того, как Ван Боуло узнал требования для получения этого звания, в его голове крутился этот вопрос. Ответ не заставил себя долго ждать. Вспомнив, из какой семьи был Лин Тяньхау, он понял, что именно произошло. Похоже, мне надо найти влиятельного человека, который замолвит за меня словечко. В противном случае мне не останется ничего, кроме как усердно работать и тренироваться. Не лучший вариант. Так я в будущем окажусь в позиции догоняющего. Ван Боуло задумчиво почесал затылок. В его голове сразу же всплыл образ старейшины, который дал ему нефритовую табличку на пике ректора. Этого человека он очень уважал. Сейчас значимый старейшный павильон от хромического оружия оказалось ему ещё выше, чем раньше. Человек, чья власть превосходит главу павильона? Ван Боуло ещё немного об этом подумал, а потом сосредоточился на более насущных вещах. Пока он не станет хотя бы учеником оружия, об этом плане рано было думать. Сначала переплавлю тхармические артефакты и подправлю свой статус Верхней Академии. Помимо культивации техники Эфирного Облака, он начал изучать технику бесконечной трансформации оружия. Он даже взял материалы для переплавки идеального тхармического артефакта первого ранга. Дони неспешно сменили друг друга. Жизнь Ван Боуло вошла в спокойное русло. В дополнение к культивации и переплавке он смотрел уроки в духовном интернете, иногда ходил на занятия, началась типичная будничная рутина. Его сосед так и не вернулся, из-за этого его культивация и скорость переплавки духовных камней стала ещё быстрее. Всё потому, что обе пещеры Бессмертного обладали единым духовным резервуаром. Ван Боуло был доволен своей жизнью, но ему начало не хватает Лентяньхао. Какой прекрасный подопытный, жаль, что он сбежал. Сколько экспериментов так и остались на стадии идей, как это не прискорбно признавать, и исследование психологических хромических артефактов временно свёрнуто. Ван Боуло недолго пришлось сокрушаться по поводу нереализованного потенциала его исследования. Через две недели Лентяньхао вернулся, в своей пещере Бессмертного он достал кучу сделанных по заказу мегафонов. Он установил их на стенах, граничащих с жилищем Ван Боуло и включил их. При этом он привёл в действие заранее приготовленную защиту, заблокировав ей все звуки. Он сел в позу лотоса и холодно рассмеялся. Хочешь вынудить меня уйти? Даже не мечтай! Заметив возвращение Лентяньхао, Ван Боуло удивлённо выгнал бровь. Он с самого начала был готов к тому, что Лентяньхао попытается повторить его тактику, опасаясь очередного бегства подопытного, он решил перейти к следующему эксперименту. После широкого взмаха рукава он пробосил «Джу Ган Цянь!» Из бездонного браслета тут же вылетела массивная фигура, с грохотом приземлившись на землю, он поднял голову и издал утробный рэк. Глава 130 Исследование психологической войны Этого автоматона переплавил Ван Буэлэ. Внешне он выглядел как крупный и хорошо сложный и весьма незаурядный мужчина. Густой волосяной покров придавал ему грубоватый и свирепый вид. Если бы не издаваемые им странные звуки, то его можно было бы принять за грозного громилу. Даже его глаза отличались необычной яркостью, что выгодно отличало его от остальных творений Ван Буэлэ. Этот хромический артефакт был одним из первых в партии автоматонов, который Ван Буэлэ переплавил во время каникул, когда он ещё учился на острове Нижней Академии. Автоматон пережил с ним смертельную схватку в Томонолесье и был одним из тех, кто перепугал до смерти одного из мужчин в чёрном. В том инциденте с убийцей участвовало три автоматона. Благодаря им Ван Буэлэ увидел другой способ использования автоматонов. Во время конфликта с факультетом просветления Дао Ван Буэлэ улучшил автоматонов, добавил в них голосовую функцию. С тех пор он продолжил переплавку автоматонов, но сейчас большинство из них были серьёзно повреждены, особенно им досталось в деревне истинного дыхания. Магическая формация внутри фрагмента горы уничтожила большинство из них, от самой первой партии остался только этот автоматон. Лентянь Хау повредил его метательным ножом, но Ван Буэлэ отремонтировал его. «Джугантьянь, я хочу использовать тебя в эксперименте. Ты готов?» С наигранной мягкостью спросил Ван Буэлэ, с довольной улыбкой смотрев его. Здоровяк резко поднял голову, он выглядел растерянным, но его глаза ярко горели светом радужных духовных камней, если не присматриваться, то могло показаться, что после своего воскрешения он стал ещё свирепее, чем прежде. «Мммм...» Внезапно промычал он. От этого звука Ван Буэлэ вздрогнул, как оттуда ротоком. «Ладно, ладно». Ван Буэлэ совершенно не нравился этот звук. Почесав нос и прочистив горло, он повёл автоматона в комнату с плавильной печью, он планировал переплавить ещё автоматонов, а также усилить и немного отрегулировать Джугантьяня. Вскоре из помещения вышел Ван Буэлэ в сопровождении трёх громил, точных копий Джугантьяня, высокие и крепко сложенные. Все трое были раздеты по пояс, демонстрируя свои огромные мускулы и заросшую волосами грудь. Ван Буэлэ с довольной улыбкой окинул взглядом Джугантьяня номер один, номер два и номер три, а потом посмотрел на стену, за которой находилось жилище его соседа Лин Тяньхао. «Отныне вы будете защищать меня, Ван Буэлэ!» Радостно всплеснув руками, объявил он. «Охраняйте дверь, чтобы никто не вошёл без моего разрешения и не забывайте записывать все изменения в эмоциональном состоянии нашего подопытного!» «Мммм!» Хором промычали три здоровяка. От этого странного звука Ван Буэлэ вздрогнул. Три автоматона выбежали на улицу и встали снаружи пещеры бессмертного, словно три грозных охранника. Ван Буэлэ был доволен результатом. Он сел в позу лотоса и вернулся к разделу курса о переплавке материала в технике бесконечной трансформации оружия. Так прошло два дня. За это время Лентяньхау ни разу не покинул свою пещеру бессмертного. В перерывах между переплавками термических артефактов он холодно поглядывал в сторону жилища Ван Буэлэ. «В отличие от меня, кроме мегафонов Ван Буэлэ ничего не придумал», с презрительной ухмылкой сказал он. «У меня ещё немало планов. Посмотрим, кто первым сделает свой ход». Лентяньхау собрался прогуляться, у него как раз закончились материалы для переплавки, стоило ему открыть дверь пещеры бессмертного и выйти на улицу, как ему в уши ударил знакомый звук, от которого мурашки пробежали по коже. Резко обернувшись, он увидел трёх здоровяков снаружи пещеры бессмертного Ван Буэлэ. Они смущённо начали водить ногой по земле и игриво захлопали глазами. Не каждый день увидишь трёх накачанных мужчин, которые бы вели себя как кокетливые красотки, причудливую картину довершали издаваемые ими негромкие звуки. У любого при виде такого волоса на затылке встали бы дымом. Троица даже замахала Лентяньхау, подзывая его к себе, но этим дело не ограничилось. План Ван Буэлэ оказался более изощрённым. Растерянный Лентяньхау внезапно услышал, как Троица тонко голосо затянула «Ну давай же, а? Любимый, иди сюда! Мм, поймай меня! Отшлёпай меня! Малыш! Ммм!» Лентяньхау от услышанного стала не по себе, и он чуть не запнулся на ровной дороге. Заметив, что все Троица выглядят как Джуганьсянь, он весь покрылся гусиной кожей. Ему сразу вспомнилась придуманная в Ан Буэлэ история о его сексуальных предпочтениях. Его так и подмывало наброситься на них, но он знал, что именно этого его противника добивался. Стоит ему напасть, как он попадёт в расставленную ловушку, поэтому он с напускной невозмутимостью прошёл мимо, как будто ничего не слышал. Как только Лентяньхау скрылся из виду, три автоматона тут же успокоились и продолжили как ни в чем не бывало нести стражу, тем временем в глазах в Ан Буэлэ по ту сторону дверей вспыхнул огонёк. Похоже, это самый эффективный способ ведения психологической войны. Результаты опыта очень пригодятся для моих исследований. В Ан Буэлэ почувствовал, будто нашёл направление для исследования психологических хромических артефактов. На самом деле его не особо заботили нападки Лентяньхау, если он посмеет напасть на него, то нарушит приказ главы павильона. Всё-таки автоматоны тоже являлись хромическими артефактами, нападение на них приравнивалось к нападению на него самого. Пока что Ван Буэлэ не планировал избавляться от такого ценного подопытного, он хотел выжить из экспериментов с ним максимум. Хау, маленький ты сукин сын, работай, не покладай рук, у меня на тебя большие планы. Записав результаты, по его мнению, эта информация могла пригодиться при переплавке хромических артефактов. После этого он вновь засел за курс по материалам для переплавки. Благодаря ранее имевшимся знаниям о постоянной работе с предоставленным в Верхней Академии учебным материалом, он понял большую часть из изложенных концепций. Ван планировал начать переплавлять хромические артефакты первого ранга после полного освоения курса материалов для переплавки. Одновременно с этим он сможет освоить последнюю главу курса о материалах. Ван Боуле сам не заметил, но с момента поступления в Верхнюю Академию он практически не терял времени даром, с невообразимой скоростью поглощая знания и совершенствуя навыки. С другой стороны, Лин Тиан Хау в последнее время вообще не мог сконцентрироваться на культивации, происходящее медленно сводило его с ума, не пройдет много времени, прежде чем между Ван Боуле и Лин Тиан Хау появится пропасть, которая будет только расти. За следующие две недели Лин Тиан Хау неоднократно посещали приступы неконтролируемой ярости. После каждого выхода на улицу возвращался в пещеру Бессмертного он весь на взводе. При виде трех автоматонов у него на лбу начинала пульсировать жилка, он так и не смог привыкнуть к ним. К сожалению, сидеть в заперти целыми днями тоже было нельзя. Он постарался свести количество выходов на улицу к минимуму, однако его все еще навещали люди. Вскоре по Верхней Академии поползли слухи, Лин Тиан Хау в бессилии начал подумывать о возможном переезде. Ежедневно находясь в стрессе, он полностью забросил учебу и культивацию. Все его мысли занимали поиски способа отомстить обидчику. В один из таких дней, пока он вынашивал план мести, его навестил молодой человек в белом халате. Его наряд и аура отличались от остальных учеников оружия. Судя по тому, как этот человек держался, он не только обладал высоким статусом, но и огромной силой. Не говоря уже про притягательную внешность и харизму, белый наряд на нём выглядел практически невысомым. У двери в пещеру бессмертного Линь Тяньхау он остановился и сложил руки за спиной. Его внимание привлекли трое громил перед пещерой Ван Буууле. Они стояли неподвижно, всем своим видом показывая свою грозность. Выражение лица молодого человека едва заметно изменилось, искоса взглянув на дверь в пещеру бессмертного Ван Буууле, а потом переведя взгляд на жилище Линь Тяньхау, он ненадолго задумался и взмахнул рукавом, отчего дверь перед ним загудела. «Младший брат Линь дома?» с улыбкой спросил он. Внутри сидела мрачная как туча Линь Тяньхау. Изначально он не планировал открывать дверь, но стоило ему поднять голову и выглянуть наружу, как он прищурился. «Чаньяйтон? Что он здесь забыл?» Линь Тяньхау узнал у молодого человека в белом халате. Этот человек считался настоящим самородком павильон от хромического оружия, он пробился на стадию истинного дыхания с помощью корня восемь цуней, а после поступления в Верхнюю Академию один из пяти старейшин павильон от хромического оружия сделал его своим персональным учеником. Практически все на острове Верхней Академии слышали об этом талантливом красавчике, помимо безукоризненной внешности и харизмы, он был человеком многих талантов, особенно хорошо ему давалось восстановление и ремонт хромического оружия. Даже главный старейшин однажды одобрительно кивнул и похвалил переплавленное им духовное сокровище. Он был одним из лучших мастеров оружия, гуляли слухи, что его собирались сделать вид с игловой павильон от хромического оружия. С такой важной персоной хотел подружиться даже Лин Тяньхао, несмотря на то, что он был выходством из очень влиятельной семьи. Даже он боялся оскорбить кого-то вроде гостя в белом. После поступления в Верхнюю Академию ему еще не представился шанс обстоятельно пообщаться с ним, поэтому их нельзя было назвать друзьями. Лин Тяньхао резко вскочил, распахнул дверь и с широкой улыбкой вышел поприветствовать гостя. Старший брачень! Не успел он закончить фразу, как три автоматона повернули голову и похотливо на него посмотрели. При этом они начали жаманно мяться на месте и, сдавая странные звуки, они кокетливо замычали. Маленький любовник, ты наконец-то вышел! Иди сюда! На лбу Лин Тяньхао опять начала пульсировать жилка. Перед другим гостем он бы не обратил на это внимания, но к нему заглянула такая важная птица, как Чэнь Юй Тун. Вдобавок он пришел сюда по своей инициативе, чтобы установить дружеские связи. Лин Тяньхао с безумным воплем хотел броситься на автоматонов, но тут на автоматонов посмотрел Чэнь Юй Тун, они тут же пришли в норму, но в их глазах промелькнуло удивление, которое никто не заметил. Глава 131-я «Как ты посмел сломать такое сокровище?» «Так слухи правда!» выдохнул Чэнь Юй Тун. Не сводя глаз накачанных автоматонов, которые что-то томно щебетали Лин Тяньхао, он попятился. «Старший брат Чэнь, что ты имеешь в виду?» От слов Чэнь Юй Туна настроение Лин Тяньхао стало еще хуже. Все выглядело так, будто он пришел сюда только для того, чтобы посмотреть на его унижения. Вот только Чэнь Юй Тун, казалось, не услышал вопроса, он продолжил рассматривать автоматонов, взмахом рукава он достал нефритовую табличку, словно хотел записать туда свои наблюдения относительно этой троицы. Лин Тяньхао сдерживал себя две недели, последней каплей в чаши его терпения стал визит Чэнь Юй Туна. Тот явно пришел не для того, чтобы подружиться с ним, три автоматона продолжили издавать странные звуки, а один так и вовсе сделал несколько пробных шагов в его сторону с распростертыми объятиями и надутыми губками, словно хотел обнять и зацеловать его. Лин Тяньхао не хотел срываться на Чэнь Юй Туне, поэтому с гневным криком он сделал шаг навстречу громиле, сжигаемой, неописуемой ненавистью к Ван Пуэле он со всей силы ударил. Закрой пасть! В этот удар он вложил всю силу первой ступени стадии истинного дыхания, усиленную его гневом. Чэнь Юй Тун поменялся в лице, когда Лин Тяньхао одним ударом с треском расколол автоматону череп, не выдержав такой удар, тот рухнул на землю. В этот же миг из его тела раздался сигнал тревоги, тотчас распахнулась дверь и в проеме показался округлый силуэт Ван Пуэле. Он подскочил к валяющемуся на земле автоматону. «Сяо Циан! Что с тобой стало, Сяо Циан? Ты был для меня как родной! Не умирай, Сяо Циан!» С болью в голосе закричал Ван Буэле, тряся поврежденного автоматона. Лин Тяньхао холодно рассмеялся и хотел обратиться к гостю, но тут стоящий рядом Чэнь Юй Тун в ярости проревел. «Лин Тяньхао, что ты сделал?» Лин Тяньхао вздрогнул как от удара. Когда он повернулся к Чэнь Юй Туну, то увидел холодный и в то же время яростный блеск его глаз. Какое-то время Чэнь Юй Тун пребывал в уединении, когда наконец вышел и его подручный, зная о хобби начальника, рассказал о забавном слухе про Лин Тяньхао и трех автоматонах, сделав особый упор на последних. Это заинтересовало Чэнь Юй Туна. Ему сразу вспомнилась одна сделка с посредником, учившимся на острове Нижней Академии. В результате той сделки он приобрел особого автоматона. После изучения автоматона он пришел к выводу, что это было удовлетворение. Вычислить создателя автоматона оказалось несложно. Стоило ему увидеть, как автоматоны преобразились в присутствии Лин Тяньхао, Чэнь Юй Тун сразу понял, что создателем его автоматона без сомнений был Ван Бууле. Еще больше его обрадовал заметный прогресс Ван Бууле по части переплавки автоматонов. Его радость не продлилась долго. Лин Тяньхао накинулся на автоматон и раскрыл ему голову. С точки зрения Чэнь Юй Туна это был акт неоправданной жестокости. Отсюда и его гнев в сторону Лин Тяньхао. Как ты посмел сломать такое сокровище? Ты разрушил настоящее произведение искусства! Чего Лин Тяньхао не ожидал, так это нравоучительные лекции от Чэнь Юй Туна, когда Чэнь Юй Тун назвал автоматона произведением искусства, тот изумленно опустил глаза на громилу с пробитой головой. Даже Ван Бууле не ждал от гостя такой реакции. Начисто забыв о разыгрываемом образе скорбного владельца, он поднял голову и во все глаза уставил с накипящего от ярости Чэнь Юй Туна. Ему сразу пришел на ум могущественный покупатель с острова Верхней Академии, который купил у него автоматона через Сахайяна. Это же не может быть он! Недоверчиво подумал Ван Бууле. Пока он и Лин Тяньхао пытались справиться с изумлением, Чэнь Юй Тун парой быстрых шагов подошел к Ван Бууле. Сперва он с боли в глазах осмотрел выведенного Ван Бууле по плечу. «Младший брат Ван, меня зовут Чэнь Юй Тун. По правде сказать, это я купил у тебя тогда автоматона. Я выступлю свидетелем того, что случилось сегодня. Не беспокойся, я на твоей стороне. Уничтожение любимого хромического артефакта это непростительный грех!» Чэнь Юй Тун достал нефритовую табличку и передал через нее несколько команд. А потом холодно покосился на Лин Тяньхао. Ван Бууле растерянно заморгал, он понял, что происходит нечто интересное, поэтому отказался от изначального плана и испытывающе посмотрел на Лин Тяньхао. Лин Тяньхао прищурился. Он хотел что-то сказать, но тут резко поменялся в лице и достал из бездонной сумки нефритовую табличку для связи. Одно быстрое движение руки и в его голове возникло сообщение от дисциплинарного департамента павильона хромического оружия. Вынесенное наказание было суровым. Помимо выплаты компенсации на него наложили дисциплинарное взыскание. У Лин Тяньхао выводились деньги, но у него все равно заныло в груди при виде размера суммы компенсации, не успел он толком разозлиться, как было объявлено дисциплинарное взыскание. В случае рецидива размер компенсации не только возрастет в сто раз, но и будет сделана отметка в его личном деле Дао Академии. Несмываемое пятно! А вот это уже было серьезной угрозой. Его отец мог помочь ему замять все это, но он очень не хотел, чтобы тот узнал о том, что он с Ван Булы все еще был на ножах. Поэтому он лишь стиснул зубы, невольно задумавшись, какой хаотичной стала его жизнь после встречи с Ван Булы. Особенно на острове Верхней Академии. Здесь он постоянно оказывался в невыгодных для себя условиях, каждую их стычку ему не удавалось дать выход терзающей его ярости. Еще одним ударом стало то, что в этом конфликте Чэнь Юй Тун принял в сторону Ван Булы. Тяжело дыша, Лин Тяньхао молча посмотрел на Ван Булы и вернулся в пещеру Бессмертного. Внутри он начал швырять о стену все, что попадалось ему под руку. «Ван Булы!» кричал он. От ярости у него на лбу и шее вздулись вены. Ван Бул этим временем с блеском в глазах смотрел на молодого человека в белом. Впервые на острове Верхней Академии он видел человека, облеченного властью. Несколько слов Чэнь Юй Туна заставили Лин Тяньхау проглотить обиду, хотя тот едва сдерживал рвущийся наружу гнев. Это о многом говорило. «Премного благодарен, Лэ поднялся и накрыл ладони кулак в знак почтения». Ван Булы пригласил Чэнь Юй Туну в свою пещеру бессмертного. Тот принял приглашение, поскольку хотел познакомиться и обсудить автоматонов. В ходе непринужденной беседы они обменялись опытом относительно производства автоматонов. Ван Булы узнал, что Чэнь Юй Туна изготовлял весьма впечатляющие автоматоны, его техники были доведены до совершенства и выверены до самых мелких деталей. «Моя цель – создать автоматон ранга божественной оружия. Я верю, что такой автоматон обретёт душу и станет настоящим человеком!» Со страстью в голосе поведал Чэнь Юй Тун. Он немало почерпнул из беседы с Ван Булы. В плане переплавки тот уступал ему, однако он обладал уникальным видением и идеями о начертаниях. Тем не менее, это была их первая беседа. За приятным разговором они не заметили, как на улице стемнело, Чэнь Юй Тун был вынужден попрощаться. Он знал о предпочтениях Чэнь Юй Туна, поэтому выбрал самых крупных и лохматых, однако он не смог заставить себя распрощаться с Джукан Цианом, со своим первым автоматоном, который олицетворял его креативность и знания в области изготовления автоматонов. Чэнь Юй Тун не ожидал такого подарка. С достоинством приняв автоматонов, он вручил Ван Булы духовное сокровище, шлем для обмана собственного разума. Именно его он одолжил Ван Булы, когда тот учился в Нижней Академии. В бою этот предмет был абсолютно бесполезен, и все же это было духовное сокровище. Подарок Чэнь Юй Туна, врученный без задней мысли, показал Ван Булы богатство павильона хромического оружия в сравнении с факультетом хромического оружия. Проводив Чэнь Юй Туна, Ван Булы вернулся в Пещеру Бессмертного, где сразу же залез в сеть в поисках информации о Чэнь Юй Туне. Старший брат Чэнь один из лучших мастеров оружия, причем он обладает большой властью в павильоне. Он ответственен за административный департамент павильона хромического оружия, каждая незаконная постройка находится в юрисдикции его департамента. Ходят слухи, что он станет следующим вице-главой павильона. Ван Булы был приятно удивлен. Кто бы мог подумать, что Чэнь Юй Туна кажется столь важным человеком. Прочитанное взбудоражило его сердце и разум. Несмотря на довольно необычные вкусы относительно автоматонов, он очень приятный малый. Когда учащийся в Верхней Академии в каком департаменте будет нести службу? Если бы я смог попасть в административный департамент, которым он заведует... Глаза Ван Булы засияли решимостью. С этого дня он ещё усерднее начал заниматься культивацией и переплавкой хромических артефактов. Не забывал он и о своём новом друге Чэнь Юй Туне. Чтобы не быть навязчивым, он изредка с ним встречался. Он также посетил дисциплинарный департамент, где представил доказательства случившегося. В ходе бесед с Чэнь Юй Туном Ван Булы ни разу не обмолвился о желании работать в его департаменте. Даже подчинённые Чэнь Юй Туна не знали об их крепнущей дружбе. Хорошие манеры и такт Ван Булы впечатлили Чэнь Юй Туна. Если прибавить к этому его приятный характер, неудивительно, что их отношения быстро переросли в весьма дружеские. Спустя какое-то время Ван Булы решил, что наконец смог встать на ноги в Верхней Академии. Одновременно росли и его навыки и знания о материалах для переплавки. Следующий шаг — переплавка настоящего сокровища. Перед этим надо вернуться к теме психологической войны. Ван Булы посмотрел на стену, за которой находилось жилище его соседа. С блеском в глазах он взмахнул рукавом, и перед ним возникло более тридцати мускулистых автоматонов. Построившись, они, Чеканя Шак, покинули пещеру Бессмертного. Глава 132 Негласное правило На следующее утро мрачный как туча Лин Тяньхау вышел из пещеры Бессмертного. При виде тридцати мускулистых автоматонов его охватил неконтролируемый гнев. Он закрыл глаза, досчитал до ста, а потом вернулся в пещеры Бессмертного. Там он собрал свои вещи и с ними вышел на улицу. Не став оборачиваться, он быстрым шагом пошел прочь. Его запал сошел на нет, когда он понял, что борьба с Ван Булы — это пустая отрата времени. Текущий статус Кво никак не влиял на Ван Булы, того же нельзя было сказать про него. Постоянный раздражитель в виде мускулистых автоматонов постоянно отвлекал его от культивации и не позволял сосредоточиться на производстве хромических артефактов. Ван Булы с тревогой выскочил на улицу в попытке убедить соседа вернуться, вот только Лин Тяньхау даже не посмотрел на машущего ему Ван Булы. Ох, какой отличный подопытный! Жаль, что он в конечном счете сбежал. Когда Лин Тяньхау скрылся вдали, Ван Булы с грустным вздохом покачал головой, а потом вернулся в пещеру Бессмертного. Убежавший Лин Тяньхау выглядел так, как будто надкусил неспелый лимон. В своем родном городе у него было полно способов разобраться с Ван Булы, но здесь, в ДАО Академии, все его планы терпели фиаско. Ван Булы, когда я стану мастером оружия, то покажу тебе истинное значение слова «сожаление». Новости о переезде Лин Тяньхау удивили тех, кто время от времени интересовался ходом их велотекущего конфликта, и все же большинству до их возни не было никакого дела. В огромном повелении дхармического оружия занималось несчетное множество учеников, у которых были дела поважнее, чем дрязги двух новичков. Был момент, когда духовный интернет пестрил сообщениями, очернявшими Ван Булы, вот только подавляющее большинство учеников слыхом о нем не слыхивали. Те, кто с ним раньше никогда не встречался, выбросились головы его внешность и увиденные факты о нем, опубликованные в сети. После освобождения жильцом соседней пещеры Ван Булы перепробовала множество способов и даже подкупил старшего брата из департамента размещения, чтобы тот втайне открыл ему магическую формацию пещеры. Первым делом он пробил проход в соседнюю пещеру Бессмертного, теперь его жилая площадь увеличилась вдвое. Пасмурное настроение Ван Булы после внезапного бегства Лин Тяньхау резко пошло в гору. С этого момента он начал готовить себя к получению звания мастера оружия, он планировал переплавить стот хромических артефактов и продвинуться в ранги, но перед этим он вошел в мир подушки иллюзии, арендованную сроком на пять лет, поскольку время еще не вышло, он не стал возвращать ее перед переходом в Верхнюю Академию. В мире иллюзий Ван Булы достал черную маску, чтобы узнать у Ла Пули о подходящей технике культивации, на вроде техники поглощения ци, которая бы подходила для стадии истинного дыхания. Все-таки техника поглощения ци удачно дополняла общеизвестную технику укрепления ци, вполне логичным казалось существование техники для переплавки артефактов, которая бы превосходила по эффективности технику бесконечной трансформации оружия. Однако на все вопросы маска отвечала стоическим молчанием, Ван Булы не смутило упрямство Ла Пули, поэтому он продолжил сладким глазком упрашивать ее. «Невероятно милая, самая красивая, Ла Пули, тебя пришел навестить твой Бауле. Ла Пули, золотое тело оказалось крайне полезным. В мистическом мире все встреченные мной духовные корни тут же влюблялись в меня. Было даже немного неловко». С притворной скромности повидал Ван Бууле, искоса поглядывая на маску. После инцидента в деревне истинного дыхания он не стал донимать Ла Пулю своими вопросами. Услышав про золотое тело, маска несколько раз вспыхнула. Насколько Ван Бууле понял, Ла Пули находилась не в самом лучшем расположении духа. Он было подумал заглянуть попозже, как вдруг из маски в него ударила молния. «Эй, ты чего?» Ван Бууле во все глаза уставился на маску и попытался отскочить. К сожалению, молния оказалась намного быстрее, он не смог увернуться. После попадания тело Ван Бууле онемело. Тем временем молния добралась до его донтяни, где обнаружила поглощающая семечка, полностью трансформированные духовные меридианы и духовный корень внутри семечка. Выбравшись наружу, молния вернулась в маску. «Что за удача у этого надоедливого толстяка?» Тихое эхо этого шепота спустя всего пора мгновения среди воющего ветра. «Кто?» Ван Бууле не расслышал всей фразы, он только услышал часть про надоедливого толстяка, из-за которой у него волосы встали дыбом. Осознав, что говорила маска, у него перехватило дыхание. Ван Бууле уже давно мысленно готовил себя к этому дню, поэтому хоть он и удивился, когда маска заговорила, это не стало для него настоящим сюрпризом. При упоминании надоедливого толстяка Ван Бууле про себя фыркнул. Он театрально огляделся, а потом с сомнением посмотрел на маску. «Лапуле, о чем это ты? Не вижу никаких толстяков!» Лапуле не стала обращать внимания на дурачество Ван Бууле, не став ничего больше говорить, маска покрылась письменами, а Ван Бууле быстро пробежался глазами по тексту и разочарованно вздохнул. Маска не дала ему столь желанную технику культивации, вместо этого она дала ему рецепт кармического артефакта, «Удивительно, но это был рецепт ножен!» «Ты хочешь, чтобы я переплавил ножны? Что такого особенного в этих ножнах? Это даже не летающий меч! К тому же летающим мечам не нужны ножны!» Высказал свой скептис Ван Бууле. Маска вспыхнула еще раз, на ней появился новый текст «Если переплавить совершенные ножны, то они смогут превзойти божественное оружие и поглотить древний меч из позеленевшей бронзы, что ныне находится в санце». «Не шути, так лапуля!» Со смехом сказал Ван Бууле. «Думаешь, я совсем дурак? Таким способом я выбивал из людей карманные деньги, когда мне было шесть лет! Попробуй что-то более убедительное!» Маска долгое время оставалась статичной, наконец она вспыхнула новым текстом. Там было сказано, что успешная переплавка ножен — это лишь первый шаг. С ними еще связана техника культивации. В то же время ножны принадлежали к эволюционирующему типу артефактов, они могли породить духовную иглу, а при дальнейшей переплавке эта игла была способна трансформироваться в духовный меч, который мог разрубить вся во вселенной. Вот это уже более убедительно! Ван Буэлла еще раз перечитал текст. Его не оставили сомнения, но упомянутая техника культивации заставила его удержаться от дальнейших комментариев. Вернувшись из мира иллюзий, он задумался о рецепте. Ранее он лишь мельком взглянул на него, но серьезно все обдумав пришел в восторг. Это всего лишь тхармический артефакт первого ранга, но он такой сложный. Сложность начинается с первого же шага. Духовные камни с начертаниями не только должны быть радужными, но и составлять единую структуру. Нельзя собрать ножны из разрозненных радужных духовных камней. Ван Буэлла был немного растерян и в то же время взволнован. Прокрутив в голове рецепт еще раз, его глаза расширились от изумления. Помимо особых требований к духовным камням, начертания требовалось гораздо больше, чем Ван Буэлла привык видеть на других артефактах. Их было нужно даже больше, чем для создания обычных духовных сокровищ третьего ранга. Хоть Ван Буэлла и мог решить проблему их расположения с помощью формулы, значение на черта не оставалось для него загадкой. Требования к духовной заготовке тоже оказались очень высокими, к тому же он должен был использовать материалы в точности, как указано в рецепте. Ван Буэлла никак не укладывалось в голове, как из всего этого мог получиться предмет только первого ранга, и все же это точно был хромический артефакт первого ранга. Может ли такое быть, что по достижении высочайшего уровня эти ножны действительно смогут притянуть к себе меч из позеленевшей бронзы? От этой мысли Ван Буэлла скептически улыбнулся, ножны заинтересовали его. Тем не менее, уже было ясно, что они не обладали могуществом, о котором заявляла Лапуля. И все же это явно было сокровище. Может быть, я смогу включить переплавку и синюю жемчужину? Так я, вероятно, смогу объединить два от хромических сокровища в одно, сделав его еще сильней? Во время изучения жемчужины похожая мысль уже приходила ему в голову, «Раза жемчужина произошла из хромического сокровища, объединение ее с другим артефактом могло принести неожиданные результаты. У него была всего одна жемчужина, поэтому он не мог заставить себя пойти на риск, объединив ее с каким-то заурядным предметом, но ножны выглядели весьма перспективным кандидатом». Он прекрасно понимал, что будет очень трудно переплавить ножны, к тому же в таком деле спешка была ни к чему. Поэтому он взялся за переплавку хромических артефактов первого ранга, требуемые для получения звания «Мастера оружия». Ван Буэлэ выбрал несколько из списка павильона и с головы погрузился в работу. Три дня спустя, после нескольких неудачных попыток, Ван Буэлэ наконец удалось создать идеальный летающий меч первого ранга. Изумрудное лезвие ярко сияло и излучало малоощутимую холодную ауру, это оружие превосходило по всем параметрам ранее произведенные Ван Буэлэ летающие мечи. «Меч морозного жадуита!» Глаза Ван Буэлэ сгорелись, переплавленный меч соответствовал всем требованиям из списка павильона тхармического оружия. С довольной улыбкой он вырезал свое имя на лезвие и в чувствах вздохнул. Этот неприметный меч мог быть использован только для того, чтобы драться с другими. Если каким-то образом оружие попадет не в те руки и будет использовано против него, Ван Буэлэ мог мгновенно разбить его. «Практики тхармического оружия те еще проныры!» Сохмылкой подумал Ван Буэлэ. О негласном правиле, которому следуют все практики тхармического оружия Федерации, поведал Му Чэнь Юй Тун, «Всегда оставляй лазейку!» Все практики тхармического оружия оставляли в своих творениях лазейку, это негласное правило защищало их от того, чтобы не быть убитыми собственными тхармическими артефактами. Это не очень нравилось другим, к тому же для сохранения тайны иногда приходилось убивать слишком любопытных. Тем не менее, этого правила придерживались все их коллеги по цеху, чем очевиднее не действовали, тем сложнее это было остановить». Глава 133. «Она очень ранимая». Ван Буэлэ осторожно отложил меч морозного жадоита в сторону и взялся за второй тхармический артефакт. В ходе переплавки он не прекращал культивацию техники эфирного облака, он каждый день медитировал, культивировал эту технику для наращивания духовной энергии и отдыхал. Каждое полное вращение культивации забирало с собой усталость разума. Ван Буэлэ чувствовал крепнущую внутри него духовную нить, особенно этот процесс был заметен во время переплавки духовных камней. Как только оживала поглощающая семечка, становилась очевидной заметно выросшая скорость поглощения духовной энергии. Появление вокруг него тумана и наличие у него 100% духовных меридианов позволяли культивации расти быстрее, чем у остальных. Он понимал, что нельзя было игнорировать ни культивацию, ни переплавку тхармических артефактов, особенно с учетом описания техники бесконечной трансформации оружия. Там имелась интересная строчка. С ростом ранга тхармического артефакта требования к культивации и практике возрастали. В Федерации существовало 9 рангов артефактов. Первые два были известны как тхармические артефакты, предметы с 3 по 6 ранг именовались духовными сокровищами, а с 7 ранга начиналось тхармическое оружие. Предметы выше 9 ранга имели название божественное оружие, такая градация налагала строгие требования к культивации и практике тхармического оружия. Размышления о технике бесконечной трансформации оружия напомнили Ван Буэлэ о фрагменте вступительного описания этой техники. Будучи практиками тхармического оружия, помните, все сущее есть духовные камни. Бесчисленные множество начертаний соединяются в несравненные духовные заготовки. Смотрите на естественные законы как наковка материалов, используйте космос как горн, и тогда вы сможете переплавить божественное оружие, способное сразить богов. От этих слов Ван Буэлэ до сих пор мурашки пробегали по коже. Он невольно задумался о том далеком дне, когда достигнет достаточного уровня, чтобы переплавить любой предмет на свете. Тогда я смогу переплавить божественное оружие и стать президентом федерации! Такая цель труднодостижима, но кто сказал, что это невозможно? Ван Буэлэ был преисполнен надежд. С каждым днем количество артефактов росло, за две недели в практически полном уединении он без перерыва переплавлял артефакты. Каждый такой предмет на один шаг приближал его к званию мастера оружия. Для новичков, только поступивших в Верхнюю Академию, сделать это было очень непросто. Для Ван Буэлэ это был лишь вопрос времени. Спустя две недели на остров прибыла вторая группа студентов. Эта группа состояла из старших студентов, которые не попали в деревню истинного дыхания, и тех немногих, кто не преуспел там в поиске духовного корня. Им пришлось отправиться в мистический мир предао-академии, где они совершили прорыв и получили право перейти в Верхнюю Академию. Их появление слегка разбавило монотонную жизнь на острове. К этому моменту Дао Академия закончила производство летающего корабля, который полагался Ван Буэлэ за достижение стадии истинного дыхания с корнем восемь цуней. Его лично доставила ему практик в синем халате из департамента размещения. Он был одним из немногих, кто внимательно следил за ходом конфликта Ван Буэлэ и Лин Тяньхао. После изучения информации о жизни Ван Буэлэ в Нижней Академии и нескольких инцидентов с его участием, он еще сильнее захотел с ним подружиться. Ван Буэлэ обожал заводить новых друзей. Гость застал его за переплавкой очередного от хромического артефакта, но он ни капли не разозлился за то, что его отвлекли. Вместо этого он очень радушно принял практика в синем халате, немного поболтов он проводил его, а потом пошел осматривать припаркованный рядом с пещарой бессмертного летающий корабль. Летающий корабль! Радостно подумал он. Ван Буэлэ забрался внутрь, чтобы получше все изучить. Борта корабля к тому же у этого небольшого судна отсутствовали крылья. Палуба была овальной формы шириной около 10 метров с углублением в центре, там циркулировала загадочная энергия. Благодаря установленному защитному барьеру во время полета на короткие дистанции в корабле можно было и стоять, и сидеть. В случае длинных перелетов на палубе можно было даже лечь. К тому же корабль был снабжен ручным управлением автопилотом, достаточно указать точку направления. В первом режиме следовало соединить духовную энергию тела с судном. «Одно жаль, на этом корабле нет орудий. Хотя я могу и сам поставить на него хромические артефакты. Тогда на нем можно будет даже сражаться». Ван Буоле несколько раз обошел летающий корабль. Чем больше он на него смотрел, тем больше судно ему нравилось. По сути, это был первый его личный корабль. Такие суда считались хромическими артефактами, поэтому у Ван Буоле не должно было возникнуть проблем с управлением. После осмотра Ван Буоле расположился внутри, от радости он с трудом мог усидеть на месте. Духовная энергия его тела соединилась с кораблем, отчего он слабо завибрировал и медленно поднялся в воздух. Под управлением улыбающегося Ван Буоле корабль набрал высоту и устремился в небо. Ван Буоле закричал от восторга. Поначалу он не очень мило управлялся со своим кораблем, но заметив, как ведут свои суда пролетавшие мимо ученики из других павильонов, он поднялся и стоя направил корабль вокруг острова Верхней Академии. «Такие штуки должны быть у каждого практика. Они дуют возможность лететь в небо. С ними ни на небе, ни на земле нет места, куда бы ты ни мог попасть». Ван Буоле расхохотался, ему на ум пришел отрывок из техники эфирного облака, где говорилось о пятой ступени стадии истинного дыхания. На ней практики могли летать по небу, стоя на мече. До той поры для дальних перелетов в основном использовались летающие корабли, в случае нападения в воздухе практик мог вступить на меч и дать бой противнику. Надо наличь на культивацию и поскорее достичь пика истинного дыхания. В восторге от полета на собственном корабле Ван Буоле начал предаваться мечтам о будущем. Даже когда он увеличил скорость, ему в лицо не бил ветер, его блокировал защитный барьер. Поэтому Ван Буоле не приходилось щурить глаза от встречного ветра, обтекаемый дизайн летающего корабля минимизировал сопротивление воздуха, с радостным смехом Ван Буоле задрал нос и прорвался через облака. Над облаками не летал ни один корабль, мир внизу стал совсем крошечным. Впереди лежало кажущимся бесконечное море облаков. Когда он поднял голову, ему в глаза ударил яркий солнечный свет, а щеки начало печь. Отсюда торчащий солнце меч из позеленевшей бронзы было видено особенно хорошо. Ах, солнечный меч. Солнце такое большое, во много раз больше земли. Разумеется, меч не уступает ему в размерах. Эта штуковина в несколько раз больше нашей планеты. Такой гигантский меч можно сравнить с необъятными землями, с гигантским миром. По достижении истинного дыхания Ван Боолео узнал много нового в сравнении с тем временем, когда находился на стадии древних боевых искусств. Новую информацию он почерпнул из духовного интро на этой верхней академии. К примеру, высадку на великий мир меча на солнце пытались осуществить все силы федерации. Примерно 30 лет назад клану пять поколений неба первому удалось отправить туда людей, та экспедиция успешно добыла никому неизвестное наследие. Как им удалось высадиться туда, осталось втайне, детали той высадки были засекречены от посторонних. Не стоит забывать о Луне. В закатном небе уже можно было разглядеть очертания Луны. С древних времен о Луне гуляло множество легенд и мифов, некоторые из этих легенд были доказаны, а относительно других Федерация до сих пор не получила подтверждения их подлинности. В любом случае ни для кого не было секретом, что многие фрагменты гигантского меча из позеленевшей бронзы осыпались на Луну. Это сделало Луну, давным-давно находившуюся в юрисдикции Федерации настоящим кладезем всевозможных ценностей. В сети я как-то видел несколько заметок. Если верить написанному, то переход с истинного дыхания на следующую стадию практик мог совершить на Луне. От нетерпения у Ван Буола заблестели глаза, от приятных мыслей его отвлекло появление черной точки на фоне Луны. Она летела с невероятной скоростью и, судя по всему, приближалась к нему. Что, черт возьми, это такое? Подумал Ван Буола и быстро пошел на снижение. Обернувшись, он увидел в море облаков позади массивный объект. С пронзительным свистом нечто влетело в облака, разметав их во все стороны. Обернувшись, он увидел в море облаков позади массивный объект. С пронзительным свистом нечто влетело в облака, разметав их во все стороны. Наконец, из них вынырнуло огромное существо ростом более 60 метров, покрытое черной шерстью. Обнажив свои зубы, оно бросилось вслед за Ван Буолы. Им оказалась огромная обезьяна с крыльями, исходящее от неё давление превосходило то, что могли спускать практики истинного дыхания. Ван Була лишь мельком взглянул на зверя, но ему сразу стало трудно дышать, его сердце бешено колотилось в груди, он не мог противостоять такой жуткой силе. Обезьяна выглядела очень свирепо под стать испускаемому ей давлению, с диким блеском в глазах она нагоняла удирающий летающий корабль. Несколькими мощными взмахами крыльев обезьяна догнала крошечную цель и силой ударила рукой в борт. На фоне её массивного тела корабль выглядел детской игрушкой, Ван Була внутри в страхе закричал. Сбежать не вышло. Как только обезьянья лапу ударила в борт, летающий корабль потерял управление и полетел вниз к территории павильон от хромического оружия. «Что случилось? На острове Верхней Академии живут звери? Почему за ними никто не следит?» Ван Була кричала во всё горло, обезьяна не стала ждать, пока корабль рухнет на землю. Обнажив зубы в некоем подобии улыбки, она ещё раз ударила в борт, а потом ещё и ещё. У Ван Була внутри кружилась голова, его крики звучали особенно жалко. От чудовищной скорости, с которой летел потерявший управление корабль, у него сердце ушло в пятки. «Что за чушь? Когда я успел спровоцировать эту макаку?» — негодующе вскричал Ван Була. Обезьяна вновь подлетела к кораблю и с размаху ударила. При виде падающего судна обезьяна восторженно принялась бить себя кулаками в грудь и рычать. Это продолжалось ещё какое-то время, обезьяна развлекалась с летающим кораблем как с игрушкой, швыряя его из стороны в сторону. Зверь явно просто играл с ним, если судить по тому, насколько выверенными были удары, ни разу обезьяна не ударила с такой силой, чтобы разбить корабль. Тем не менее, это никак не облегчило страдания Ван Була. Его крики и вопли не стихали ни на секунду. Мир перед его глазами превратился в бесконечную круговерть. Несколько человек на острове Верхней Академии, заметив обезьяну в небе, ничуть не удивились. Они лишь покачали головой. «Чей это корабль? Должно быть какого-то новичка. Только новички летают в облака. Все знают, что это территория алмазной обезьяны. Она нападает на всех, кто вторгается в её владение». После более дюжины ударов обезьяне надоело играть с кораблём. Стоило ей потерять интерес, как судно с грохотом разбилось на территории павильона с хромического оружия. К счастью, в результате жёсткой посадки Ван Була не сильно пострадал. За это следовало благодарить крепкую конструкцию летающего корабля. Однако судно было повреждено, из него уже поднимался зелёный дым, кашляя Ван Була выпался с корабля, в ушах звенело, голова кружилась, на земле его тут же вырвало, а потом начала бить мелкая дрожь. С трудом подняв голову, Ван Була раздражённо посмотрел на обезьяну в небе, он поднял дрожащую руку и уже хотел разразиться потоком брони, но тут проходящий мимо ученик жалился над нём. «Младший брат, успокойся!» Побледнев воскликнул он. «Лучше молчи! Обезьяна очень ранимая! Если ты оскорбишь её, то она может использовать свой коронный приём! Настоящая жуть! Ты уж мне поверь!» Глава 134. Награда факультета алхимии. «Коронный приём? Да мне плевать на её коронные приёмы!» Рявкнул Ван Була. Он буквально кипел от злости. Обезьяна не просто ударила по его кораблю, в ходе своей игры она врезала по корпусу более десяти раз. «Младший брат, успокойся! Послушай моего совета, не провоцируй обезьяну! Это любимый зверь старейшной павильона украшения зверей! Её культивация находится выше стадии истинного дыхания! Кто-то вроде нас, слабаков, ничего не сможет ей сделать! Область над облаками — это территория обезьяны! Если туда кто-то залетает, то несчастный на время становится её игрушкой!» Объяснивший всё это, ученик покачал головой. Он не был знаком с Ван Була, всё-таки в повелении отхармического оружия училось очень много людей. «У этой зверюги могущественный покровитель!» После объяснения добросердечного ученика, Ван Була досудливо вздохнул. Связываться с обезьяной было нельзя, он хотел ещё раз спросить ученика об алмазной обезьяне в небе, как вдруг она, похоже, услышав их разговор, резко остановилась и начала трясти задом, а потом повернулась и снисходительно ухмыльнулась. «Ещё издеваешься?» От такой провокации Ван Була чуть не потерял над собой контроль. Впервые в жизни его оскорбила какая-то обезьяна. Алмазная обезьяна в воздухе принялась гордо бить себя кулаками в грудь, издавая при этом характерные звуки. Выбросив из головы Ван Була, огромный зверь полетел в сторону павильона украшения зверей. Ван Була был в бешенстве. Его корабль не только стал игрушкой обезьяны, но ей ещё хватило наглости издеваться. От обиды он чуть не вспылил, ему потребовалось какое-то время, чтобы успокоиться. Он с болью посмотрел на повреждённый корабль и вздохнул. Поблагодарив участливого ученика, он перенёс корабль к пещере бессмертного. К счастью, повреждения оказались не столь серьёзными, как он думал. Корабль не сильно пострадал, поэтому Ван Була с его нынешними навыками легко смог починить его. От мысли об охмолке обезьяны в нём каждый раз поднималась волна гнева, которую ему с трудом удавалось подавить. «Ты у меня ещё попляшешь, макака! Рано или поздно ты узнаешь, что бывает с теми, кто провоцирует дёдушку Вана!» После починки корабля Ван Була, заскрежетав зубами, решил никуда не ходить и остаться в пещере бессмертного. С каждым днём Ван Була всё лучше понимал процесс переплавки хромических артефактов первого ранга, их количество тоже росло, несмотря на случающиеся ошибки, которые всегда дорого ему обходились. Со временем он переплавил 80 хромических артефактов из списка павильон хромического оружия, каждый из артефактов принадлежал категории довольно сложных для переплавки. Если бы он выбрал более лёгкие артефакты, то ему не пришлось бы тратить столько времени и денег. Дело в том, что однажды Чэнь Юй Тун обмолвил Саван Була об одном любопытном факте. При оценке сотни переплавленных артефактов для получения звания ученика оружия неглосно присваивались очки. Итоговый результат не имел особого значения, поскольку звание присваивалось при прохождении минимального порога, однако эти очки становились весомым фактором при повышении до звания мастера оружия. Эти бонусные очки приплюсовывались к результатам экзамена, поэтому Чэнь Юй Тун и посоветовал Ван Була переплавить как можно более сложные тхармические артефакты первого ранга из списка. Такое решение было сопряжено с серьёзными расходами. За сотню тхармических артефактов ДАУ Академия награждала ученика символическим количеством духовных камней, из-за чего стоимость переплавки была непропорционально больше награды. С другой стороны, сложные в переплавке артефакты создавали крепкий фундамент для будущего повышения. Учитывая все эти факторы, Ван Була решил бросить себя вызов. Ему пришлось выложить немалые деньги. К счастью, из Деревни Истинного Дыхания он принёс огромное количество предметов, по окончании каталогизации ему выдадут его часть добычи. Если все пойдёт по плану, ему так или иначе придётся использовать песок Звёздной Эры в качестве основы для следующей дюжины с небольшим артефактов. Этот песок был доступен в секте, но не за духовные камни. Его можно было получить только после выполнения специальной миссии, а на её завершение требовалось время. Рассчитав его, Ван Була не захотел тратить столько времени и сил на выполнение миссии, в итоге он решил связаться с Сэхайяном. Человек с большими связями в Нижней Академии наверняка мог достать песок Звёздной Эры. Если Сэхайян не сможет помочь, Ван Була планировал обратиться к Чэнь Юйтуну. Хоть они и дружили, он совсем недавно познакомился с Чэнь Юйтуном, поэтому он не хотел беспокоить его, если, конечно, у него не останется другого выбора. Тем временем Сэхайян в свойственной ему манере представлялся новой студентке Нижней Академии. «Младшая сестра, меня зовут Сэхайян. Вдово Академии эфира любой может обратиться ко мне, будь то ректор или простой студент. Не существует проблемы, которые я бы не смог решить». Прямо во время своей речи Сэхайян получил голосовое сообщение от Ван Була. Его глаза заблестели, и он улыбнулся, сжавшийся от страха студентки. «Видишь? Ты знаешь, кто такой Ван Була? Мой самый большой клиент. Ладно, у тебя есть время подумать, мне ж надо помочь старшему брату». Сэхайян пошёл помочь, на ходу включив кольцо передатчик. В разговоре с Ван Була он вёл себя крайне почтительно, что резко контрастировало с его поведением на острове Нижней Академии. В конце концов он пообещал доставить все необходимое через три дня. «А Сэхайян неплох, я уже на острове Верхней Академии, но он всё равно может помочь мне. Настоящий бизнесмен, скоро он наверняка попадёт на остров Верхней Академии». Ван Була посчитал, что он не зря был такого высокого мнения о Сэхайяне. Он терпеливо прождал три дня, в назначенный день с ним связался Сэхайян. «Старший брат Ван, я не могу попасть на остров Верхней Академии. Может, проведём сделку снаружи?» Получив сообщение, Ван Була спешно покинул пещеру Бессмертного и отправился к платформе рядом со Стеной Тумана. На обратной стороне туманной границе ждал Сэхайян. «Приветствую, старший брат Ван!» При виде Ван Була он сразу же подобрался и с почтением поклонился, а потом, не став дождаться ответа, передал ему свёрток. Заметив перемены в поведении Сэхайяна, Ван Була про себя усмехнулся. Его знакомый вёл себя не так, как раньше, из-за того, что он теперь учился на острове Верхней Академии. Заглянув в свёрток, Ван Була улыбнулся и передал духовные камни. Когда с делами было покончено, можно было поговорить и о более приземлённых вещах. Во время беседы Сэхайян держался предельно почтительно и не позволял себе лишнего. Когда Ван Була уже хотел уйти, Сэхайян замелся, но в итоге всё же прошептал. «Старший брат Ван, ты уже столько всего у меня купил, поэтому нас можно считать друзьями. Как вдруг я не могу не сообщить тебе одну новость?» «Ха?» Ван Була повернулся и вопросительно посмотрел на Сэхайяна. «Старший брат Ван, мне тут одна птичка напела, что через три дня павильон алхимии Верхней Академии собирается вручить награду особому студенту. Пока об этом ещё практически никто не знает». Пока Сэхайяна-то говорил, он внимательно следил за выражением лица Ван Була. «Награду от павильона алхимии?» – переспросил Ван Була. «По правилам острова Верхней Академии, каждый павильон может напрямую перевести к себе особо отличившегося учащегося без прохождения им экзамена. Однако этим правом не часто пользуется. Тем не менее, павильон алхимии хочет наградить ученика духовным корнем в семь цуней». Ван Була удивлённо выгнал бровь. Духовные корни такой длины высоко ценились. То, что павильон алхимии собрался наградить им какого-то студента, звучало весьма интригующе. «Вот только вышла небольшая накладка, поэтому во время объявления через три дня руководство павильона попросит переплавить пилюлю облачного дыхания за ограниченное время». Сэхайяна молк на полусловие и серьёзно посмотрел на Ван Була. Я немного покопал и выяснил. Пилюля облачного дыхания может принести серьёзную пользу практикам стадии истинного дыхания. Но самое важное другое. Ранее не существовало никаких упоминаний об этой пилюле, поэтому это скорее всего новый рецепт. По результатам проверки павильона алхимии рецепт был отсыдён крайне высоко, отсюда и разговоры про награду для особого студента. И тут-то возникла накладка. Рецепт пилюли облачного дыхания подали на осмотрение сразу два студента, а кого-то особого студента всего одна. Поэтому было решено провести испытание, чтобы выяснить, кто больше достоин награды. Крайний срок месяц. Победителем станет тот, кто сможет переплавить пилюлю облачного дыхания более высокой частоты. Для переплавки такой пилюли требуется немало ингредиентов, да и стоят они немало. На этом моменте Ван Була внимательно посмотрел на Сэхайяна, тот сделал глубокий вдох, и под немного потяжелевшим взглядом Ван Була продолжил уже тише. Рецепт подали Джоу Сэуя и её лучшая подруга Чэнь Фэй, с которой она познакомилась на факультете алхимии. Павильон алхимии уже в курсе, кто создатель рецепта, но они пока не сделали объявление. Это крайне серьёзное дело. До меня дошли слухи, якобы в павильоне алхимии Верхней Академии убеждены, что автор рецепта Чэнь Фэй – студентка четвёртого года обучения с впечатляющим послужным списком. Вряд ли кто-то вроде неё решится на глупость, вроде воровства рецепта. Ведь если её уличат в воровстве, то ей грозит исключение. Насколько я сумел понять, Чэнь Фэй связана с Линь Тянь Хао. Очень вероятно, что он обеспечит её всем необходимым для переплавки пилюлю облачного дыхания. С таким спонсором, даже если у Чэнь Фэй не получится переплавить пилюлю с первого раза, она сможет попытаться ещё раз. А вот у Джоу Сэуя нет такого преимущества. Если ничего не изменится, то через месяц после объявления Джоу Сэуя с высокой долей вероятности уступит Чэнь Фэй. Загадка остаётся только отношение Павилёна Алхимии к этой ситуации. Старший брат Ван, пока Павилён ещё не сделал объявление, у тебя ещё есть время вразуметь Джоу Сэуя, если она действительно не имеет отношения к рецепту пилюли. В противном случае, Сахаен умолк. Он отошёл на несколько шагов, чтобы дать Ван Буэлэ переварить информацию. Ван Буэлэ помрачнёл. В его глазах появился опасный блёск, а тело повеяло жутковатой аурой. Глава 135. Грозный Ван Буэлэ сферепо посмотрел в сторону острова Нижней Академии вдалеке. Из-за переезда на остров Верхней Академии, противостояния с Лин Тяньхау и желания поскорее стать учеником оружия, он совсем перестал следить за новостями из Нижней Академии. Поэтому для него стало новостью участие Джоу Сэуя в этом инциденте. К тому же сама Джоу Сэуя ни разу об этом не упомянула. Неудивительно, что Сахаен с его-то связями как-то об этом прознал ещё до официального объявления. Спустя пару секунд молчания Ван Буэлэ достал кольцо-передатчик и связался с Джоу Сэуя. Тем временем в алхимической лаборатории сидела девушка с покрасневшими глазами, пытавшаяся сдержать подступающие слёзы. Она стоически слушала Ван Буэлэ, но на моменте про пилюлю облачного дыхания не выдержала и горько заплакала. «Брат Буэлэ, не я создала рецепт пилюли облачного дыхания. Этот незаконченный рецепт заполучил мой дед, когда его культивация находилась на ступени укрепления пульса. Это было около 20 лет назад. Когда я поступила на факультет алхимии, то решила изучить рецепт параллельно с учебой. Это позволило мне восполнить пробелы. Помнишь пилюлю, что я тебе показала на факультете алхимии? Это был прототип пилюли облачного дыхания. С самого начала я планировала показать рецепт Дао Академии, чтобы получить право перейти на остров Верхней Академии. Я даже не пыталась что-то скрыть от Чэнь Фэй. Во время работы над рецептом я неоднократно советовалась с ней». Ван Буэлэ поверил ей. Он понимал, Джоу Сэуя была слишком молодой, чтобы знать, насколько жесток современный мир. На её долю не выпадали смертельной опасности, ей не приходилось сражаться за свою жизнь, поэтому она так легко доверяла другим людям. «Не плачь, я тебе верю». Мягко попытался успокоить её Ван Буэлэ и отключил связь. «Но-но, не реви, я с тобой». Если говорить о происхождении незавершённого рецепта пилюли облачного дыхания, то его явно обнаружили в обломках меча из подзеленевшей бронзы. Вероятно, павильон алхимии тоже пришёл к выводу, что у этого рецепта не было истинного автора. В ситуации, где на награду претендовало сразу два человека, определение более достойного было непростой задачей. Всё-таки обе студентки предоставили Академии рецепт. Даже если этот рецепт и был украден, для павильона алхимии он всё равно представлял определённую ценность. Что бы ни произошло на самом деле, рецепт оказался в павильоне алхимии. С точки зрения простых учащихся, павильон поступал несправедливо, но руководство павильона видело в этом простую сделку. За рецепт они предлагали награду в виде духовного корня в семь цуней, Академия не собиралась ударять по энтузиазму своих студентов, наказывая их за то, что они не являлись авторами рецептов. В нынешней ситуации финальное решение павильона алхимии, а именно вознаградить того студента, кто сможет переплавить пилюлю облачного дыхания более высокой пробы, в определённом смысле выглядело справедливым. Если бы рецепт был придуман студентам, то павильон алхимии вручил бы автору духовный корень восемь цуней. К тому же они бы тщательно изучили обстоятельства его появления, укравшего рецепт студента ждало суровое наказание. В таком деликатном деле ошибка была недопустима. Сахаян упомянул о щепетильности ситуации именно по этой причине. Вот только он не видел всей картины, поэтому его рассказ вышел немного искажённым, ввиду ошибочности части умозаключений. С другой стороны, участие во всем этом Лин Тяньхау было не так необъяснимо, как думал Сахаян. Ван Бауле сразу понял, что его надоедливый сосед решил воспользоваться шансом насолить ему, испортив жизнь Джоу Сеуе, поскольку ему он ничего сделать не мог. Вникнув в ситуацию, Ван Бауле воспылал ненавистью к девушке по имени Чинь Фэй, он мрачно вздохнул и коротким движением кисти послал Сахаяну нефритовую табличку. Это пустая нефритовая табличка. Можешь использовать её как пустую чаковую книжку. Присмотри за Джоу Сеуе и купи все необходимые травы для переплавки пилюли облачного дыхания. У неё должен быть постоянный доступ ко всем ингредиентом для правных переплавок, чтобы она смогла выиграть награду через месяц. Что до расходов, у меня нет недостатка в духовных камнях, даже я не знаю, сколько денег могу сделать. Так Ван Бауле совершенно спокойно заявил о своих несмётных богатствах. Сахаян судорожно вздохнул, от услышанного у него загорелись глаза. В то же время он осознал значимость переданной Ван Бауле пустой чековой книжке. Этим он показывал своё доверие. Ван Бауле не боялся, что Сахаян попытается украсть его деньги. Вдобавок это демонстрировало важность Джоу Сеуя для Ван Бауле. Как оказалось, Сахаян передал информацию правильному человеку. Он глубоко вздохнул и накрыл ладонью кулак. «Тебе не о чем беспокоиться, старший брат Ван. Раз ты дал мне пустую чековую книжку, я докажу, что твоя вера в меня не напрасна. Сахаян — надёжный бизнесмен. Не в моих правилах крась чужие деньги!» Ван Бауле кивнул. На самом деле он не боялся обмана со стороны Сахаяна. Между ними, учениками Верхней и Нижней Академии, лежала пропасть культивации. Он являлся экспертом истинного дыхания, тогда как Сахаян всё ещё находился на стадии древних боевых искусств. Если ему хватит наглости и безрассудства прикарманить часть его денег, у Ван Бауле найдётся достаточно способов отомстить ему и заставить вернуть украденное с процентами. Когда Сахаян отправился обратно на остров, Ван Бауле со вздохом вернулся в Пещеру Бессмертного. Три дня спустя официальное объявление Павильона Алхимии переполошило весь остров Нижней Академии. Даже в Верхней Академии ситуация с рецептом вызвала жаркие дебаты. Ван Бауле получил сообщение от встревожных друзей и знакомых, включая Люда Убиня. Поблагодарив их за информацию, Ван Бауле ещё раз связался с Джоу Сеуе, чтобы успокоить её, после чего вернулся к переплавке дхромических артефактов. Джоу Сеуе была очень тронута. У неё внутри потеплело, когда Сахаян рассказал о пустой чековой книжке Ван Бауле. На её крохотном личике появилась ранее невиданная серьёзность. «Нельзя, чтобы духовные камни брата Бауле были потрачены зря. Я обязана получить награду и попасть на остров Верхней Академии. Там я смогу переплавлять пилюли для брата Бауле». С решительным блеском в глазах Джоу Сеуе взялась за переплавку и изучение пилюли облачного дыхания. Месяц незаметно подошёл к концу. На рассвете дня испытания на факультете алхимии острова Нижней Академии раздался колокольный звон. Звук колокола поднял на уши всех на факультете алхимии. У входа в пещеру бессмертного стоял Джан Лян, оттуда он наблюдал за бегущими гористудентами. Интересно, кому достанется награда? В прошлом он проиграл Джоу Ямен во время прошлого экзамена, а потом не попал в мистический мир Дао Академии по личным причинам. Однако он планировал попытать удачу на следующем экзамене. Его мысль разделяла множество студентов других факультетов, всё-таки это было крайне значимое событие для Нижней Академии. К пику факультета алхимии под звон колокола сбегали студенты со всех факультетов, они хотели своими глазами увидеть, кто в итоге одержит победу. Значительный процент зрителей составляли студента факультет от хромического оружия. Несмотря на переход в Анбулы в Верхнюю Академию, его влияние на острове ни капли не уменьшилось, поэтому многие студенты надеялись, что победу одержит Джоу Сяу Я. Однако Чэнь Фэй была не последней студенткой своего факультета, поэтому и у неё тоже было полно болельщиков. На пике факультета алхимии постепенно росла толпа. Со всех сторон доносились обрывки жарких дискуссий, все взгляды были обращены на главную площадь в центре, где в позе лотоса подле алхимических печей сидели две девушки. Несмотря на юный возраст, обе сильно выделялись, Джоу Сяу Я сердито буравила Чэнь Фэй взглядом. Даже в позе лотоса любой мог увидеть длинные ноги и осиную талию Чэнь Фэй. Многие смотрели на неё со страстью в глазах, однако она была холодной неприступной девушкой. Вот только чем неприступнее она выглядела, тем привлекательнее казалось парням. Джоу Сяу Я точно выиграет! Рецепт изначально ведь принадлежал ей! Сложно сказать. Мне кажется, что рецепт пилюли авторства Чэнь Фэй. Всё-таки она уже на четвёртом курсе. У неё полно опыта, к тому же ты только посмотри на это личико, на эти стройные ножки! Тем временем на гору прибыл ректор, проректор и старейшина из павильона алхимии. Они расположились в первом ряду, с их появлением атмосферы напряжения в толпе немного ослабло. Ректор и старейшина павильона алхимии переглянулись и кивнули друг к другу. Проректор Гао Цюань подошёл к Чэнь Фэй и Джоу Сяу Я, на последний его взгляд задержался немного больше положенного. Процесс переплавки пилюли облачного дыхания начинается! Сурово объявил он. Чэнь Фэй и Джоу Сяу Я поднялись, и на глазах толпы приступили к переплавке. Обе алхимические печи тут же накалились. Спустя полчаса, когда процесс был завершён наполовину, Ван Боула закончил сотый дхармический артефакт первого ранга в своей пещере Бессмертного. Он успел уложиться в срок. Радостно покрутив в руках сияющий щит шириной с руку, который был только что переплавлен, а он поднялся. Наконец закончил! Очень вовремя! Состязание Зайки уже в разгаре! С помощью нефритовой таблички для связи он подтвердил, что переплавка пилюли ещё не закончилась. Выскочив на улицу, он запрыгнул в летающий корабль и стрелой умчался к острову Нижней Академии. Если Зайка проиграет в частном состязании, то ничего страшного, но если кто-то попытается украсть в неё честно заработанную победу, хотелось бы посмотреть, у кого хватит на это смелости! С угрожающим блёском в глазах подумал Ван Буэлэ и увеличил скорость летающего корабля. Глава 136. Неужто это недоразумение? На площади факультета алхимии все взгляды были прикованы к Чэнь Фэй и Джоу Сяуя. Обе девушки были красивы, но пока они переплавляли пилюлю, их ауры ощущались по-разному. Их красоту подчеркивали мелькавшие в их руках травы, цветы и растения, предельная сосредоточность тоже была им к лицу. Тест по переплавке пилюли облачного дыхания близился к концу, процесс явно был очень хорошим знаком, каждое их движение было уверенным и плавным, в них не чувствовалось ни скованности, ни неуверенности, они забрасывали в алхимическую печь травы согласно рецепту пилюли облачного дыхания. Когда в печи вспыхнуло яркое пламя, начался финальный отрезок теста. Они добрались до стадии формирования пилюли. Чэнь Фэй – студентка старшего курса, она много лет посвятила изучению алхимии. Ее техника безупречна, наблюдать за ее переплавкой пилюли все равно, что наблюдается созданием шедевра. Меня удивило другое, Джоу Сяуя ранее ничем особо не выделялась, но ее техника ничуть не уступает Чэнь Фэй. Переплавка пилюли состоит из множества шагов, ни на одном из них ошибки недопустимы, если не допустит хотя бы одну на стадии формирования пилюли, итоговый результат будет иметь изъян. Гул голосов постепенно становился громче. Лоб Джоу Сяуя обильно вспотел, ее дыхание немного сбилось, и все же она продолжила работу. Изредка она поглядывала на Чэнь Фэй, в эти моменты ее глаза гневно вспыхивали. От внимания Чэнь Фэй не ускользнули взгляды Джоу Сяуя, вот только ее они не заботили. По ее мнению, она не сделала ничего плохого. Раз это был рецепт не Джоу Сяуя, то она рассудила, что сама судьба вложила ей в руки рецепт пилюли облачного дыхания. «Если хочешь кого-то обвинить, то вини себя. Не моя вина, что ты не уследила за своим рецептом». В уголках губ Чэнь Фэй появились намеки на самоуверенную улыбку, она выкинула Джоу Сяуя из головы и сосредоточилась на переплавке своей пилюли облачного дыхания. Сообразив, о чем думает Чэнь Фэй, Джоу Сяуя захлестнула волна негодования, она понимала, что ей не стоит отвлекаться, поэтому после нескольких успокаивающих вздохов она сконцентрировалась на алхимической печи. Обе пилюли вплотную приблизились к моменту, когда уже следовало открыть печь. Ректоры старейшной павильона алхимии внимательно наблюдали за ними. В этот момент Джоу Сяуя на мгновение заколебалась, а потом открыла крышку за несколько мгновений до нужного момента, и, к удивлению собравшихся, молниеносно забросила что-то в алхимическую печь. Это потрясло всех зрителей, в особенности Чэнь Фэй. Однако у неё не было времени об этом думать. Пламя в обоих алхимических печах погасло, печи сильно задрожали, а из отверстий для вентиляции в крышках на площадь просочился благоухающий аромат целебных трав. Округу затопил бьющий из печей белый дым, запах лекарственных трав стал ещё явственней, все присутствующие на площади были впечатлены. От этой пилюли моё тело начало поглощать духовную энергию. Я даже не циркулировал мою технику культивации, тело всё равно само по себе стало вбирать духовную энергию. Вот это да! Какая удивительная пилюля! Все меридианы в моём теле покалывают от проникающей в них духовной энергии! Чэнь Фэй и Джоу Сяуя практически одновременно нажали на крышку алхимических печей, их тут же сорвало, и из недр печи на площадь хлынул белый ароматный дым. На дне алхимических печей лежало по пилюле. «Отойдите!» — спокойно скомандовал Гао Цюань. Он достал из печей пилюля для инспекции. Как оказалось, пилюля Чэнь Фэй была алого цвета, тогда как творения Джоу Сяуя испещряли чёрные точки. По одному виду было понятно, что пилюля Джоу Сяуя уступала пилюле её конкурентке. При взгляде на свою, а потом на чужую пилюлю, по лицу Джоу Сяуя пронеслись сразу несколько эмоций. Тем временем уголки губ Чэнь Фэй слегка приподнялись, выражение лица Гао Цюани не изменилось. Он высвободил внутреннюю духовную энергию и направил её в пилюли, словно в поисках чего-то. Вскоре он отозвал духовную энергию, даже не посмотрев на нервничающих девушек, он повернулся к ректору и старейшине павильона алхимии. «Ректор, старейшина», — с поклоном обратился он. «Я провёл предварительную оценку пилюль. Частота пилюли Чэнь Фэй находится в районе 50%, а Джоу Сяуя переплавила пилюли частотой в 30%. Пожалуйста, проведите повторную оценку». Когда Гао Цюань заговорил, притихшие студенты опять зашумели. «Пятьдесят и тридцать процентов! Серьёзный разрыв! Получается, рецепты вправду принадлежал Чэнь Фэй!» Чэнь Фэй повернулась к Джоу Сяуя и одарила её самодовольной улыбкой. А вот Джоу Сяуя едва сдерживала рвущиеся наружу слёзы, она заставила себя не смотреть на Чэнь Фэй. Вместо неё она посмотрела на старейшина павильона, надеясь получить от него финальное подтверждение. Ректор удивлённо выгнал бровь и искоса взглянул на старика рядом. Седовласый старейшина создавал впечатление весьма дружелюбного старика. В его взгляде читалось некоторое любопытство. Так ничего и не сказав, он резко задрал голову к небу. Ректор тоже посмотрел вверх. Оба увидели в небе летающий корабль. До горы алхимии, где проходило состязание, он добрался в мгновение ока. Появление летающего корабля привлекло внимание собравшихся студентов. Они ещё не успели разглядеть человека внутри, как над площадью прогремел знакомый голос. «Гао Циань! Опять захотел получить? Смотрю, ты всё ещё безобразничаешь!» С гневным криком из корабля выпрыгнул Ван Бууле. Гао Циань успел только поменяться в лице, а Ван Бууле уже находился прямо перед ним. Не дав ему время оправдаться, Ван Бууле ударил в него кулаком, при этом он дал волю духовной энергии давлению. Координация физической силы с внешней и внутренней духовной энергией породила перед кулаком небольшой ураган. Гао Циань никак не смог защититься. Удар отбросил его, как тряпичную куклу. После приземления он закашлялся кровью. «Ван Бууле!» — вскричал Гао Циань. Не успел истихнуть эхо его крика, как Ван Бууле зарычал и вновь подскочил к нему на этот раз для того, чтобы ударить ногой. Гао Циань хотел защититься, но Ван Бууле мог сражаться с ним на равных ещё с культивацией стадии древних боевых искусств. Теперь он находился на стадии истинного дыхания, поэтому у проректора не было шанса ни дать отпор, ни послать в него заклинания, его вновь подбросило в воздух, после чего в него пришёлся второй удар кулака, отбросивший его в толпу зрителей. Только сейчас до остальных дошло, что происходит. Главный префект Ван! Он вернулся! Вот это сила! Он играет с проректором, как с котёнком! Как и ожидалось от главного префекта! Чань Фэй тяжело сдышала, внутри у неё всё сжалось. Ван Бууле обладал пугающей репутацией на острове Нижней Академии. К тому же сразу по возвращению он начал избивать проректора. От всего у ректора начали пульсировать виски, первый признак подступающей головной боли. Когда он уже хотел окликнуть Ван Бууле, его остановил стоящий рядом старик. Ректор удивлённо повернулся к старейшине, тот не только не выглядел разгневанным, наоборот, он с интересом наблюдал за Ван Бууле. В итоге старый доктор решил не вмешиваться. Люда, Убиня и другие бывшие подчинённые Ван Бууле были крайне рады увидеть своего бывшего начальника, не говоря уже о Джоу Сеуя. Его появление как будто дало ей эмоциональную поддержку, избавив от сомнений и тревог. События развивались крайне стремительно. С начала нападения Ван Бууле на Гао Циуане прошло не больше пары мгновений. Не став дожидаться, пока проректор поднимется, Ван Бууле мгновенно оказался рядом. Схватил его за волосы и потащил кричащего мужчину к ректору. Когда он проходил мимо Чиньфэй, Таня осознанно вздрогнула и попятилась на несколько шагов. Ван Бууле ограничился лишь мимолетным взглядом в сторону девушки. Дотащив вопящего Гао Циуане до ректора, он низко поклонился. «Ректор!» — громко обратился он. «Гао Циуань нарушил честность этого состязания. Очевидно, он как-то повлиял на результаты переплавки пилюли». У Гао Циуани болел скальп. Обвинение Ван Бууле показалось ему надуманным. «Я ничего не сделал!» — закричал уязвленный провектор. «Я... молчать!» — перебил Ван Буууле. «Это точно твоих рук дело! Я тебя знаю как облупленного!» Для усиления эффекта своих слов Ван Буууле с размаху ударил Гао Циуани ногой. Тот опять закричал во все горло. Он чувствовал себя несправедливо обвиненным. От обиды и ярости он чуть не свихнулся. Он и вправду неоднократно пытался усложнить Ван Буууле жизнь. Сначала он хотел исключить его, потом содействовал Лин Тяньхау в покушении на его жизнь в Туманолесье. Позже он даже снял его кандидатуру из списка студентов на отправку в Мистический мир. Но в этот раз он ничего не сделал. Что вообще он мог сделать на глазах ректора и старейшины? К тому же у него не было никакого желания еще раз переходить дорогу Ван Бууууле. Он действительно его боялся. Так как же так вышло, что в тот редкий случай, когда он и вправду был невиновен, его не только обвинили в преступлении, но еще и избили? От такой несправедливости все внутри него перекорежило от гнева. Казалось, его мир лишился света. «Ван Буууле, в этот раз я действительно ничего не сделал!» — закричал оскорбленный проректор. «Ничего!» — этот голос принадлежал человеку, с которым обошлись несправедливо. Ван Буууле на мгновение застыл. У него не было доказательств, но он нутром чуял, что такой гнилой человек, как Гао Цюань, просто не мог не устроить какую-то пакость. «Неужто это недоразумение?» «Не имеет значения, даже если это и так! На его совести немало дурных дел!» Ван Буууле покашлял. Проигнорировав Гао Цюань, он опять обратился к ректору. «Этот злодей повлиял на результаты теста! Я предлагаю провести тест еще раз!» Глава 137. Благотворная пилюля. В душе Гао Цюань смешались гнев и обида. По его мнению, это Ван Буууле пытался повлиять на справедливость теста. В нем нарастало чувство досады, пока наконец он не попытался дать ему выход, только он открыл рот, чтобы заговорить, как Ван Буууле ожег его свирепым взглядом. «Но и кто здесь злодей?» С обидой подумал дрожащий Гао Цюань. «Ван Буууле, вот кто!» Студенты наблюдали за всем сразенными ртами, они смотрели на Ван Буууле как на полубога, некоторые даже почтительно склонили головы. Сцена избиения немного рассеяла и гнев на проректора Гао Цюань не очень любили в Дао Академии. Особенно впечатлены были новички, которые знали о Ван Буууле только с рассказов других студентов. Увидев его в деле, их охватил благоговейный трепет, даже после перехода Ван Буууле в Верхнюю Академию, истории о нем по-прежнему рассказывали на просторах острова Нижней Академии. Нетрудно представить, как в будущем эти рассказы станут частью истории Нижней Академии, после сегодняшних событий Ван Буууле обрел легендарный статус на всех факультетах. Из поколения в поколение студенты будут передавать легенды о похождениях Ван Бууууле на острове Нижней Академии. В будущем, когда они попадут в Верхнюю Академию, многие из интереса в первую очередь попытаются раскопать информацию о Ван Бууууле. В сердцах студентов Нижней Академии он стал живой легендой. У ректора в левом углу площади уже больно пульсировали виски. Ван Бууууле был одновременно блестящим студентам и источникам нескончаемой головной боли. Конфликт между Ван Бууууле и Гао Циуанем имел слишком глубокие корни, причем обиды не забылись даже после его ухода с острова, и сегодня Ван Бууууле вернулся, чтобы избить Гао Циуаня. Ректор не знал то ли плакать, то ли смеяться. Пока он ломал голову, как разрешить конфликт, с центра площади раздался мягкий голос Джоу Сеуя. «Брат Бууууле, повторный тест не нужен. Результат не изменится». Джоу Сеуя подошла к Ван Бууууле, взяла его за руку и покачала головой. «Почему?» Ван Бууууле всплеснул руками, как вдруг старейшина павильона алхимии внезапно рассмеялся. «Ну так что, будем проводить повторный тест?» Все это время Ван Бууууле внимательно следил за реакцией старейшины. Вопрос старика показался ему немного странным. Сначала он посмотрел на Джоу Сеуя, а потом снова на старейшину. То, что старик не остановил избиение Гао Циуане, навело Ван Бууууу на несколько интересных мыслей. При виде выражения лица Ван Бууууле, старейшина павильона алхимии улыбнулся и испытывающе посмотрел на Джоу Сеуя. «Джоу Сеуя, скажи, почему ты в последний момент добавила траву предзакатного луча?» Джоу Сеуя сделала глубокий вдох и, не отпуская руки, Ван Буууууле тихо ответила. «Согласно рецепту, с возрастанием частоты пилюли растет ее токсичность. Трава предзакатного луча нивелирует ее. Вот почему я ее добавила». Все звуки в толпе стихли, даже Чэнь Фэй удивленно уставилась на Джоу Сеуя. Ван Бууууле несколько раз моргнул, а потом молча посмотрел на избитого проректора. «Ты знала, что добавление травы предзакатного луча, хоть и снизит токсичность, также понизит ее частоту?» Старик внимательно посмотрел на Джоу Сеуя, словно пытался понять, было ли сделано истинным проявлением ее характера, или же это все было притворством. Джоу Сеуя от страха покрепче сжала руку Ван Буууууле. «Да, я знала об этом». «А вот как. Ты ведь понимаешь, что целью этого теста была переплавка наиболее чистой пилюлей облачного дыхания?» «Зачем ты это сделала? Тебе разве не хочется получить награду и в особом порядке поступить в Верхнюю Академию?» Старишный говорил не очень быстро, но с каждой секунды его взгляд становился все более угрожающим. Он даже начал испускать давление, оно могло заставить напрячься даже кого-то вроде Ван Бууууле. Джоу Сеуя тяжело задышала и невольно поюжилась. Почувствовав, как Ван Буууууле крепко сжал ее руку, она подняла голову и встретила взгляд старика. «В дау аллахимии человек превыше всего», — искренне сказала она. «Если бы я гналась за чистотой пилюли, забыв о ее токсичности, то получилась бы неблаготворная пилюля, призванная исцелять и укреплять культивацию, отлетворная пилюля, чье единственное предназначение — вредить людям. Если бы я улучшила рецепт и переплавила пилюлю более высокой чистоты, то смогла бы обмануть всех остальных, но только не саму себя. Сколько бы раз мне не был выбор, мое решение неизменно. Я не хочу вредить людям, не хочу идти против собственной совести, я ответственно за переплавленные мной пилюли. Кто бы ни принял мои пилюли, моя совесть будет чиста. Моя пилюля недостаточно чиста, но она не токсична». Поначалу Джоу Сеуя говорила практически шепотом, но постепенно ее голос звучал все громче и уверенней. Она всегда была застенчивой и неуверенной в себе, но сегодня на глазах большой толпы Иван Буулы она поделилась своими принципами, отношением к алхимии и надеждами, с которыми связывала свое ремесло. Глубоко внутри она сказала «Я хочу переплавлять пилюли для брата Буулы». Студенты оцепенели. Больше всех были поражены те, кто учился на факультете алхимии. Ченефа едва заметно дрожала, глядя на суровое лицо старейшины, она понимала, что обещанная награда уже у нее в кармане, но почему-то она никак не могла успокоить расшалившиеся нервы. Иван Буулы тоже был сильно удивлен, он немного повернул голову и посмотрел на Джоу Сеуя так, как будто видел ее впервые. Все звуки на площади стихли, даже проректор на какое-то время забыл о боли и со смешанными чувствами посмотрел на Джоу Сеуя. Ректор молчал, правда на его губах играла тень улыбки. Слова девушки пришлись ему по вкусу, старейшина павильона алхимии очень долго хранил молчание. Слова Джоу Сеуя напомнили ему об одном человеке, наконец он негромко вздохнул и из сурового старейшины вновь превратился в добродушного старика. «Ты веришь в благотворность пилюль? Весьма похвально. Такое нечасто услышишь из уст кого-то столь юного. Джоу Сеуя, отныне можешь перестать называть себя студенткой. Коли желаешь, в моем присутствии можешь называть себя ученицей». В толпе послышались удивленные вздохи. Ван Буэлэ не ждал от старика такого предложения. Очень фей перед глазами начало темнеть. Она побледнела и закачалась, словно ноги перестали ее слушаться. «Ам...» Смущенно выдавила примершая к месту Джоу Сеуя. Она неосознанно повернулась к Ван Буэлэ в поисках поддержки. Тем временем старейшина павильона со смехом поднялся и обратился к ректору. «Старина Аллоу, я забираю эту девочку. Она станет моей последней ученицей. Ты ведь не против?» Ректор хохотнул и тоже поднялся. Он был искренне рад за Джоу Сеуя. Старик рядом с ним обладал высоким статусом, он был одним из четырех старейшин павильона алхимии. Его дау алхимии было известно на всю федерацию. «Сеуя, поприветствуй своего наставника!» – ободряюще сказал ректор. Ван Буэлэ подтолкнула цепеневшую девушку вперед. Только сейчас Джоу Сеуя пришла в себя. Несмотря на неожиданность предложения, она не была дурой, поэтому быстро подошла и поклонилась старейшине. «Джоу Сеуя приветствует наставника!» Старик из павильона алхимии со смехом взмахнул рукавом и вместе с Джоу Сеуя поднялся в воздух. Вместе они полетели к острову Верхней Академии. С окончания теста вплоть до этого момента он ни разу не посмотрел на Чиньфэй и не упомянул о награде. «Какой культивацией надо обладать, чтобы ходить по воздуху?» – гадал Ван Буэлэ с прищуром наблюдая за стариком. Изумленные студенты, в особенности с факультета алхимии, смотрели только на Джоу Сеуя. Последние не могли скрыть зависти, что до Чиньфэй у бледной девушки подогнулись ноги, и она осела на землю. В то же время с неба послышались крики Джоу Сеуя и смех старика. «Ван Буэлэ, не беспокойся, Сеуя, какое-то время. Ей предстоит обучение в уединении. Вдобавок и найду ей духовный корень восемь цуней. Если не будешь прилежно тренироваться и учиться, в будущем она превзойдёт тебя. Брат Буэлэ, дождись меня. Когда закончится моё уединение, я найду тебя». Ван Буэлэ улыбнулся двум людям в небе. Он был счастлив за Сеуя, как вдруг он почувствовал на себе тяжёлый взгляд ректора. Почесав затылок, он отпустил волосы Гао Циуаня. «Ты уже учишься в Верхней Академии. Может, пора научиться контролировать себя?» – сурово спросил ректор. Ван Буэлэ немного смущённо опустил голову, сухо покашлял, а потом похлопал дрожащего Гао Циуаня по плечу. «Старик Гао, старайся в будущем делать меньше гадостей и больше хорошего. Понял? Ректор, я только что вспомнил, меня ждёт наполовину переплавленный хромический артефакт. Прошу простить, мне пора». С этими словами Ван Буэлэ ловко запрыгнул в летающий корабль и умчался обратно на остров Верхней Академии. Студенты на площади проводили взглядом улетающий корабль, ректор бессильно опустил руки. Как он и полагал, произошло банальное неразумение. Наконец он со вздохом взглянул на Гао Циуаня. «Гао Циуань, ты...» Старый доктор хотел как-то успокоить Гао Циуаня, но не смог подобрать подходящих слов. В итоге он дал ему флакон с пилюлями и двинулся в сторону своей резиденции, размышляя по дороге о возможной замене проректора. Гао Циуань остался в компании гнева и обиды, он хотел заплакать, но слёз не было, в его сердце не осталось ничего, кроме негодования. Несправедливо! Глава 138. «Новичок, ты ещё слишком зелёный». Ван Боулэ стоял в мчащемся по небу корабле. Вместе с ветром он летел к острову Верхней Академии, он пребывал в отличном настроении. Джоу Сяуя не только попала в Верхнюю Академию, но и один из старейшин павильона алхимии сделал её своей ученицей. Идеальное завершение этой истории. Прочистив горло, Ван Боулэ задумался. «Я сыграл ключевую роль. Моя бесстрашная атака злых сил в лице Гао Циуани создала достаточно хаоса, чтобы в процессе добро одержала верх. Это позволило зайке победить в испытании». Толстяк не собирался признаваться себе, что его присутствие никак бы не повлияло на исход теста для зайки. Во время управления кораблем Ван Боулэ достал пакетик снэков и с удовольствием принялся уплетать содержимое. «Не каждый способен рулить кораблем прямо во время перекуса». Ван Боулэ радостно рассмеялся. Вскоре за облаками показался остров Верхней Академии. «В павильоне алхимии осталась думень. После поступления в Верхнюю Академию мы стали меньше общаться, хотя я не удивлен, что у неё отличные тут дела. Что-что, с учебой у неё никогда не было проблем. Не стоит забывать про чень Зехена и Джо и Фаня с павильона боевых искусств. Надо усерднее работать, чтобы они ненароком не обставили меня». Ван Боулэ глубоко вздохнул. Вместо возвращения в пещеру Бессмертного он посмотрел на север, в сторону гор павильон от хромического оружия. Ван Боулэ уже изучил в сети подробности экзамена названия ученика оружия. Его проводили в Северной горной цепи, где находился военно-регистрационный департамент, который отвечал за проведение экзаменов названия ученика оружия. Любой ученик, переплавивший сто идеальных термических артефактов первого ранга, мог передать их на оценку и получить повышение. «Я стану учеником оружия и выберу департамент, где буду нести службу». Глаза Ван Боулэ горели неуемным желанием. На пути к Северным горам он заметил на центральном пике площадь, там стоял огромный военный барабан. Предмет бледно-красного цвета привлекал внимание своим незамысловатым дизайном. «Это барабан, о котором писали в сети?» Разглядывая огромный барабан, он мысленно воскресил в памяти прочитанные про артефакт в сети. Люди утверждали, что в этот военный барабан могли ударить только мастера оружия, у него была всего одна функция – вызывать старейшин. Любой достаточно способный мастер оружия мог ударить в барабан, дабы призывать старейшину и спросить у него совета относительно отхармического оружия. Этот барабан установили на этой горе довольно давно, тем не менее им пользовались нечасто. В него били только при возникновении по-настоящему неозрешимой проблемы, никто не хотел беспокоить старейшин по пустякам. Что интересно, у барабана не было палочки. Желающий в него ударить должен изготовить её самостоятельно из материалов, предоставляемых артефактом. К тому же палочку следовало использовать прямо на месте, и последнее – ученикам давалась всего одна попытка. Только удар в барабан палочкой, переплавленный мастером оружия, мог призвать старейшину. Несмотря на наличие рецепта палочки, изготовить её было весьма непросто. В некотором смысле она считалась духовным сокровищем, воспользоваться барабаном мастер оружия мог всего один раз в жизни. Если у них ничего не получалось, они лишались своего права, поэтому никто не хотел тратить столь драгоценный шанс. Ван Бо Лэ вычитал в сети об одном ученике, ему удалось ударить в барабан пять раз подряд переплавленной им палочкой. Другие мастера оружия не могли похвастаться таким впечатляющим результатом, что до того ученика после пяти ударов появился не старейшина, а сам главный старейшина-павильон от хромического оружия. Каждый главный старейшина обладает невероятным статусом в своём павильоне. Над ним стоят только глава секты и его заместители. Если не брать их в расчёт, главный старейшина находится на вершине местной иерархии. Большую часть времени на острове Верхней Академии Ван Бо Лэ провёл в уединении. К счастью, он и заботился тем, чтобы изучить структуру Дао Академии Эфира. В сравнении с первым годом обучения в Нижней Академии теперь он знал гораздо больше. К примеру, наивысшей властью в Дао Академии обладал загадочный верховный старейшина. Его почти не видели в Дао Академии Эфира, но одно его существование служило своего рода якорем. Его незримое присутствие вселяло уверенность и гарантировало неизменный статус их учебного заведения Федерации. Верховному старейшине подчинялись глава секты и трое его заместителей. Ниже располагались 10 павильонов и Академия. 10 павильонов находились на острове Верхней Академии, куда, например, входил павильон тхармического оружия. Академией считалась территория острова Нижней Академии. Главы павильонов руководили своими павильонами, но в реальности над ними стояло немало старейшин, а также по одному главному старейшине на каждый павильон. Эти люди напрямую не управляли павильоном, они составляли совет старейшин, который определял и назначал главу павильона и вице-глав его заместителей. Такая ступенчатая система показывала расстановку сил в Дао Академии Эфира. Когда Ван Буэлэ об этом узнал, то понял, что путь к должности с большой властью был долг и труден. В то же время он еще сильнее захотел стать мастером оружия. Отведя взгляд от барабана, Ван Буэлэ отогнал мечты на задворки сознания и продолжил полет к Северным горам. Вскоре он вынырнул из облаков и начал снижаться к военно-регистрационному департаменту. Внутри находилось всего несколько учеников. Те, кто могли стать учениками оружия, составляли малую часть общего числа обычных учеников. Решив с ними все формальности, Ван Буэлэ прибыл на специально отведенную территорию, большую площадь, где стояли десятки больших каменных колонн. Помимо него на площади находился высокий молодой человек, он сидел в позе лотоса на одной из колонн с закрытыми глазами. Он выглядел крайне серьезно и загадочно. Почувствовав что-то присутствие, он поднял голову и молча посмотрел на Ван Буэлэ. При виде того, как Ван Буэлэ собрался начать экзамен без какой-либо подготовки, он удивленно выгнал бровь и рассмеялся. «Новичок?» Ван Буэлэ поднял голову наговорившего. «Экзамен на звание ученика оружия — важнейший шаг для любого из нас. Младший брат, ты даже не удосужился выгладить свою форму. Но не это главная проблема. Ты хочешь пройти экзамен без какой-либо предварительной подготовки? Это настоящее неуважение к этой священной процедуре. Я советую тебе сначала как следует подготовиться, а потом уже приступать к экзамену. В противном случае твой провал гарантирован». Судя по голосу, молодой человек явно знал о чем говорил. «Что, действительно так сложно?» Изначально Ван Буэлэ не сильно беспокоился о результате, но чутье подсказывало, молодой человек явно не врал, поэтому он решил на всякий случай проявить осторожность. «Каждый год в нашем павильоне меньше десяти человек становятся учениками оружия. Вдобавок многие после поступления в Верхнюю Академию тратят по меньшей мере два года в бесплатных попытках, прежде чем получить долгожданное звание. Как думаешь, сложный это экзамен или нет? Переплавить сот хромических артефактов первого ранга не так уж сложно. Тут все упирается во время. Однако в ходе экзамена случайным образом выбирается десять хромических артефактов. Кандидату за отведенное время нужно продемонстрировать процессы к переплавке еще раз, причем без единой ошибки. Любая оплошность приводит к провалу экзамена. Что скажешь? Трудный экзамен? Немного помолчав, он продолжил. «На острове Верхней Академии нет недостатка в талантливых людях. Здесь полно тех, кто наивно считает, что без проблем сможет пройти экзамен. У меня за плечами девять провальных попыток. За это время я видел немало соуверенных учеников». Молодой человек впервые повстречал Ван Буэлэ, поэтому в его тоне неоднократно проскальзывали надменные нотки. Ван Буэлэ странно покосился на советчика. Такая уверенность в голосе молодого человека имела смысл, учитывая количество неудачных попыток. В итоге он решил довериться ему, вторе молодому человеку он тоже расположился в позе лотоса и начал ментальную подготовку. То, что Ван Буэлэ не отмахнулся от его совета, вызвало у молодого человека добродушный смех, словно он видел отзвуки своих провалов Ван Буэлэ. Спустя какое-то время он закончил подготовку и отправил тхармический артефакт в колонну. Когда предмет растворился в камне, Ван Буэлэ тоже поднялся и повторил за молодым человеком. «Меч морозного облака». От молодого человека не ускользнуло, какой именно артефакт достал Ван Буэлэ. Странно покосившись на него, он достал следующий тхармический артефакт и послал в колонну. Ван Буэлэ тоже достал второй тхармический артефакт. «Щит духовного тумана?» У молодого человека округлились глаза. «Меч морозного облака» считался одним из сложнейших тхармических артефактов первого ранга. Такой артефакт лишь немного его удивил, но потом Ван Буэлэ достал еще один невероятно сложный в переплавке артефакт. Несмотря на удивление, он возмущенно подумал. «Он что, пытается покрасоваться? Думает потягаться со мной? Новичок, ты еще слишком зеленый. Хоть и девять раз провалил экзамен, каждая неудача становилась серьезным мотиватором к самосовершенствованию. Без этих провалов я не стал бы тем, кто есть сейчас». Молодой человек прищурился и с презрительной усмешкой достал оставшиеся девяносто восемь тхармических артефактов. Девять из них по сложности изготовления не уступали счету духовного тумана. Стоило ему покоситься на Ван Буэлэ, как вдруг из его головы пропали все мысли. Теперь там не осталось ничего, кроме пустоты. Ван Буэлэ тоже достал девяносто восемь тхармических артефактов, вот только все они находились на одном уровне с счетом духовного тумана. Сияние такого количества высококлассных артефактов было по-настоящему ослепительным. Молодой человек выпученными глазами уставил сну сокровища. «Этот парень пришел на экзамен или на конкурс богатеев!» В ярости подумал он. «Черт возьми, какой смысл приносить на экзамен так много сложнейших тхармических артефактов?» Глава 139. Капитан арбитров. Изумление молодого человека было вполне понятным. Как человек с двумя годами учебы в Верхней Академии, он никогда не видел и не слышал о других учеников, чтобы экзаменуемый представил сто безопречных тхармических артефактов первого ранга. Такие было очень сложно переплавить, он никак не мог взять в толк, зачем кто-то по своей воле станет усложнять себе экзамен, все-таки стоимость переплавки тхармических артефактов была немаленькая. К тому же от испытуемого еще требовалось переплавить 10 случайных артефактов за отведенное время. Со сложными в переплавке тхармическими артефактами возрастала и сложность этого этапа. Вдобавок молодой человек не верил, что их мог переплавить недавно поступивший в Верхнюю Академию ученик. Как ни посмотри, у него просто не хватило бы на это времени. По мнению молодого человека, только кто-то очень талантливый мог успеть сделать столько сложных артефактов за столь короткий промежуток времени. Такой человек в будущем точно сможет стать мастером оружия. Вот только Ван Буоле не производил впечатление человека редких талантов, ему с огромным трудом удалось отвести взор от кучи сияющих тхармических артефактов, которые Ван Буоле один за другим отправлял в колонну. Он подавил разбушевавшиеся эмоции, рассудив, что новичок просто решил пройти экзамен с помощью тхармических артефактов, переплавленных кем-то другим. Такая стратегия не выглядела такой уж глупой, хотя в случае провала предоставленные артефакты не возвращались, богатые студенты могли себе это позволить. Старший брат, что теперь делать? Когда начнется экзамен? Пока в голове молодого человека царило суметиться, Ван Буоле уже отправил все тхармические артефакты в колонну, после чего повернулся и нервно спросил о следующем шаге. Он заметил, как поменялся в лице молодой человек, нетрудно догадаться, почему, однако экзамен представлял куда большую важность, чем чувство собрата ученика. Он не хотел отвлекаться по пустякам, да и времени объяснять тоже не было. «Ах, я больше всего ненавижу тех, кто думает, что толстый кошелек даёт им право играть не по правилам», — с досадой подумал молодой человек. После вопроса Ван Буоле он вздохнул. «Приложай руку к колонне, и экзамен начнётся». Из его голоса ушло всё дружелюбие. Стоило Ван Буоле коснуться камня, как он про себя усмехнулся. «Новичок, сейчас ты познаешь горький вкус поражения. Денег кора не клюёт. Что с того? Ты всё равно не пройдёшь экзамен». Молодой человек решил повременить со своим экзаменом, чтобы своими глазами увидеть провал Ван Буоле. По его прикидкам, Ван Буоле не протянет и получаса. Спустя тридцать минут Ван Буоле не только не провалил экзамен, но и заставил каменную колонну перед ним светиться. Свечение поднялось от основания колонны на один цунь. Молодой человек оцепенил и уставился на свет. «Ево первый предмет прошёл проверку? Удачлив, чёрт! Посмотрим, сколько тебе удастся продержаться!» Свечение колонны внезапно поднялось ещё на один цунь. «Что происходит?» Молодой человек тяжело задышал. Когда свечение поднялось до трёх цуней, он больше не мог сидеть на месте. Вскочив, он ошеломлённо уставился на колонну. Свечение постепенно поднималось. Пять цуней, шесть цуней. Когда оно добралось до отметки в десять цуней, у молодого человека перехватило дыхание. «Немыслимо! Почему так быстро?» Его захлестнула настоящая буря эмоций. Если бы кто-то другой прошёл экзамен, то у него не было бы такой реакции. Однако он увидел кармические артефакты ван Боулэ. Каждый требовал серьёзных усилий для переплавки, и всё же ему удалось достичь успеха. Наконец, свечение заняло десять цуней колонны. Это означало успешную сдачу экзамена на звание ученика оружия. Когда военно-регистрационный департамент получил информацию, сотрудники поспешили на площадь. «Кто-то прошёл экзамен! У нас новый ученик оружия!» Молодой человек неподалёку до сих пор не пришёл в себя. Ван Боулэ у соседней колонны открыл глаза. «Не так уж и сложно». Сложность экзамена оказалась не такой, как говорил молодой человек. В любом случае, он был рад, что всё закончилось хорошо. Поднявшись, он поблагодарил его характерным жестом, накрыв ладонью кулак. К нему подошли сотрудники военно-регистрационного департамента, чтобы поздравить с успешным прохождением экзамена. Ван Боулэ вместе с учениками департамента отправился в офис, чтобы официально зарегистрироваться как ученик оружия. В департаменте обещали на следующий день прислать даосский холод ученика оружия, изготавливаемый по особому заказу, и удостоверяющую пластину. После снятия мерок Ван Боулэ вновь взмыл в небо в объятия ветра. Только после его ухода молодой человек на площади сбросил оцепенение и вернулся в реальность. Его взгляд остановился на колонне Ван Боулэ. Может, экзамен в его колонне проще? С этой мыслью молодой человек быстро занял место у соседней колонны, в его сердце разгорелось пламя. В этот раз он собирался точно пройти экзамен. Ван Боулэ начисто забыл об оставшемся на площади ученике. В своём летающем корабле он задумался о своём новом халате, мысль о новой форме ещё больше подняла ему настроение. Ему предстояло выбрать, в каком департаменте работать, поэтому он включил кольцо-передатчик и связался с Ченью и Туном. Выслушав тактичное объяснение, тот с радостью пригласил его в административный департамент академии. После успешных переговоров Ван Боулэ с довольной улыбкой поменял курс. Ченью и Тун в здании административного департамента академии как раз слушал доклад четырёх капитанов под его командованием. С устоическим выражением лица они докладывали о результатах своей работы. После звонка Ван Боулэ губы Ченью и Туну изогнулись в улыбки. Он был приятно удивлён новостью. Четверо командиров растерянно приглянулись. Насколько они знали, Ченью и Тун только в приватной обстановке разговаривал с людьми в непринуждённой манере. Здесь, в департаменте, он всегда вёл себя как суровый профессионал. Интересно. Я думал, он ещё какое-то время просидит в обычных учениках. Времени зря он не теряет. Судя по всему, наставник не ошибся. Этот человек обладает чудовищным потенциалом. В моих интересах подружиться с ним. Ченью и Тун улыбнулся и с помощью кольца выяснил подробности экзамена у сотрудника военно-регистрационного департамента. После разговора у него заблестели глаза. «Он получил вышибал!» – удивлённо подумал он. «Похоже, он не пропустил мой совет мимо ушей. Раз так, то я не могу относиться к нему как к подчинённому. В будущем мы точно станем союзниками». Результаты экзаменов были засекречены, но Ченью и Тун благодаря своему высокому статусу смог получить общую информацию. Полученные сведения укрепили его уверенность, он быстро раздал соответствующие приказы. Во время полёта к административному департаменту Академии Ван Буоле обратил внимание на необычный статус учеников оружия. С воздуха он видел, как обычные ученики почтительно приветствовали идущих по улицам учеников оружия в синих даоских халатах. При виде такой учтивости со стороны учащихся Ван Буоле уже не терпелось самому натянуть синий халат. «Жизнь ученика оружия явно отличается от жизни рядового ученика». Административный департамент Академии занимал внушительную площадь. Четырёхэтажный павильон в центре окружало несколько двух- и трёхэтажных строений. Его расположили таким образом, чтобы оно стояло на некотором расстоянии от остальных зданий. Всюду росли странные цветы и деревья. На площади перед главным зданием было припарковано много летающих кораблей. Между зданиями деловит основали ученики. Среди них мелькали синие халаты. Обычные ученики всегда приветствовали старших по рангу собратьев. «Вот он какой, административный департамент Академии». Ван Буоле впервые здесь оказался. К нему тут же подскочил парень в синем-долском халате. «Ты младший брат Ван Буоле?» Накрыв ладони кулак, с улыбкой спросил он. Услышав своё имя, Ван Буоле ответил ему таким же почтительным жестом. «Младший брат Ван, меня зовут Чоу Панхай. Следуй за мной, тебя ожидает старший брат Чэнь. Он уже объявил, что совсем скоро ты станешь одним из нас». Молодой человек в синем являлся одним из четырёх капитанов административного департамента Академии. По дороге он несколько раз незаметно скашивал глаза на Ван Буоле. В будущем тот окажется одного с ним звания, поэтому он решил с ним сдружиться. Между ними завязалась приятная беседа. Ван Буоле провели во двор административного департамента, а потом к одному из трёхэтажных павильонов, где Чэнь Юитун наслаждался чаем. «Приветствую, старший брат Чэнь!» В несвойственной для себя манере Ван Буоле быстро вышел вперёд и по всей форме поприветствовал Чэнь Юитуна. Прежде чем он опустился на колени, к нему подошёл Чэнь Юитун и помог ему выпрямиться. «Младший брат Буоле, в таких формальностях нет нужды. Присядь!» С улыбкой предложил он. Чэнь Юитун усадил Ван Буоле в кресло. Вскоре капитан принёс поднос с духовным чаем и двумя чашками, после чего молча встал позади Чэнь Юитуна. Первым делом Чэнь Юитун поздравил Ван Буоле с повышением до ученика оружия. Покончив с формальностями, он с улыбкой достал удостоверяющую пластину и передал Ван Буоле. «Младший брат Буоле, человек твоего калибра не будет долго засиживаться в учениках оружия. Скоро ты точно станешь мастером оружия. Я знаю, что на острове Нижней Академии ты был главным префектом и управлял дисциплинарным комитетом. Нам как раз не хватает руководителей команды арбитров. С твоим опытом ты идеально подходишь на эту должность. Как ты смотришь на то, чтобы временно взять на себя управление арбитрами? Если согласишься, я буду очень признателен». Всё это Чэнь Юитун сказал с тёплой улыбкой, а Ван Буоле слегка приосанился. Хоть он никогда не посещал административный департамент Академии, в сети о нём было написано немало. Помимо Чэнь Юитуна, самыми большими полномочиями в департаменте обладала команда арбитров, в чьи обязанности входил надзор за учащимися. К сожалению, всё это время этой командой руководил непосредственно Чэнь Юитун. Следующими поважностями были четыре команды юстициариев, каждая состояла из капитана, его заместителя и большого числа обычных учеников административного департамента. И сейчас Чэнь Юитун, по сути, предложил ему должность капитана самой влиятельной группы в департаменте — команды арбитров. Это предложение удивило не только Ван Буоле. Джо Пенхай, стоящий за спиной Чэнь Юитуна, не мог поверить своим ушам. Он предполагал, что Ван Буоле в лучшем случае получит такое же звание, как у него. Кто мог знать, что Ван Буоле дадут такую важную должность? Его дыхание стало немного прерывистым, теперь он смотрел на Ван Буоле с осторожностью, любопытством и сталикой зависти. Глава 140. Династия. Справившись с удивлением, Ван Буоле поднялся и поблагодарил Чэнь Юитуна, на что тут улыбнулся и вновь усадил его в кресло. Ещё немного поболтав, Ван Буоле начал собираться в обратный путь, Чэнь Юитун лично проводил его к двери, напоследок он сказал. «Младший брат Буоле, как твой старший брат, я с нетерпением жду дня, когда ты станешь мастером оружия. Для этого тебе надо переплавить духовное сокровище третьего ранга. Каждый год павильон термического оружия проводит состязание специально для выбора мастера оружия. Ожидаю от тебя блестящих результатов». Вернувшись к себе, Чэнь Юитун сделал глоток чая и улыбнулся. Наконец вернулся капитан, который вызвался проводить Ван Буоле до корабля. Судя по всему, он хотел что-то сказать, но остановил себя в последний момент. Чэнь Юитун поднял на него глаза и бесцветно сказал. «Джо Панхай, ты действительно считаешь меня пристрастным, раз он наделил только что поступившего на службу Ван Буоле властью по надзору за всеми остальными капитанами, сделав его вторым человеком в департаменте». Молодого человека в синем всё внутри сжалось, и он точно запустил голову. «Как бы я посмел!» Чэнь Юитун никак не отреагировал на тон своего подчинённого, он подошёл к окну и спокойно продолжил. «Ван Буоле, эксперт истинного дыхания с корнем восемь цуней и серьёзными заслугами передал Академии Эфира. Он совсем недавно попал на остров Верхней Академии, но за ним уже пристально наблюдают многие серьёзные игроки. Кто-то вроде него не будет учеником оружия вечно, и я говорю это не из вежливости, не пройдёт много времени, прежде чем он станет мастером оружия. Что-то меня, я тоже не могу вечно носить звание мастера оружия. Мой тебе совет – относись к нему так, как бы ты относился ко мне». С этими словами Чэнь Юитун повернулся и посмотрел на капитана. Юноша тяжело сдышал, его сердце бешено колотилось в груди. Он понял, что пытался сказать ему Чэнь Юитун. Ван Буоле был преемником Чэнь Юитуна, в будущем он возглавит административный департамент Академии. После утвердительного кивка он мысленно решил установить с Ван Буоле дружеские отношения и ни в коем случае не переходить ему дорогу. Другие в департаменте практически ничего не знают о Ван Буоле. Сегодня уже поздно, не забудь рассказать всем о нем завтра. Попросил Чэнь Юитун и поднял чашку с чаем. Капитан несколько раз кивнул, разговор с Чэнь Юитуном разжег его сердце пламя. Проводив взглядом уходящего капитана, Чэнь Юитун едва заметно улыбнулся. В его словах определенно присутствовала правда, однако он не стал обрисовывать своему подчиненному всю картину. Если бы не люди, положившие глаз на младшего борта Буоле, наставник бы давно сделал его своим учеником. Вдобавок и не в том положении, чтобы давать свои комментарии, учитывая непродолжительность нашего знакомства. Однако я все равно могу оказать ему парочку услуг. Младший брат Буоле один из тех людей, кто всегда отвечает добром на добро и не прощает обид. Он не забудет мое хорошее отношение и покровительство моего наставника и дядюшки наставника Лу. Не преувеличением будет назвать его моим младшим братом. Если не я, то кто будет ему помогать? Чэнь Юитун задумывался о том, что ему сказал наставник, тот разговор позволил ему по-другому взглянуть на ДАО Академию Эфира. Дядюшка-наставник Лу занимает прочное положение ректора Нижней Академии. Никому не сместите вол с этого поста. Это фундамент нашей династии. Следующий шаг — повышение уже дедушки-наставника давицы главы секты. Потом придет время для повышения наставника до звания главного старейшины павильон от хромического оружия. До этого момента в текущем поколении нашей династии мне, младшему брату Боулэ, остается поддерживать друг друга и двигаться вперед. Младший брат усердно работай, чтобы поскорее стать мастером оружия. Чэнь Юитун в предвкушении улыбнулся. Его наставник был тем самым стариком, который подарил Ван Боулэ бездонный браслет во время лекции на пике ректора Нижней Академии. Его дядюшкой-наставником, разумеется, был старый доктор с острова Нижней Академии. Тем временем Ван Боулэ, покинув здание административного департамента Академии, все никак не мог прийти в себя после недавнего разговора. Хотя он согласился на новую должность, радость немного омрачала беспокойство. Вся эта ситуация выглядела немного странной, он не верил, что его непродолжительная дружба с Чэнь Юитуном стала основной причиной, почему он сделал его капитаном арбитров. Ван Боулэ прекрасно понимал значимость этого поста. По сути, меня сделал и заместителем руководителя административного департамента Академии. Ван Боулэ с шумом вдохнул и серьёзно задумался. Его не убедила история о том, что ему дали такой важный пост только из-за духовного корня восемь цуней, очевидного объяснения у него не было, как вдруг он резко остановился. А что если... наставник Чэнь Юитуна это тот самый старик, который подарил мне бездонный браслет нефритовую табличку ещё на острове Нижней Академии? Тогда действительно вырисовывается династия, куда входит наставник и ученик, а также ректор. Ректор ведь тоже очень хорошо ко мне относится. Ван Боулэ вспомнились истории из автобиографии высокопоставленных чиновников, спустя какое-то время он кое-что понял. Династия? От этого загадочного слова сердце Ван Боулэ дрогнуло, его значение немного его взволновало, хотя скепсис по-прежнему никуда не делся. При этом он опасался, что не так всё понял. «Ладно, кому какое дело? Теперь я капитан команды арбитров!» Стиснув зубы по дому Алан. Больше Ван Боулэ не беспокоило, почему Чэнь Юитун относился к нему с такой благосклонностью, однако в жизни он руководствовался одним принципом «никогда не забывай сделанное другими добро». Этот постулат ещё в детстве вбил ему в голову отец, а об этом также неоднократно упоминалось в автобиографиях высокопоставленных чиновников. Это было также частью его характера, как и принцип, по которому он никогда не прощал обид. Ван Боулэ находился в прекрасном расположении духа. Сегодня он не только стал одним из очников оружия, но и капитаном административного департамента Академии. Тем не менее он понимал, что пока большинство сотрудников департамента, и в особенности арбитры, не знали о его назначении, не пройдёт и пара дней, как весь административный департамент Академии прознает об этом. «Надо ценить то недолгое время тишины и покоя, которое у меня осталось. Уже совсем скоро все узнают о моих способностях». Ван Боулэ планировал не привлекать к себе внимания и продолжить вести скромную жизнь. На пути к пещере бессмертного он решил остановиться на рынке в долине, рядом с которой стоял его первый дом. Вечерние часы там было особенно людно. Со всех сторон доносились обрывки разговоров, нос щекотал приятный аромат жарящейся еды. От одного запаха у Ван Боулэ разыгрался аппетит. Сила воли вступила в противоборство с желанием поесть. «Ладно уж, сегодня удачный день. Надо наградить себя за старания». Эта мысль закончила внутреннюю борьбу в душе Ван Боулэ. С блеском в глазах он уверенным шагом нырнул в толпу. Чуть позже Ван Боулэ уже прижимал к себе банку маринованных яиц и жевал печёную картофелину, неспешной походкой бродя по рынку. Среди покупателей он заметил несколько учеников с такой же, как у него, формой тела. «Этот рынок – замечительное место», подумал он. Помимо еды, здесь были выставлены на продажу и другие товары, от предметов первой необходимости до более изощрённых вещиц. Несмотря на слегка завышенную цену, многие ученики могли закупаться здесь вместо того, чтобы ездить за покупками в город Эфира. Ван Боулэ засунул в рот очередное яйцо и с довольным видом принялся жевать. Подавив зародыша очередное желание отправиться к выходу, он заметил магазинчик со снэками, куда он не раз заглядывал, пока жил неподалёку. Больше всего его заинтересовал плакат снаружи, рекламировавший новую линейку снэков. С ярким блеском в глазах Ван Боулэ немедленно устремился туда. Хозяин магазина, мужчина средних лет, проучившийся на острове Верхней Академии уже семь лет, до сих пор был обычным учеником начальной ступенью истинного дыхания. Заметив Ван Боулэ, он энергично ему замахал. В магазине Ван Боулэ помахал ему в ответ и спросил «Старина Лю, как я погляжу, бизнес процветает. Дай мне сто пакетиков этих новых снэков». Лицо мужчины посветлело. В каждый свой визит Ван Боулэ делал ему кассу, поэтому он с готовностью собрал необходимое количество пакетиков со снэками. «Старший брат Ван, давно не виделись», — с улыбкой сказал он. «Три пачки за счёт заведения». Ван Боулэ довольно кивнул. Хотя он редко гулял по Верхней Академии, но из духовного интранета знал о ситуации учеников, которые держали магазинчики. Большинство из них тяжело было назвать одарёнными людьми, на остров Верхней Академии они попали скорее ввиду удачного стечения обстоятельств. Все они были экспертами истинного дыхания, правда с корнями в один-два цуня. В глазах обывателей они являлись необычайными людьми, но на острове Верхней Академии среди огромного числа гениев они находились на социальном дне. Любая культивация требовала немало дорогих материй, которые они не могли себе позволить. Это объясняло появление таких рынков. С их помощью ученики могли покрыть расходы на культивацию. Рынки возникали стихийно и создавались учениками без оглядки на правила Академии, поэтому законность таких мест находилась под вопросом. Попытки зарегистрироваться в административном департаменте ни к чему не приводили, поскольку в списке разрешенных товаров в основном находились необработанные материи и оборудование для переплавки. В павильоне дхармического оружия многие торговали материалами и другими связанными с ними вещами. Высокие цены вынуждали продавцов конкурировать между собой, не говоря о том, что материалы можно было купить напрямую у павильона дхармического оружия. Поэтому куда выгоднее было продавать знаки и еду. Так и появились рынки, где бедные ученики торговали едой, напитками и всякой мелочевкой. Административный департамент Академии закрывал на все это глаза. Изредка они устраивали профилактические рейды на места скопления торговых точек. Рейдов нельзя было избежать, учитывая установленные административным департаментом Академии правила и их отношения к подобного рода активности учащихся. Размышляя об этом, Ван Боулэ невольно посочувствовал тяжелой жизни торговцев. «Старина Лю!» — с улыбкой сказал он. «Ты знаешь, как вести дела! Добавь еще три коробки духовной ледяной воды!» Глаза Ван Боулэ скользили по полкам в поисках еще каких-нибудь новых снеков. Мужчина за прилавком широкую улыбку упаковал в 103 пакетика снеков и три коробки с водой для Ван Боулэ. Когда Ван Боулэ уже собирался расплатиться, снаружи послышался шум, звук быстрых шагов и голоса. «Административный департамент Академии! Они здесь! Проклятие! Разве они не приходили вчера! Чего им сегодня здесь понадобилось?» Снаружи воцарился хаос. Продавец магазинщик и куда зашел Ван Боулэ резко поблетнел. С интересом выглянув наружу, Ван Боулэ увидел, как на рынок заходили несколько дюжин учеников в халатах административного департамента. Их возглавляли несколько учеников оружия. На рынке и так было неспокойно, но теперь началась настоящая сумятица. Сотрудники административного департамента выглядели крайне сурово, все магазины и палатки на их пути безжалостно разрушались, хозяева торговых точек с горючью наблюдали за уничтожением своего имущества, некоторые пытались безуспешно договориться. Ван Боулэ нахмурился. Глава 141. Команда арбитров. Общий сбор. «Стариналю! Эти ребята из административного департамента Академии!» — на всякий случай уточнил Ван Боулэ, хмуро наблюдая за группой учеников, которые, как маленькие тираны, ломали палатки и били витрины магазинщиков, пока их хозяева безропотно стояли в стороне. «Да, подлецы из административного департамента Академии!» — скрежеща зубами подтвердил продавец. Гнев и отчаяние в его глазах были очевидны. Ван Боулэ рядом с ним прочистил горло и неловко потер переносицу. «Нам, не очень дарынным практикам, и так тяжело заниматься культивацией. Не желая мириться с таким положением, мы решили открыть магазинчики не только для того, чтобы удовлетворить нужды учащихся, но и заработать духовные камни для культивации. Разве это плохо?» — голос продавца звучал особенно жалко. «Мы вовремя платим установленные поборы, но административный департамент Академии все равно время от времени наведывается сюда и все тут разносит. Что за несправедливость?» Ван Боулэ задумчиво поглаживал подбородок. Согласно правилам павильона от хромического оружия, продажа еды и напитков противоречила культивируемому на острове Верхней Академии климату. Но если посмотреть на это трезво, то ученики, находящиеся в самых невыгодных условиях, были просто вынуждены пойти на это. Ван Боулэ про себя вздохнул. Не успел он высказать слова сочувствия, как к магазинчику, где находился Ван Боулэ, подошла группа учеников из административного департамента. Трое из них вошли внутрь, как только они переступили порог. Молодой парень с вытянутым лицом пнул рекламный щит, а потом перевернул стол, на котором были разложены товары. С него во все стороны полетели пакетики со снэками. Все это произошло прямо на глазах у Ван Боулэ. «Старший брат, я ведь уже заплатил! Пожалуйста, дай мне еще немного времени! Я... я заплачу еще раз! Этого будет достаточно?» Трусливо взмолился старик Лё. Он пытался спасти ситуацию, как умел. В тревоге он сделал несколько робких шагов вперед, но ему не хватило духу остановить их. «Младший брат Лё, мы тебя предупреждали не торговать этим мусором! Здесь учатся практики! Какой идиот будет покупать снэки? Это павильон тхармического оружия! Здесь разрешено только торговля артефактами и материалами! В нашем учебном заведении не поощряется продажа снэков! Ты портишь репутацию павильона тхармического оружия!» Холодно заявил длиннолицый молодой человек, пинком отбросив рекламный щит. Ван Боулэ дернулась века при виде разбросанных по магазину пакетиков со снэками. «Я всё уберу! Уберу! Старший брат!» Промемлил продавец и наклонился, чтобы собрать всё с пола. «Слишком поздно! Весь товар конфискован!» Два сотрудника административного департамента вышли вперёд и начали собирать товары магазина. Похожая судьба постигла и другие магазины на рынке. Сколько бы их хозяева не умоляли о снисхождении, всё было бестолку. Ван Боулэ мрачно насыпился. «Вы специально усложняете довольно простую ситуацию!» Стоило ему это сказать, как на него посмотрела вломившаяся в магазин троица. Длиннолицый юноша смерил взглядом Ван Боулэ. Заметив его серый халат обычного ученика, он выгнал брови и раздавил ногой пакетик со снэками, а потом властно указал на лежащие перед Ван Боулэ покупки. «Это тоже конфисковано!» объявил он, а потом двинулся к дверям, не собираясь выслушивать возражения Ван Боулэ. Такое отношение учеников из административного департамента не на шутку разозлило Ван Боулэ. Он положил руку на гору снэков и невольно сказал. «На каком основании вы конфискуете мои покупки?» Юноша с продолговатым лицом и двое его подручных нахмырились, а лидер группы с ноткой раздражения процедил. «Ищешь неприятностей? Проваливай! И хватит припираться! Если будешь чинить препятствия расследованию, то ты не отделаешься устным предупреждением!» После этой угрозы глаза Ван Боулэ холодно блеснули, однако он не вспылил. Вместо этого он спокойно продолжил. «Хозяева магазинов уже заплатили! Вы вправе проводить инспекции, но ломать все на рынке — это уже чересчур! Если они действительно что-то нарушили, накажите их! Зачем еще конфисковывать их имущество?» На продолговатое лицо лидера маленькой группы легла тень. Выслушав и еще раз окинув Ван Боулэ взглядом, он повернулся и выкрикнул на улицу. «Старший брат Сунь! Здесь один парень мешает расследованию и препятствует правосудию! Как с ним поступить?» Из магазинчика неподалеку раздался невеселый смех. «Препятствует правосудию!» Смеялся вышедший из магазина ученик оружия в синем даосском халате. На вид ему было около 28 лет, лицо покрывали редкие веснушки. Выглядел он довольно властно, особенно на фоне пяти сотрудников административного департамента Академии позади. К ним присоединились и другие ученики из административного департамента. Очевидно, парень с веснушками обладал серьезной властью в департаменте. Он служил там не в звании капитана, однако его можно было считать правой рукой одного из них. Зайдя в магазин, он холодно посмотрел на Ван Боулэ. «Что происходит?» «Я?» — начал Ван Боулэ, но его оборвал веснущатый парень. «Я не тебя, спрашиваю!» Молодой человек в синем халате посмотрел на длиннолицого парня, тот быстро вышел вперед и в красках описал их конфликт, не забыв с язвительной улыбкой добавить несколько несуществующих деталей. Сперва Ван Боулэ хотел объясниться, но потом отказался от этой идеи. Он решил посмотреть, как ученик оружия по фамилии Сунь разрешит этот конфликт. После рассказа парень с фамилией Сунь сразу понял, что этот толстяк любит совать свой нос в чужие дела. Его серый халат не вызвал у него никакой реакции. Если бы Ван Боулэ был учеником оружия, то он хотя бы позволил ему сохранить достоинство. В павильоне дхармического оружия можно было встретить немало полных учеников, поэтому он не узнал его и надменно скомандовал. «Арестовать его!» Стоило ему это сказать, как люди позади него ринулись вперед. Возглавив их длиннолицый, парень с нескрываемым презрением закричал. «Все еще думаешь, что крутой?» Ван Боулэ покачал голову и рассмеялся. Вот только в его смехе не было ни намека на веселье, только холод. Молниеносным рывком он оказался рядом с ними и ударил ногой. «Никто не ждал от Ван Боулэ такой прыти!» Юноша с продолговатым лицом закричал от боли, мощный удар ноги отбросил его назад. Приземлившись на землю, он схватился руками за пах и жалобно застонал. «Сопротивление Ресту!» — хором закричали люди вокруг Ван Боулэ. Парень с фамилией Сунь, сбросив от сопенения, тут же пришел в ярость и прыгнул прямо на Ван Боулэ. «Сопротивление Ресту?» «Я не только планирую оказать сопротивление, но и отделать вас как следует!» Ван Боулэ одарил учеников тяжелым взглядом и резко крутанулся на месте и в мгновение ока оказался перед лидером с фамилией Сунь. У того округлились глаза от такой чудовищной скорости. Тем временем Ван Боулэ уже нанес удар, изо рта лидера группы брызнула кровь. С полным боли криком он попятился, Ван Боулэ набрал скорость и уже атаковал кого-то другого, потом сделал пару шагов и отправил еще одного ученика в нокаут. Вскоре на рынке послышались стоны и крики. Раскидав учеников из административного департамента, Ван Боулэ возник перед лидером и с размаху ударил его ногой, пока тот пытался подняться. Этим он припечатал его к земле, не дав встать на ноги. Еще стоящие сотрудники административного департамента уставились на Ван Боулэ со смесью потрясений и ярости. На звуки драки сбежались ученики, все понимали, что совсем скоро произойдет нечто серьезное. Это административный департамент академии. В павильоне из хромического оружия у них больше всего власти. Кто осмелился перейти им дорогу? Где-то я уже видел этого толстяка. Как бы то ни было, нападение на людей из административного департамента ничем хорошим для него не закончится. Старик Лев в магазине очень нервничал, к сожалению, он никак не мог повлиять на ситуацию. Он мог лишь нервно иметь рука в своего халата, пока толпа оживленно гудела, Ван Боулэ опустил голову на человека, на чьей груди стояла его нога. Теперь я могу высказаться? Парень, можешь ничего не говорить. Ты не робкого десятка, но я очень хочу посмотреть, как ты запоешь, когда прибудет подкрепление из административного департамента академии. Хотя тело парня на земле ныло в нескольких местах, он утер кровь с губ и холодно рассмеялся. Прибывшие с ним ученики уже связались с департаментом с помощью колец-передатчиков. После этого они посмотрели на Ван Боулэ, в их глазах не было ничего, кроме враждебности и холода. По их мнению, эксперты департамента заставят толстяка заплатить за нападение на них. Особенно выделялся юноша с продолговатым лицом, он скрежетал зубами, с ненавистью глядя на Ван Боулэ. Ван Боулэ выгнал бровь и тоже решил включить свое кольце-передатчик. В этот момент парень по фамилии Сунь злорадно усмехнулся. Пытаешься найти кого-то, кто бы вытащил тебя из этой щекотливой ситуации? Парнишка, после устроенных тобой беспорядков тебе уже ничего не поможет. Если сегодня же я не отдам тебя под суд, тогда звать меня будут не Сунь Фан, а Фан Сунь. Отдать под суд? Во взгляде Ван Боулэ появился невиданный до сели холодок. Он включил кольцо и связался с капитаном, который проводил Ивана встречу с Чэн Юй Туном. Старший брат Джоу, у меня еще нет контактов команды арбитров. Не мог бы ты передать мой приказ? Общий сбор всех членов команды на рынке в Южных Горах через пять минут. Глава 142. Пробить небосвод. В своей пещере бессмертного Джоу Пэнхэй как раз размышлил о том, как наладить контакты с Ван Боулэ. Как вдруг у него завибрировало кольцо-передатчик. Старший брат Ван, что случилось? Спросил он, с удивлением выслушав просьбу Ван Боулэ. Во время разговора он почтительно обращался к нему как к старшему брату. Очевидно, он пытался избежать возникновения недоразумений. На рынке в Южных Горах Ван Боулэ, все еще давя ногой на грудь Суньфана, спокойно сказал в кольцо. Ничего серьезного. Просто какой-то парень по имени Суньфан из административного департамента Академии угрожает отправить меня под суд. Суньфан на земле презрительно ухмылялся. Ван Боулэ не стал включить громкую связь, поэтому Суньфан не слышал разговора с Джо Пенхаем. Судорожно вздохнув, Джо Пенхай быстро открыл списки сотрудников, чтобы понять, кто именно отправился на рынок с инспекцией. К его несказанному облегчению провинившийся не служил под его началом. Внезапно у него загорелись глаза. Этот инцидент давал отличную возможность проявить себя. Чтобы разрешить конфликт в соответствии с регламентом Академии, он связался с арбитров. Будучи одним из самых влиятельных капитанов административного департамента и правой рукой Чен Юйтуна, приказы он отдавал суровым тоном. Арбитры уже знали о назначении нового капитана. По команде около 30 хорошо сложных арбитров отправились в сторону рынка вместе с Джо Пенхаем. На пути туда он связался с капитаном, ответственным за команду арбитров, и рассказал ему об инциденте. Этот капитан создавал кармический артефакт, но от новостей Джо Пенхая в результате ошибки при переплавке в его пещере Бессмертного прогремел небольшой взрыв. Объяснив ситуацию, Джо Пенхай услышал на другом конце учащенное дыхание. Судя по всему, этот капитан тоже слышал от Чен Юйтуна, что Ван Буоле с высокой долей вероятности возьмет бразды правления административным департаментом Академии после него. «Спасибо большое, брат Джо! Этот идиот Суньфан! Я немедленно отправлюсь туда!» Пока к рынку в южных горах направлялись арбитры и капитаны, Суньфан, все еще прижатый к земле ногой Ван Буоле, немного занервничал. Он интерпретировал звонок по-своему, поэтому лишь нисходительно усмехнулся. «Парень, а ты тот еще актер! Нет контактов команды арбитров, поэтому ты попросил кого-то передать приказы? Кем ты себя возомнил?» Суньфан явно не воспринял разговор Ван Буоле всерьез. Он рано вышел из дома, поэтому не знал о назначении Ван Буоле одним из капитанов. Если он не слышал последней новости, то его подчиненные и другие ученики и подавно. Все-таки с назначения Ван Буоле прошло совсем немного времени. В результате группа учеников презрительно засмеялась. «А этот парень забавный! Его актерская игра настолько убедительная, что я чуть не купился! Кто б мог подумать, что мы столкнулись с такой важной шишкой, а? Хе-хе-хе!» От смеха ученики из административного департамента Академии схватились за живот. Юноша с продолговатым лицом смеялся громче и презрительней всех. Ван Буоле спокойно окинул взглядом веселящихся учеников, а потом поднял глаза к небу. Такое спокойствие не ускользнуло от внимания Суньфана. Несмотря на закравшиеся в голову подозрения, он рассудил, что ему было нечего бояться. «Посмотрим, сможешь ли ты собрать здесь команду арбитров! Если ты...» Внезапно он осёкся. У него сильно завибрировало кольцо-передатчик. Суньфан с подозрением уставился на кольцо, с ним пытался связаться его капитан. Со странным предчувствием в сердце он быстро включил голосовую связь. Из кольца передатчика ему в ухо тут же палился поток яростных криков. Казалось, на другом конце бушевала настоящая буря. «Суньфан, ты безмозглый кретин! Когда я прилечу, ты у меня получишь! Будь прокляты твои родители, породившие такое ничтожество! Ты что, слепой? Это же Ван Буоле! Немедленно отпусти его!» От криков капитана Суньфана затрясло. За годы работы в департаменте он ещё никогда не слышал, чтобы капитан был настолько взбешён. Его дыхание сбилось, глаза округлились, мышцы не слушались, а в голове, казалось, загрохотали штормовые волны. Ван Буоле молча поджал губы, капитан кричал очень громко, однако ученики в отдалении не слышали его. Они продолжили оскорблять Ван Буоле и издевательски хохотать. Когда с их предводителем кто-то связался через кольцо, они сразу же обрадовались, особенно юноши с продолговатым лицом. «Старший брат Сунь!» — не сдержавшись, крикнул он. «Полагаю, скоро прибудет подкрепление с административного департамента академии?» «Ха-ха! Поглядим, как ты будешь вести себя, когда потянутся наши!» Пока ученики кричали, Суньфана трясло всё сильнее. Сначала у него покраснело лицо, а потом и шея. «А ну, заткнитесь!» Суньфан со смесью изумлений и страха посмотрел на Ван Буоле. «Ты? Ван Буоле?» — дрожащим голосом выдавил он. «Знаешь меня?» — спокойно спросил Ван Буоле. Эти слова прозвучали в ушах Суньфана громче раската грома. Задрожав, словно осиновый лист, он сделался бледным, как простыня. Заметив, как их предводитель начал хлюпать носом, словно собирался расплакаться, прибывшие с ним ученики начали что-то подозревать. Больше никто не смеялся. Когда перепуганный Суньфан открыл рот, чтобы что-то сказать, издали раздался проэнзительный свист. По небу цепочкой летело более пятнадцати кораблей, стоило им оказаться над рынком, как из них выпрыгнули десятки учеников в даотских халатах административного департамента Академии. Среди них было девять учеников оружия. Появление группы суровых молодых людей не сулило ничего хорошего. Четверо из них возглавляли группу. Помимо Джоу Панхай и рослого парня со свирепым выражением лица, еще двое выглядели крайне недружелюбно. Последние были облачены в черные халаты арбитров. С первого взгляда было понятно, что это были заместители капитана арбитров. Ученики из административного департамента во все глаза уставились на новоприбывших. Суньфана затрясло еще сильнее. У него перед глазами начали мельтешить цветные пятна, но не это так удивило их. Пока они пытались осмыслить происходящее, двое заместителей капитана арбитров и около тридцати учеников позади обошли застывших учеников и выстроились перед Ван Боуле, хоть это была их первая встреча с командиром. Приблизившись они поклонились и почтительно накрыли ладонью кулак. «Приветствуем, капитан!» — хором прокричали они. У Суньфана начало темнеть в глазах. С жалким воплем он потерял сознание. Тем временем его подручные пытались сбросить с себя оцепенение. С прибытием арбитров на них как будто вылили уши от холодной воды. «Капитан? Он что, действительно капитан арбитров? Черт, как так вышло?» Больше всех был удивлен юноша с продолговатым лицом. Осознав, с кем он связался, его задрясло от страха. Ван Боуле сделал глубокий вдох, от произошедшего у него слегка закружилась голова. Ему было очень хорошо знакомо это чувство. Именно так он себя чувствовал, будучи главным префектом на острове Нижней Академии, после поступления в Верхнюю Академию он потерял свой высокий статус и власть, несмотря на то, что учеба на новом острове считалась более престижной. Только сейчас в его руках вновь появилась власть. Поэтому ему потребовалось несколько мгновений, чтобы прийти в себя. Подняв ногу, он спокойно скомандовал. «Уведите их!» Арбитры тотчас принялись исполнять указания. Они быстро задержали Суньфана и всех его подчиненных. Все арестованы не на шутку перепугались, особенно не по себе была юноша с продолговатым лицом. Суньфан пришел в себя, но, сообразив, какую кашу заварил, он опять отключился. Когда арбитры увели провинившихся учеников, к Ван Буоле подошли поздороваться Джоу Пенхай и рослый парень. Джоу Пенхай представил своего спутника как капитана, под чьим началом служил Суньфан и остальные арестованные. Узнав об этом, Ван Буоле слегка прищурился. Капитан невесело рассмеялся и коротко объяснился. Ван Буоле решил не вменять ему в вину ошибки его нерадивых подчиненных. Вскоре, к радости рослого парня, у них завязалась непринужденная беседа. Некоторое время спустя, когда начало смеркаться, два капитана попрощались с Ван Буоле. Ван Буоле вернулся в магазинчик и собрал купленные снеки. Старина Лю, хозяин магазина, держался более сдержанно, но в его глазах легко угадывалась благодарность. Этого Ван Буоле было достаточно, без лишних слов он направился домой. Когда Ван Буоле скрылся из виду, на рынке поднялся оживлённый гомон. В присутствии Ван Буоле никто не рискнул как-то комментировать произошедшее, но после его ухода ученики, включая торговца Лю, с жаром принялись обсуждать увиденное. Ого! Не думал я! Ох, не думал, что этот непримечательный толстяк окажется капитаном арбитров! Это второй по важности человек во всем административном департаменте! Ван Буоле, теперь я вспомнил, он пробился на стадию истинного дыхания с помощью духовного корня восемь цуней. К тому же он зарекомендовал себя с лучшей стороны перед Далу Академии во время вылазки в деревню истинного дыхания. Это же он, тот самый Ван Буоле, кого недавно смешивали с грязью в духовном интернете. Я слышал, на факультете хромического оружия он был единственным главным префектом. Такого ещё никому не удавалось! Ван Буоле тем временем летел на корабле к своей пещере бессмертного. Ему почему-то вспомнились слова отца. «Если не хочешь, чтобы тебя обижали, надо подняться на самый верх». Ему ещё сильнее захотелось уплатить в жизнь свою заветную мечту и стать президентом Федерации. «Я не зря столько читал автобиографии высокопоставленных чиновников. Рано или поздно самый худой во всей Федерации красавчик Ван Буоле обязательно!» Ван Буоле горделиво сдадал подбородок, чтобы дать официальную клятву, но тут ему в уши ударил рёв. И, судя по граммкости, источник этого звука был совсем близко. «Знакомый звук!» Не успел он закончить мысль, как в небе раздался грохот. В борт его летающего корабля пришёлся удар, и он камнем полетел вниз. «Что происходит?» — закричал Ван Буоле. От сильной перегрузки у него закружилась голова, внезапно он заметил в небе алмазную обезьяну. Громадный зверь радостно лупил себя в грудь кулаками и скалился, словно насмехаясь над Ван Буоле. Обезьяна выла, причём её полные эмоции и воин ничуть не уступал тем звукам, которые издавали некоторые дхармические артефакты, вышедшие из-под рук Ван Буоле. Глава 143. Мощный выброс. «Опять это макака!» — раздражённо подумал Ван Буоле. Ему пришлось приложить немало усилий, чтобы стабилизировать корабль. Он понятия не имел, была ли повторная встреча с алмазной обезьяной случайностью, или же она специально его поджидала. Если судить по морде огромного зверя, он явно узнал корабль Ван Буоле. «Я больше не поднимаюсь выше облаков? Чего эта блохастая мартышка ко мне прицепилась? Её привлекают люди с безупречным характером вроде меня?» Наличие у алмазной обезьяны могущественного покровителя не оставило ему другого выбора, кроме как попытаться избежать конфликта. «Придётся терпеть!» — Ван Буоле стиснул зубы, собираясь покинуть корабль и убрать его в бездонное хранилище. Он не мог и дальше провоцировать алмазную обезьяну, поэтому решил убрать своё транспортное средство в надежде, что она не станет атаковать его. Не успел он выбраться из летающего корабля, как обезьяна обнажила свои блестящие белые зубы в презрительной улыбке и молниеносным рывком сократила дистанцию, после чего нанесла очередной удар. Ван Буоле жалобно закричал, когда его корабль закрутила в воздухе, как мяч. После нескольких безумных переворотов ему удалось стабилизировать судно, Ван Буоле кипел от гнева, но у него в голове раз за разом раздавался совет, данный сердобольным учеником. Поэтому он с неохотой проглотил обиду, но тут он увидел, как обезьяна приняла атакующую стойку, обнажила зубы и начала трясти задом. В этот момент в душе Ван Буоле что-то надломилось, чаша его терпения переполнилась. Открыв крышу летающего корабля, он встал во весь рост, показал на алмазную обезину пальцем и закричал. «Эй, лохматая мартышка! Ненормальная макака! Ты зашла слишком далеко! К черту тебе! Посмотрим, хватит ли тебе храбрости напасть на меня, когда я пробьюсь выше стадии истинного дыхания! Если струсишь, то станешь моим сыном! Говорят, ты не забываешь обид! Запомни, на свете нет никого злопамятнее меня! Между нами еще ничего не кончено!» Ван Буоле сказал все это сгоряча, не особо задумываясь над тем, о чем окружающим говорил о наличии у него сына обезьяны. Ученики из различных павильонов острова Верхней Академии поначалу просто наблюдали за тем, как алмазная обезьяна играла с кораблем Ван Буоле, для них это было всего лишь бесплатным шоу. Но когда до них донеслось эхо слов Ван Буоле, все тут же поменялись в лице. «Это новичок? Черт! Он наорал на алмазную обезьяну! Надо сваливать! Разве он не знает, что обезьяна очень злопамятная? Единственный способ выпутаться — позволить ей побить твой корабль! Обычно больше трех ударов никогда не бывает! Она отстанет, когда и наскучит играть, к тому же павильон укращения зверей всегда предоставляет пострадавшему компенсацию! Чую неприятности!» Ученики из разных павильонов изомленно торящились в небо, они в спешке бросились бежать, словно хотели убраться как можно дальше от обезьяны. Крылатый зверь в небе бил кулаками в грудь и скалился. После выговора Ван Буоле существо задрожало, опустило руки и перестало скалиться. Дыхание обезьяны стало прерывистым, глаза налились кровью, как вдруг она в ярости взревела. Ее оглушительный рев был слышен на много километров окрест. От этого звука разбегающиеся ученики почувствовали себя так, будто у них сейчас взорвется голова. Они побежали еще быстрее, некоторые так и вовсе достали свои летающие корабли. «Сейчас будет мощный выброс, бежим! Алмазная обезьяна собирается обрушить на него свой гнев!» Тем временем на парящей горе, где располагался павильон укращения зверей, как будто включили сигнал тревоги. Ученики павильона в панике надевали маски, но некоторые не ограничились этим и бросились на поиски надежного укрытия. Ван Буоле стало слегка не по себе, когда ему в лицо ударил порыв сильного ветра от дикого рева взбешенной алмазной обезьяны. В мгновение ока она превратилась в свирепого зверя. «Чего ты так разозлилась? Я же не бил тебя, только отругал! Как можно быть такой ранимой?» Ван Буоле не смог скрыть своего удивления. Не дав ему времени что-то сделать, алмазная обезьяна внезапно повернулась к нему спиной, перед этим сердито на него посмотрев. Похоже, она пыталась взять свой гнев под контроль. «Вот о чем я и говорю! Эта обезьяна все-таки может быть благоразумной, когда захочет! Все-таки!» А Ван Буоле с облегчением выдохнул, решив больше не провоцировать обезьяну, чей характер оказался даже более взрывным, чем у него, он направил корабль к пещере бессмертного. Обезьяна так и не повернулась. Когда Ван Буоле полетел прочь, королотый зверь внезапно сделал глубокий вдох. Его легкие обладали чудовищной силой, в результате вдоха в небе образовался небольшой ураган. Трава и деревья на парящей горе наклонились в направлении, где парила обезьяна, во время глубокого вдоха крылатый зверь медленно поднял свой зад. Ван Буоле, который летел прочь, от увиденного окаменел. Оцепенело, глядя на обезьяну, он подумал, что происходит? Как только Ван Буоле открыла рот, чтобы озвучить свой вопрос, как алмазная обезьяна подняла свой зад еще выше, при этом ее легкие полностью заполнились воздухом. В следующий миг она напряглась, что и сил, и тут прогремел оглушительный взрыв. Одновременно с этим в сторону Ван Буоле подобно волне устремился полупрозрачный туман. Ван Буоле тут же все понял. Он никак не ожидал, что почитаемая алмазная обезьяна опустится до того, чтобы пукнуть в его сторону после небольшой выволочки. Это... это... Ван Буоле в панике попытался удрать. С момента, как он отчитал обезьяну до ее атаки, прошло совсем немного времени. Шокированный Ван Буоле задержал. В этот момент его вместе с кораблем накрыла волна полупрозрачного газа, казалось, он нес с собой какую-то особую силу. Стоило газу проникнуть внутрь, как системы корабля отказали, больше судна не могло защищать пилота, кабину тотчас заполнил туман. Ван Буоле сделал всего один вдох, как вдруг из его горла вырвался жуткий вопль в перемешку с кашлем. Это никакой не пердеж, а настоящий ядовитый газ! Внутри летающего корабля стоял чудовищный запах. За всю свою жизнь Ван Буоле никогда ничего подобного не чувствовал. Его чуть не вырвало от этого мерзкого запаха, однако он не стал покидать корабль. Снаружи концентрация газа была еще выше. С трудом удерживая себя в сознании, он с мучительным криком высободил всю духовную энергию. К счастью, этого хватило, чтобы корабль на огромной скорости покинул пахнущее облако. После этого Ван Буоле выпрыгнул наружу, оставив корабль без управления. Хотя ему и удалось выбраться из летающего корабля, в воздухе стоял не менее противный запах. Ветер быстро разнес полупрозрачный туман над всем островом Верхней Академии, с практически всех павильонов послышались недовольные крики и брезгливые вопли беспомощных избеженных студентов. Ван Буоле сделал еще один вдох, и тут его вывернуло наизнанку. Ощущение было такое, будто его отравили, он поднял голову и гневно посмотрел на алмазную обезьяну в небе. Крылатый зверь с восторженным воем начал бить себя в грудь, не забыв одарить Ван Буоле презрительным оскалом. Его белоснежные зубы были отполированы до блеска, каждый раз обезьяна намеренно выставляла их на показ. Теперь Ван Буоле ненавидел крылатую обезьяну еще больше. «Ты поплатишься!» Ван Буоле стиснул зубы и уже хотел уйти, но тут с парящей горы, где располагался павильон укращения зверей, раздался громогласный голос. «Черныш, опять бедокуришь! В этот раз будешь сидеть в заперти три месяца! Быстро возвращайся!» Алмазная обезьяна в воздухе задрожала от страха и негодования. Она опустила голову и, сфере, позыркнув на Ван Буоле, поспешила в сторону павильона укращения зверей. Наказание алмазной обезьяны не помогло унять гнев Ван Буоле. По его мнению, крылатая зверюга легко отделалась, к несчастью, он никак не мог повлиять на ее наказание. В итоге он заставил себя успокоиться и отправиться на поиски летающего корабля. При виде плачевного состояния судна он хотел заплакать, но не смог выдавить ни слезинки. Ему ничего не оставалось, как с крыжища зубами перенести корабль к пещере Бессмертного, его не оставляли мысли о мести. Пока он разрабатывал план мести, произошло две вещи. Ему доставили даотский халат ученика оружия, и его навестил ученик из павильона укращения зверей. Извинившись за поведение алмазной обезьяны, он предоставил Ван Буоле компенсацию. «Старший брат, пожалуйста, не сердись. С характером алмазной обезьяны непросто сладить. Мы сами не знаем, что с ней делать». Видя такое уважительное отношение, Ван Буоле не стал выплескивать на него свой гнев. Он притворился, что простил обезьяну, но на самом деле не собирался спускать и недавнее нападение. «Чёртова мартышка, я тебе это припомню!» Ван Буоле холодно фыркнул и отодвинул мысль о мести до лучших времён. На время он вернулся к учебе и культивации. В административном департаменте Академии о нём уже сложилось определённое мнение. Этому способствовали не только гулявшие новости о случае на рынке, но и невероятная власть команды арбитров. Из-за этого, помимо посещавших его с докладами арбитров, к нему заходило ещё немало гостей. Со временем имя Ван Буоле прочно укрепилось в головах многих студентов павильон от хромического оружия. Ван Буоле не забывал о отхромических артефактах. Закончив переплавку идеального от хромического артефакта первого ранга, он задумался о том, чтобы создать такой же артефакт, но уже второго ранга. Хотя павильон не требовал этого от своих учеников, для повышения до мастера оружия требовались артефакты третьего ранга. Ван Буоле понимал важность крепкого фундамента, поэтому решил постепенно повышать сложность. Он вложил немало сил в переплавку идеального от хромического артефакта второго ранга, что доножен предложенной хлопулей из маски, Ван Буоле пока пытался понять, с какой стороны подступить к их переплавке. Размеренную жизнь острова Верхней Академии нарушила объявление павильона боевых искусств. Практически во всех павильонах не было недостатка в людях, которые с огнём в глазах принялись строить планы. Особенно это касалось учащихся павильонов алхимии от хромического оружия, когда они увидели объявление павильона боевых искусств, они пришли в восторг. Глава 144. Шанс разбогатеть. Ван Буоле большую часть своего времени посвящал переплавке хромических артефактов второго ранга, но будучи капитаном арбитров, ему не требовалось лично прочесывать сеть в поисках информации. Его смышленые подчиненные из команды арбитров докладывали им обо всем, что могло заинтересовать начальника. Турнир павильона боевых искусств? Вибрация кольца передатчика отвлекла Ван Буоле от мысли о переплавке ножен. Старшие ученики павильона от хромического оружия не понастышке знали о турнире павильона боевых искусств, но Ван Буоле попал на остров совсем недавно, поэтому ему пришлось задать несколько вопросов. Его подчиненный из команды арбитров охотно рассказал ему о цели турнира павильона боевых искусств. В действительности этот павильон был весьма значимой силой на острове Верхней Академии, даже в мирное время их программы культивации и поручаемые им задания были крайне сложными и насыщенными, к тому же они постоянно выполнили секретные поручения в мире за стенами Академии, не было преувеличением назвать их клинком до Академии Эфира. Для большинства людей ученики павильона боевых искусств заметно превосходили остальных в плане боевых способностей, поэтому большинство учащихся в этом павильоне были боевыми практиками. В результате павильон боевых искусств получал значительно больше ресурсов, чем остальные, особенно это касалось наград за задания. Вознаграждение за одно выполненное задание могло вызвать у учащихся с других павильонов неконтролируемое слюноотделение. Высокий уровень опасности заданий, поручаемых ученикам с павильона боевых искусств, компенсировался щедрой наградой. К тому же от свирепых боевых практиков постоянно требовалось усердно заниматься культивацией, это привело к учреждению ежегодного турнира павильона боевых искусств, разбитого на пять групп, по одной на каждую из пяти ступеней истинного дыхания, с уникальным набором условий и правил для каждой группы. Ежегодный турнир представлял интерес для других павильонов и всей ДАО Академии Эфира, турнир был настолько важным событием, что каждый год в Академию прибывали чиновники Федерации и представители армии в надежде отыскать перспективных кандидатов. Некоторые особо отличившиеся могли рассчитывать на трудоустройство сразу после выпуска из Академии, именно из-за такого внимания других организаций ученики павильона боевых искусств считали его чуть ли не самым важным событием года. Каждого из них ждала награда в соответствии с зафиксированными результатами. Это означало, что учащимся с павильонов алхимии, дхармического оружия и магических формаций выпадал шанс разбогатеть. Обычно на турнире эти ученики играли вспомогательную роль. Чем больше значения учащиеся павильоны боевых искусств придавали турниру, тем больше им требовалось экипировки и снаряжение. В это время обычно резко возрастал спрос над храмические артефакты, пилюли и магические формации. Предметы, обычно выдававшиеся на острове Верхней Академии, не могли удовлетворить турнирные нужды учеников павильона боевых искусств. Им приходилось самостоятельно приобретать себе снаряжение в других павильонах. Это в свою очередь дало начало крылатой фразе, которую использовали остальные ученики Верхней Академии. Турнир павильона боевых искусств — отличный шанс разбогатеть. Этим участие остальных павильонов не ограничивалось. Это бы ограничило участие других павильонов и обособило павильон боевых искусств от остальных, и это не соответствовало плану Дао Академии Эфира по культивации учеников. За годы планирования и попыток постичь великое Дао они поняли, что Дао — это невероятно трудный путь. Поэтому Академия требовала от учеников помогать друг другу на этой тернистой дороге, индивидуализм не наказывался, однако коллективные усилия поощрялось гораздо больше. Ежегодный турнир павильона боевых искусств только с виду был обычным состязанием, на деле всё было куда сложнее. По правилам турнира участники должны найти себе партнёра для совместного участия, разрешилось брать в напорники учеников любых павильонов, алхимии, тхармического оружия, магических формаций, украшения зверей и других. Если им не удавалось найти себе помощника в других павильонах, допускалась кооперация между двумя учащимися павильоны боевых искусств. Если у кого-то не выходило и это, Дао Академия сама назначала им пару. Таким образом, в турнире павильоны боевых искусств участвовали все. Прибытие таких важных зрителей вроде чиновников Федерации и военных делало его одним из самых важных событий Дао Академии Эфира. Получив всю эту информацию и свод правил, у Ван Боула загорелись глаза. Производство духовных камней ничего ему не стоило, что позволило ему накопить серьёзное богатство на острове Нижней Академии, где он чувствовал себя настоящим богатеем. Однако в Верхней Академии переплавка сотни тхармических артефактов первого ранга стоила ему существенной части накоплений. А с началом работы над артефактами второго ранга стоимость производства ещё больше выросла. Даже кто-то вроде него не мог вечно поддерживать баланс расходов и доходов. Единственный выход из этой ситуации — полностью переключиться на производство духовных камней. Такая тактика позволяла восполнить денежные запасы, вот только на это требовалось время, которое Ван Боула мог потратить на переплавку артефактов. И сейчас он оказался перед дилеммой. Секта по неизвестной причине до сих пор не прислала ему список добытого из деревни Истинного Дыхания, поэтому он не мог забрать свою часть добычи. Ван Боула медленно терял терпение. И тут ему очень вовремя рассказал о турнире один из арбитров. Ван Боула понял — это та самая возможность, которой он ждал. Другие ученики тхармического оружия сначала продают переплавленные артефакты, чтобы использовать заработанные духовные камни для своей культивации и исследований. Такой цикл положительной прямой связи должен использовать и я. С этой мыслью Ван Боула выбрал тхармические артефакты, чтобы записать параметры, после чего выставил их в сеть на продажу. Сейчас в духовном интернете Верхней Академии царила небывалая активность. Всюду мелькали посты с предложением артефактов, пилюль, магических формаций. Ученики павильона боевых искусств искали себе напарников на турнир. Проведя поверхностный анализ рынка, Ван Боула решил не сдирать цены на свои тхармические артефакты и выставил их всего лишь с десятикратной наценкой, что в действительности считалось относительно низкой ценой. Многие собратья по павильону выставляли заоблачные цены на свои тхармические артефакты, гораздо больше, чем просил он. Ему даже попадались артефакты с пятидесятикратной и даже стократной наценкой. Да это уже перебор! Ван Боула внезапно понял, что в павильоне тхармического оружия таких добряков, как он, днём с огнём не сыщешь. В то же время он уже ничуть не сожалел, что при поступлении выбрал факультет тхармического оружия. «Продажа тхармических артефактов позволит мне продержаться до момента выдачи награды сектой за деревню истинного дыхания». Успокойной этой мыслью, Ван Боула вернулся к изучению метода переплавки ножен. Прошло три дня. К этому моменту Ван Боула уже составил в голове первый шаг переплавки ножен, он уже хотел попробовать, но тут выяснилось, что ни один из выставленных им артефактов не привлек внимание покупателей, его смутило не отсутствие желающих. Посидев какое-то время в сети, он выяснил, что многие тхармические артефакты более низкого качества с ценой даже выше, чем у него, уже ушли с молотка. «Люди что, совсем слепы? У этих дураков деньги куры не клюют, раз они покупают только дорогое барахло!» Нахмурившись, Ван Боула решил поднять сцену. Теперь и вот хармические артефакты стоили в семнадцать раз дороже себестоимости, в следующие несколько дней он занимался переплавкой духовных камней для будущих ножен. Переплавить их специально для рецепта ножен оказалось непросто, и всё же после нескольких провалов ему это удалось. Глядя на духовные камни в форме ножен, Ван Боула довольно улыбнулся. Поднятие цены произвело надлежащий эффект, посещаемость его лота в сети возросла. Ван Боула обнаружил, что ему пришло несколько сообщений от заинтересованных покупателей, вот только их содержание вызвало у него приступ неконтролируемой ярости. Младший брат, у меня есть встречное предложение. Двести духовных камней за набор из одиннадцати выставленных табу артефактов. Двести духовных камней? Грабёж средь бела дня? За семь безопречных артефактов первого ранга и четыре безопречных артефакта второго ты предлагаешь жалкие двести духовных камней? Ван Боула практически кричал в кольцо. Покупатель предложил цену, которая едва покрывала стоимость производства. Нет? Тогда забудь. Павильонит хармического оружия полно учеников, включая многих надёжных и известных производителей артефактов, кто станет верить тебе на слово про якобы безупречные храмические артефакты второго ранга? Давай так. Дай мне один бесплатно. Я его испытаю. Если он будет работать как надо, то я возмещу стоимость. Забудь об этом! Я ничего тебе не продам! Ван Боула раздражённо ударил по кольцу передатчику и оборвал связь. Чтобы успокоиться, он решил продолжить носить начертания на недавно переплавленные духовные камни. У плана была всего одна загвоздка. Этот шаг по сложности заметно превосходил переплавку духовных камней. Чтобы исключить ошибку, требовалось всецело понимать структуру начертаний. Ван Боула узнал о высокоуровневых начертаниях на острове Верхней Академии, которые вкупе с его формулой могли считаться чуть ли не лучшими. Однако даже с ними этот шаг был сопряжён с целой цепочкой неудач. На пятые сутки из-за нестабильности начертания ножны, лежащие перед Ван Боула развалились на части. Ван Боула задачно нахмурил брови. Эту штуку жуть как сложно переплавить. Из-за высоких требований и сложности возникают уже при изготовлении духовной заготовки. Вторая проблема. Во время ковки требуется материал для переплавки, известный как оружейный песок. Что вообще такое этот оружейный песок? Поиски в сети по запросу «оружейный песок» не принесли результатов. Ван Боула почувствовал подступающую головную боль. Процесс переплавки так и не достиг стадии ковки, застряв на нанесении начертаний на духовную заготовку. «Я больше так не могу». На время Ван Боула решил отложить переплавку ножен, вместо этого он занялся созданием тхромических артефактов второго ранга. На них он планировал отточить свои навыки по нанесению начертаний. Незаметно подкрылась дата начала турнира, до официального старта состязания осталось всего пять дней. Помимо создания тхромических артефактов второго ранга, Ван Боула повторно переплавил все свои артефакты. В результате большинство из них достигло уровня безупречных артефактов второго ранга, он также добавил много новых начертаний, особенно на бусины барьера Золотого Колокола. Теперь барьер не только достиг второго ранга, у него появилась функция, имитирующая волну духовной энергии. На этом моменте Ван Боула с горечью понял, что у него окончательно опустили карманы. Впервые после поступления в Дао Академию Эфира у него за душой не осталось ни гроша. В расстроенных чувствах Ван Боула заглянул в сеть, годя к его разочарованию никто не купил ни одного выставленного кармического артефакта. У него в кольце ждали ответа несколько сообщений с предложением обсудить сцену, однако Ван Боула не понравилось ни одно встречное предложение. Что-то не сходится! В попытке проанализировать ситуацию Ван Боула серьезно задумался. В ходе блуждений по духовному интернету он заметил разницу между своими артефактами и товарами других учеников. Основным фактором выступала репутация изготовителя. Товары некоторых продавцов, будь то артефакты или пилюли, раскупали в мгновение ока. Чуть менее известные ученики тоже без труда закрывали все свои лоты. Какую бы безумную цену ни ставили эти люди, их товары охотно покупали. Подавляющее же большинство продавцов в сети, как и Ван Боула, не имели ни своего бренда, ни репутации. Поэтому их предметы не только не пользовались спросом, покупатели постоянно пытались сбить на них цену. Ому непостижимо! От всего этого у Ван Боула разболелась голова. Ему сразу вспомнился один покупатель, пытавшийся купить у него отхармические артефакты. Если бы он согласился на его предложение и все прошло как задумано, то он бы вернул ему стоимость артефакта. При этом он бы прорекламировал его творения другим потенциальным клиентам. Вот только инициатива находилась в руках другой страны, в случае непредвиденных обстоятельств у него на руках окажется даже больше проблем, чем раньше. Будучи влевым человеком, Ван Боула не любил, когда его судьбой распоряжались другие. Разумеется, иногда в этом вопросе ему банально не предоставлялся выбор. Задумчиво почесав затылок, он решительно хлопнул себя по ноге. Почему я должен продавать артефакты только до турнира? Мне нужно создать бренд и заработать репутацию, верно? Если поставить на этот турнир все, что у меня есть, то я смогу заработать даже больше, чем планировалось. Как говорится, один раз потрудиться и век не знать забот. Глава 145. Загадочный человек. Сейчас никому нет дела до моих термических артефактов, но я сделаю так, что после турнира их захотят заполучить все учащиеся на этом острове, какой бы ни была цена. Ван Боула был преисполнен решимости, но это скорее было вызвано необходимостью. Он никак не мог свыкнуться со своим безденежным положением. Он чувствовал себя богачом, который привык вести роскошную жизнь, в одночасье ставший нищим. Это чувство и побудило Ван Боула вплотную заняться продажей хромических артефактов. Хлопнув себя по бедру, он поднялся и начал мерить шагами пещеру бессмертного. При этом его голова работала на пределе возможностей. Когда он наконец остановился, план был готов. Насколько он мог судить, сложности возникнуть не должно. Так и поступим! Ван Боула стиснул зубы и связался с Джо и Фанем. Эй, Ифань! Я слышал о турнире павильона боевых искусств. Как подготовка? Тебе нужен напарник? Со мной ты точно? А? Ты уже нашел себе напарника на матче? Вот как? Джо и Фаню было очень неловко. Изначально он хотел обедниться с Ван Боула, но не стал ему звонить из страха получить отказ. Какое-то время поколебавшись, он решил найти себе другого напарника. Выслушав объяснение Джо и Фаня, Ван Боула выключил кольцо-передатчик. Но сдаваться было рано, ибо он не мог себе позволить упустить такой отличный шанс поправить свое финансовое положение. Раз за его тхомическими артефактами не стоял ни бренд, ни репутация, он решил построить это все с нуля. Лучший способ создать бренд и обзавестись хорошей репутацией заключался в демонстрации мощи тхомических артефактов перед зрителями. Его цель показать, что на свете существуют хромические артефакты такой невероятной силы, произвести на всех неизгладимое впечатление, при этом внушив людям желание приобрести их. Проще говоря, он собирался прорекламировать свой товар. С местом размещения этой рекламы Ван Боула тоже уже определился. Он планировал сделать это прямо во время турнира Павильона боевых искусств. На всем острове в ближайшее время не будет другого такого места, которое бы приковывало к себе столько внимания. Ван Боула планировал использовать интерес публики к турниру для создания бренда своим хромическим артефактом. Все-таки турнир Павильона боевых искусств был главным событием Верхней Академии, на которое всегда собиралось немало зрителей. Если в ходе состязания его артефакты покажут себя наилучшим образом и превзойдут творения остальных, то он сколотит себе серьезную репутацию. На самом деле идея рекламировать свои товары в ходе турнира пришла в голову не только Ван Боула, но и ученикам из других павильонов. Несмотря на отсутствие невероятного таланта, в своем ремесле многие считались весьма искусными мастерами. Для них главную ценность представлял не заработок денег, а приобретение репутации. Ежегодные турниры Павильона боевых искусств дарили им отличный шанс заработать себе достойную репутацию. Они соглашались на спонсорство бойцов Павильона боевых искусств, снабжили их хромическими артефактами, пилюлями, рунами магических формаций и выполняли другие их просьбы для того, чтобы на турнире показать свои товары и тем самым поднять их стоимость. Ситуация была выгодна обеим сторонам, неудивительно, что бойцов Павильона боевых искусств все устраивало. Да, Академия никак не препятствовала этому, поэтому каждый год в ходе турнира демонстрировались новые пилюли, тхармические артефакты и магические формации. План Ван Буэлэ немного отличался от стратегии остальных. Для предотвращения непредвиденных ситуаций, которые наверняка могли возникнуть на турнире, Ван Буэлэ решил участвовать лично, дабы гарантировать успех рекламной кампании. К тому же это позволяло менять тактику прямо на ходу в зависимости от ситуации. Если план пойдет под откос, он мог на ходу изменить его, тем самым продемонстрировав тхармические артефакты широкой публики в самом выгодном свете. С этой мыслью Ван Буэлэ включил кольцо-передатчик и задумался о подходящем кандидате в напарнике. «Раз Джои Фань занят, то подойдет Чейн Зе Хэн». Ван Буэлэ незамедлительно послал ему сообщение, вскоре он узнал, что и Чейн Зе Хэн нашел себе кампанию на турнир. Ван Буэлэ разочарованно вздохнул. Что интересно, Чейн Зе Хэн, как и Джои Фань, тоже думал о том, чтобы обедниться с Ван Буэлэ. В голове обоих Ван Буэлэ слишком превосходил их по силе, к тому же Чейн Зе Хэн был гордым человеком, боявшимся отказа. По этой причине он не связался с Ван Буэлэ. С тревогой Ван Буэлэ начал перебирать знакомых учеников павильона боевых искусств. К сожалению, он спохватился слишком поздно. До турнира оставались считанные дни, практически все нашли себе напарников. От досады Ван Буэлэ зашел в сеть. Ему недавно как-то попадался пост человека, который искал себе помощника. После долгих поисков он нашел нужного ученика павильона боевых искусств, тот оказался не только скупердяем, но еще и тем еще гордецом. «Я занимаюсь культивацией для подготовки к турниру. У меня нет времени с тобой встречаться. Понятия не имею, кто ты такой, да это и не важно. Тебе тоже не нужно знать, кто я такой. Встретимся на месте проведения турнира. Ничего готовить не нужно. Мне нужен кто-то на второе место в команду. Если бы не это проклятое правило и нежелание позориться, получив напарника от Дау Академии, я бы никогда не согласился на твою помощь». Такое сообщение Ван Буэлэ получил после того, как поинтересовался у него насчет результатов поиска напарника. Похоже, он даже не старался быть вежливым. Перечитав сообщение еще раз, Ван Буэлэ показалось, будто этому парню кто-то съездил в пах. Такой колючий характер не появляется на пустом месте. Да и сообщение показалось ему дурацким. Если ему действительно не хотелось выступать с напарником, назначенным Дау Академией, как было написано в сообщении, то почему он столько тянул с поиском напарника? К сожалению, до начала турнира осталось совсем немного времени. Все адекватные люди уже нашли себе напарников. По мнению Ван Буэлэ, у тех, кто этого до сих пор не сделал, были не все дома после удара в пах, либо они рассчитывали получить напарника, назначенного Дау Академией. Интересно, кто оказался столь жесток, что ударил тому Горбиену по орешкам? Пробормотал себе под нос Ван Буэлэ. К несчастью, другого кандидата у него не было. Раз его напарник вел себя столь надменно, значит ему с большой долей вероятности была не нужна его помощь, поэтому Ван Буэлэ мог сфокусироваться на рекламе дхармических артефактов. Была всего одна проблема – напарник мог отказаться использовать его дхармические артефакты. Надо подготовиться ко всем возможным сценариям. Ван Буэлэ несколько раз глубоко вздохнул. Чем больше он об этом думал, тем более странным ему казался загадочный человек из павильона боевых искусств. Правда, сейчас ему ничего не оставалось, кроме как достать из браслета все дхармические артефакты и придумать план понадежней. У него не осталось духовных камней, зато еще имелось немного материалов. С их помощью он модифицировал артефакты, чтобы они лучше подходили к плану. К примеру, возможная встреча с кем-то из павильона украшения зверей заставила его переделать веревку в нечто похожее на намордник. Он также добавил порошок, который вызывал потерю сознания, и его он купил в сети. Другие артефакты он тоже переделал под особые ситуации. Дхармические артефакты на вроде летающего меча мороза, по мнению Ван Буэлэ, должны были стать настоящим хитом. Время стремительно таяло, до начала состязания оставалось два дня. Последний из трех островов в озере Зеленолесье, называемый Островом Небесного Круговорота, всегда скрывала туманная магическая формация. Внезапно оттуда послушался гул, несколько человек вышли из клубящегося тумана, они покинули туманную завесу. Магические формации Острова Небесного Круговорота медленно трансформировали широкую дорогу. Вместе с мужчиной в расцвете сил шли семь-восемь стариков, каждый из них обладал невероятно высокой культивацией и богатым опытом. Но они блекли на фоне мужчины, облаченного в длинный красный халат, тот напоминал бритвенно-острый меч, способный своей силой разрубить даже ураган. Они остановились на образовавшейся дороге и смотрели на небо, к ним приближались три огромных черных корабля. Когда суда приземлились, то стало очевидно, что борта были забрызганы кровью, похоже, это была кровь тех несчастных, кто напал на корабли во время путешествия к Академии. На палубах стояли сотни людей в одинаковой униформе, их бесстрастные лица буквально излучали жажду убийства. Судя по всему, годы нескончаемых сражений с чудовищами выработали в них определенную твердость. Три судна принадлежали армии Федерации, эти люди прибыли с самой ее границы. В центре главного корабля стоял высокий, и крепко сложный мужчина в черном плаще и из-под плаща проглядывала военная форма, на груди блестели медали. Его лицо разделял на двое длинный шрам. Мужчина возвышался над солдатами подобно горе, излучая при этом свирепую ауру. Она не уступала ауре мужчины в красном халате из ДАО Академии Эфира. «Джоулу, толстяк, о котором ты рассказывала, он учится здесь?» Мужчина в плаще взглянул на человека в красном халате, а потом обратился к стоящей рядом девушке. Судя по ее форме, она служила при нем адъютантом. Эта изящная красавица явно обладала весьма непростым характером, звали ее Джоулу. Она до сих пор не забыла, как в прошлом Ван Боулле ударил ее по попе. Наконец у нее появился шанс отомстеть. Глава 146. Сынок! Практически никто не знал о прибытии военных федераций на остров Верхней Академии. Все-таки они приземлились на острове Небесного Круговорота, который скрывала туманная завеса. Если бы их кто-то заметил на подлете, то никто бы не догадался о принадлежности черных кораблей. Следующие два дня в ДАО Академии Эфира прибывало все больше кораблей, большинство из них принадлежали чиновникам федерации, которые хотели посмотреть на турнир павильоны боевых искусств. Они тоже приземлялись на острове Небесного Круговорота. Прибытие гостей означало, что начало турнира было уже совсем скоро. В Верхней Академии ученики только и делали, что обсуждали предстоящее состязание. День это дня на острове росло напряжение в воздухе. В подготовке к турниру участвовали ученики со всех павильонов, большинство из них разбогатели в результате сделок с учениками из павильона боевых искусств. Им удалось заработать внушительные суммы денег. Всеобщий ажиотаж повлиял даже на тех, кто не собирался участвовать. Многие всерьез заинтересовались турниром. Некоторые даже втайне принимали и делали ставки, отчего на острове Верхней Академии стало еще оживленнее, чем обычно. В сети основной темой обсуждения был предстоящий турнир. Вечером накануне турнира Ван Боулы закончил калибровку дхромических артефактов, которые и планировал рекламировать. Большинство были безупречными дхромическими артефактами второго ранга, и лишь малая часть представляла собой обычные артефакты второго ранга. Время поджимает, иначе я сделал бы безупречными все дхромические артефакты второго ранга. Ван Боулы не без удовольствия осмотрел свою коллекцию дхромических артефактов, особенно более дюжины маленьких деревянных цилиндров, сделанных специально для турнира. Этим секретным оружием он планировал привлекать внимание зрителей. На его губах появилась загадочная улыбка. Он не сомневался, что его рекламная кампания охватит максимально возможную аудиторию. У него была стратегия даже на тот случай, если грубиян из павильона боевых искусств, которому, как он подозревал, кто-то ударил в пах, откажется сотрудничать. В предвкушении завтрашнего дня он закрыл глаза и погрузился в медитативный транс. Ночь прошла без происшествий. На следующее утро на острове Верхней Академии зазвонил колокол. В центре парящей горы возникла ярко сияющая магическая формация, чья поверхность напоминала зеркало. От вида магической формации захватывала дух. Её сияние подняло боевой дух всех на острове. В то же время в воздухе снаружи магической формации возник бесстрастный старик, с ног до головы облачённый в чёрное. Его могучий голос был слышен на всём острове Верхней Академии. «Всем участникам и их партнёрам следует пройти в магическую формацию, после чего пройти на точку сбора. Остальным, кто не участвует в турнире, вход в магическую формацию воспрещен!» После слов старика в воздух над каждым павильоном взмыло множество людей. Большинство из них относились к павильону боевых искусств, но среди них было и немало тех, кто выступал в качестве бойца поддержки для своего напарника. Всего их было около 20 тысяч. Некоторые стояли в своих летающих кораблях, другие над хромических сокровищах вроде летающих мечей. Все они направлялись к магической формации. Издали их приближение напоминало поток радужных лучей. Люди на земле поражённо наблюдали за разноцветными лучами в небе. Это в очередной раз им напомнило, что наша эра подошла к концу. Примечание переводчика. Под нашей эрой подразумевается современное летоисчисление. Период, начиная с первого года по юлианскому и грекорианскому календарям. Ныне шла эра духовного истока. Ван Буэлла тоже покинул пещеру бессмертного. Витве величественной магической формации в небе зародило в нём чувство предвкушения. Вдобавок при виде такой великой магии он почувствовал лёгкий укол зависти. Впервые он видел такое количество людей в воздухе. Причём культивация многих из них превышала стадию истинного дыхания. От них исходила удовящая аура. Среди летящих практиков многие находились на пятой ступени истинного дыхания. Предельно сосредоточенные и спокойные. Они излучали заметно более тяжёлое давление, чем остальные. Словно им по силам было уничтожить любое препятствие на своём пути. Сделав несколько быстрых вдохов, у Ван Буэлла загорелись глаза, в жилах разгорячилась кровь. Он быстро достал отремонтированный летающий корабль и стал одним из радужных лучей среди облаков. Вместе с остальными корабль Ван Буэлла быстро приближался к магической формации. Ведь и как никто не останавливался, а просто растворялся в магической формации, Ван Буэлла под стук собственного сердца без колебаний направил корабль в сияние. Стоило ему войти с ней в контакт, как мир перед его глазами затуманился, словно он нырнул в воду. На другой стороне ожидало ранее невиданное место. Небо с плывущими облаками было привычного синего цвета, в ашине всё ещё съел солнечный меч, однако они находились не на острове Верхней Академии, а в странной гористой местности. Больше сотни гор выглядели необычно, у каждой имелось по четыре склона, смотрящие в разные стороны света. Самое поразительное было другое. Похоже, их вырезали из одного и того же материала, поскольку выглядели они идентично. Располагались они тоже на равном удалении друг от друга, словно их кто-то продублировал. Причудливый пейзаж слегка переполошил прибывших учеников. Когда все прошли через магическую формацию и собрались с другой стороны, многие не выдержали и стали обсуждать увиденное с друзьями и напарниками. «Это четырёхсторонние горы! Как их сделали? Это магическая формация? Очень масштабная! Я как-то слышал, это результат трансформации одного дхармического оружия девятого ранга, принадлежавшего Дао Академии Эфира!» Пока остальные делились впечатлениями, Ван Буэлэ никак не мог найти своего напарника. Вокруг было слишком много людей. Даже послав голосовое сообщение, он так и не смог найти его в толпе. Дискуссия учеников неподалёку привлекла его внимание к загадочным горам. Внимательный человек мог увидеть, что более сотни гор были разделены на пять областей. Прежде чем он успел всё рассмотреть, сверху прогремел голос. «Тишина! Эксперты истинного дыхания с первого по четвёртую ступень отправляются в восточную, западную и северную и южную область соответственно. Для тех, кто находится на пятой ступени, отведена центральная область!» Могучий голос прогремел в ушах учащихся подобно раскату грома, все резко замолчали и неосознанно подняли головы. В толпе были слышны только звуки дыхания, никто больше не разговаривал. Всё потому, что в небе над ними появились четыре гигантские трибуны, которые соединились в огромный квадрат. Практически все места на этих парящих трибунах были заняты, с такой высоты они могли видеть всё, что происходит на горных склонах. Достаточно просто опустить голову, их обеднённое давление было настолько велико, что все участники задрожали. Зрители находились на значительном отдалении, простой человек не смог бы разглядеть сидящих в креслах людей. Практикам, с другой стороны, удалось бы это сделать только после фокусировки духовной энергии в глазах, хотя и так они бы не увидели зрителей в деталях. При виде людей в небе сердце Ван Буоло захлестнули эмоции, он заметил разделение зрителей на три группы. Одну составляли военные, выделявшиеся одинаковые униформы и кровожадной аурой, тогда как другие две группы составляли чиновники федерации, а также люди из Дао Академии Эфира. Во всяком случае, так понял Ван Буоло. Среди них было несколько человек, при взгляде на которых у Ван Буоло начинало больно резать глаза, точно так же, как обычному человеку было больно смотреть на солнце. Ван Буоло ошеломлённо отвёл от них взгляд. Он не стал разглядывать всех на трибунах, однако его внимание привлекли крупный мужчина в чёрном плаще, а также очень приметный мужчина в красном халате. Когда Ван Буоло опустил голову, у него появилось странное ощущение, будто кто-то на него смотрит. Ван Буоло было подумал, что ему показалось, но он всё равно посмотрел в том направлении, откуда исходил взгляд. В секте воённых он заметил девушку, сидящую рядом с мужчиной в чёрном плаще. Она с нескрываемой ненавистью и отвращением буравила его взглядом. Выглядит знакомо. Джоу Лу? Ван Буоло быстро скрыл удивление и притворился, будто ничего не заметил. Именно Джоу Лу использовала свою власть, чтобы напасть на него на арене в городе Эфира. В итоге по попе получила она. Это было во времена, когда Ван Буоло ещё учился на острове Нижней Академии. Я слышал, она поступила на службу в армию. Судя по её виду, она узнала меня. Неужто этот мелкий сукин сын Луцзе Хао таки сдал меня ей? Ван Буоло не стал забивать себе этим голову. Теперь он был учеником Верхней Академии. Джоу Лу вряд ли удастся отомстить ему, поэтому о ней можно было не беспокоиться. Вскоре участники разошлись по отведённым для них регионам. Ван Буоло как ни в чём не бывало вошёл в Восточную область, однако он спиной чувствовал взгляд Джоу Лу. Как раздражает. Мысленно посетовал Ван Буоло. Он включил кольцо передатчик и послал ещё одно голосовое сообщение своему загадочному партнёру с павильона боевых искусств. До этого они обменялись контактами и вели общение только в сети, поэтому сегодня это будет их первая встреча. Сообщив своё местоположение, Ван Буоло выключил кольцо и принялся ждать. Прошло какое-то время, пока люди разбивались на пары, он всё ещё стоял в гордом одиночестве. Ван Буоло начал беспокоиться о возможном розыгрыше. В ходе этих размышлений он внезапно заметил одного участника в толпе, который смотрел прямо на него. Им оказался молодой человек, чьё лицо исказило гримаса, как будто он откусил неспелый лимон. «Сынок?» Вырвалось у Ван Буоло. Он сразу же узнал Лудзе Хао. В прошлом он выкручивал бедняги пальцы, белым и в пах, и заставлял называть себя папочкой. Его не было в группе деревни Истинного Дыхания, вместо этого он поступил в Верхнюю Академию после получения духовного корня во время своего путешествия. Сообразив, что Ван Буоло заметил его, Лудзе Хао стиснул зубы и медленно приблизился к нему. «Пожалуйста, скажи мне, что это не ты!» — попросил Ван Буоло, растерянно заморгав. Лудзе Хао что-то пробурчал и задрал подбородок. Выглядел он так, будто у него не было другого выбора. Ван Буоло рассмеялся. Оценивающе осмотрев Лудзе Хао, он не удержался от колкой ремарки. «Давай, назови меня папочкой!» При упоминании папочки на шее и лбу Лудзе Хао сдулись в вены. Он чуть не накричал на него, но в последний момент сдержался и гневно пробурчал. «Слушай сюда! Мне не нужна твоя помощь! Ты здесь только для ровного счёта! Видишь? Джоула наблюдает за тобой!» «Проклятье! Так это ты настучал на меня! Сынок, смотрю, храбрости тебе не занимать!» Воскликнул Ван Буоло, но тут заметил тишину вокруг. Что-то пробормотав себе под нос, Ван Буоло перестал обращать внимание на Лудзе Хао. И всё же он не удержался и посмотрел на зрительские трибуны в небе. Только теперь он заметил сразу нескольких зрителей, которые наблюдали за ним. От удивления он несколько раз моргнул. «Почему они смотрят на меня? Джоулу я ещё могу понять. Но остальными зачем? Может, из-за моей экстраординарности? Должно быть так!» Прочистив горло, попытался успокоить себя Ван Буоло. Глава 147. «Дзе Хао, вперёд! Ничего не бойся!» Вот этот толстячок с хитрым взглядом вынес все те ценности из деревни истинного дыхания. Ван Буоло, верно? На зрительских трибунах в небе мужчина в красном халате заметил, как Ван Буоло из-под тишка на них смотрел. На его губах появилась тень улыбки, рядом с ним сидел старик. Ван Буоло не сумел его разглядеть, но именно этот старейшина вручил ему бездонный дхармический артефакт после того, как старика серьёзно впечатлили его познания в области дхармического оружия. Сейчас он улыбался, а в его глазах без труда читалось одобрение и похвала. «Да, это он!» — ответил он на вопрос. Другой пожилой практик рядом с ними с любопытством спросил. «Я слышал, что этот толстяк тот ещё нарцисс. Это правда, что он всегда таскает с собой зеркало?» Вице-глава секты издал у Академии Фюра, сидящий позади мужчины в красном халате, с улыбкой сказал. «Я тоже слышал от кого-то об этом полном юноше. Как мне сказали, он мечтает стать государственным служащим, а потом и вовсе президентом Федерации. У этого парнишки хороший характер. Ха-ха, думаю, он бы понравился верховному старейшине». На их трибуне послушался смех, все эти люди были старейшинами павильонов Верхней Академии, они редко появлялись на людях, к тому же среди учащихся их считали весьма строгими и суровыми людьми. Сейчас же они представляли собой компанию жизнерадостных стариков, они весело болтали и рассматривали Ван Буолы так, как люди старшего поколения смотрят на ещё совсем молодых людей. В то же время в секторе для военных крупный мужчина в чёрном плаще и со шрамом на лице испытывал к Ван Буолу не такие однозначные чувства. «Джоу-ло, это про него ты упоминала?» «Да, генерал, это он. По результатам проведённой мной проверки, он подходит для выполнения миссии. Его можно считать потенциальным кандидатом. Вы все поймёте, когда увидите его в деле. Он не только хорош в переплавке хромических артефактов, но и ещё обладает впечатляющими физическими данными. По второму аспекту он заметно превосходит своих сверстников». Мужчина в плаще приходил с её дядей, однако на людях она всегда обращалась к нему очень почтительно. «Ммм, слышал, у тебя с ним был конфликт». Генерал Джоу чуть сдвинул свою чёрную накидку и посмотрел на Джоу-лоу. Та ничего не сказала, вместо этого она передала генералу нефритовую табличку. В ней находился отсчёт, который она составила после проверки Ван Буоле, прочитанной и заинтриговала генерала Джоу. «Сперва посмотрим, как он выступит на турнире». Генерал Джоу со смехом убрал нефритовую табличку и переключил своё внимание на учеников внизу. Турнир павильона боевых искусств вот-вот должен был начаться, поэтому суровый голос распорядителей огласил простые правила. В восточном регионе находились эксперты истинного дыхания, в южном — люди с второй ступеней истинного дыхания и так далее. Центральная область была отведена для тех, чья культивация достигла пятой ступени, матчи всех групп будут идти параллельно. В каждой области стояло по 32 горы, по сути они представляли собой арены. По итогам матча на выбывание на каждой горе должен был остаться только один человек. Таким образом, из каждой области отбиралось 32 человека. Финалистов ждал второй этап турнира для определения их позиций в таблице, точнее это была не совсем таблица, а скорее список сильнейших экспертов истинного дыхания с первой по пятую ступень. Напарникам запрещалось участвовать во втором туре, они могли помогать только в ходе первого этапа. Всё-таки этот турнир проводил павильон боевых искусств. Первый тур состязания проводился на территории гор. У подножья имелось 64 стартовых точки, по 16 на каждом склоне горы, с каждого склона к вершине горы уходили 16 дорог. На определённых участках склона 16 троп соеднялись в 8, потом в 4, 2, и наконец оставалась только одна дорога, ведущая к вершине. На пересечениях двух дорог в бою сходились две команды, проигравший выбывал из турнира, а победитель продолжал путь до следующего перекрёстка. Команде надлежало продвигаться вперёд, пока она не достигнет вершины горы, и 16 команд только одна успешно могла дойти до конца. В ходе восхождения им предстояло сразиться с несколькими командами, после этого помощь напарников подходила к концу. С этого момента участникам приходилось полагаться только на себя. Победитель финального поединка зарабатывал право участвовать в втором этапе турнира. После оглашения правил группы практиков на первой ступени истинного дыхания отправились к горам, выбранным для них павильонам боевых искусств. Лудзе Хао, даже не посмотрев на Ван Буэлэ, поспешил вперёд. При виде такой нетерпеливости товарища по команде, Ван Буэлэ лишь покачал головой. «Всё ещё ведёт себя, как ребёнок!» С этой мыслью Ван Буэлэ неспешно последовал за ним к назначенной горе. Выбрав дорогу, они начали восхождение к вершине. Тем временем в небе над островом Верхней Академии магическая формация, служившая входом на место проведения турнира, уже трансформировалась в тысячи парящих экранов. Они были нужны для трансляции всех идущих матчей. Экраны приковали внимание десятков тысячников Верхней Академии. Согласно правилам, экран выбывший из турнира команды исчезал. В конце должно остаться только пять экранов, где будут показаны по победителю на каждую ступень культивации стадии истинного дыхания. Началось! Ха-ха! Итог турнира не так важен! Куда интереснее будет посмотреть на новые пилюли, хромические артефакты, магические формации зверей! Пока ученики острова Верхней Академии искали интересных участников на экране, Луцзи Хао, идущий по горной дороге, приближался к перекрёстку. Замедлив шаг, он хмуро посмотрел на Ван Буэлэ позади, который, похоже, любовался пейзажем. «Ван Буэлэ, мне не нужна твоя помощь! Это мой турнир! Расслабься, я не собираюсь с тобой соперничать! И можешь перестать хмыкать перед каждой фразой? Это очень грубо!» Неодобрительно заметил Ван Буэлэ. Прежде чем Луцзи Хао успел что-то сказать, он вытащил пять летающих мечей. «Возьми их! И не ной потом, что я не помог тебе! Это пять летающих мечей Мороза! С ними в первом матче у тебя не должно возникнуть проблем! Но учти, если ты ещё раз хмыкнешь, я заберу их!» Спокойно сказав это, Ван Буэлэ бросил Луцзи Хао пять мечей, словно это было не опасное оружие, а горсть ващей. От такого тона Луцзи Хао чуть не вспылил. Он хотел отказаться от мечей, но тут его внимание привлекла их впечатляющая холодная аура. Сделав глубокий вдох, он присмотрелся к мечам. Как оказалось, каждый был безупречным кармическим артефактом второго ранга. Качество мечей вынудило Луцзи Хао проглотить слова отказа. У себя в голове он логически обосновал своё решение следующим образом. Раз Ван Буэлэ был его напарником, то принятие от него летающих мечей не шло вразрез с его принципами. Забрав оружие, он хотел презрительно хмыкнуть, но вовремя сдержался, вспомнив об условии Ван Буэлэ. Вместо этого он задрал подбородок и двинулся к перекрёстку. Приведя ребячество Луцзи Хао, Ван Буэлэ про себя рассмеялся. Брошенные ему пять летающих мечей немного смягчили высокомерие Луцзи Хао. По мнению Ван Буэлэ, пока всё шло по плану. Вместе с Луцзи Хао он добрался до первого перекрёстка, где две горных дороги соединялись в небольшую площадку. Путь дальше по склону преграждал полупрозрачный барьер, дальше можно будет пройти только после победы в поединке. Как только они появились на перекрёстке, на другой дороге показались два человека. Оба испускали довольно сильную ауру культивации истинного дыхания. Два старших ученика из павильона боевых искусств. Луцзи Хао узнал обоих. Он быстро сложил пальцы в магическом пасте, бросил пять летающих мечей и приготовился броситься в атаку. Площадку затопила морозная аура. «Дзи Хао, вперёд! Ничего не бойся! Я сделаю тебя знаменитым! После этого матча ты прославишься на весь остров Верхней Академии!» Крикнул ему Ван Буэлэ в надежде подбодрить напарника. Его уже распирал от предвкушения. С радостным смехом он вытащил из бездонного браслета маленький деревянный цилиндр и подбросил его высоко в небо. С грохотом цилиндр взорвался ослепительным снопом разноцветных фейерверков. Яркая вспышка привлекла внимание зрителей на трибунах. В момент взрыва экран на острове Верхней Академии, следящий за Ван Буэлэ и Луцзи Хао, залили яркие краски, сделав его самым приметным экраном среди тысяч других. Неудивительно, что все на острове Верхней Академии теперь смотрели на него. «Что это ещё такое? Кто-то взрывает фейерверки? Мне же не почудилось, да? Что он делает?» Взрыв фейерверка переполошил не только учеников на острове Верхней Академии, но и захватил врасплох зрителей на трибунах для военных, важных лиц дал у Академии Фира и чиновников Федерации. Они не первый год приезжали на турнир, однако ни разу не видели, чтобы кто-то взрывал фейерверки. Если это произвело такой ошеломляющий эффект на зрителей, то о двух бойцах на другой горной дороге и говорить не стоило. «Что он делает? Это подготовка к его коронному приему?» Два старших ученика не на шутку встревожились. Пока к ним приближались летающие мечи, они привели в действие свои секретные техники, отчего их скорость в несколько раз выросла. Проигнорировав зацепившие клинки, они на всех парах помчались к Ван Боуле. Эта парочка явно никогда не встречалась с Ван Боуле. После использования, как они думали, коронного приема, они решили сначала избавиться от толстяка, а потом уже заняться более крепким орешком Лут Зе Хао. Когда первый же бой пошел не по плану, Ван Боуле забеспокоился. Его фейерверки работали весьма ограниченное время. Он специально использовал один из цилиндров, чтобы все увидели, как Лут Зе Хао повергнет противников его летающими мечами Мороза. Времени размышлять не было, поэтому он сделал шаг вперед. «Вы двое постойте! Я исповелен от хромического оружия! Моя роль – переплавка от хромических артефактов! Лучше сразитесь с моим сыном!» Глава 148. А теперь небольшая рекламная пауза. Два бойца из павильона боевых искусств посчитали Ван Боуле более опасным противником. Они привели в действие свои секретные техники и пошли в атаку. Внимание, зрители на трибунах в небе было приковано к трансляции площадки Ван Боуле, над которой взрывались фейерверки. «Что он пытается сделать?» «Фейерверки?» «Серьезно?» С трибун руководства ДАО Академии Эфира за происходящим скептически наблюдали старейшины павильонов. Даже заместитель главы секты и человек в расном халате были озадачены. Старейшный павильон от хромического оружия, которому приглянулся Ван Боуле, натянуто улыбнулся. «Полагаю, это какой-то специально заготовленный план?» – выдвинул свою теорию он. Пока зрители переглядывались, генерал Джоу на трибунах для военных удивленно смотрел на гору внизу. А Джоу Лоридом с ним выглядела озадаченной. Если даже такие эксперты не смогли скрыть свои эмоции, то об обычных учениках и говорить не приходилось. Среди учащихся уже разгорелись оживленные дискуссии относительно творящегося на экране, на котором можно было увидеть слегка обеспокоенного Ван Боуле. Его предложение произвело обратный эффект. Вместо того, чтобы выбрать другую цель, они окончательно уверились в том, что им надо избавиться от Ван Боуле в первую очередь. Они проигнорировали попытки Лут Захау остановить их и брошенные летающие мечи Мороза. В результате столкновения они получили ранение, но это их не остановило. Еще раз приведя в действие секретную технику, они за пару мгновений добрались до Ван Боуле. При этом они про себя уже прокинали толстяка. Взрыв фейерверка оказался никаким не коронным приемом. Еще больше их злило то, что в результате выходки Ван Боуле на них теперь смотрели все. Они не могли упасть в грязь лицом на глазах такого числа зрителей. Несмотря на такое количество событий, все это происходило одновременно. С начала взрывов фейерверков прошло совсем немного времени, один из бойцов павильона боевых искусств что-то яростно прикричал и ударил кулаком. Даже без учета физической силы удара, одна духовная сила уже серьезно впечатляла. Такой могучий удар кулаком, казалось, смог разбить любое препятствие на своем пути. Заметив это, его напарник достал все свои бумажные талисманы и начал читать заклинания огненных шаров и ветряных клинков. «Почему вы такие уперты?» Ван Буэлэ хотел уклониться, но небольшая площадка сильно ограничивала маневрирование. Видя, что огненные шары вот-вот разлетятся веером, он понял, времени осталось мало. Хоть он этого не хотел, ему пришлось вытащить пригоршню бусин барьера золотого колокола и бросить себе под ноги. «Проваливайте!» Практически прорычал Ван Буэлэ. Стоило бусинам коснуться земли, как из них вырвались лучи золотистого света. Это свечение заслонило Ван Буэлэ от двух нападавших, этим маневром он рассчитывал дать Лудзе Хау шанс продемонстрировать мощь летающих мечей Мороза. Согласно его первоначальному плану, эти мечи должны были стать главным хитом его линейки тхермических артефактов. Более того, много элементов плана были завязаны на эти мечи. Последующие события еще больше расстроили его. Заклинания и кулак обрушились на вспыхнувший барьер золотого колокола. Прогремел оглушительный взрыв. В ушах практиков павильона боевых искусств стоял звон, а по лицам проносились эмоции. Что это за тхермический артефакт? Довым изумленным бойцам показалось, будто их атаки натолкнулись на крайне прочную скалу. Еще больше их удивил ударивший в них откат, произведенный защитным барьером, а обычная ударная волна не заставила бы их даже вспотеть. Но в случае золотого барьера во все стороны от него ударила волна духовной энергии. Эти двое учеников вряд ли входили в состав элиты своего павильона. Хоть оба и были старшими учениками, их культивация все еще находилась на первой ступени истинного дыхания. Весьма посредственный результат. В любую секунду их должна была накрыть волна духовной энергии. С дикими криками они попытались уйти из-под удара. Один оказался весьма расторопный, а вот его товарищ немного замешкался. Его оторвало от земли, как будто он ничего не весил и отшвырнуло в сторону. Приземлившись, он закашлялся кровью. Глядя на Ван Бооле, он понял, что им попался весьма способный практик. Если бы за их матчем никто не наблюдал, ему не было бы до этого никакого дела, но сейчас за поединком следило подавляющее большинство зрителей. К своему стыду он понял, что продолжение поединка еще больше уронит его в их глазах. В итоге он решил сдаться. Его товарищ, который успел увернуться, был бойцом поддержки. Раз основной участник команды сдался, он мог лишь с горьким смехом последовать его примеру. Золотое сияние перед Ван Бооле поразило его до глыбины души. Схватка закончилась слишком быстро, чтобы Лудзе Хао с летающими мечами Мороза наперевез успел поучаствовать в схватке. После капитуляции команды противника Лудзе Хао ожег Ван Бооле испепеляющим взглядом. Ван Бооле, разве мы не договаривались? Ты обещал ничего не делать! Это мой турнир! А я ничего и не делал! Я лишь защищался! Мне что, и этого нельзя делать? Ван Бооле в сердцах лопнул себя по лбу. Он действительно не планировал атаковать. Кто мог знать, что противник окажется настолько слабым? На самом деле эти бусины были сами по себе довольно сильны. К тому же Ван Бооле снабдил их вибрационными начертаниями, позволявшими создавать волны духовной энергии. Против сильных практиков павильона боевых искусств это бы не сработало столь эффективно. Как выяснилось, на первом перекрёстке им выпала команда простых учеников. После случившегося Ван Бооле понял, что первоначальный план полностью провалился, однако он молниеносно внёс в него коррективы. Сообразив, что за ними всё ещё наблюдает огромное число зрителей, Ван Бооле понял, ситуацию надо как-то спасать, поэтому широкой улыбкой посмотрел в небо. Старейшины, преподаватели, старшие и младшие братья и сёстры, добрый день! Эмм, меня зовут Ван Бооле. Сегодня я хотел бы представить вам тхармический артефакт под названием «Барьер Золотого Колокола». Вам не послышалось? Легендарный барьер Золотого Колокола. После этой демонстрации, думаю, не нужно рассказывать о силе этого тхармического артефакта. В сердце этих малышек радужные духовные камни, к тому же их покрывают более 30 тысяч начертаний. Главным материалом выступил драгоценный песок Звёздной Эры, который затвердел после 49 дней переплавки на медленном огне. Ван Бооле прочистил горло. Говорил он как прирожденный продавец, уверенный и естественно. На самом деле он был вынужден так поступить от отчаяния. Он не мог позволить пропасть фьюерверкам. Приковав к себе всеобщее внимание, он был вынужден хоть что-то сказать, неважно что именно. Раз прорекламировать летающий мяч Мороза не получилось, ему ничего не осталось, как начать расхваливать защитные бусины. Зрители на трибунах в небе передёрнуло, больше всех удивился мужчина в красном. «Этот толстячок рекламирует свои товары. Разве ты не против правил?» Старейшины тоже на какое-то время лишились дара речи. Только старик из павильона тхармического оружия, знавший Ван Бооле, сухо покашлял и сказал, «Это вряд ли можно счесть нарушением правил. Всё-таки он не мешает другим участникам. Это можно считать тактикой ведения боя. Одно это показывает незаурядный ум парнишки». После этих слов мужчина в красном и сидящий вокруг старейшины странно на него покосились. Старейшина из павильона тхармического оружия не только в открытую встал на сторону Ван Бооле, но и рационализировал его поступок, не забыв похвалить. Особенно впечатляло, как он интерпретировал его выходку как тактический приём. В секторе для военных тоже царило недоумение. Даже Джоу Лу не могла поверить своим ушам, а вот генерал Джоу восхищённо рассмеялся, его ещё больше заинтересовал Ван Бооле. На острове Верхней Академии поднялся переполох. Ученики со всех павильонов не стесняясь кричали. «Ваджи наглядс! Участники и раньше рекламировали свои товары, но никто не делал это так беззастенчиво!» «Дерзко! Мне уже приходила в голову такая мысль, но так и не хватило храбрости воплотить её в жизнь!» «Ван Бооле! Обречён стать известным!» Атмосфера на острове медленно накалилась, учащиеся с павильона тхармического оружия тяжело вздохнули. Они не знали, что и думать о такой наглой форме рекламы. Вот только Ван Бооле ещё не закончил. Знаю, вам уже не терпится наложить на них руки, однако этот безопречный тхармический артефакт второго ранга обладает рядом уникальных особенностей. Помимо разработанных мной вибрационных начертаний, этот артефакт может создавать волну духовной энергии. Её сила была продемонстрирована в этой схватке. Думаете, это всё, на что способны эти малютки? Нет! Смотрите! Ван Бооле сделал глубокий вдох и указал рукой на до сих пор не исчезнувшее золотое сияние. На глазах десятков тысяч зрителей свет тут же искривился и взорвался, породив мощную ударную волну. Перепуганная команда из двух практиков судорожно втянула в легкий воздух. Высшие шалоны Дао Академии Фира, военные чиновники Федерации, резко стали серьёзными. Для кого-то вроде них тхармические артефакты второго ранга не представляли особого интереса, однако предмет со столь впечатляющими свойствами не мог не заинтересовать их. Шум толпы учеников на острове Верхней Академии резко стих, у некоторых от изумления перехватило дыхание, а вот другие действительно заинтересовались. Ван Буоле скользнул глазами по зрителям на трибунах. Заметив перемены в их лицах, он восторженно продолжил. «Это главная сила этого тхармического артефакта! Сами подумайте! Во время использования бусин в защитных целях противнику будет трудно уничтожить барьер, к тому же внезапный взрыв может застать его врасплох за такой универсальный и полезный тхармический артефакт с необычными функциями. Лут Зе Хао, сколько бы ты дал?» Ван Буоле посмотрел на Лут Зе Хао и несколько раз моргнул, чтобы тот подыграл ему. Глава 149. Моральные принципы Лут Зе Хао Эмм... Лут Зе Хао не знал, какую реакцию на зрителей произвела речь Ван Буоле, но он застыл столбом, когда его напарник внезапно начал во всю глотку рекламировать свой товар. Ван Буоле было достаточно даже мычания Лут Зе Хао. Хлопнув себя по бедру, он с азартом продолжил. «Прямо в точку! Такой тхармический артефакт должен стоить 3000 духовных камней!» Лут Зе Хао всё ещё не пришёл в себя. На острове Верхней Академии нашлось немало учеников, кого совсем не убедила такая реклама. Бусины действительно были отличного качества, но цена за одну штуку была чересчур высокой. Теперь, когда внимание зрителей захватил Ван Буоле, турнир павильона боевых искусств лишился части своего грубого очарования. В любом случае, бусины Золотого Колокола заработали определённую репутацию. Теперь практически все на острове Верхней Академии знали о них, даже ветераны на пятой ступени истинного дыхания узнали о них. Странная реакция на объявление о цены ничуть не смутила Ван Буоле. Он продолжил говорить с прежним энтузиазмом, хлопнув себя по бедру ещё раз, чтобы получился звонкий шлепок. Он жаром продолжил. «Это ещё не всё. У меня для вас отличные новости. Для первой сотни собратьев-даосов, которые сделают заказ прямо сейчас, будет предоставлена скидка в две тысячи духовных камней. Вы не ослышались? Всего одна тысяча духовных камней, и вы сможете забрать это сокровище домой!» Прокричал Ван Буоле и сообщил, как с ним связаться. Как только он закончил, кольцо у него на пальце сильно завибрировало. Его начали засыпать сообщениями, желающие приобрести бусины. Ван Буоле и двое поверженных практиков поражённо уставились на вибрировавшее кольцо. Казалось, от перегрузки оно могло взорваться. К несказанной радости Ван Буоле ему пришло несколько сотен сообщений. Он предполагал, что реклама сработает, но не думал, что настолько хорошо. На самом деле цена в тысячу духовных камней всё ещё была довольно высокой, но уже не такой кусачей в глазах покупателей. Особенно если учесть, что Ван Буоле рекламировал хромический артефакт второго ранга. Не важно, хотели ли они купить его для изучения или использования. Пусть многим ученикам Верхней Академии реклама показалась фальшивой, он всё равно получил несколько сотен заказов. Даже двое проигравших учеников с павильона боевых искусств захотели купить бусины. Как только пришли в себя, а они на своей шкуре испытали мощь этих артефактов, Ван Буоле, не моргнув глазом, сделал скидку своим недавним противникам. «У вас отличный вкус!» — со смехом похвалил он. Сделку он совершил прямо на глазах у зрителей, после этого он схватил за плечо остолбеневшего Лут Зе Хао и двинулся дальше по горной дороге. Сияющий барьер, преграждавший путь, уже рассеялся, как и фейерверки. На этом рекламная пауза Ван Буоле подошла к концу. Многие зрители на парящих трибунах и на острове Верхней Академии продолжили следить за Ван Буоле, произошедшая стала главной темой всех разговоров. «Он же не собирается что-то рекламировать каждый матч? А мне вот интересно, какой это хромический артефакт он представит в следующий раз!» С трибун, где сидело руководство Дао Академии Фьюра и военные, кто с интересом, кто более снисходительно наблюдал за подъемом в гору Ван Буоле и Лут Зе Хао. Ван Буоле словно не замечал внимания к своей персоне, он находился в прекрасном настроении, когда он повернулся к Лут Зе Хао, то увидел, что тот только пришел в себя, и его лицо тут же искривилось в гримасе, не дав ему шанса закричать. Ван Буоле похлопал его по плечу и успокаивающе сказал «Лут Зе Хао, мы с тобой почти родня! Не волнуйся! Мы разделим прибыль 70 на 30!» Лут Зе Хао напоминал готовый к извержению вулкан, но при упоминании прибыли на мгновение застыл. После этого ярость рассеялась сама собой без какого-либо контроля с его стороны. «Я не иду против моих принципов! Это просто заслуженная компенсация!» Утешал себя Лут Зе Хао. Стоило ему мысленно рассчитать свою долю, как у него бешено застучало сердце. И все же он не забыл, как Ван Буоле напал на их первых противников и загробастал всю славу себе. «Ван Буоле!» Свернувшийся яростью в голосе сказал он «Я, Лут Зе Хао, не тот человек, который готов на все ради денег! Вот что я тебе скажу! Я закрою глаза на то, что ты недавно сделал, но следующий бой мой! Только попробуй украсть мою славу! Это мой турнир! Понял? Вот, одень эту броню, задай им жару!» Выпылил Ван Буоле, видя, что его спутник вот-вот выйдет из себя. Вид блестящих доспехов умерил гнев Лут Зе Хао, но про себя он все равно хмыкнул. По его мнению, это не шло вразрез с его моральными принципами. После этого разговора он пошел по дороге вместе с Ван Буоле, который буквально светился от счастья. Вскоре они добрались до второго перекрестка. Первый перекресток был одной шестнадцатого этапа, второй уже был одной восьмой. Сюда могли попасть только сильные команды. Причем от бойцов можно было ждать использования уникальных талантов и умений. Поэтому ни Ван Буоле, ни Лут Зе Хао не ослаблили бдительности. Особенно это касалось Ван Буоле. Запомнив ошибки, допущенные в прошлой схватке, он бросил под ноги бусину золотого колокола сразу же по прибытию на перекресток. Под защитой золотого барьера Ван Буоле хлопнул себя в грудь. «Зе Хао, теперь все зависит от тебя! Удачи!» Лут Зе Хао чувствовал в голосе Ван Буоле искренность. Он сделал глубокий вдох и хотел что-то ответить, но его прервал Ван Буоле. «Вот и они! Зе Хао, вперед!» Лут Зе Хао тут же поменялся в лице. Его глаза свирепо блеснули, он резко обернулся и увидел пару противников. Мужчина был высокого роста и крепкого телосложения, он был облачен в пурпурные доспехи. Рядом с ним парили три летающих меча, миниатюрная девушка позади обладала весьма притягательной внешностью. На ее кисти позвекивала связка колокольчиков, вот только это были не все противники. Рядом с ней стояли три жутковатых волка ростом по пояс человеку. Глаза зверей опасно блестели, к тому же они негромко рычали, в их приоткрытых пастях поблескивали невероятно острые клыки. «Укротитель зверей!» Лут Зе Хао нахмурился, но потом его глаза сверкнули. Ему не очень хотелось драться с учеником из павильона укрощения зверей, поскольку они были неприятными противниками. Тем не менее, в этой ситуации ему придется драться, хотел он того или нет. Несколько магических пасов, и он устремился в атаку на ученика с павильона боевых искусств в сопровождении пяти летающих мечей Мороза. Вместе с их леденящей аурой он напоминал бога войны. Его противник прищурился, заметив защитный барьер вокруг Ван Бауле. Он не стал об этом беспокоиться, решив сосредоточить свое внимание на Лут Зе Хао. Его взгляд был таким же, как у хищника при виде добычи. Между двумя бойцами завязался бой, на площадке зазвучали звон клинков и звуки ударов, они сталкивались друг с другом в воздухе в попытке пробить защиту оппонента. Помимо грубой силы, они не чурались пользоваться бумажными талисманами. В этой схватке Лут Зе Хао наконец смог показать всю свою силу, он умело контролировал летающие мечи Мороза и постоянно чередовал заклинания. Несколькими магическими пассами он увеличил свою правую руку в два раза. На противника обрушился огромный кулак в окружении черного света. Этот ученик павильона боевых искусств был неплохим бойцом, но он не дотягивал до уровня Лут Зе Хао. Глаза девушки холодно сверкнули, и она выполнила магический пасс. Три волка подлиннее бросились на Лут Зе Хао, звери оказались весьма проворными, к тому же их челюсти обладали пугающей силой. Похоже, они могли прокусить даже термический артефакт. «Эй, это несчастно!» не выдержал несправедливости Ван Буэлэ. «Двойна одного?» Девушка склонила голову на бок и презрительно посмотрела на Ван Буэлэ. Она не только не стала отзывать волков, но и сама присоединилась к схватке. Но даже в такой ситуации Лут Зе Хао не уступал им. Частично за это можно было благодарить летающие мечи Мороза, которые работали на принципе магнетизма. По этой причине Лут Зе Хао не требовалось тратить много духовной энергии на их контроль. Доспехи на нём тоже были творением Ван Буэлэ. Они не только были невероятно крепкими, но и обладали отталкивающим эффектом. С таким снаряжением Лут Зе Хао был непростым противником. Удостоверившись, что Лут Зе Хао в порядке, Ван Буэлэ достал из бездонного браслета ещё один деревянный цилиндр и с улыбкой подбросил его в воздух, где он с грохотом взорвался. Зрители на острове Верхней Академии на парящих трибунах вновь увидели разноцветные фейерверки. Парень с девушкой поменялись в лице, ранее они видели в небе фейерверки, но так и не поняли их назначение. И теперь, увидев их ещё раз, они напряглись, а вот Лут Зе Хао наоборот опять почувствовал горечь и негодование. Ван Буэлэ за защитным барьером покашлял. Накрыв ладонью кулак, он посмотрел в небо. Уважаемые старейшины, преподаватели, собратья ученики, прошу минуточку вашего внимания. Я уверен, каждый из вас сталкивался с учениками с павильона украшения зверей. Не мне вам рассказывать, какую головную боль могут доставить эти ребята. Всё-таки против них и их ручных чудовищ или зверей мы всегда оказываемся в невыгодном положении из-за их численного перевеса. Как видите, мой сыно, хороший друг Лут Зе Хао, оказался именно в такой ситуации. Вы спросите, что же ему делать? На этом вопросе Ван Буэлэ выдержал драматическую паузу. Он чуть не назвал Лут Зе Хао своим сыном. К счастью, всё обошлось. Взмахнув кисти, он объявил. Сегодня я, Ван Буэлэ, представляю вам ещё один тип тхармического артефакта. Называется он просто «Заткнись!» Глава 150-я. Он также работает на людях. Да, вам не послышалось. Эта модель тхармического артефакта называется «Заткнись!» Жаром воскликнул Ван Буэлэ. После второго взрыва фейерверков, люди в небе и на острове Верхней Академии вновь невольно повернулись к экрану Ван Буэлэ. А он что, каждый раз собрался рекламировать свои артефакты? Это турнир павильона боевых искусств? Или затянувшийся анонс новой линейки артефактов? Заткнись! Что с дурацкое название? Реакция на объявление Ван Буэлэ была полярной. Этот турнир павильона боевых искусств отличался от всех остальных. На трибунах в небе гости из числа военных, чиновников федерации, руководства ДАО Академии эфира чувствовали себя так, будто они оказались не на турнире, а на каком-то любительском телешоу, где не очень профессиональный ведущий постоянно прерывал эфирную рекламу. Два противника Лодзе Хао Буэлэ перепугались, но, услышав речь Ван Буэлэ, изумлённо застыли. Если бы не защитный барьер, они бы инстинктивно попытались остановить его. Странные действия Ван Буэлэ вызвали в их сердцах смутную тревогу. «Что он делает?» С намеком на панику спросил здоровяк. Лодзе Хао не знал, что ответить. С горечью осознав одну простую вещь, Ван Буэлэ опять перетянул на себя всё внимание. Под влиянием эмоций он ударил кулаком в здоровяка. «Чёртов толстяк морочит нам голову! Незачем его бояться! Ночь, уголёк, снежок, фас!» Приказала девушка из павильона украшения зверей. Молчание Лодзе Хао было для некрасноречивей любых слов. С блеском в глазах она жестом приказала своим волкам впиться Лодзе Хао в горло. Ван Буэлэ ничуть не смутило продолжение схватки. «Не умаляйте достоинства этого безупречного дхармического артефакта второго ранга! Его сердцем служит радужный духовный камень! Более того, это один из самых прочных моих артефактов! На нём вырезано более 20 тысяч начертаний! Он не только может сам наводиться на цель, но и создавать туман!» Чем больше Ван Буэлэ говорил, тем ярче становился блеск его глаз. По взмаху руки появились три грязно-жёлтых намордника. По форме они напоминали утиный клюв, выглядели не очень презентабельно, однако при более детальном рассмотрении можно было обнаружить окружавшее их сильное давление. Ван Буэлэ повернулся к Лодзе Хао, который начал отступать, стоило ему услышать волчьевой. Его сердце охватило тревога. «Позвольте устроить небольшую демонстрацию!» С этими словами Ван Буэлэ с силой подбросил треномордника. Хозяйка волков презрительно усмехнулась. «Больше всего я ненавижу толстяков!» Крикнула она. Такая напыщенная манера говорить выводила её из себя. По движению её руки три волка тут же кинулись к Ван Буэлэ. Три намордника, ярко сияя, прошли сквозь золотой барьер. Вдобавок от них исходило даже более мощное давление, чем раньше. К тому же в полёте верхняя и нижняя части намордников начали двигаться, издавая пронзительный звук, который привлекал внимание. Три волка резко затормозили, а вот намордники, наоборот, увеличили скорость. Теперь они ещё быстрее приближались к трём свирепым волкам. Сколько бы звери не пытались спрятаться или сбежать, у них ничего не вышло. Намордники уже замкнулись на пастях двух волков. Из-за резкого увеличения скорости последний намордник, похоже, отказал. Он не смог навестись на последнюю цель. Вместо этого он просто начал бесцельно гружить в воздухе. Всё это произошло слишком быстро. Прежде чем девушка успела прийти в себя, два намордника на её волках с челчком захлопнулись, полностью лишив животных способности открывать пасть. Не в силах открыть или закрыть пасть, волки перестали выть, словно даже это давалось им тяжело. В результате удара их припечатало к земле, когда они наконец умели подняться, то вместо вы жалобно заскулили. В панике волки пытались сорвать намордники, причём они скребли столь яростно, что на них остались следы от когтей. К сожалению, им не удалось избавиться от них. С шипением из намордников пасть волкам повалил дым, его эффект был странным, животные зашатались, но не потеряли сознание. Последний волк без намордника был очень напуган и сбежал, поджав хвост. «Уголёк! Снежок!» вскричала их хозяйка. С тревогой она бросилась на помощь своим питомцам. Зрители на небесных трибунах были совсем не впечатлены. Эти намордники хоть и выглядели полезными, виделись им простыми артефактами, которые сильно уступали золотым бусинам. К тому же один из трёх намордников вообще не сработал, по их мнению демонстрация провалилась. На острове Верхней Академии ученики, не стесняясь, стали освистывать его и кричать «Бо!» Другие обсуждали увиденное на экране. «Ничего особенного! Один намордник так вообще не сработал!» «Похоже, у Ван Боуле заканчиваются трюки!» «Какой провал!» Ван Боуле утерся лба выступившую испарину. Намордник не сработал, потому что он не учёл множество аспектов во время их производства. К тому же у него возникли проблемы с начертаниями. В панике он манящим жестом подозвал намордник обратно. «Хм!» «Схватив его, он сухо покашлял!» «Возникла небольшая накладка!» «Мой термический артефакт заткнись настраиваемый!» «Я внёс туда семь-восемь видов чудовищ, вы же можете добавить требуемых вам существ!» «Секундочку!» «Мне нужно только немного откалибровать его!» «Готово!» В этот раз отправленный в полёт намордник выбрал свою целью недрожащего в страхе волка. Он умчался в небо!» Ван Боуле хлопнул себя по лбу и тяжело вздохнул. Реклама этого товара с трёском провалилась. На острове Верхней Академии свист негодующих студентов стал ещё громче. Только зрители в небе отвели взгляд от взмывшего верх намордника, как вдруг он выполнил петлю и пулей помчался к девушке. Его новые цели! Это шокировало зрителей, уже собиравшихся отвернуться от экрана Ван Боуле. Все те, кто отвернулся от экрана, вновь смотрели на него. Тем временем девушка пыталась снять со своих питомцев намордники. Заметив приближающийся объект, у неё округлились глаза. В её голове тут же возник образ её самой с уродливым намордником на лице. В глазах девушки появился страх, с пронзительным воплем она бросилась бежать, бежала она довольно быстро, но намордник летел быстрее. Ему потребовалось всего пару мгновений, чтобы догнать её. Когда он почти сомкнулся на крохотном личике, бледная девушка в панике вытащила все свои защитные тхармические артефакты в попытке остановить его. Раздался треск, намордник остановился, хотя и смог пробиться через несколько слоёв барьера, воздвигнутого девушкой. Не успела она с облегчением выдохнуть, как тот внезапно взорвался. Оторопевшую ученицу накрыло плотное облако дыма, но это был не единственный сюрприз. Под прикрытием тумана потрескавшийся намордник выстрелил тонкой верёвкой. Выражение лица девушки вновь изменилось. Она могла разогнать туман, но не увернуться от верёвки. В мгновение ока она оплела её несколько раз и связала руки за спиной. «Ван Буле!» завержала она. Она знала имя, так как услышала, как он представился. В бессильной ярости она отчаянно пыталась выпутаться, только сейчас Ван Буле пришёл в себя, пока шлифон поднял голову к небу. «На самом деле я не закончил. Этот хромическое сокровище не только настраиваемое, но также весьма эффективно против людей». Безумно завибрировавшее кольцо передатчик не позволило ему закончить. Количество сообщений не поддавалось подсчёту. В мире снаружи, на острове Верхней Академии, десятки тысяч учеников следили за их поединком. Многие восторжно закричали, тогда как у других заблестели глаза. Этот предмет приглянулся даже ученикам из павильона дхармического оружия. В павильоне было много похожих артефактов, но Мордник Ван Буле, пусть и имел определённые недостатки, обладал уникальными свойствами. Иногда что-то столь непредсказуемое могло очень помочь в настоящем бою. «Оно и на такое способно! Какая гнусная подлая штука! Ван Буле, я презираю тебя! Пожалуй, куплю три таких!» Потрясающий дхармический артефакт! Кто бы мог подумать, что у него три атакующих фазы? Сначала Мордник, потом ГАЗ и, наконец, верёвка! От такого невозможно защититься! Отличная штука, чтобы связать противника! Вы что, головой ударились? Да плевать, что этот артефакт может связывать! Этот Мордник буквально создан для нашего павильона алхимии! Выпускаемый МГАЗ никуда не годится! Если заменить его на что-то посерьёзней, то эта малышка за пару секунд свалит человека на повал! Я куплю 10! Глава 151 СОБРАТЬЯ ДООСЫ ПОСЛУШАЙТЕ! Пока зрители в мире снаружи дискутировали о возможных способах применения на Мордника, противник Лудзе Хау из павильона боевых искусств с горечью признал поражение. Он не мог победить. Драться с Лудзе Хау и так было сложно. Он был ему не соперником. Ситуацию усугубляли странные тхармические артефакты ван Бууле. От одной мысли о на Мордниках у него волос начали шевелец на затылке. Его шанс на победу и так были не слишком высокими. Их окончательно не стало, когда руки его напарницы связала веревка. С печальной улыбкой он был вынужден объявить о своей капитуляции. В то же время многие зрители на платформе в небе выглядели заинтересованными. Все эти люди имели богатый опыт сражения за плечами, поэтому такой изощренный артефакт по их мнению обладал своими достоинствами. Старейшный павильон боевых искусств пришел в бешенство. Важнейший турнир их павильона в одиночку испортил нескончаемый поток рекламы Ван Буэлэ. Любой другой ученик побоялся бы это делать из страха наказания, но старейшный павильон от хромического оружия стояли на стороне Ван Буэлэ. К тому же он внес неоценимый вклад в экспедицию ДАО Академии Эфира в деревню истинного дыхания. Первое обстоятельство он просто не мог игнорировать, а второе являлось причиной особого к нему отношения. После того, как старейшный с павильона боевых искусств озвучил свое недовольство, было решено сделать Ван Буэлэ предупреждение. Со стороны трибуны в небе, где сидели представители ДАО Академии Эфира, послышалось объявление. «Ученик с павильона от хромического оружия Ван Буэлэ сосредоточен на ассистировании своему напарнику. Прекрати намеренно рекламировать свои хромические артефакты публике!» Это предупреждение прогремело над всей областью проведения турнира, сражающиеся ученики с удивлением посмотрели в небо. Некоторые из них видели фейерверки, поэтому сразу догадались, чем было дело. Зрители на острове Верхней Академии тоже все слышали. Те, кто планировал последовать по стопам Ван Буэлэ, тут же отказались от этой идеи. Ван Буэлэ опустил голову, его запол заметно угас. После предупреждения он с грустью осознал, что больше не может продолжать рекламировать артефакты. «Какая жалость! Упущена такая отличная возможность для рекламы!» Подумал Ван Буэлэ. У него в груди заклокотал гнев. Он не нарушал правил, не мешал другим сражающимся. По какому праву они запретили ему рекламировать хромические артефакты? Лодзе Хао в стороне пришел в восторг. По правде говоря, он думал, что этот турнир станет отличным шансом прославиться, но в итоге он оказался в тени Ван Буэлэ. Одного раза было более чем достаточно, но дважды. И от этой ситуации он чувствовал себя не в своей тарелке, запрет на рекламу показался Лодзе Хао идеальным решением ситуации. При виде кислого выражения лица партнера он фыркнул. «Это нечестно! Ван Буэлэ, будь я на твоем месте, я бы это так не оставил! Дао Академия относится к тебе предвзято! Мой тебе совет? Не надо покорно сносить произвол! Они ничего не смогут тебе сделать! Все-таки ты ни в чем не виноват! К тому же ты столько сделал для Академии!» Неграмко подначивал Лодзе Хао. Он действительно хотел стравить Ван Буэлэ с Дао Академией. Вот только Лодзе Хао был слишком молод, слишком неопытным. Ван Буэлэ слушал его, наблюдая за выражением его лица краем глаза. «О, ты тоже возмущен! Почему бы тебе дело мне показать свои отношения?» Деловито сказал Ван Буэлэ. «Давай, сынок! Папочка запустит в свою поддержку фейерверки, пока ты будешь бороться с Академией! Если ты одолеешь старейшин, то можешь больше не называть меня папочкой!» В руке Ван Буэлэ появился деревянный цилиндр. «Но ты и трус! Мне стыдно даже стоять рядом с тобой!» Сердито воскликнул Лодзе Хао. Деревянный цилиндр в руках Ван Буэлэ сразу же насторожил его. Фыркнув, он двинулся к третьему перекрёстку. «Послушай, если ты такой храбрец, почему бы тебе это не сделать? Хватит пытаться задурить мне голову!» Парировал Ван Буэлэ, закатив глаза. Всё ещё пребывая в скверном настроении, он поплёлся следом. Лодзе Хао резко развернулся на пятках и сердито посмотрел на него. «Ван Буэлэ, слушай сюда. Первые два раза я спустил тебе с рук вмешательства, но в третий. Если ты опять похитишь мою славу, я буду драться с тобой. Это не шутка!» Пригрозил Лодзе Хао, и его глаза налились кровью. «В этот раз мне всё равно, что ты мне дашь. Даже не пытайся меня подкупить. Я, Лодзе Хао, человек принципа. Это мой турнир!» С этими словами он отвернулся и побежал к третьему перекрёстку. «О чём тут волноваться? Да у Академия запретила мне рекламировать товары. Не волнуйся. Я точно не стану нападать на следующую группу!» Отмахнувшись рукой, заверил Ван Буэлэ. Глубоко внутри он всё ещё сожалел, что больше не мог рекламировать свои артефакты, к тому же ему было лень участвовать в поединках. До следующего слияния дорог было недалеко. В конце узкой дорожки их уже спокойно ждали два человека. Один был невысокого роста, другой, наоборот, был весьма высоким. Луцзе Хао их взгляд потяжелел. Они не стали атаковать, поскольку не смогли сразу определить, кто был бойцом, а кто поддержкой. Завидев эту парочку, в глазах Луцзе Хао появился блеск. Хотя Ван Буэлэ обещал больше не участвовать в схватках, он всё равно беспокоился, что тот попытается загробастать себе всю славу. Поэтому он увеличил скорость и с ревом пошёл в атаку. При виде такой ретивости Ван Буэлэ просто остановился, как вдруг выражение его лица изменилось. Стоящие на перекрёстке ученики показались ему странными, они явно что-то замышляли. Постой! Лучше бы он промолчал. Услушав предупреждение, Луцзе Хао только увеличил скорость, словно ему прищемили хвост. Из его горла вырвался боевой клич, к сожалению, он бежал слишком быстро. Как только Ван Буэлэ выкрикнул предупреждение, глаза невысокого ученика сверкнули. С суммопомрачительной скорости он достал компас и указал им на пол, а потом с силой нажал на кнопку. Внезапно на площадке занялась буря, превратившаяся в ветряную тюрьму прямо перед Луцзе Хао. Нет! Только и успел выкрикнуть он. Этот полный досадный крик эхом прокатился через всю площадку. В следующий миг он попался в ураганную ловушку. Со стороны это выглядело так, будто он оказался в огромной ветряной сфере, которая отрезала его от внешнего мира и заглушила все звуки. Его крик рассеял ветер. Спец по магическим формациям! Сразу понял Ван Буэлэ. Глубоко в душе он сочувствовал Луцзе Хао. Он знал, что тот слишком спешил, поэтому совершенно не обращал внимания на окружение, из-за чего угодил в расставленную ловушку. Глупое дитя! Зачем же так спешить? Я же сказал, что больше не буду атаковать! Посмотри, к чему привела твоя спешка! Ван Буэлэ вздохнул. Когда два противника с натянутыми улыбками двинулись к нему, он несколько раз моргнул. По их плану они рассчитывали поймать помощника, а потом вместе разобраться с основным бойцом. Пока к нему приближались противники, Ван Буэлэ внезапно пришла в голову одна мысль. Ему запретили рекламировать товары, но про фейерверки не было сказано ни слова. Более того, деревянные цилиндры по сути тоже являлись стокармическими артефактами. В следующий миг небо с грохотом озарили яркие вспышки, зрители на острове Верхней Академии подняли глаза к залитому огнями экрану. Пара нападавших не ожидала, что их противник взорвёт фейерверки. Не дав им время опомниться, Ван Буэлэ быстрым движением руки достал из бездонного браслета три летающих меча Мороза. «Мои два собрата Даоса, послушайте! Это был взрыв ткармического артефакта первого ранга, сейчас я достал безупречные артефакты второго ранга! Они очень крепкие, к тому же их сердцем выступают радужные духовные камни, что делает их крайне мощным оружием!» прокричал Ван Буэлэ. С появлением мечей в двух учеников ударила волна холода. Мечи двигались настолько быстро, что казалось, они разрезали пространство. Оба ученика поменялись в лице. В тот же миг, как они попытались заслониться от них, Ван Буэлэ взмахом руки выбросил три больших печати. «Господа противники, послушайте! Это безупречный ткармический артефакт второго ранга называется печать подавления горы! Эта печать может увеличиваться при контакте с воздухом, к тому же внутри неё имеются усиливающие начертания. Её удар подобен удару настоящей горы!» После небольшой паузы он спросил. «Вы ещё слушаете? Отлично! Посмотрите сюда! Ещё один мейт-хромический артефакт под названием «Верёвка Божественного Связывания!» Она может сама стягивать и развязываться, к тому же на ней имеются весьма мощные огненные начертания. А теперь, мои дорогие, представляю вам убийственную палец! Даже камни начинают дрожать в её присутствии! Никогда не касайтесь её, иначе она взорвётся! А этот кнут небесного разрушения? Стоит пустить во вход и небеса умоются кровью! Здесь у меня ослепляющее души зеркало! Если заглянёте в него, то можете лишиться души!» Во время своей речи Ван Боулы один с другим доставал артефакты из бездонного браслета. Вскоре к парочке со свистом летел целый рой всевозможных предметов. Казалось, на небольшой площадке не осталось места из-за всех этих сияющих кармических артефактов. Каждый предмет был уникален, вдобавок Ван Боулы подробно объяснял их назначение, а абсурдная ситуация ошеломила двух нападавших. «Что он пытается сделать? У него такая привычка давать подробные объяснения? Чёрт! Откуда у него столько хромических артефактов?» Оба бойца почувствовали горечь и негодование. Они хотели как-то ответить, но Ван Боулы запустил в них слишком много хромических артефактов. К тому же подробное описание их свой столько увеличивало давление на них, вдобавок хромические артефакты летели невероятно быстро. Зрители на трибунах в небе и на острове Верхней Академии во все глаза наблюдали, как двух практиков смело волна хромических артефактов. Глава 152 Личный ученик Верховного Старейшины Артефакты взяли в кольцо двух бойцов. Это было не так эффективно, как непосредственная атака, однако блеск нескольких десятков хромических артефактов как бы намекал, насколько быстро будет подавлено их сопротивление. Словно одно неверное движение могло спровоцировать взрыв. Вот так их горло приставили нож, и теперь они не знали, будет ли нанесен решающий удар. Члены противоположной команды судорожно ловили ртом в воздух, если бы они не знали свойств артефактов, то наверняка попытали удачу. Но Ван Буле в деталях рассказал назначение каждого из них, галя на парящие артефакты, оба бойца в красках представляли себе, что будет, если они одновременно атакуют их. Это знание стало причиной паники. Их сердце крепко жало в тиски страх, к тому же им было до жути обидно так проиграть. Про себя они решили, что их обвели вокруг пальца. Теперь оба сожалели, что поймали Лудзе Хао, а не помощника из павильона от хромического оружия. Лудзе Хао все это нарочно подстроил. Когда он с ревом бросился на нас, это было частью плана. Он пытался отвлечь наше внимание на себя и добровольно запрыгнул в ловушку. Черт, хитрец нас переиграл! Парочка переглянулась, а потом гневно посмотрела на Лудзе Хао внутри ветряной ловушки. Тот со всей силы бил по ней кулаками и ногами, не замечая произошедшего снаружи. Этот сукин сын слишком хитер. Он все еще разыгрывает спектакль! Покомментировал один из бойцов сквозь тиснутые зубы. В такой ситуации они были вынуждены сдаться. Продемонстрированные зрители на Острове Верхней Академии среди множества вздохов послышались и возгласы. Он сменил тактику! Теперь реклама не прямая! Я видел бойцов, которые выкрикивают названия своих техник и артефактов, но чтобы кто-то давал настолько подробное описание? Десятки тысяч учеников на Острове Верхней Академии наивно поверили, что Ван Буэлэ после предупреждения перестанет рекламировать свои товары. Никто не ожидал, что он продолжит это делать, правда в слегка видоизмененной форме. Это очевидно была реклама, вот только его нельзя было упрекнуть в нарушении запрета. Его реклама теперь была не столь очевидной, как в начале. Описание артефактов он выкрикивал только во время атаки, у этого могло быть несколько толкований. Он мог сослаться на свою привычку или заявить, что рассказывал противникам об эффектах своих артефактов и желании избежать ненужных травм. На самом деле не он один был замечен за подобным. Другие тоже использовали похожую стратегию, только они, в отличие от Ван Буэлэ, не взрывали фейерверки, чтобы привлечь внимание зрителей. Зрители на трибунах в небе не знали то ли плакать, то ли смеяться. Генерал Джоу, наблюдавший за Ван Буэлэ, не удержался и захохотал во все горло. Тот факт, что Ван Буэлэ привлек внимание генерала, был на руку сидящий рядом Джоулу. Она едва заметно улыбнулась, ее месть вот-вот должна была свершиться. Хм, Ван Буэлэ, я не тот человек, кто использует свою власть для сведения личных счетов. Просто ты идеальный кандидат для выполнения миссии. Старейшины ДАО Академии эфира задумались. Мужчина в красном халате вздохнул и искосо посмотрел на старейшины павильоны боевых искусств. Лицо бедного старика позеленело от ярости. Ван Буэлэ, отныне тебе запрещается использовать фейерверки! Впервые с начала турнира мужчина в красном обратился к участникам. Его голос, несущий в себе мощнейшее давление, прогремел над местом, где шел турнир. Все участники прекрасно его слышали. За короткий промежуток времени они уже дважды слышали имя Ван Буэлэ. Ван Буэлэ был доволен. Даже если его выделяли из остальных, он ни капли не сожалел о содеянном. За этот бой он показал все свои тхармические артефакты, которые планировал продать. От радости он чуть не пустился в пляс. После капитуляции противоположной команды он поманил пальцами, и тхармические артефакты точно свернулись к нему. С большого расстояния это выглядело особенно впечатляюще. В окружении десятков сияющих тхармических артефактов Ван Буэлэ, казалось, сам начал светиться. Эта сцена крепко отпечаталась в памяти зрителей на острове Верхней Академии. В этот момент раздался грохот. Лудзе Хау наконец сумела выбраться из ветряной тюрьмы. С боевым кличем он со всех ног бросился вперед. «Давайте! Нападайте!» Горделиво прокричал он. Летающие мечи Мороза рядом с ним потеряли свою холодную ауру. Сделав несколько шагов, он застыл. Оба члена противоположной команды недовольно сверлили его взглядом. Заметив сияние роид хромических артефактов, он сразу все понял. Его затрясло, глаза покраснели. «Ван Буэлэ, разве ты не пообещал, что больше не будешь вмешиваться? Ты украл славу предназначавшуюся мне!» Накричал на него Лудзе Хау. Ван Буэлэ покосился накипящего от ярости напарника. Перед тем, как слова оправдания сорвались с его языка, парочка в стороне холодно фыркнула. «Лудзе Хау, завязывай с представлением! Думаешь, мы не раскусили твое притворство?» Оба повернулись к Ван Буэлэ и накрыли ладони кулак. «Старший брат Буэлэ, мы признаем поражение!» После этой декларации они немного успокоились. Во время недавнего боя Ван Буэлэ хоть и одолел их, но при этом он позволил им сохранить лицо. Его отхормические артефакты по-настоящему впечатляли. Ученик из павильона магических формаций не удержался от вопроса. «Старший брат Буэлэ, эти отхормические артефакты продаются?» Ван Буэлэ ответил Ван Буэлэ. Он подошел и дал им свои контакты, не забыв предложить небольшую скидку. Вскоре они уже весело о чем-то болтали. Ван Буэлэ даже проводил их к началу тропинки назад и на прощание помахал им рукой. Лу Цзехао, в ярости стискивая кулаки, наблюдал за всем со стороны. Еще немного, и его голова действительно могла взорваться. «Ван Буэлэ, ты...» зашипел он. «Я дам тебе два из пяти летающих мечей Мороза!» оборвал его Ван Буэлэ. Он знал Лу Цзехао как облупленного. Не желая опускаться на уровень этого ребенка, он предложил ему пару конфет в качестве компенсации. «Я... Я... Человек Принципов!» С расширенными от удивления глазами выдавил Лу Цзехао. Его запал немного ослаб, но от этого его ярость стала только сильней. «Ладно, можешь забрать все мечи!» великодушно предложил Ван Буэлэ. Лу Цзехао сделал глубокий вдох, случившегося не воротишь, случившегося не вернешь, как бы он не бесился или кричал. Напарнику разрешалось помогать только в первых четырех схватках, и теперь остался всего один поединок. По его окончании он не увидит Ван Буэлэ ни во время финальной схватки, ни на втором этапе турнира. Самое главное, его принципы подверглись суровой проверке, но он не поддался на сладкие речи Ван Буэлэ. Эта мысль подействовала на него успокаивающе. Помня о предупреждении Ван Буэлэ, он мысленно хмыкнул и мрачно пошел в сторону четвертого перекрестка. Это был последний бой с напарником. До сюда доходили сильнейшие бойцы с каждого склона горы. В конечном итоге на вершину горы смогут подняться только четыре человека. Там им предстоит сразиться. Последний, стоящий на ногах участник, пройдет во второй тур. Во время подъема в гору Лу Цзехао пытался успокоить себя и сфокусироваться на предстоящей схватке. Если непредвзято оценивать работу Ван Буэлэ, то он был одним из самых надежных напарников, который без нареканий выполнил свою задачу. В ходе первых трех матчей Лу Цзехао практически не потратил ни ресурсов, ни духовной энергии. Идущий впереди, Лу Цзехао намеренно не обращал внимания на Ван Буэлэ. Так они и шли к четвертому перекрестку, почти у самой вершины горы. Впереди уже можно было увидеть площадку и световой барьер, преграждавший путь к вершине. Ван Буэлэ не хотел портить свое хорошее настроение бессмысленной сварой с Лу Цзехао. С чувством выполненного долга он просто расслабился, у него в голове уже рисовались картины длинных очередей клиентов, выстрелившихся к нему после турнира. Этот турнир стал настоящим подарком судьбы. Зарабатанных денег хватит на поддержание исследований и культивации. Радостно подумал Ван Буэлэ. Насвистывая какой-то прилипчивый мотивчик, он следовал за своим напарником со сложными за спиной руками. Неподалеку от перекрестка Лу Цзехао внезапно остановился. Казалось, у него волосы встали дыбом. У него на лбу выступило испарина, дыхание участилось, а сердце, казалось, было готово вырваться из груди. Такую реакцию у него вызвали два человека, ожидавшие их на перекрестке. Ван Буэлэ, мне... Мне понадобится твоя помощь! Еле слышно выдавил из себя Лу Цзехао. Это Ван Буэлэ не ожидал от него услышать. Он подошел к нему и посмотрел на площадку впереди. Там в позе лотоса медитировал молодой человек, с которым стоял высокий телохранитель в пурпурной броне, чьими длинными волосами играл ветер. С его ростом он напоминал небольшую гору, от него исходила аура пика истинного дыхания. Казалось, его культивация могла в любой момент совершить прорыв, при взгляде на него возникало чувство, будто ты смотришь на какого-то жуткого зверя. Его свирепый взгляд делал его похожим на готовый к извержению вулкан. Аура медитировавшего рядом юноши резко контрастировала со свирепой аурой бронированного здравяка. Он буквально излучал умиротворение и равнодушие, словно мало что в мире могло растревожить его сердце. Идеально выбритая голова ничуть не умаляла его красоты. Он создавал впечатление мягкого, даже из нежного молодого человека. Его глаза были плотно закрыты, словно он находился в мысленном поиске. Вокруг него кружил ветерок, как будто ища его внимания. Это был тот самый безымянный ученик с факультета просветления Дао, который сотворил каплю воды, просто сосредоточившись на пустой чашке во время медитации на горе родного факультета. Вдобавок он был единственным учеником бывшего президента федерации и нынешнего верховного старейшины Дао Академии Эфира. Ван Боулэ никогда раньше с ним не встречался, но при виде лысого практика он неосознанно остановился. Теперь он понял, почему Луцзехао проглотил гордость и попросил его о помощи. Дело было не в парне в доспехах, а в медитирующем юноше, чье давление ощущалось острым клинком, направленным в самый центр твоего лба. Ван Боулэ прищурился. Его счастливая улыбка погасла. Перед таким противником расслабляться было нельзя. В его взгляде появилась определенная острота. Как только Ван Боулэ посмотрел на Лысого юношу, тот открыл глаза. Глава 153. Ты можешь разговаривать нормально? Глаза Лысого юноши обладали необъяснимой притягательностью, его ясный взгляд был подобен незамутненному пруду. Стоило кому-то заглянуть в эти глаза, как сознание растворялось в этих омутах, они даже внушили противнику мысль, что молодого человека окружил орел света, словно живое божество. Ван Боулэ поежился, когда его посетило желание опуститься перед ним на колени. Его культивация немедленно начала циркуляцию, даже поглощающая семечка медленно ожила. Ван Боулэ не заметил, как во время вращения культивации его глаза на мгновение вспыхнули пурпурным светом. Растворившийся внутри него пурпурный огонёк ещё во время вылазки в деревню истинного дыхания соединился с его поглощающим семечком, промелькнувшая в глазах вспышка была проявлением того самого огонька. В этот момент медитировавший юноша охнул. Его спокойное и умиротворённое выражение лица изменилось. Теперь он с интересом смотрел на Ван Боулэ. Одновременно с этим окружающая его аура дестабилизировалась и рассеялась. Дрожащий Лут Зе Хао, который словно заговорённый побрёл вперёд, остановился и поюжился как будто сбросил с себя морок. Ему было трудно дышать, да и выглядел он так будто только что был не в себе. «Что это за колдовство?» воскликнул он осторожно глядя на людей на площадке. Никак не отреагировав на крик Лут Зе Хао, лысый юноша слегка наклонил голову, причём с каким-то противоестественным изяществом. Телохранитель рядом с ним явно учился на павилёне боевых искусств, он тут же наклонился и выслушав лысого юношу кивнул. После этого он вышел в центр площадки и поманил рукой, словно вызывая Лут Зе Хао на поединок. Лут Зе Хао в страхе покосился на лысого парня, а потом повернулся к Ван Бо Ле в поисках поддержки. В данной ситуации ему было плевать на гордость. Он прекрасно понимал, что против такого противника драться будет крайне тяжело. Несмотря на брюзжание, он признавал силу Ван Бо Ле, поэтому инстинктивно посмотрел на него в поисках помощи. «У тебя даже есть телохранитель? Хватит выделываться!» Сдвинув брови и фыркнув, сказал Ван Бо Ле. Манеры лысого юноши раздражали, в то же время он чувствовал исходящее от него давление. Этот парень был сильнейшим практиком, одной из ним культивации, с которым ему довелось столкнуться. Поэтому он последовал его примеру и сел в позу лотоса. «Зе Хао, вот он твой звёздный час! Чем закончится этот поединок один на один? Победой или поражением? Мне неведомо! Всё в твоих руках, но если против тебя тогда им придётся иметь дело со мной!» Лот Зе Хао с облегчением выдохнул, ему не нравился Ван Бо Ле, к тому же они совершенно не ладили. Тем не менее, его слова успокоили его. Он повернулся к человеку в пурпурных доспехах, который подзывал его к себе. В глазах Лот Зе Хао вспыхнуло недоброе пламя, утробно заречав, он рванул вперёд. С его невероятной скоростью он добрался до противника за один вдох. Несколькими магическими пассами он послал вперёд пять летающих мечей Мороза и множество бумажных талисманов, которые трансформировались в заклинания. На губах практика в доспехах появилась улыбка. Следующим шагом он силой ударил ногой по земле, под его лотным сапогом урагана взорвалась духовная энергия и он бросился навстречу Лот Зе Хао. Очевидно, в плане ловкости и скорости Лот Зе Хао превосходил противника, молниеносно уйдя в сторону, он вновь пошёл в атаку. В следующий миг два бойца опять сошлись в центре площадки. Хоть Ван Буала не стал запускать в небо фейерверки, этот поединок и без того привлек внимание чиновников федерации, представителей армии и старейшин ДАО Академии Эфира. Это его ученик? В секторе для военных генерал Джоу слегка нахмурился, его взгляд остановился на лысом юноше. Его зовут Ли Учань, единственный ученик верховного старейшины ДАО Академии Эфира. С моим уровнем доступа я не смогла прочитать его досье, прошептала Джоулу. «Вполне логично, ему должно быть около двадцати», задумчиво сказал генерал Джоу. В его глазах разгорелся огонек, но он быстро заставил его исчезнуть. Он про себя несколько раз повторил ими лысого юноши. Чиновники федерации тоже обратили на него внимание, очевидно, они знали его наставники, правда, их реакция была не такой странной, как у генерала Джоу. В лучшем случае они немного внимательнее начали следить за ним. По лицам старейшин ДАО Академии Эфира промелькнула целая палитра эмоций при виде лысого юноши, даже мужчина в красном халате поменялся в лице. Никто этого не видел, но в глубине его глаз промелькнула вспышка холодного света. На площадке шел ожесточенный бой, тем не менее звуки сражения не мешали медитировать Ван Боулэ и молодому человеку с бритой головой. Они смотрели друг на друга, как будто между ними шла незримая борьба. Спустя какое-то время Ван Боулэ это наскучило. «Старший брат!» Покашлив обратился он к лысому юноше. «Почему ты так на меня смотришь?» «О, зря способен я твоей прошлой и настоящей жизни!» Прозвучал спокойный ответ. Ван Боулэ странно на него покосился. Этот парень показался ему немного чокнутым. К этому моменту дуэль Лудзе Хао с практиком в пурпурных доспехах достигла кульминации. Стало понятно, что Лудзе Хао находился в невыгодном положении. В плане культивации и боевого опыта он заметно проигрывал человеку в доспехах. За миг до его поражения практик в пурпурных доспехах внезапно отскочил обратно к лысому юноше. Накрыв ладонью кулак, он поклонился Лудзе Хао. «Ничья!» Лудзе Хао был озадачен. Пока он собирался с мыслями, глаза лысого юноши блеснули. Он слегка приподнял подбородок, не спуская глаз с Ван Боулэ. «Теперь пришло время нашей дуэли!» Лудзе Хао тяжело сдышал, он посмотрел на лысого юношу, противника был Неона Ван Боулэ. Он подозревал, что их соперники каким-то непостижимым образом узнали, кому помогает Ван Боулэ, и по этой причине приняли участие в турнире. Это явно были непростые ученики. Вот почему им удалось отыскать Ван Боулэ, чтобы сразиться с ним. От этой мысли на лице Лудзе Хао отразился конфликт, однако он ничего не сказал. Вместо этого он молча вернулся к Ван Боулэ. Тот внимательно посмотрел на лысого юношу. С первого момента, как Ван Боулэ увидел его, у него сразу появилось ощущение, будто тот сидел на этой площадке в ожидании его появления. Уже в следующую секунду эта мысль показалась ему притянутой за уши, поэтому он выбросил её из головы. Тем не менее, поведение и слова лысого юноши вызвали у него закономерный вопрос. Мы знакомы? Наставник как-то обмолвился о нескольких людях с невероятным потенциалом. Он разрешил мне сделать им предложение о сотрудничестве, дабы в будущем мы могли поддерживать друг друга. Ты один из них, но я не вижу в тебя ничего особенного. И всё же решил дать тебе шанс. Хочу испытать тебя в бою, если позволишь. Всё это лысый юноша поведал крайне спокойным тоном, при том его окружила какая-то непонятная аура. Ты можешь разговаривать нормально? Может, хватит рисоваться? Могло показаться, будто Ван Боулэ, не найдя слов, хотел ударить себя ладонью по лбу, но в самый последний момент его рука остановилась, а потом он молниеносно ударил ладонью по земле. Со всей силы оттолкнувшись, он сорвался с места, словно выпущенный из лука стрела, он бежал невероятно быстро, низко пригнувшись к земле. Его движения были плавными, отточенными, Ван Боулэ бежал на максимальной скорости, отчего казалось, будто он летит. Культивация окутала его тело бурей духовной энергии, со стороны это выглядело крайне впечатляюще. В мгновение ока, добравшись до противника, он попытался его схватить. Всё это произошло за пару мгновений, лысый юноша растерялся, не успев толком сообразить, как на это реагировать. Как оказалось, практик в пурпурных доспехах был серьёзно настроен защищать Ли Учене. Будучи опытным бойцом, он внимательно следил за каждым движением Ван Боулэ, поэтому успел вовремя заслонить с собой лысого юношу. Раздался звук столкновения, практик в пурпурных доспехах сильно задрожал, с изумлением на лице он был вынужден попятиться. После удара из уголков его губ капала кровь, и всё же его вмешательство не прошло зря, ему удалось немного замедлить Ван Боулэ. Дыхание лысого юноши сбилось, воспользовавшись заминкой, он быстро отступил. Ему удалось вернуться от захвата, пальцы Ван Боулэ просвистели прямо у него перед лицом. Лысый юноша выставил руку в сторону Ван Боулэ. В этот же миг в пространстве между ними прогремел взрыв. Это заставило Ван Боулэ, которому не терпелось завязать рукопашный бой, отступить на несколько шагов назад, на его лице проступила досада. Скорость реакции у тебя ничего, но двое против одного. Тебя нельзя назвать настоящим мужчиной. Кто бы говорил, как будто не ты пытался неожиданно на меня напасть. Раздраженно парировал лысый юноша. Потеряв самообладание, он поспешно отступил еще дальше. Как погляжу, кто-то наконец перестал позерствовать. Ван Боулэ одарил его сердитым взглядом. Люди на платформе в небе были приятно удивлены. Особенно генерал Джоу и практик в красном наряде. У обоих глаза очень ярко блестели. «Недурно!» «Подлая атака!» – недовольно пробурчала Джоулу. «Где же в этом честь?» «Вдово Академии Белого Оленя вам в голову вбили одну чушь? Хватит витать в облаках!» Генерал Джоу нахмырился. Обычно он почти не делал замечаний Джоулу, но сегодня он не сдержался. Глава 154-я «С иллюзорным оружием все во власти воображения» После поступления на военную службу Джоулу впервые так отчитали. Девушка насупилась, она хотела возразить, но в итоге не достала храбрости. Поэтому она покорно опустила голову, мысленно сетую на несправедливость выговора. «Разве практики моего поколения не должны поступать благородно и честно? А как же следование великому Дао?» Наконец спросила она. «Благородные и честные поступки и сражения с противником? Разве это одно и то же? Еще спрашиваешь про великое Дао? Ты вправду считаешь, что смысл культивации в следовании великому Дао?» Генерал Джоу сурово посмотрел на Джоулу. «Культивация нужна для самозащиты, выживания и убийства врагов. Только когда ты разрешишь эти три проблемы, можешь задуматься о следовании великому Дао». Генерал Джоу оказался немногословен. Сердито смерив взглядом Джоулу, он перестал обращать на нее внимание. Джоулу выглядела сбитый с толку. Очевидно, в Дао Академии Белого Оленина никогда не слышал ничего подобного. Она склонила голову и глубоко задумалась. Тем временем на площадке лысый юноша раздраженно посмотрел на отступившего Ван Буууле. После успокаивающего вдоха его глаза засветились золотым светом, он выставил руку, раскрытая ладонь была обращена вверх. Наставник сказал, что люди с факультета просветления Дао могут понять мириады Дао неба и земли, выбрать, с каким слиться и создать мир. Я, Учень, Глупец. Я сотворил лишь каплю воды. Собрать до Осван, надеюсь, ты не разочаруешь. Его голос звучал по-другому, в нём теперь чувствовалась твёрдость. На выставленном пальце собралась капля воды, она возникла из ниоткуда, прямо на кончике его пальца. В этой прозрачной капле отражался свет, с появлением этой ослепительной капли весь свет в округе казалось померк. Невероятная капля воды оказалась в центре всеобщего внимания. Выражение Луцзе Хао резко поменялось. От страха ему стало трудно дышать. Он бросился бежать, словно хотел оказаться как можно дальше от этого места. В его глазах капля выглядела непобедимой. От одного взгляда на каплю воды в его разум как будто ударила молния. Что это за магическая техника? Он не использовал бумажные талисманы? Его культивация точно находится на первой ступени истинного дыхания? К тому же он утверждает, что учится на факультете просветления Дао. Пока Луцзе Хао находился в полупаническом состоянии, Ван Буоле с прищуром рассматривал каплю воды. Ему она тоже показалась опасной, словно в ней скрывалась непостижимая сила. Хоть ее было совсем мало, этих крох оказалось достаточно, чтобы повлиять на людскую разумоокружение. Этот парень с факультета просветления Дао. Ван Буоле перехватило дыхание. До сегодняшнего дня он был невысок во мнении об этом факультете, но при виде капли воды его отношение немного изменилось. Кому какое дело с какого он факультета? Он инстинктивно увернулся от моей атаки. Если я смогу подобраться достаточно близко, то ему не поздоровятся. После секундного замешательства глаза Ван Буоле блеснули пурпурным светом. Раскручивая культивацию, он двинулся на противника. Благодаря могучей ауре он напоминал вытащенный из ножен клинок, а лысый юноша тут же почувствовал исходящее от Ван Буоле давление. Прищурившись, он взмахнул рукой, капля сорвалась с пальца и ярким расчерком устремилась к Ван Буоле. «Больше тебе не удастся подойти ко мне!» Самоуверенно бросил лысый юноша. Стоило ему это сказать, как Ван Буоле оттолкнулся ногами от земли и взмыл в воздух. Он хотел увернуться из-под удара, но капля воды оказалась особенной. Неожиданно она взорвалась облаком тумана, расширяясь неописуемой скоростью дымка накрыла Ван Буоле. Внутри Ван Буоле ничего не мог разглядеть. Когда он вновь смог видеть щетка, его брови резко сошлись к переносице. Мир вокруг изменился, луцихао, горы, платформы в небе, все исчезло. Теперь со всех сторон был один туман, как будто его затянуло в мир иллюзий. «На вождение?» Настороженно подумал Ван Буоле. Его дыхание участилось, внезапно туман забурлило оттуда со странным рычанием вылетело множество лиц. Лиц Ван Буоле. Их выражения разнились. Одни смеялись, другие плакали, некоторые в ярости скрежетали зубами, были даже те, кто истерично кричал или жадно облизывал губы. Похоже, они были прямым отражением семи человеческих чувств и шести плотских страстей. Примечание переводчика. Это общее название человеческих эмоций. Семь чувств это радость, гнев, печаль, страх, любовь, ненависть и страсть. Ван Буоле вызвал летающие мечи мороза и свободной рукой выполнил магический поз. Бусины закрыли его магическим барьером, но против семи чувств и шести страстей он оказался бесполезен. Лица проигнорировали преграду и кинулись на него, желая полакомиться плотью, разорвать его на куски и уничтожить тело с душой. Очень похоже на бесконечный клан, мрачно подумал Ван Буоле. Эти лица напомнили ему о нападении жутких лиц внутри гигантского фрагмента в деревне истинного дыхания. В то время как Ван Буоле пытался разобраться в ситуации, в туманном мире раздался голос Лиученя. Собра, Даос Ван, мы с факультета просветления Дао пытаемся понять мириады Дао неба и земли. Я создал капли воды с помощью капли внеземной духовной крови. Её мне дал наставник после того, как переплавил её своими заклинаниями. Я наконец-то могу создать область, вечно изменяющиеся иллюзорные оружия. В мире моего иллюзорного оружия всё зависит от твоего воображения. Можешь рассматривать это место как виртуальный мир твоего подсознания. Здесь возможно всё, на что тебе хватит воображения. Можешь представить себя несравненным мастером и напасть на меня, но это моё иллюзорное оружие. Что бы ты ни представил, я всегда буду сильнее тебя. Наставник сказал, что у тебя огромный потенциал. Раз так, я хочу узнать, сколь далеко простираются твои амбиции перед лицом семи чувств и шести страстей. Пока Лео Чене-то говорил, приближающиеся лица громко взревели. Когда они оказались совсем близко, Ван Беоле с холодным блеском в глазах отскочил назад. Иллюзорное оружие? Что это? Сражаться воображением? Разве такое возможно? Как я и подозревал, на факультете просветления дау учатся одни чокнутые. Несмотря на скепсис, Ван Беоле решил представить себя в виде непобедимого гиганта. В мгновение ока его тела увеличилось в размерах. В этом мире он стал настолько большим, что мог подпереть плечами небосвод. Это и вправду возможно! Ван Беоле чувствовал в себе силу, способную свернуть небеса и землю, уничтожить все, что попадется ему на пути. Иллюзорный мир тумана расширился, чтобы вместить в себе гиганта. Похоже, в этом месте могло появиться любое самое невероятное создание, которое мог придумать Ван Беоле. Мчащиеся к нему лица теперь увеличились в размерах, а потом соединились воедино. Теперь к Ван Беоле приближалось чудовищных размеров лицо, заслонившее половину неба. Словно перед ним не могло существовать невыбедимого гиганта. Тем временем снаружи мира иллюзии с трибуны в небе за схваткой изумленно наблюдали представители армии, федерации и старейшины дау-академии эфира. Многие даже поднялись со своих мест. Это иллюзорное оружие. Это магическая техника, придуманная бывшим президентом федерации Ли Син Венем, когда он пытался обрести просветление от хромическом оружии. Как-то он сказал, что использует это заклинание, чтобы произвести революцию в области хромических артефактов федерации. Он планирует использовать ее для получения одобрения неба и земли, дабы совершить прорыв культивации. Он хочет стать первым экспертом стадии зарождения души во всей федерации. Ли Син Вень это неспосланный небесами дар человечеству. Не будет преувеличением назвать его самым просветленным человеком во всей федерации. Я ничуть не удивлен, что его ученик способен также чутко искать просветление. Он только на стадии истинного дыхания, но уже может использовать заклинание. Люди на трибунах в небе видели только сидящего в позе лотоса Ли Учене, чьи губы слегка шевелились. Он повторял мантру, которую никто не мог услышать. Неподалеку от него парил огромный шар замутненной воды, однако в нем угадывались чертания тела Ван Буоле. Он оказался запертым внутри. Глава 155 Прекрати Ван Буоле даже не подозревал о том, какое впечатление произошедшее произвело на зрителях на трибунах в небе. В туманном мире гигант зашагал вперед, каждый шаг отдавался грокочущим эхом, со взглядом человека, который не верил в нечистые силы, он ударил кулаком в огромное лицо в небе. Разбейся! От кулака содрогнулся небосвод и весь мир вокруг, ему даже удалось породить чудовищную бурю, в следующий миг кулак обрушился на летящее лицо. Прогремел взрыв страшной силы, лицо вместе с небосводом дрогнули, оно не выдержало удара, сначала покрывшись трещинами, а потом и вовсе разбившись. Но тут Ван Буэлэ скривился, он хотел отступить, к сожалению, было уже слишком поздно. Разбитое лицо превратилось в целые рои лиц поменьше, с ревом они быстро обогнули руку Ван Буэлэ и вошли внутрь тела, где проникли в меридианы. Какая-то чертовщина! От ощущения, будто его тело переполняли лучи света, Ван Буэлэ судорожно вздохнул, каждый луч символизировал семь чувств и шесть тростей. Они хаотично сталкивались друг с другом, словно хотели вырваться наружу и разорвать его тело на части. Как этому противостоять? Это его ватчина, он всегда будет сильнее, что бы я ни выдумал. К тому же, в плане воображения мне далеко до этого чокнутого. Даже если я представлю себя президентом федерации, здесь это вряд ли поможет. Ван Буэлэ лихорадочно забегали глаза. Ему все еще казалась дикая сама идея мира, где требовалось состязаться в силе воображения. С появлением на теле трещин он уже хотел представить, как чужеродный свет поглощает поглощающие семечко, как вдруг его посетило озарение. Нет-нет, зачем мне драться с помощью воображения? Надо использовать мой сильнейший налог. Переплавку термических артефактов. При изготовлении артефактов одного воображения недостаточно. Процедура невероятно комплексная, если он не будет знать принципов, лежащих в основе артефактов, какой бы он не представил себе артефакт, это будет всего лишь мираж. Ван Буола не хотел без крайней необходимости использовать поглощающие семечко на глазах других людей. Что до чужеродных аур внутри меня, я использую их как духовную энергию для переплавки. Со свирепым огоньком в глазах он поднял руку, словно собирался переплавить духовные камни из духовной энергии окружения. Стоило ему рожать пальцы в попытке атаковать семь чувств и шесть страстей, как его тело задрожало, в иллюзорном мире раздался удивленный вскрик лысого юноши. После этого крика семь чувств и шесть страстей в теле устремились к выставленной руке, в следующую секунду из них сформировался духовный камень. Ослепительное сияние этого духовного камня превосходило даже блеск его радужного собрата. Яркое сияние заметно проредело туман вокруг, словно тот был снежинками, на которые упал солнечный свет. Знание – сила, мой маленький бритоголовый друг! Все из-за того, что ты ни черта не смыслишь в хромических артефактах! Ван Боулы не ожидал, что эта тактика сработает. Рассмеявшись, он направил всю свою силу в духовный камень. Из-за этого сияние стало еще ярче, клокотовший вокруг него туман истончился и с негромким гулом рассеялся. Ван Боулы радостно шагнул вперед. Как только он опустил ногу, скрываемый туманом мир тряснул, словно зеркало. Похоже, нагрузка грозила разрушить его. Через трещины Ван Боулы отчетливо увидел площадку, где соединялось две горных тропы, убегающего Лут Зе Хао и трибуны в небе. В нескольких метрах впереди находились лысый юноша и его телохранитель в пурпурных доспехах. Оба уже не выглядели такими спокойными. Этот иллюзорный мир довольно интересный. У Ван Боулы загорелись глаза. Сияние духовного камня, созданного из семи чувств и шести страстей, вновь усилилось. Со свистом ветра он помчался вперед, слившись сиянием. Он рассчитывал разбить уже потрескавшийся иллюзорный мир. Четкий практик в пурпурных доспехах изумленно таращился на Ван Боулы внутри огромной водяной сферы. Капля воды увеличилась в размерах и полностью окружила его тело, и издали сфера напоминала янтарь, но если приглядеться, то на ней можно было разглядеть небольшие трещины. Словно капля воды не могла выдержать ауру Ван Боулы и вот-вот должна была разбиться. Что до медитировавшего лысого юноши, он выглядел даже более скверно, чем его телохранитель. С негодованием, глядя на Ван Боулы, он даже не заметил, как в уголках губ проступила кровь. Когда он обратился к Ван Боулы в иллюзорном мире, им преследовалась одна важная цель — запутать его. Он создал каплю воды при помощи своего природного таланта и трансформировал её в иллюзорное оружие с помощью наставника. К сожалению, его знания сложно было назвать всеобъемлющими, он не был мастером в алхимии, хромических артефактов или магических формаций, а вот почему у него не получилось идеально управляться со своим иллюзорным оружием. По этой же причине он попытался ввести Ван Боулы в заблуждение, заставить его сфокусироваться только на силе воображения и игнорировать всё остальное. Тогда иллюзорное оружие давало ему превосходство над противником. Не думал он, что Ван Боулы так быстро раскусит его уловку. Раздражение Леучи не отразилось в его глазах. Когда капля воды оказалась на грани разрушения, он решительно указал рукой на Ван Боулы внутри. «Мир моего иллюзорного оружия не разрушим! ПЕЧАТЬ!» По его команде трещины на водяной тюрьме затянулись. С исчезновением трещин капля воды вновь стала гладкой и сверкающей. Внутри вновь появилось множество лиц. Это были уже не лица Ван Боулы. Теперь они выглядели крайне жутко. Через трещину внутри иллюзорного мира Ван Боулы видел, что творилось наружи. Когда трещина начала затягиваться, он поднял руку и холодно рассмеялся. «Ничего не выйдет!» Сказал он. Его глаза недобро блеснули. «Переплавка от хромических артефактов не только включает в себя духовные камни, но и начертания с духовными заготовками!» По мановению руки во все стороны разлетелись начертания. Их было так много, что ни одна преграда не могла их остановить. В любом другом месте начертания в памяти Ван Боулы не получилось бы воплотить в жизнь таким образом. Однако в туманном мире мириады начертаний без каких-либо проблем появились по воле Ван Боулы. Их было очень много, практически миллион. К тому же Ван Боулы мог придумать ещё больше благодаря формуле. Среди них были даже высокоуровневые начертания, они заполонили небо и землю, практически весь туманный мир. Из-за них разразилась буря, пока их аура сотрясала небеса, они с грохотом сталкивались с лицами. В прошлом я размышлял об этом. Что произойдёт, если нанесу все начертания на единственный духовный камень? К сожалению, не очень практичная идея, да и кому такое по силам? Раз ты утверждаешь, что этот мир неразрушим, давай посмотрим, сможет ли он выдержать вяз моей мечты? В глазах Ван Боуле появился странный огонёк. Он внезапно осознал, что этот мир давал ему редчайший шанс. Здесь он мог использовать свои знания, чтобы переплавить тхармический артефакт силой воображения. Для создания тхармического артефакта ему не требовались материалы, можно было не бояться допустить ошибку. Ван Боуле понимал, насколько уникальной ему выпала возможность. От этой мысли у Ван Боуле заблестели глаза, он отступил от затягивающейся трещины, сейчас она больше его не интересовала. Ему уже не хотелось покидать этот мир, ему не терпелось приступить к делу. Со смехом он взмахнул левой рукой в сторону начертаний. На сформированном из семи чувств шести страстей духовном камне начали вырезаться начертания. За один вдох поверхность камня испещрили узоры, эти начертания были настолько плотно наложены, что покрывали весь духовный камень. Этого недостаточно, надо продолжать! Ван Боуле почесал затылок и продолжил наносить новые начертания поверх старых с наложением друг на друга начертания от духовного камня повеяло пугающей аурой. В следующий миг она поднялась до устрашающего уровня. Пространство вокруг исказилось, туман забурлил, а лица в страхе разлетелись кто куда. Они настолько испугались жуткой ауры вокруг Ван Боуле, что не хотели приближаться к нему. «Всё ещё недостаточно, проклятие! Надо сделать духовный камень больше!» Учащённо дыша, Ван Боуле казалось забыл о своём противнике и об их поединке. У него в голове все мысли крутились вокруг начертаний, он подбросил духовный камень и заставил его парить в воздухе, после чего он поднял руку и притянул к себе спасающиеся бегством лица. Воздух прорезал их пронзительный вой, свирепые лица не хотели приближаться к Ван Боуле, но под влиянием его силы и притяжения их против воли затягивало в духовный камень, отчего тот постоянно увеличивался в размерах. Одновременно с этим Ван Боуле направил парящие вокруг начертания на духовный камень. Аура его творения по-настоящему пугала, более того, из-за нее весь туманный мир едва заметно подрагивал. Снаружи этого никто не чувствовал, никто, кроме лысого юноши. Он поменялся в лице и тяжело сдышал, раздумывая, не закончить ли ему схватку, но тут Ван Боуле поднял голову к затянутому туманам небу. «Этот духовный камень все равно слишком маленький! Его площади не хватит, даже если я буду накладывать начертания друг на друга!» Со свирепыми нотками в голосе заявил Ван Боуле. Оглядевшись, он внезапно ударил себя по лбу. «Какой же я дурак! Почему я так зациклился на духовном камне? Я могу вырезать начертания на этом мире! Разве ученики тхармического оружия не могут переплавить все во вселенной? Здесь я смогу переплавить мир в тхармическое оружие!» От осознания столь простой истины Ван Боуле затрясло от восторга. Запрокинув голову и расхохотавшись, он взмахнул обеими руками. Больше начертания не парили в воздухе. Вместо этого они соединялись с миром, вырезались на нем. Лысый юноша снаружи ошарашенно уставился на водяную сферу. У него появилось дурное предчувствие. Его глаза были готовы выкатиться из орбит, дыхание участилось. «Ван Боуле! Прекрати! Я пошутил, черт возьми! Прекрати!» Глава 156. «Ты смеешь мне указывать?» На крик лысого юноши Ван Боуле внутри мира капли воды ответил раскатистым смехом. Все начертания по мгновению его руки вспыхнули ярким светом и впечатались в пустоту в сам мир. Теперь мир украшало множество начертаний. Хотя они не полностью покрыли небо, сейчас их было столько же, сколько звезд, усыпавших ночной небосвод, как и звезды их невозможно было сосчитать. «Да, вот так! Именно об этом я и говорил!» Радостно воскликнул Ван Боуле. Его волосы развивались на ветру, глаза азартно блестели, у себя в голове он с помощью формул рассчитывал начертания, иллюзорное оружие стало его новой игрушкой. «Продолжайте отпечатываться! С таким большим миром процесс еще далек от завершения!» Пробормотел Ван Боуле себе под нос. От предвкушений его бил и мелкая дрожь действительно такого рода шансов подал не каждый день. Человеческая воля в таких вещах была невластна, все оставалось на откуп судьбы. Когда он взмахнул руками, в пустоте родилось еще больше начертаний, его воля направила их на запечатывание мира, вскоре, куда ни посмотри, всюду ярко сияли звезды начертания. На мире отпечаталось слишком много начертаний, каждый из них создал силы мысли Ван Боуле. Из-за этого у лысого юноши появился конкурент за контроль над иллюзорным миром, созданным каплей воды. Это чувство было едва уловимым, но юноша в мире снаружи резко поменялся в лице и резко подскочил с места. Ван Боуле, как ты смеешь? Закричал он. Хочешь украсть его? Прекратись ее же минуту! По лицу Лио учения проносились всевозможные эмоции. От недавней невзмутимости не осталось и следа. Со взбешенным ревом он выполнил несколько магических пассов, чтобы вернуть себе контроль над иллюзорным оружием. Глубоко внутри он уже жалел, что решил протестировать силу капли воды на Ван Боуле. Он не ожидал иллюзорное оружие, то по сути заберет его себе. До их поединка такая мысль даже не приходила ему в голову. Сама идея оказалась абсурдной. На шее лбу ли учения вздулись вены, тем временем пальцы молниеносно складывались магические пассы. Посланные заклинания накрыли каплю воды, в которой находился Ван Боуле. Водяная сфера покрылась рябью, похоже, еще секунды она должна была исчезнуть, к сожалению, он спохватился слишком поздно. В иллюзорном мире Ван Боуле со странным блеском в глазах схватил духовный камень из семи чувств и шести страстей и придавил его к земле. «Смотри на мир, как на духовные камни!» — закричал он. «Сотвори бесчисленное множество начертаний, соедини их в несравненные духовные заготовки!» Нечто похожее Ван Боуле прочел в технике бесконечной трансформации оружия. Сейчас он произнес видоизмененную версию тех слов, последовавший за этим величественный рев заставил небо содрогнуться, начертания, загорелись еще ярче. Их свет озарил весь мир. Когда Ван Боуле сжал пальцы, духовные камни семи чувств и шести страстей в его руках взорвались, выпустив несчетное множество начертаний. В голове Ван Боуле казалась грохотель раскаты грома, все начертания, которые он изучал с начала поступления на факультет хромического оружия, в мгновение ока попали в иллюзорный мир благодаря формуле для расчета. Они соединились с начертаниями в духовном камне семи чувств и шести страстей, став настоящим морем начертаний. Это бескрайнее море зависло вокруг Ван Боуле. Начертания растягивались во все стороны подобно раскручивающемуся ковру, подобно океанским волнам. Издалека можно было увидеть растущее море начертаний. В считанные мгновения земля иллюзорного мира полностью покрылась начертаниями, но это был не конец. С такой скоростью начертания быстро достигли границы мира и продолжили расползаться вверх. В это же время начертания в небе сиявшие столь же ярко, как звезды, соединились с морем начертаний. В результате получилось нечто грандиозное. Начертания продолжали захватывать пространство, со временем они накрыли все небо иллюзорного мира, теперь весь мир, будь то небо или земля, покрывали начертания. Люди снаружи видели лишь, как каплю воды изнутри полностью покрыли узоры. Эта невероятная сцена потрясла всех на трибунах, лысый юноша пришел в неописуемую ярость. Ему даже пришлось прикусить кончик языка в попытке вернуть себе контроль над иллюзорным оружием. Как же он сейчас сожалел о своем решении? Ван Була! В безуспешной попытке вернуть себе контроль Ли Учень кашлял кровью и бессильно выкрикивал его имя. На самом деле, когда до Ван Була дошло, что он мог переплавить иллюзорное оружие, Ли Учень уже не мог повернуть ситуацию вспять. И все же, лысый юноша не собирался опускать руки, он не мог принять последствия проигрыша. Капля воды была результатом его кропотливой работы. С бесценной духовной кровью и помощью наставника она была переплавлена в иллюзорное оружие. Это мое иллюзорное оружие! Никому не отнять его у меня! Хрипло прокричал юноша. Его лицо искажало свирепая гримаса. Он опять с ревом выполнил магический поз. Он собирался вернуть свое оружие во что бы то ни стало. Тем временем в иллюзорном мире Ван Була, прижимавший руки к земле, медленно поднял голову и огляделся. Он чувствовал, что мир капли воды изменился. Ранее он чувствовал себя в нем чужаком, которого затащили сюда против воли. Теперь же он стал его полноправным хозяином. Кажется, он мог изменить мир одной лишь силой мысли. К тому же структура и ощущения от мира до его захвата резко контрастировались с тем, что с ним стало после победы Ван Була. Не осталось ни тумана, ни лиц, небо, земля. Все вокруг было покрыто начертаниями. Среди них, похоже, были молнии. Хаотичные расчерки беспрерывно вспыхивали среди начертаний. Иногда молнии сталкивались друг с другом, чтобы исчезнуть или стать сильнее. Это подарило Ван Була очередную вспышку озарения. О, это чувство переплавки всего случая в тхормическое оружие. Подумал Ван Була. Такого рода опыт был ему необходим. Такой опыт отворил для него новую ранее неизведанную дверь в мире тхормического оружия. Все сущее есть духовные камни. Бесчисленные множественные черта не соединяются в несравненные духовные заготовки. Ван Була вновь мысленно повторил увиденную однажды фразу. Но сегодня его понимание перешло на новый уровень. Получается, я внутри переплавленной духовной заготовки. Ого, вот как выглядят внутренности духовной заготовки. Кто бы мог подумать, что начертания можно нанести не только снаружи, но и внутри. В глазах Ван Була появился блёск, увиденное позволило ему ещё глубже понять тхормическое оружие. Начертания соединяются друг с другом этими молниями, которые не под силу увидеть невооружённому глазу. Они спускают поразительную силу. Ван Була сделал глубокий вдох, это было пьянящее чувство. Мир начертания сейчас казался ему самой прекрасной вещью на свете, спустя какое-то время он едва заметно улыбнулся. Так откуда берутся эти молнии? Возможно, всё дело в духовных камнях. Радостно понял Ван Була. Он осторожно огляделся и внезапно заметил среди моря начертания искрящиеся золотые нити. А? Вырвалось Ван Була. Его глаза заблестели, золотые нити хранили в себе невероятную духовную силу. Результат компрессии духовной энергии. Судя по тому, как они двигались, эти золотые нити обладали сознанием. В данный момент они без устали уничтожили начертания в попытке вернуть мир к своему изначальному туманному состоянию. Начертаний было слишком много, к тому же не дополняли друг друга, однако золотые нити обладали серьёзной силой. Правда, их было слишком мало, чтобы быстро восстановить мир. С другой стороны, если не мешать им, то со временем им удастся это сделать. Происки моего лысого друга? С улыбкой пробормотал Ван Була. Он чувствовал, что золотые нити были делом рук лысого юноши. Он поднялся и взмахнул рукой. Мир тут же задрожал. Пока сверкали начертания, молнии разрослись до искрящегося моря, которое с рокотом ударило во все стороны. Вторжение золотых нитей провалилось, море молнии быстро держало над ними верх. Когда молнии исчезли, нити сменили цвет золотого на алый, аура лысого юноши в них полностью исчезла. «Теперь можно выбираться!» Со смехом сказал Ван Була. Он немного наклонился и вышел наружу. Тем временем из-за попыток вернуть под контроль иллюзорное оружие лысый юноша побледнел. Его тело сотрясало судорога. Зашатавшись, он на нетвердых ногах попетился. Из его горла рвал царев неописуемой ярости, как вдруг капля воды, парящая над горной площадкой, ярко вспыхнула. Из-за слепительной водяной сферы света, чье сияние больно резало глаза, вышел Ван Була. На ходу он взмахнул рукой. Водяная тюрьма уменьшилась до размеров обычной капли воды и зависла над его ладонью едва заметно поблескивая. Теперь она напоминала каплю амброзии, а не простой воды. «Ван Була, верни мое иллюзорное оружие! Сейчас же!» Не своим голосом закричал Леучень. «Ты смеешь мне указывать? Эта капелька выглядит вкусной!» Ван Була искоса посмотрел на взбешенного юношу, а потом забросил каплю воды себе в рот. Прямо на глазах у остолбеневшего юноши он проглотил ее. «Как я и подозревал, у нее неплохой вкус!» Довольно срыгнув, с улыбкой сообщил Ван Була. Глава 157-я Выброс духовной крови Лысый юноша остолбенел. Судя по потерянному взгляду, он не мог поверить в произошедшее. «Он... Он проглотил мое иллюзорное оружие!» Опустошенно промемлил он. «Разумеется! Могу даже показать, если не веришь!» предложил Ван Була, после чего открыл рот и высунул язык, чтобы показать сопернику, что он действительно проглотил каплю. Даже Луд Зе Хао, внимательно следивший за поединком, странно покосился на лысого юношу, а потом на Ван Була. Хоть Луд Зе Хао не испытывал особой любви к своему напарнику, себе под носом пробубнил. «Как же подло! Он что, перевелся с факультета от хромического оружия на факультет обжорства? Неужто он не боится отбросить коньки?» Пока Луд Зе Хао пытался скрыть свое негодование, практик в пурпурных доспехах таращился на Ван Була. Случившееся напугало и изумило его, что до лысого юноши он никак не хотел мириться с произошедшим. Не увидев капли во рту Ван Була, его начало трясти. «Ты съел его!» Судорожный ловертом воздух прокрепел лысый юноша. Постепенно к нему начало приходить осознание случившегося, но в голове у него все равно царил хаос. Казалось, там одновременно грохотали тысячи молний. Растущий гул отзывался в голове многократным эхом, сотрясая разум и душу. Его неконтролируемо трясло. Подняв покрасневшие глаза к небу, он закричал во все горло словно безумец. «Ван Була!» Его дыхание было прерывистым, на шее вздулись сосуды, от ярости у него к горлу подступил кровавый комок. С трудом проглотив его, он завопил. «Ты... Ты действительно сожрал ее!» Лысому юноше хотелось свернуть Ван Була шею. Внезапно ему стало тяжело стоять. Казалось, будто у него земля уходила из-под ног. К счастью, его товарищ в пурпурных доспехах вовремя подошел и не дал ему упасть. Если бы взглядом можно было убить, то покрасневшие глаза юноши уже бы давно прожгли в Ван Була множество дырок. «Ван Була, выплени! Верни мое иллюзорное оружие! Она мое! Я переплавил его потом, кровью и слезами! Как тебе вообще хватило наглости сожрать его?» кричал юноша. Чтобы не упасть, ему пришлось схватиться за руку практика в пурпурных доспехах. В такую ситуацию он не мог сохранять невозмутимость. Такая бурная реакция противника заставила Ван Була настороженно попятиться на пару шагов. Моргнув, он не громко покашлял. Похоже, он довел лысого парня до нервного срыва. Поэтому быстрым взмахом рукава он бросил ему бусину барьера золотого колокола. «Это же обычная капля! Возьми бусину в качестве компенсации!» «Ты издеваешься? Что это за мусор? Для переплавки капли я использовал духовную кровь! Духовную кровь, понимаешь?» Лысый юноша вновь сорвался на крик. Только на этот раз он кричал еще громче. Ударом на отмаш он отбросил бусину в сторону. «Ты еще торгуешься? Пытаешься шантажировать меня?» Рассержно процедил Ван Боулэ, сурово смирив взглядом оппонента. Стоило ему это сказать, как проглоченная капля воды начала странным образом меняться внутри него. На самом деле Ван Боулэ решил сопроглотить каплю воды, потому что переплавил ее, сотворив что-то из ничего, а потом превратил в духовную заготовку. Внутри нее покоилась его печать. Вполне логично, что его тело было с несовместимо. Вот почему он решил сопроглотить ее. Поначалу капля внутри живота никак себя не проявляла, как вдруг из нее вырвалась тончайшая кровавая прядь. Точно такую же Ван Боулэ видел внутри мира капли воды. Сразу после появления она начала излучать духовную силу, а потом даже опутала каплю воды и попыталась вырваться из тела Ван Боулэ. Если судить по восторженному блеску глаза разъяренного юноши, он что-то почувствовал. «Она все еще там!» воскликнул он и сел в позу лотоса. Выполнив магический пас, он указал пальцем в центр собственного лба, отчего его затрясло. Неизвестное заклятие заставило кровавую прядь увеличиться в размерах, Ван Боулэ от страха чуть не выплюнул ее. Но тут поглощающая семечка внутри Дантьяня внезапно закрутилась в вихрь, тело на мгновение полыхнуло невероятной силой притяжения, она исчезла так же быстро, как появилась. Короткой вспышки силы притяжения хватило, чтобы засосать прядь крови обратно. Ее словно схватило и затянула обратно невидимая рука, попытка вырваться ничего не дала. Прядь крови утащила обратно в поглощающая семечка, где оно ее распылило и поглотило. Все произошло в мгновение ока, поглощающая семечка Ван Боулэ выбрала в себе прядь крови, прежде чем Ван Боулэ успел понять, что вообще произошло. Поглощающая семечка демонстративно проигнорировала нечто столь презренное, как оставшееся в теле капли воды. От неожиданности Ван Боулэ поменялся в лице. После поглощения пряди, усвоения крови из дантяня вырвалась поразительная волна духовной энергии. Эта энергия была крайне плотной и насыщенной. Ее объемы превосходили количество духовной энергии, которую Ван Боулэ выбрал в себя за все время занятий культивацией. После выброса тела Ван Боулэ казалось смела лавина духовной энергии. Немыслимо плотная духовная энергия безумными темпами наполняла Ван Боулэ словно воздух что его тело сейчас взорвется, Ван Боулэ издал скорбный крик. Что происходит? Полегче! Ван Боулэ задержал дыхание и инстинктивно начал использовать технику эфирного облака, чтобы выбрать в себя духовную энергию. Циркуляция техники позволила направить внушительные объемы духовной энергии в меридианы. Благодаря циркуляции поднимался уровень его культивации. В мгновение ока он достиг середины первой ступени истинного дыхания. Правда, сейчас было не время для празднований. Не в такой опасной ситуации. Ван Боулэ в панике использовал все свои навыки, в итоге он достиг пика первой ступени истинного дыхания. Культивация росла с такой скоростью, будто он проглотил легендарную пилюлю бессмертия. Крики Ван Боулэ ни на секунду не стихали, как оказалась духовная энергия в теле оказалась настолько плотной, что выходила за рамки возможного. Взрыва тела удалось избежать только благодаря циркуляции техники эфирного облака и наличия совершенных духовных меридианов. Часть духовной энергии, которую за этот короткий промежуток времени не удалось поглотить, сама собой впиталась в органы, плоть, кровь и обратилась в духовный жир. Попытки предотвратить это ничего не дали. Прослойка духовного жира стремительно росла, а с ней и размеры самого Ван Боулэ. К изумлению остальных он превратился в шар из плоти. Я... Я... Из-за с трудом сдерживаемой ярости Ван Боулэ задыхался. Он попытался опустить голову, чтобы осмотреть себя, но разросшийся подбородок не дал ему этого сделать. А до более знакомого чувства ему хотелось взвыть. Почему я опять потолстел? Мои попытки похудеть пошли на смарку. Стройное тело, точёные скулы, всё пропало. Не толстей. Я виноват. Больше не буду переедать. Не хочу умирать от ожирения, ведь я ещё не стал президентом федерации. Расстроенный Ван Боулэ даже не заметил, как его культивация совершила переход с пика первой на вторую ступень истинного дыхания. В его трагических воплях смешались злость и разочарование. Ученики острова Верхней Академии тяжело задышали, пялись в экран в небе. Многие из них наблюдали за схваткой лысого юноши Иван Боулэ с самого начала. Хотя они не поняли, что именно произошло, внушительных размеров фигура Иван Боулэ произвела на них неизгладимое впечатление. Однако то, что произошло дальше, стало для всех полной неожиданностью. Они могли принять тот факт, что Ван Боулэ проглотил каплю воды или сильно растолстел, но не то, что он прямо у них на глазах совершил прорыв культивации. Это важнейшее соревнование павильона боевых искусств. Он совершил прорыв прямо во время поединка. У него удача самого дьявола. Я тоже хочу поднять культивацию. Не плевать, если из-за этого я стану таким же жирным. Духовная кровь. Что это ещё такое? Пока на острове Верхней Академии шла оживлённая дискуссия, на трибуне в небе военные чиновники Федерации и высшие чины ДАО Академии Эфира ошеломлённо смотрели на мясной шар, коим был Ван Боулэ. Я всегда считал Ван Боулэ весьма рисковым малым, он не побоялся проглотить иллюзорное оружие. Теперь понятно, почему Лео Чень может управляться иллюзорным оружием на стадии истинного дыхания. Для её переплавки была использована духовная кровь. Её извлекают из редких внеземных животных с древнего меча невероятно ценная штука. Лейсин Вэнь слишком балует своего ученика. Генерал Джо улыбался. Происходящее на площадке заинтриговало его. Ему очень понравилось выступление Ван Боулэ, что до высших эшелонов ДАО Академии Эфира многие из них странно поглядывали вниз. Спустя какое-то время на их части трибун послушался шёпот. Эм, Верховный Старешина ведь ещё не вернулся, верно? У него и так непростой характер. Пока члены руководства ДАО Академии Эфира пытались справиться с подступающей головной болью, а мужчина в красном халате не знал то ли плакать, то ли смеяться, на самой высокой точке мира, где никто не мог ничего не увидеть, не почувствовать, находилось нечто похожее на поверхность воды. Над ней в позе лотоса сидел старик, а внизу под днём по небу медленно плыли облака. Убелённый сединами старик сразу же производил впечатление человека исключительного, это был Верховный Старешина, наставник лысого юноша. Сейчас он смотрел вниз на округлого ван Бууле, который стоял на горной площадке. Услышав его крики, кустистые брови старика взлетели вверх, а потом он захохотал. «Неужто этот пухлый юнец не боится умереть от переедания?» С этими словами он указал рукой вниз. Глава 158. Как только Верховный Старешина указал рукой вниз, с кончика его пальца ударил какой-то странный дымчатый свет. Луч неописуемой скоростью пронзил пространство и достиг площадки. Не участники состязания, не зрители на острове Верхней Академии ничего не увидели. Среди людей на трибунах лишь двое заметили этот загадочный свет. Одним был генерал Джоу. Будучи одним из высших чинов вооружённых сил, он обладал невероятным уровнем культивации. Вторым – практик в красном халате из Дао Академии Эфира, а один из заместителей главы секты Дао Академии Эфира не мог не обладать серьёзной культивацией. Из всех присутствующих на турнире факультета боевых искусств только эти двое увидели промелькнувшую голубую вспышку, но даже они заметили её лишь краем глаза. Оба тотчас поменялись в лице и резко посмотрели в пустое небо у себя над головой, а потом перевели взгляд обратно на Ван Буэлэ. Цель голубого света. В следующую секунду на глазах двух зрителей в тело Ван Буэлэ проник свет. Как только свечение растворилось под кожей, Ван Буэлэ поёжился. Поглощающее семечко мгновенно превратилось в духовный корень длиной восемь цуней, словно почувствовав опасность. Даже часть его меридиана вскрыла себя. Голубое свечение изучило каждый уголок тела Ван Буэлэ, но ничего не обнаружило. Она не стала забирать духовную энергию, поглощённую Ван Буэлэ из духовной крови, вместо этого она устремилась к капле воды. Под его влиянием та слегка завибрировала, у Ван Буэлэ округлились глаза. У него в животе заурчало и забулькало. Когда к горлу подступил комок, он громко срыгнул, выплюнув лизорное оружие. Капля воды умчалась к лысому юноше и растворилась у него во лбу. Тот даже не заметил слюну и слизь из желудка Ван Буэлэ, позволив капли воды соединиться со своим телом. Всё это произошло за какие-то доли секунды. После этого голубое свечение покинуло тело Ван Буэлэ и растворилось в пустоте. «Что за дела?» возопил Ван Буэлэ. Его тело напоминало гигантский шар из плоти. Он даже не мог коснуться своего огромного живота, длины рук не хватало. Расстроенный и возмущённый тем фактом, что лысый юноша забрал у него каплю воды, он закричал. «Грабёж средь бела дня! Я проглотил каплю, но ты всё равно не постеснялся её забрать! На ней же моя слюна! Фу! Отвратительно!» Лысый юноша какое-то время растерянно стоял на месте, как вдруг ему в голову внезапно пришла одна мысль. Не обращая внимания на вопли Ван Буэлэ, он достал иллюзорное оружие для проверки. В следующую секунду его глаза расширились от удивления. «Ван Буэлэ, ты что, троглодит? Как иллюзорное оружие могло так сильно ослабнуть? Оно провело у тебя в животе всего ничего!» закричал лысый юноша на Ван Буэлэ. Проверка показала, что капля больше не лучилась светом, вернувшись из живота Ван Буэлэ, она лишилась былого блеска. Потускневшая капля перестала быть гладкой, сейчас она выглядела так, будто её разъела кислота. Лысый юноша незамедлительно убрал из неё все начертания, вот только это не помогло. Пребывание в животе Ван Буэлэ серьёзно её истощило. Пока Ван Буэлэ сердито буравил взглядом оппонента, он тоже подметил печальное состояние капли воды на его ладони. Ван Буэлэ несколько раз моргнул, нетрудно было догадаться, что он поглотил всё самое ценное и извернувшийся к лысому юноше капли воды. Если от капли презрительно воротит нос моё поглощающее семечко, какое же это сокровище? С губ Ван Буэлэ сорвался самодовольный смешок. По привычке он попытался сложить руки в замок у себя за спиной, но у него ничего не вышло. Его тело стало слишком массивным. Ван Буэлэ, я тебе это припомню! Запомни! Меня зовут Леучень! Объявил лысый юноша. Ему пришлось сделать несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Одарив Ван Буэлэ испепеляющим взглядом, он развернулся на пятках и пошёл прочь. Практик в пурпурных доспехах, ставший свидетелем их поединка, поспешил следом, правда несколько раз он всё же повернул голову, чтобы посмотреть на Ван Буэлэ. Случившееся произвело на него глубокое впечатление. В этой схватке Ван Буэлэ сумел потрясти его до самого основания. «Зачем представляться после поединка? Это глупо!» пробормотал себе под нос Ван Буэлэ, глядя в спину уходящему юноше. Ему показалось дурацким не только поведение противника, но и его имя. Он был просто обязан показать ему, как звучит по-настоящему хорошее имя. «Эй, бестолочь! Ты тоже запомни моё имя! Меня зовут Ван Буэлэ!» крикнул он ему вслед. Лео Чень запнулся, слова Ван Буэлэ вновь вывели его из себя. Ему потребовалось какое-то время, чтобы успокоиться, после чего он ушёл, так ни разу и не обернувшись. Ван Буэлэ тем временем начал что-то негромко насвистывать, но от одного прикосновения к животу на его лице появилась кислая мина. Его стройное тело и приятные черты лица, их потеря тяжело далась Ван Буэлэ. Лудзе Хао странно косился на него, ему с трудом удалось удержать себя от смеха, он не рискнул подойти к Ван Буэлэ, оставшись наблюдать за ним издали, инстинктивное желание сказать какую-нибудь колкость пришлось подавить в зародыше, он не хотел без особого повода портить отношения с Ван Буэлэ. В противном случае его опять будут называть с сыном. «Старший брат Ван, что будем делать дальше?» Негромко спросил он. Он назвал Ван Буэлэ старшим братом, вежливым тоном. У себя в голове он посчитал, что это не нарушило его принципов. По его мнению, он просто сделал небольшую уступку. Ему хотелось верить, что перед ним был его товарищ по учебе. «А мне почем знать?» С грустью бросил Ван Буэлэ. Путь на вершину был открыт, но у него начисто пропало желание подниматься туда в таком состоянии. В итоге он развернулся и побрел прочь, «Он даже забыл забрать у Лудзе Хау доспехи». «Эм, тогда я тоже пойду, старший брат Ван. Спасибо тебе за помощь!» Выпалил Лудзе Хау. С этими словами он пулей умчался по дороге, ведущей к вершине. Похоже, он не хотел возвращать Ван Буэлэ доспехи и летающие мечи мороза. Ван Буэлэ в скверном настроении направился к подножью горы. Издали он напоминал катящийся по тропинке шар. Вскоре он добрался до основания горы. К счастью, не успел он и слово сказать, как перед ним появилась перемещающая формация. Понурив голову, он растворился в свечении. Возник он на площади острова Верхней Академии. Когда он вышел из перемещающей формации, среди зрителей из различных павильонов тут же поднялась шумиха. Ван Буэлэ вернулся! Если бы Ван Буэлэ не расстроился из-за своей полноты, он бы не упустил такую отличную возможность понежиться в лучах славы. К тому же, сейчас было самое время для продажи от храмических артефактов. Но последние события испортили ему настроение. От одной мысли о фамильном древе, показанном отцом, у него на душе кошки скреблись. Ему начало казаться, что отошедшие на тот свет толстые праотцы сейчас приветственно ему махали. «За что? Я только немного ему помог! Я только хотел продать храмические артефакты!» Грустно бубнил себе под нос Ван Буэлэ. На летающем корабле он вернулся прямиком в пещеру Бессмертного, даже не посмотрев на зрителей на площади. Оставшиеся позади практики были не дураками и сразу все поняли. Никто из них не стал окликать Ван Буэлэ, не желая становиться целью его гнева. Летающий корабль был рассчитан на среднее телосложение, поэтому с растолстевшим пилотом судно то и дело клевало носом вниз, да и высоту было поддерживать непросто. Ван Буэлэ кое-как долетел до пещеры Бессмертного в павилоне тхармического оружия. У двери он раздраженно скривился, как оказалось, его тело с трудом пролезало в дверной проем. Спустя несколько попыток ему удалось протиснуться внутрь. Дома он расположился на бамбуковом коврике, только теперь его попа на нем не умещалась. У него на глазах навернулись слезы, он надел на голову тхармический артефакт Чен Юйтуна и за цверепым блеском в глазах привел его в действие. «Я ничего не ел десять лет!» дал установку Ван Буэлэ и весь подобрался в ожидании адских мук. Когда ничего не произошло, он ошеломленно снял тхармический артефакт и внимательно осмотрел его. Удостоверившись в его исправности, он опять надел шлем на голову. «Я поднялся на миллионы ступенек!» После этого из тхармического артефакта послышалось пиканье. Ван Буэлэ был готов к чудовищным мучениям, но и в этот раз его ждал сюрприз. После звукового сигнала тхармический артефакт, использованный им ранее для похудения, вновь не сработал. Похоже, его мозг уже привык к командам вроде «Я не ел десять лет» или «Я поднялся на миллионы ступенек». «Не может быть!» В голосе Ван Буэлэ отчетливо слышалось беспокойство. «Я провел в лавовой палате десять лет! Меня сотню раз ударили ножом! Я выжил, и теперь мне нужны питательные вещества, чтобы выжить! В меня ударила молния, и весь духовный жир растаял!» Ван Буэлэ попробовал несколько разных инструкций. Хармический артефакт продолжал бездействовать, от страха у него участилось дыхание, а ему в голову начали приходить более безумные идеи. Наконец он посмотрел на свой округлый живот, внезапно его посетило озарение. «Я... Я беременный! Мне нужно растопить духовный жир для получения питательных веществ!» Шлем у него на голове завибрировал, команда Ван Буэлэ наконец активировала его. «Я был беременным сто... Нет, тысячу раз!» Хармический артефакт угрожающе загудел, словно собирался взорваться, после этого он заработал с неописуемой силой. Не успел Ван Буэлэ издать победный клич, как у него потемнело в глазах, и он рухнул на пол без чувств. Глава 159. «Может, это почечный камень?» Голл работает храмического артефакта, был слышен на всю пещеру Бессмертного, шлем транслировал переданный приказ прямо ему в голову. Прослойка духовного жира в теле потерявшего сознание Ван Буэлэ заметно уменьшилась, его тело постепенно возвращалось к исходному состоянию. Однако процесс протекал невероятно быстро в сравнении с обычной скоростью похудения, из-за такой нагрузки Ван Буэлэ бился в конвульсиях. Зрелище не для слабонервных. Такое суровое отношение к себе и желание во что бы то ни стало похудеть вызывали уважение. Пока Ван Буэлэ лежал без сознания у себя в пещере, в запретной зоне на горной вершине павильона просветления Дао, куда нельзя было попасть без особого разрешения, у небольшого озера стоял деревянный дом. Неподалеку сидел седовласый старик, который недавно отправил Ван Буэлэ луч голубого света. Взгляд верховного старейшины был направлен на озеро, чьи воды показывали следующий этап состязания павильона боевых искусств, в котором Ван Буэлэ уже не участвовал. Казалось, будто состязание шло под водой. Пока старик наблюдал за поверхностью озера, издалек к нему приближался лысый юноша по имени Ли Учень. Выглядел он не лучшим образом, подойдя к старику, он сделал несколько глубоких вдохов, а потом поприветствовал его. «Наставник, как ты себя чувствуешь?» спросил старик, так и не подняв глаз от озерной поверхности. К этому моменту уже был определен сильнейший представитель каждой горы, начался второй этап соревнования. Ли Учень лишь ценой огромных усилий сумел сохранить самообладание, чтобы не вспылить, он сделал еще несколько успокаивающих вдохов. «У Ван Буэлэ начисто отсутствует понятие остыда», сквозь зубы процедил он. «Я просто хотел испытать его», а он проглотил мое иллюзорное оружие и выбрал в себя добрую половину его силы. «Наставник, мне кажется, он прожорливое чудовище в шкуре человека!» Голос Ли Учень сочился желчью, выражение лица старика изменилось, вспомнив об их схватке, он не удержался от смеха, а потом посмотрел на своего насупившегося ученика. «Учень, почему бы тебе не сделать Ван Буэлэ своим младшим братом?» с блеском в глазах предложил старик. «Кем?» Очевидно, Ли Учень не ждал такого предложения от наставника. Ему стало слегка не по себе. Сама идея того, что Ван Буэлэ может стать его младшим братом, казалась ужасной. Ли Учень занервничал. К сожалению, в такого рода ситуациях его наставника было практически невозможно переубедить. «Наставник!» С негодованием обратился он к старику. «Может, вы еще раз тщательно обдумаете? Боюсь, в будущем вы можете пожалеть об этом решении!» Несыводя глаз с поверхности озера, старик едва заметно улыбнулся. Однако блеск его глаз стал более заметным, тени улыбки еще долго не покидала его губ. Сообразив, что наставник уже принял решение, Ли Учень с грустью взглянул на каплю воды своего иллюзорного оружия. Вспомнив о том, что совсем недавно она была покрыта слюной Ван Буэлэ, он гневно сжал пальцы и шумом втянул в легкий воздух. Состязание павильона боевых искусств закончилось через три дня. Лу Цзэ Хао хорошо показал себя, но по результатам финального матча ему не удалось стать чемпионом первой ступени истинного дыхания, с другой стороны он попал в десятку лучших среди практиков с этой культивацией. Чемпионский титул забрал Джо и Фань. На третьем месте обосновался Чэнь Зэ Хэн, второе место ушло девушке по имени Ухуэй. Она была не такой известной, как остальные, ее помощником на турнире выступила Джао Ямен. С ее помощью Ухуэнь добралась до вершины горы. К тому же ее усиливала магическая формация Джао Ямен, в результате она стала чем-то вроде темной лошадки турнира. На этом состязание павильона боевых искусств подошло к концу, представители армии и аппарата федерации отправились обратный путь. Десятка лучших с первой по пятую ступень истинного дыхания прославились на всю верхнюю академию. После прошлых турниров практики поддержки из других павильонов получали свою долю славы, но главный фокус всегда был на победителях. Все потому, что организатором турнира выступал павильон боевых искусств. В этом году все изменилось. Всему виной был Ван Буэлэ. Его рекламную кампанию, сопровождаемую фейерверками, схватку с Лиучением и прорыв после того, как он проглотил каплю воды, в результате чего превратился в толстяка, еще долго обсуждали на острове Верхней Академии. В разговорах учеников неоднократно всплывало его имя, его персона интересовала людей даже больше, чем фавориты из павильона боевых искусств. Своим выступлением он сумел затмить их, даже победители состязания поначалу не поверили своим ушам, когда им рассказали об ископадах Ван Буэлэ. Самый обсуждаемый человек на острове тем временем неподвижно лежал в своей пещере бессмертного, не подозревая о своей новообретенной известности. Изредка по его телу проходила судорога, одновременно с этим из толстяка он постепенно превращался в прежнего себя. На закате второго дня тело Ван Буэлэ сотрясло особо сильное судорога, вырвав его из забытия. Он медленно открыл глаза и оцепенело уставился в потолок. Когда туман в голове рассеялся, он с глубоким вдохом сел и критически осмотрел себя. Уменьшившаяся область живота и адекватные пропорции тела привели Ван Буэлэ в такой восторг, что он незамедлительно заглянул в зеркальце. Увидев привычное отражение, он во все горло расхохотался. «Удалось! Надо похудеть! Расплюнуть!» Не прекращая смеяться, Ван Буэлэ подошел к большому зеркалу. Чем больше он перед ним крутился, тем лучше становилось его настроение. «Я все еще худой, красавчик!» От радости Ван Буэлэ похлопал себя по животу. Довольный вздох застрял у него в горле, после хлопка он с подозрением посмотрел на свой живот. «Это еще что у меня на животе?» Ван Буэлэ осторожно ощупал себя, после этого его счастливая улыбка резко погасла. «Что это за круглая штука?» У Ван Буэлэ округлились глаза, дыхание перехватило, в голове сразу же прозвучали последние сказанные им слова перед тем, как он потерял сознание. «Нет, не может быть!» От этой мысли Ван Буэлэ в страхе поежился. Более тщательный осмотр развеял его страхи, хоть он и смог с обличением выдохнуть, находка надолго выбила его из колеи. Над поглощающим семечком в дань тяне находился кристалл размером с кулак. Выглядел он как духовный камень, только кроваво-красного цвета. Внутри была заключена невероятная духовная энергия. Немного его пощупав, Ван Буэлэ тяжело вздохнул. И инстинкты подсказывали, этот кристалл был чем-то вроде бомбы. Стоит ему разбиться, как в него хлынет чудовищный объем духовной энергии. В результате такого выброса его просто разорвет на куски. Что это? Может, это почечный камень? Камень в почках, созданный из высококонцентрированной духовной энергии? Это предположение не прибавило Ван Буэлла спокойствия. Дальнейший анализ позволил ему сделать еще одно открытие. Из тела исчезло 90% духовного жира, однако культивация поднялась недостаточно высоко. Прибавив к этому последнюю команду, которую он дал шлему перед тем, как отключиться, он наконец понял природу загадочного кристалла. Я внушил мозгу, что забеременел. Высвобожденная из растопленного жира духовная энергия сгустилась в эту штуковину. С надкой восхищения пробормотал Ван Буэлла и кисло улыбнулся. Он заметил, что меридианы духовной энергии больше не носили в себе духовные нити. Теперь множество нитей соединились в маленький ручей, текущий через меридианы, из-за этого его тело стало заметно сильнее, чем раньше. Вторая ступень истинного дыхания! Возросшая культивация стала бальзамом на ноющем сердце Ван Буэлла. С первого взгляда была видна необычайная сила этого кристалла. Постепенное поглощение кристалла будет сравнимо с действием пилюль, что в свою очередь увеличит скорость роста его культивации. Обрадованный перспективами, с активацией культивации духовного ручейка, текущего по меридианам, красный камень начал испускать духовную энергию. Она растворялась в духовном ручейке, стимулируя культивацию Ван Буэлла. Вот так повезло! Пещера Бессмертного в очередной раз затопила хохот Ван Буэлла. Уверившись в том, что культивация достигла второй ступени истинного дыхания, он с огоньком в глазах сконцентрировал духовную энергию тела у себя на ладони, а потом выполнил магический пост техники эфирного облака. Стоило ему поднять руку и рожить пальцы, как с треском появился шар пламени размером с кулак. Мне больше не нужны бумажные талисманы! Взмахом рукава Ван Буэлла развеял пламя, следующим он сотворил клинок ветра. Успех вдохновил Ван Буэлла еще на несколько испытаний. Как выяснилось, такая активность быстро истощила духовную энергию в меридианах, внушительный расход вынудил Ван Буэлла прекратить эксперименты. Медитация восстановила уровень духовной энергии до прежнего уровня, когда он открыл глаза, они восторженно блестели. Глава 160 Облачный палец Около 30 раз и духовная энергия заканчивается. Чтобы восстановиться, нужно минут пять помедитировать. Ван Буэлла был крайне доволен. Из рассказов практика второй ступени истинного дыхания, которые были опубликованы в сети, он знал, что люди с такой культивацией могли использовать заклинания в лучшем случае раз десять. Никто не мог сотворить более двадцати заклинаний, однако его пределом было 30 заклинаний, да и время его восстановления было значительно короче, чем у остальных. Это показывало его силу. Множественные трансформации моего духовного корня это очень сильная способность. Радостно подумал Ван Буэлла. К этому моменту его духовная энергия полностью восстановилась, он вспомнил об облачном пальце, заклинании второго уровня техники эфирного облака. Это было фирменное заклинание учеников Дау Академии Эфира. Техника обладала высокой ударной силой, однако ее не могли использовать практики первой ступени истинного дыхания, заклитье становилось доступным только на второй ступени. Эта мысль приятно согрела душу Ван Буэлла, сделав глубокий вдох, он достал нефритовую табличку, где описывалась техника эфирного облака. После ее изучения он медленно поднял руку и перенаправил поток духовной энергии и тело согласно описанному в технике методу. Спустя какое-то время из указательного пальца выплыло прядь тумана. Серый туман выглядел довольно заурядно, вот только он не рассеивался, как обычный туман. Вместо этого он сконцентрировался вокруг пальца Ван Буэлла, а потом оплел его, словно небольшая серая змея. Облачный палец может бесследно исчезнуть и растаять, в то же время его можно распылить, как облако, чтобы остановить врагов и даже выстрелить им. С ростом культивации будет возрастать летальность техники. Пробормотал Ван Буэлла. Это было перефразированное описание облачного пальца из нефритовой таблички. Вид туманной пряди вокруг пальца не давал намеков относительно текущей силы этой способности, поэтому он поднял руку повыше и взмахнул кистью. Туманная прядь, обвивавшая палец под влиянием духовного импульса, умчалась вперед и растаяла, отчего было очень трудно проследить ее траекторию. В следующий миг она достигла стены, вместо громкого взрыва Ван Буэлла услышал лишь хлопок, но от увиденного у него округлились глаза, а во рту пересохло. В месте попадания образовалась небольшая дыра. Выстрел не пробил стену до соседней пещеры бессмертного, но отверстие было довольно глубоким. Визуальный осмотр показал, что ее глубина составляла более 30 сантиметров. Важно понять, что это была непростая стена, ее усиливала магическая формация, и все же облачный палец пробил в ней глубокое отверстие, одно это показывало всю неординарность этой техники. Ван Буэлла устало вздохнул. После этого эксперимента он почувствовал слабость. Из меридианов пропало более 60% духовной энергии. Насколько могу судить, другие практики второй ступени истинного дыхания могут использовать эту технику всего один раз. Во мне хватит пороху на два выстрела. Какая прожорливая техника! Ван Буэлла мысленно окрестил облачный палец своим козырем. Меряя шагами комнату, он чувствовал необычную легкость. К его удивлению он стал намного сильнее. После нескольких пробных ударов он решил проверить свою скорость, но в следующее мгновение чуть не налетел на стену. Ван Буэлла резко стормозил и уперся руками в стену, чтобы не разбиться. Раздался громкий треск, словно в стену ударили с огромной силой. Ван Буэлла попятился, ошеломленно, глядя на свои руки. Моя сила возросла! Что-то не помню, чтобы кто-то писал в сети про усиление физических способностей после прорыва культивации. В моем случае силы и скорость увеличились вдвое. А может даже больше? Такой странный феномен продиктован наличием у меня поглощающего семечка и 100% духовных меридианов? Чувство превосходства над сверстниками слегка пьянило. Однако больше он не стал думать об этом, от дальнейших экспериментов его оторвала вибрация кольца передатчика. Ван Буэлла с удивлением обнаружил в нем несколько сотен голосовых сообщений, скопившихся за то время, что он провел в отключке. После пробуждения его внимание отвлекла аномалия в животе, поэтому он не заметил их. Сообщения сразу напомнили о желающих купить хромические артефакты, и он радостно рассмеялся. За исключением сообщений от его хороших друзей, остальные были заполненными формами для заказа артефактов от незнакомых ему учеников. По мере перелистывания сообщений в глазах Ван Буэлла разгоралось пламя. Я сорвал куш! Большинство хотят купить бусины золотого колокола и заткнись! Остальные пользуются не таким спросом, как оказалось очень важно грамотно определить фокус рекламной кампании. В ходе изучения заказов Ван Буэлла натолкнулся на нечто весьма озадачивающее. Кто-то хочет купить деревянные цилиндры с фейерверками? На кой черт они им сдались? Чтобы признаться кому-то в любви? Закрыв последнее сообщение, сбитый с толка Ван Буэллы почесал затылок. Кто бы мог подумать, что фейерверки уступят по популярности только бусинам барьеру золотого колокола и заткнись. Похоже, мой бренд уже заработал определенную популярность и теперь набирает обороты. Радостно подумал он. В любом случае, мне нужно время, чтобы стабилизировать культивацию, к тому же не помешает поместить над хромические артефакты метку, дабы предотвратить появление подделок. Ван Буэллы досталось бездонного браслета и сумки все имеющиеся у него артефакты. После подсчета оказалось, что их количество даже близко не покрывало спрос. Но поводов для паники не было, немного подумав, он решил выразить слово «радость» на всех своих артефактах. Иероглиф «Лэ» используется в имени Бауэллы и переводится как «радость». Меня зовут Ван Буэллы, так и разобью свои творения на три группы. На этих будет стоять иероглиф «радость», на переплавленных мною духовных сокровищах я буду вырезать слово «сокровище». Иероглиф «Бау» используется в имени Бауэллы и переводится как «сокровище». Наконец, если я смогу создать хармическое оружие, на нём будет стоять метка «король». Фамилия Ван переводится как «король-князь». Надеюсь, когда-нибудь наступит день и я смогу переплавить божественное оружие, только оно будет достойно носить на себя моё полное имя. К сожалению, рядом не оказалось никого, кто бы мог зааплодировать после такой пафосной речи, это напомнило ему о Людоубине. Людоубине надо как следует попадеть, чтобы перевестись сюда. Мне не хватает людей вроде него. С тоскливым вздохом Ван Буэллы вырезал слово радость на всех хармических артефактах, после чего связался с Департаментом Академии, ответственным за Духовный Интранет, он собирался послать артефакты туда, чтобы покупатели могли забрать их. На острове Верхней Академии сделки чаще всего совершались таким способом. Хоть Департамент Духовного Интранета брал комиссию, их посредничество освобождало производителей товаров от встреч с покупателями и подтверждение подлинности хармических артефактов. Их помощь помогала избежать огромного числа проблем. Вдобавок, они разрешали продавать артефакт анонимно, этот Департамент уже много лет оберегал приватность своих клиентов. Через несколько дней подошла к концу первая партия артефактов, приток духовных камней позволил Ван Болу начать переплавку второй партии. За следующие две недели он разобрался со всеми заказами, от одного вида кучи заработанных духовных камней у него маслянисто блестели глаза. «Этот способ заработка быстрее переплавки радужных духовных камней, к тому же так я меньше устаю», радостно заметил Ван Болу. Духовные камни пошли на покупку материалов для переплавки артефактов. В наставлении павильона от хромического оружия он нашел самые сложные заступных артефактов и засел за их переплавку. Попутно он разбирался в деталях изготовления совершенного от хромического оружия второго ранга. Новая партия состояла из бусин, печати и церемониальных метелочек, веревок, цветков лотоса, платформ и других предметов. Он мог переплавлять совершенные от хромического артефакта второго ранга, но процент брака был весьма значительным, поэтому ему еще предстояло многому научиться. С необходимым количеством материалов он закрылся от посторонних и с головой ушел в переплавку. В ходе работы Ван Була заметил, что во время вырезания начертаний или создания духовных заготовок он теперь действовал намного увереннее и точнее. Ван мог с первого взгляда почувствовать внутреннюю структуру лежащей перед ним духовной заготовки, к тому же во время вырезания начертаний он теперь учитывал внутреннюю часть заготовки. Некоторые начертания это моего начертания стали более универсальными и гибкими. Расширенный выбор качественно поднял результаты переплавки дхромических артефактов. Особой разницы в материалах или самом процессе переплавки не было, тем не менее фазу духовных заготовок он довел практически до совершенства. Словно на монолитный фундамент был положен второй не менее устойчивый слой, отчего вся конструкция стала только крепче. В результате шанс провала в ходе стадии ковки материалов и переплавки заметно снизился, а шанс создать совершенный артефакт значительно возрос. Все благодаря просветлению из капли воды. С довольной улыбкой подумал Ван Буоле. До переплавки духовного сокровища третьего ранга осталось еще чуть-чуть, а там, глядишь, и меня повысят до мастера оружия. Воодушевленный успехом Ван Буоле совершенствовал свои навыки переплавки артефактов, так незаметно подошел к концу месяц. Шумиха после турнира павильона боевых искусств наконец улеглась, Ван Буоле к этому времени закончил работу над совершенными тхромическими артефактами второго ранга. Осмотрев разложенные предметы, которые время от времени красиво вспыхивали, Ван Буоле поднялся и рассмеялся. Отныне он мог переплавить любой совершенный тхромический артефакт второго ранга из списка павильона со стопроцентным шансом. Это казалось и самых сложных артефактов этой части перечня. Во всем павильоне мало кто мог похвастаться подобным достижением, даже среди мастеров оружия, которые могли создавать духовные сокровища, считанные единицы были способны на такое. Теперь я могу взяться за духовные сокровища? От этой мысли Ван Буоле тяжело сдышал. Для него духовное оружие всегда представляло собой предметы неизмеримой силы, выходящие за рамки возможностей тхромических артефактов. Если тхромические артефакты были железом, то духовные сокровища уже считались сталью. Глава 161 Оружейный песок Эта мысль подействовала на Ван Буоле воодушевляюще. Он быстро достал нефритовую табличку с техникой бесконечной трансформации оружия. После ее изучения он извлек из браслета необходимые материалы и попытался впервые в жизни переплавить духовные сокровища. Надо начать с того, что полегче! Глаза Ван Буоле загорелись от предвкушения. В наставлении павильона тхармического оружия он нашел артефакт с довольно странным названием Сикач Росы. По меркам духовных сокровищ третьего ранга его было довольно просто переплавить. Для его создания требовалось сто тысяч начертаний. Требования по начертаниям на какое-то время лишили Ван Буоле дара речи. Когда он слегка пришел в себя, то все равно решил попытаться. Спустя пять дней Ван Буоле устал вздохнул. Он был вынужден прекратить бесплотные попытки. Для изготовления заготовок духовных сокровищ обычно требовалось по меньшей мере сто духовных камней. Такое их количество обязывало знать практически все возможные вариации с курс начертаний. Это было непросто даже для Ван Буоле. Одна ошибка могла привести к коллапсу духовных камней и провалу всей переплавки. Изучив схему, он осознал, что вторая стадия переплавки была заметно сложнее, чем в случае изготовления тхармических артефактов. Более того, Ван Буоле не покидало странное ощущение, что, видимо, схожесть начертаний в тхармических артефактах и духовных сокровищах была обманчивой. К сожалению, он не мог понять, как имена они отличались. Это будет мне уроком? Знаний о тхармическом оружии слишком много. Надо продолжить учиться и практиковаться. Ван Буоле сделал глубокий вдох, дело было не в отсутствии у него навыков, просто он не полностью освоил знания о тхармическом оружии, доступные на острове Верхней Академии. С тех пор он с завидной регулярностью начал посещать лекции по технике бесконечной трансформации оружия, проводимые павильоном. После них он отправлялся в сеть, чтобы найти видео по этой теме, время от времени он обращался за советом к Чен Юитону. Он как губка впитывал знания о тхармическом оружии, не забывая изучать схему духовных сокровищ третьего ранга. Шло время, с каждым днём Ван Буоле всё лучше понимал разницу между тхармическими артефактами и духовными сокровищами. Электоры и Чен Юитон говорят, что ключевой элемент переплавки духовных сокровищ это температура и изменение начертаний. Подробности мне предстоит выяснить и понять самостоятельно. При работе с тхармическим оружием человеку нужно обладать хорошей интуицией и природным талантом. Большинство объясняемых остальными принципов это всего лишь базовые знания. Постигнув всё самостоятельно, я смогу овладеть этим навыком. После неудачной попытки до Ван Буоле дошло, что даже со знанием общих принципов переплавка оказалась практически неуполнимой из-за недостаточного понимания процесса. Это немного его беспокоило, но он знал, в таких делах спешка только вредила. Если его ещё раз не посетит озарение, то ему оставалось только постепенно накапливать знания и ждать, когда усердная работа даст свои плоды. При условии, что обстоятельства сложатся как надо. Мысленно он перенёс переплавку духовных сокровищ третьего ранга из краткосрочных сдач в среднесрочную или даже долгосрочную цель. Нельзя терять время даром! Может начать переплавку по схеме, которую я получил от лапули? Ван Буоле сделал глубокий вдох. Чем дальше, тем сложнее будет создавать дхармическое оружие. Вместо того, чтобы потерять надёжду, он ещё больше преисполнился энтузиазмом. С тех пор он занимался, изучая схему духовных сокровищ и пытался переплавить ножны. Поскольку Ван Буоле мог переплавить любой совершенный дхармический артефакт второго ранга, ранее испытываемые трудности при создании ножен, будь то получение духовных камней в форме меча или вырезание крайне комплексных начертаний на будущей заготовке, больше не вызывали у него проблем. Первое время все его попытки заканчивались провалом, пока он, наконец, не переплавил духовную заготовку ножен десять дней спустя. К тому же, в плане качества её можно было считать совершенной. Галяя на духовную заготовку ножен, в которой переливался свет, Ван Буоле позволил себе улыбнуться. Схему ножен он получил довольно давно, но только сегодня успешно завершил первую фазу. Переплавка ножен по сложности не уступает созданию духовных сокровищ. Со вздохом Ван Буоле сел на место. Следующая стадия состояла из соединения духовной заготовки с различными материалами. Впоследствии из этого будет переплавлен артефакт. Ван Буоле отдавал себе отчёт в том, что этот сложный шаг надо было так или иначе преодолеть. В противном случае можно было не надеяться на успех стадии ковки материалов. Нужно сто песчинок оружейного песка! Пробормотал Ван Буоле. После изучения схемы он пытался найти песок в духовном интернете. Он не упоминался в сети и не значился в списке материалов павильон надхромического оружия. Ван Буоле даже спросил о нём у Сэхайяна, но тот никогда не слышал о таком песке. Тогда-то Ван Буоле сообразил, что оружейный песок Федерации ещё не открыли. Единственный способ получить его — спросить Лапулю. С подушкой иллюзии в руках он погрузился в сон, чтобы задать несколько вопросов. В этот раз Лапуле в чёрной маске не стала водить Ван Буоле за нос. Она знала, что он рано или поздно придёт к ней за советом, поэтому без препирательства ответила на его вопросы. Взглянув на решение, Ван Буоле с подозрением спросил — Формула оружейного песка? Выходит, оружейный песок не материал от хромический артефакт? Ван Буоле критически пробежался глазами по тексту, постепенно его растерянность уступила место удивлению. Оружейный песок являлся материалом, вот только для его получения требовалась переплавка. Материалы было несложно достать. Главный же компонент он мог создать сам, им были радужные духовные камни. Почему у меня такое чувство, будто эта формула специально подогнана под меня? Высказал свои подозрения Ван Буоле, подозрительно покосившись на маску. После этого он несколько раз перечитал формулу оружейного песка. Судя по методу его получения, оружейный песок являлся особенным духовным материалом, успешно переплавленный песок обладал разными магическими свойствами. Он раскрывал весь потенциал от хромического артефакта, по сути с его помощью можно было превратить полный мусор в нечто волшебное. При его использовании можно было окончательно испортить артефакт, к тому же во время слияния песка и предмета был необходим выверенный контроль. Для переплавки песка материалы сперва расплавлялись до жидкого состояния, сразу после этого туда опускались радужные духовные камни, как только в них впитывались расплавленные материалы, камни следовало остудить. Следующий шаг вырезать на камнях уникальные начертания согласно формуле. Таких начертаний Ван Буоле никогда раньше не видел. В формуле упоминалось, что в результате нанесения начертаний духовные камни уменьшат до размера песчинок, так создавался оружейный песок. Хотя у него еще оставались некоторые сомнения, немного подумав, Ван Буоле решил попробовать. Покинув иллюзорный мир, он закупил большое количество материалов для производства оружейного песка. Если не считать стоимости процедуры, переплавка песка не вызвала у Ван Буоле особых проблем. Расплавление и нанесение начертаний прошли без происшествий. Вскоре он успешно изготовил первую крупинку оружейного песка. Ван Буоле долгое время разглядывал черную песчинку у себя на ладони. Как ни посмотри, выглядела она довольно непримечательно. Посторонний человек принял бы ее за обычную песчинку. Эта штука действительно такая особенная? Невольно задался вопросом Ван Буоле. В итоге он решил переплавить еще оружейного песка. По завершению сотой песчинки Ван Буоле был шокирован стоимостью материалов, которые ушли на получившийся оружейный песок. Им использовались радужные духовные камни. Если бы песок понадобился кому-то другому, кто не мог переплавлять такие камни, стоимость каждой песчинки была бы просто заоблачной. Хотя Ван Буоле в этом вопросе ни от кого не зависел, переплавка камней и песка съела все его свободное время. Но другие занятия у него просто не осталось времени. Сотни радужных духовных камней. Надеюсь, песок и вправду обладает магическими свойствами. Его глаза заблестели, он достал духовную заготовку ножен и начал соединять ее с материалами согласно схеме. По мере соединения в плавильной печи Ван Буоле постепенно формировали синие ножны. Исходящее от них давление во много раз превосходило то, что испускали дхармические артефакты первого ранга. Ощутив его, у Ван Буоле загорелись глаза. Они еще даже не готовы, но их духовная сила уже настолько высока! Сгорая от предвкушения, Ван Буоле соединил с заготовкой оставшиеся материалы, исключением стал оружейный песок. Вскоре ножны окончательно сформировались, взмахом руки он отправил в них сто черных песчинок. В попытке соединиться с ножнами оружейный песок растаял и растекся по ним сетью черных линий. Ван Буоле затаил дыхание. Дав волю своей культивации, он рассеял свою духовную энергию, его разум и тело были сосредоточены на процессе переплавки. Под его управлением черные линии оружейного песка понемногу начали сливаться с ножнами, процедура шла очень медленно, но Ван Буоле не позволял себе отвлекаться. Незаметно пролетели шесть часов. На лбу Ван Буоле поблескивали бусины пота, терпение и усидчивость дали свои плоды, черные линии оружейного песка полностью соединились с ножнами. Если присмотреться, они прошли сквозь материалы, выступавших внешней оболочкой ножен и достигли духовной заготовки. Когда они ее коснулись, вырезанные на заготовки начертания ярко засияли, словно это их оживило, после чего они пришли в движение без какого-либо участия со стороны Ван Буоле. Они ринулись вперед, словно хотели коснуться сотни черных линий. Завязалась борьба, они пожирали и соединялись друг с другом. «Что происходит?» — воскрикнула столбеневший Ван Буоле. От творящегося у него на глазах Ван Буоле слегка вздресло. Без его контроля сто черных линий с громким треском разбились, после чего ножны развалились на части. Подскочив на ноги, Ван Буоле протер глаза. Ему пришлось несколько раз прокрутить в голове увиденное, чтобы убедиться, что ему не показалось. Его дыхание стало тяжелым, в глазах стояло изумление. Способы вправду рабочей! На волне воодушевления он засел за повторную переплавку духовной заготовки ножен и оружейного песка. Спустя 10 дней, проведенные без сна и отдыха, он закончил подготовку материалов. Теперь он вновь был готов попробовать переплавить ножны, как и в прошлый раз он поместил оружейный песок на еще не готовые ножны, Ван Буоле был предельно сконцентрирован. На сей раз все его ментальные силы были направлены на переплавку, когда начертания снова ожили и начали бороться за право соединиться с черными линиями, он не потерял концентрации, хотя происходящее все равно казалось ему диким. Он наблюдал, как начертания поглощают и соединяются друг с другом, в итоге появилось то начертаний, которые Ван Буоле видел впервые в жизни. Они накинулись на черные линии и вобрали их в себя, в следующий миг ножны ослепительно засияли, плавильная печь, в которой шла переплавка задрожала, Ван Буоле опасливо отошел на пару шагов, а потом поднял руку и поманил пальцами. В следующий миг ему в глаза ударила вспышка синего света, вылетевшие из плавильной печи ножны зависли перед Ван Буоле. От подрагивающих ножны сходило давление, которое не только превосходило давление артефактов первого ранга, но и в определенной степени стояло в одном ряду с совершенными артефактами второго. Глава 162 «Придержаться своих взглядов несмотря ни на что» Ван Буоле возбужденно задышал логолигно парящие перед ним ножны. «Такое давление – это точно отхромический артефакт первого ранга!» Невольно вырвалось у него. После внимательного осмотра ножен у него расширились глаза, подтвердив принадлежность предмета первому рангу, у него в сердце поднялась волна неконтролируемого восторга. «Невероятное давление! Это всего лишь первый ранг! Каким же могущественным оно будет на втором ранге?» Воскликнул Ван Буоле. От одной мысли об этом у него мурашки побежали по коже. Ему потребовалось какое-то время, чтобы немного успокоиться. Внезапно его глаза странно заблестели. Ван Буоле вспомнил о словах Лапули о том, что по достижении максимального ранга ножны смогут притянуть мяч из позеленевшей бронзы. Тогда её слова показались приукрашенным преувеличением, хотя всегда оставался шанс, что это было правдой. За размышлениями об этом Ван Буоле ждал, пока ножны остудятся. Наконец он с огоньком в глазах смог взять их. Сперва он решил испытать их в деле, послав в них свою духовную энергию. Ножны только засияли, ничего не произошло. Ван Буоле тупо уставился на пустые ножны, которые всё ещё излучали духовную энергию. Проверка внутренней части ножен показала, что начертания на духовной заготовке изменились. Вместо сотни начертаний их стало слишком много, чтобы сосчитать, причём их расположение создавало впечатление, будто в них было что-то зашифровано. Даже такой знаток, как Ван Буоле после длительного изучения начертаний понял лишь их поверхностный смысл. Посторонний, не имевший представления об этих начертаниях, вряд ли вообще смог бы их понять. Хм, метаморфоза начертаний? Разве Лапуле не говорило, что в ножнах появится духовная игла из цемеча? После этих слов Ван Буоле тяжело вздохнул. С некоторым скепсисом Ван Буоле ещё раз отправил поток духовной энергии в ножны и прочертил имя дугу перед собой. Ножны никак не отреагировали. «Меня что, надули?» В голосе Ван Буоле слышались нотки гнева. Не желая признавать поражение, он ещё раз проверил исходящие из ножен давления, их действительно окружало удивительные силы давления. Это окончательно сбило Ван Буоле с толку. Держа ножны, словно кинжал, он ударил имя в стену. В результате стена немного потрескалась, больше ничего не произошло. Ван Буоле ошеломлённо застыл, а потом импульсивно достал подушку иллюзий, чтобы получить чёткий ответ от Лапули. Уже с подушкой в руках Ван Буоле застыл. Эксцентричный характер Лапули в маске заставил его пересмотреть наскоро сработанный план. Немного подумав, он вышел из пещеры бессмертного, на рынке он купил букет цветов и уже с ними отправился в мир иллюзий. Достав маску, он нежно на неё посмотрел, после чего положил на землю. Лапуля, зашёл тут тебя проведать. Майс от безделия я сегодня решил прогуляться. Проходя мимо утёса, я увидел эти цветы, они сразу напомнили мне о тебе. С этими словами он вытащил букет и осторожно положил их под лимаски. Пурпурные цветы хорошо сочетались с чёрной маской. Ветер мира иллюзий поигрывал лепестками, то и дело унося один из них вдаль. Лапуля, эти цветы росли на утёсе совсем одни, в чём-то они напомнили мне тебя. Знаю, тебе одиноко. Я не могу часто навещать тебя, поэтому надеюсь, что эти цветы скрасят твоё одиночество вместо меня. Неграмко сказал Ван Бууэлэ. Он внимательно следил за маской. Не увидев каких-либо изменений, он разочарованно подумал. Похоже, Лапуля не вчера родилась. Как же сложно ей угодить. Тяжело про себя вздохнув, он сухо покашлял. Ах да, Лапуля, я тут кое-что вспомнил. Я уже переплавил ножны, как ты мне велела. Одна проблема, как ими пользоваться. Я несколько раз попробовал, всё без толку. В этот самый момент в букет ударил особо сильный порыв ветра, грозясь унести их в холодные пустоши. Как вдруг из маски появилась невидимая рука, которая осторожно взяла пролетевший мимо цветок. Пурпурный листок завис прямо в воздухе. Затаив дыхание, Ван Бууэлэ сощурился. У него на глазах парящий в воздухе цветок взлетел немного выше, словно некто невидимый поднёс его к носу, дабы вдохнуть аромат. Ван Буэлэ был готов поклясться, что в этот момент увидел нечёткий женский силуэт над маской, её нежные руки осторожно держали цветок. Длинные волосы едва заметно колыхались на ветру, ему не удалось разглядеть лицо, однако он заметил, что она носила старинный придворный наряд. Она создавала впечатление холодной неприступной женщины. Спасибо. Из чёрной маски раздался холодный спокойный голос. У Ван Буэлэ чуть сердце из груди не выпрыгнуло. От неожиданности он отскочил назад, словно испуганная лань. Немного придя в себе, он выпалил. Лапуля, у тебя такой приятный голос. Чёрная маска какое-то время хранила молчание, наконец из неё вновь раздался голос, этот раз он был не таким холодным и безэмоциональным. Ножны – это эволюционный дхармический артефакт. Только после переплавки до третьего ранга ты сможешь упускать из них духовные иглы из цемеча. Позволь научить тебе, как соединить ножны с телом для его последующей подпитки. Ты станешь единым с оружием и сможешь управлять им одной силой мысли. Вдобавок, во время этого периода культивации оно будет служить твоим имманентным дхармическим сокровищем. В будущем свойства ножен и их облик претерпят изменения, дабы соответствовать твоим характеру и душе. Я расскажу, как переплавить их до третьего ранга. Запомни, тебе нужно сделать это как можно скорее. По мере рассказа Лапуле радостный блеск в глазах Ван Булэ становился ярче. Их самый длинный разговор. К тому же ее голос больше не звучал так холодно, как в начале. Ван Булэ с радостью осознал, что не ошибся с подарком. Мысленно он пожирил себя, что не догадался об этом раньше. Этот случай показал, что ему еще предстояло многому научиться. Ммм, в будущем надо не забывать задабривать ее. Убрать скованность из нашего общения очень важно поладить с ней. Ван Булэ тщательно запомнил инструкции Лапули о том, как сделать ножны своим имманентным дхармическим артефактом и как переплавить их до третьего ранга. Только после этого он собрался в реальный мир. Когда он уже хотел забрать маску и покинуть мир иллюзий, вныв раздался холодный голос Лапули. «Я хочу остаться здесь». «А?» Ван Булэ растерялся, но в итоге решил покинуть мир иллюзий один. Перед уходом он обернулся и посмотрел на маску и поречь на дне цветок. Казалось, она любовалась им и вдыхала его тонкий аромат. Поранзительный образ одинокой женщины с цветком отпечатался в сердце Ван Булэ. Он вернулся в реальность, так ничего и не сказав. Открыв глаза, он обнаружил исчезновение маски, осталось только подушка иллюзий, которую он осторожно убрал и с тяжелым вздохом сел в позу лотоса. Ван Булэ попытался соединить ножны с телом для последующей культивации согласно инструкциям Лапули. Новая техника оказалась очень простой. Процедура слияния прошла без осложнений, пару секунд спустя ножны переместились внутрь его тела. Схема переплавки ножен до второго ранга включала в себя более ценные материалы, к тому же требования к их количеству возросли десятикратно. Теперь ему было нужно не сто песчинок оружейного песка, а целое тысяча. Причем это было не так страшно, как требования к переплавке ножны для третьего ранга. Для переплавки необходимо было собрать огромное количество материалов, в особенности оружейного песка. Десять тысяч песчинок. Такое число, даже с учетом того, что Ван Булэ мог переплавлять радужные духовные камни самостоятельно, все равно кого угодно могло лишить дара речи. Ван Булэ мысленно попытался рационализировать это. Главным аргументом в пользу дальнейшей переплавки ножен стал их невообразимый потенциал. Стиснув зубы, Ван взялся за переплавку оружейного песка. В один момент его внезапно посетила интересная идея. Хм, оружейный песок может раскрыть потенциал ножен и заставить начерта не эволюционировать. Раз так, может я смогу использовать его на других хромических артефактах? Эта мысль была весьма волнующей. Потенциальная сила ножен упирается в их низкий ранг. Переплавленные ножны до сих пор не продемонстрировали каких-то особых свойств. Сделав глубокий вдох, Ван Булэ продолжил мысль. С другой стороны, мои несравненные хромические артефакты второго ранга обладают внушительной силой. Если я смогу раскрыть весь их потенциал и спровоцировать эволюцию начертаний, то серьезно подниму свою боевую мощь, верно? Строя у себя в голове грандиозные планы, он решил провести небольшое испытание, дабы проверить свою идею. Правда, вместо по-настоящему ценных предметов он достал из бездонной сумки несколько менее удачных хромических артефактов второго ранга, которые ему не удалось продать. С ними в руках он побежал к плавильной печи, где незамедлительно начал переплавку. Если не сработает, ничего страшного, но если идея выгорит, тогда мои хромические артефакты будут обладать невообразимой мощью. Одна загвоздка, эволюция слишком непредсказуемая. Даже я не знаю, что произойдет с эволюционировавшими хромическими артефактами. Глаза ван Буэлэ светились неуемным желанием. Может получится что-то вроде зачаточного божественного оружия? Глава 163 Побочная ветвь кармических артефактов Мечты прекрасны, но зачастую реальность жестока. Первым в плавильную печь отправился небольшой щит. Произведя в уме необходимые расчеты, ван Буэлэ поместил в печь требуемое количество оружейного песка. Как только произошло слияние, маленький щит завибрировал и лишился всей духовной силы. Ван Буэлэ хмуро осмотрел его, как оказалось все начертания на духовной заготовке были уничтожены. На неё следовало заново нанести начертания и отделить от заготовки материалы, по сути щит пришёл в негодность. Ван Буэлэ вздохнул и достал новый артефакт, следующие полчаса всё шло как по маслу, как вдруг второй хромический артефакт с громким треском раскололся. Ван Буэлэ вздрогнул и достал артефакт из печи, духовная салзатылок. Его взгляд упал на внушительную кучу артефактов, которые ему не удалось продать. Ненадолго задумавшись, он решил продолжить эксперимент. Незаметно пролетели три дня. Всё это время Ван Буэлэ пытался интегрировать оружейный песок в хромические артефакты. После восемнадцати провалов он настолько пал духом, что уже был готов сдаться. В лучшем случае, по результатам эксперимента хромический артефакт дестабилизировался вскоре после интеграции с песком. Начертания внутри артефакта разрушались и сплетались друг с другом. Создавалось впечатление, будто хромические артефакты просто не могли выдержать интеграцию с оружейным песком, из-за чего разрушались. Когда Ван Буэлэ уже хотел сдаться, в ходе девятнадцатой попытки переплавки летающего меча второго ранга, ему в глаза ударила яркая вспышка. Сияющий меч завибрировала во время интеграции с оружейным песком, с появлением сияния Ван Буэлэ сконцентрировался на контроле протекающей реакции. Пять минут спустя свечение погасло, меч явно претерпел какие-то метаморфозы. «Удалось!» — восторжно закричал Ван Буэлэ и принялся изучать меч. Оружие стало заметно тяжелее, чем раньше, поэтому он направил в него немного духовной энергии, чтобы проверить состояние внутренностей. Уножен начертания были гораздо более комплексными, и все-таки начертания летающего меча точно изменились. В ходе их анализа Ван Буэлэ обнаружил явные изменения в девяти начертаниях, именно эти изменения незаметно повлияли на расположение всех остальных начертаний. Несмотря на их относительную незначительность, свойства меча кардинальным образом изменились. Ван Буэлэ ни разу не видел в нефритовой табличке примера такого расположения начертаний, поэтому не мог сказать, как именно формулу для расчета начертаний. Он сел в позу лотоса и попытался их расшифровать. Какое-то время спустя Ван Буэлэ поднял глаза от меча. Выглядел он сбитым с толку. Скорость меча понизилась, как острота лезвия. Практически все аспекты меча претерпели негативные изменения в угоду десятикратному увеличению крепости, мысленно повторил свои выводы Ван Буэлэ. Такой результат дала формула для расчета начертаний. Задумчиво опустив голову, он просидел еще какое-то время, пока не достал совершенный летающий меч второго ранга и не ударил им по трансформированному мечу. Теоретически оба находились на втором ранге, вот только один являлся совершенным, а другой обычным артефактом. Первый было крайне сложно переплавить, сделать второй не составляло труда. Один требовал большого количества весьма дорогих материалов, для другого меча было достаточно дешевых компонентов. По логике при ударе должен был разбиться измененный песком меч. В момент удара услышал отчетливый металлический звон, летающий меч холода слегка вибрировал, после удара на нем появилась тончайшая трещина, при этом на обычном мече не царапины. Вот это крепость! Уван Буэлэ перехватило дыхание, он поднял трансформированный меч и для пробы метнул его вперед. Летающий меч полетел вперед с комариной скоростью, это удивило Уван Буэлэ, но после испытания остроты лезвия он больше не мог считать его мечом, правильнее было назвать это оружие копьем. Что за дела? До трансформации меч был мусором, после нее ничего не изменилось. Уван Буэлэ вздохнул, его так и подмывало попробовать изменить начертание, чтобы увеличить скорость и остроту, при этом сохранив крепость клинка. Немного подумав, Уван Буэлэ отказался от этой идеи, поскольку у него и так не получилось придумать способы изящно решить эту проблему. Несмотря на это, ситуация была не так уж плоха. Во всяком случае, Уван Буэлэ записал порядок трансформировавшихся начертаний на случай, если в будущем понадобится усилить хромические артефакты. Наконец он отложил меч в сторону, после внутренней борьбы Уван Буэлэ с неохотой, но все же продолжил эксперименты с оружейным песком, растянувшиеся на целый месяц. Уван Буэлэ использовал все бесполезные хромические артефакты и несколько дюжин автоматонов. В итоге, приложив ладонь к лбу, он удрученно осмотрел разложенные хромические артефакты. Почему результат такой непредсказуемый? Существенная часть переплавок закончилась провалом, ему удалось трансформировать несколько дюжин хромических артефактов. К сожалению, ни один не получил требуемых ему свойств. Трансформация оружейным песком была непредсказуемой и не поддавалась контролю. Добиться улучшения каких-то конкретных свойств было практически невозможно, весь процесс строился исключительно на удаче. Если бы проблема была только в этом. Еще больше усложняли дело нелепые свойства артефактов, которые появлялись после успешной переплавки. Ван Буэлэ не мог понять, как так получалось. Взять, к примеру, летающие мечи, отличавшиеся высокой скоростью, остротой и крепостью. Первый стал настоящей катастрофой после дополнительной переплавки Ван Буэлэ, что до двух его братьев, а один обрел неимоверную скорость за счет затупления и увеличившейся хрупкости, причем настолько, что меч буквально рассыпался на части во время полета. Другой меч вышел еще причудливей. Он не мог отличить хозяин от врагов, после активации он сделал безумный вираж и попытался проткнуть Ван Буэлэ. Несколько бусин Золотого Колокола, которые еще не стали совершенными хромическими артефактами второго ранга, превратились в саморазрушающиеся бусины. Их даже не надо было кидать во врагов, они детонировали от малейшего давления. После переплавки бусин Ван Буэлэ просто взял их в руки, как вдруг они взорвались. Но не они стали головной болью для Ван Буэлэ. Его буквально сводили с ума зонд, церемониальная метелка и веревка божественного связывания. После трансформации их функции перестали иметь смысл. Оборонительный потенциал зонтика, призванного прикрывать и защищать хозяина, серьезно возрос, но он ни разу не сработал корректно. С активацией он взмывал в воздух словно летающий меч, как будто в оболочке зонта была заключена душа летающего меча. Метелочка вызвала у Ван Буэлэ лишь разочарованный вздох, трансформация оружейного песка сделала изначально мягкие волоски невероятно крепкими, словно они превратились в пучок стальной проволоки. В теории это должно было стать отличной новостью, но в реальности волоски безвольно опадали спустя всего три секунды. Самым проблемным творением стала веревка. Ван Буэлэ отчетливо помнил, как переплавил ее пять дней назад, когда он вышел из пещеры бессмертного для полевых испытаний веревки, та просто унеслась в небо и исчезла. Черт его веревка! Интересно, куда она запропастилась? Проклятая штука до сих пор не вернулась. Чем больше Ван Буэлэ размышлила веревки, тем сильнее убеждался, что именно она нескольких дюжин артефактов всего несколько штук соответствовали стандартам Ван Буэлэ. К примеру, большая печать изначально была обычным хромическим артефактом второго ранга, в результате случайной трансформации она стала совершенным артефактом, то есть ее сила возросла. По мнению Ван Буэлэ, она немного не дотягивала до духовного сокровища третьего ранга, когда он решил ее испытать, оказалось, что большая печать не всегда срабатывала, в такие моменты от нее не было никакого толку. Она становилась крайне пластичной и от малейшего прикосновения взмывала в небо. Из автоматонов только два были успешно переплавлены, один стал неимоверно прочным, даже удар кулака Ван Буэлэ не мог пробить корпус, что не могло его не удивить. Другой автоматон теперь бегал даже быстрее него, Ван Буэлэ изучил начертания обоих автоматонов и записал их. Что, черт возьми, это такое? Ван Буэлэ с тяжелым вздохом скользнул глазами по разложенным хромическим артефактам, ему казалось, что он зря потерял время и растратил оружейный песок. Единственный плюс всех этих манипуляций несколько начертаний, отсутствовавших в базе знаний Дао Академии. Это немного смягчило боль в его сердце, когда Ван Буэлэ уже хотел убрать хромические артефакты, он ни с того, ни с сего застыл. Не так надо делать. У меня столько хромических артефактов, есть и хорошие и плохие. Если их смешать... Ван Буэлэ у себя в голове построил гипотетическую ситуацию, где ему нужно было ранить врагов с помощью летающих мечей. Вот только мечи били не в супостатов, а в него самого. С этой невеселой мыслью Ван Буэлэ решил вырезать на каждом из модифицированных хромических артефактов крест. Глава 164. Бесплатно, если сломается. После пометки крестом хромических артефактов Ван Буэлэ как будто камень свалился с плеч. Он решил, что в будущем крест будет стоять на всех отбракованных хромических артефактах, таким образом их будет не только проще различать, но и его репутация не пострадает, если эти артефакты попадут к другим практикам. Хм, какой смысл хранить весь этот мусор? Почему бы не выручить за него хоть какие-то деньги? Ван Буэлэ поскреб подбородок. За последнее время он набрался опыта по торговле хромическими артефактами, идея продать бесполезные артефакты показалась ему весьма удачной. Так можно будет компенсировать хотя бы часть расходов. Продавать их под своим именем нельзя, нечего очернять всяким хламом, культивируемый мной бренд. Ван Буэлэ принял решение анонимно отправить артефакты в департамент, ответственный за духовный интранет. Таким образом, только этот департамент будет знать о происхождении этих хромических артефактов, за них можно было не беспокоиться. Там серьезно относились к приватности своих клиентов. Продам все, что смогу, если заинтересованных не найдется, ничего страшного. С этой мыслью Ван Буэлэ взялся за дело. Он разместил на продажу лишь часть артефактов, чтобы привлечь к ним внимание, он дал некоторым броски имена. Во всяком случае, таким указалось. Цены были выставлены весьма умеренные, закончив он выбросил проблему неудачных артефактов из головы. Постепенно жизнь вернулась в спокойное русло, какое она была месяц назад. Помимо учебы и экспериментов, Ван Буэлэ каждый день уделял время выплавки тхармических артефактов и оружейного песка. За две недели он заготовил несколько сотен песчинок, до тысячи оставалось еще немало. Однажды на его счет Дау Академии пришли 500 духовных камней. Сопроводительное сообщение слегка его смутило. Оказалось, кто-то приобрел один из выставленных на продажу бесполезных тхармических артефактов. Купили невероятно крепкий летающий меч, который Ван Буэлэ успешно модифицировал оружейным песком. Вот как. Похоже, на этом острове скрываются немало ребят с наметанным глазом. Ван Буэлэ мысленно похвалил сообразительного покупателя. Если ему не изменяла память, этот меч получил весьма впечатляющее имя. Он продолжил переплавку оружейного песка в приподнятом настроении. Глубоко внутри он надеялся, что и другие тхармические артефакты найдут своих покупателей. Незаметно промелькнула неделя. Однажды на площади павильона боевых искус стоял некрасивый парень в простом сером халате. Звали этого нового ученика павильона боевых искусств Шинанем. Стискивая кулаки в бессильной ярости, он смотрел на девушку с парнем. Первая была относительно красивая, особая, с неплохой фигурой, которую не мог полностью скрыть даже относительно просторный халат ДАО Академии. Молодой человек рядом с ней был худощавым и не особо примечательным, за исключением высокого роста. Немного опустив голову, он снисходительно обратился к юноше. Шинань, ты точно хочешь драться со мной? Дыхание Шинань ускорилась, глаза полыхнули яростью и горечью, он вместе с девушкой напротив получил повышение в Верхнюю Академию. На острове Нижней Академии они встречались, поэтому для него стало такой неожиданностью то, что подруга бросила его ради старшего ученика по имени Ли Фэй. Перед лицом этого человека его изнутри буквально сжигали гнев и обида, под влиянием ярости он решил собросить ему вызов. Да, если хочешь драться, я готов. Ли Фэй раздраженно цокнул языком, Шинань начал ему надоедать. Он поднял руку и с размахом ударил ей вниз. К Шинаню на огромной скорости помчался летающий меч. Клинок не пробил звуковый барьер, однако за собой он оставил красивый световой след. В следующий миг он достиг Шинаня, когда ему в лицо ударил порыв ветра, юноша почувствовал себя так, будто на него опрокинули уши от ледяной воды. Будучи новичком, только попавшим на остров Верхней Академии, между ним и Ли Фэем лежала пропасть как в плане опыта, так и в плане силы. Он резко вышел из ступора и в панике отступил, не зная, что делать. Первое, что пришло ему в голову, достать из бездонной сумки дхармические артефакты. Среди кучи артефактов первого ранга лежал всего один летающий меч второго, без задней мысли он метнул его и все остальные предметы в сторону меча оппонента в попытке хоть как-то защититься от удара. Летающий меч Ли Фэя, совершенный дхармический артефакт второго ранга, обладал небывалой остротой и надёжностью. Неудивительно, что он растёр большинство дхармических артефактов шнаня в порошок. Когда остриё почти поразило шнаня, у него на пути возник заурядный летающий меч. После контакта острия с лезвием раздался гранкий скрежет, на звук обернулись даже проходившие мимо ученики. Бледный как мел шнань на несколько шагов попятился. Львиная часть его дхармических артефактов была повреждена, в воздухе перед ним остался парить только летающий меч второго ранга. Оружие в окружении яркого сияния стояло на страже хозяина. Меч Ли Фея как будто налетел на гранитную плиту. После звонкового удара он, завибрировав, отлетел назад, с треском наконечник клинка откололся, а на самом клинке появились пугающие трещины. У Ли Фея отвисла челюсть. При виде растрескавшегося летающего меча у него на лице промелькнуло изумление, а при взгляде на парящий перед шинанием меч ему стало слегка не по себе. Я никак не мог понять, почему ты не побоялся со мной сразиться. Теперь ясно. Думаешь, этот хромический артефакт тебе поможет? Прищуренные глаза Ли Фея опасно блеснули. Произошедшее ему показалось всего лишь удачным совпадением. По взмаху его руки из бездонной сумки появилось семь летающих мечей, каждый был совершенным хромическим артефактом второго ранга. В плане скорости и остроты они превосходили обычные мечи того же ранга. Такую коллекцию мечей ему пришлось собирать целых два года. Выполнив магические пассы, он отправил оружие в атаку. Тогда я просто уничтожу твой хромический артефакт. Посмотрим, как ты запоешь после этого! Презрительно крикнул Ли Фей. Глядя на приближающиеся с огромной скоростью мечи, Шинань примерз к месту. Все на площади услышали громки ляск стали. Случайные прохожие во все глаза уставились на мечи. Некоторые даже терли глаза, словно не могли поверить в увиденное. Ого! Мне ведь не померещилось? Разве может существовать настолько крепкий летающий меч? Что это за артефакт? Этот хромический щит в форме меча? На нём стоит метка в виде креста. Что он означает, как думаете? Со стороны схватка выглядела следующим образом. Дождь из мечей Ли Фея обрушился на одинокий клинок Шинаня. Однако все летающие мечи были отбиты. К тому же из-за высокой скорости и силы удара оружие Ли Фея практически пришло в негодность. Несколько мечей не выдержали и вовсе разбились на куски. У самых крепких мечей откололся наконечник. Такого исхода никто не ожидал. Когда обломки разбитых мечей упал рядом с Шинанем, зрители притихли. Ли Фея столбенел, дрожав всем телом, он в страхе посмотрел на меч Шинаня, словно видел не оружие, а привидение. Это духовное сокровище? Как тебе не стыдно, Шинань? В дружеской схватке между учениками использовать духовное сокровище? Трясущийся Ли Фея попятился, в его расширенных глазах без труда угадывались изумления и болят потери драгоценных артефактов. Летающий меч Шинаня не выглядел как духовное сокровище, что ещё сильнее не сбивало с толку. Он не смог вспомнить ни одного от хромического артефакта, который бы обладал такой чудовищной прочностью. Зрители до сих пор находились в состоянии шока. Даже бывшая девушка Шинаня оцепенела. У самого Шинаня язык примерз к нёбу, он был удивлён, пожалуй, больше всех. Он судорожно задышал, глядя на парящий летающий меч. Его он купил неделю назад только из-за низкой цены. Только после покупки он понял причину его дешевизны. Меч оказался жутко медленным и совсем тупым. Несмотря на высокую прочность, этот меч показался ему бесполезным без высокой скорости остроты лезвия. Если бы не политика невозврата купленных артефактов, то он бы давно сдал его обратно. Сейчас у него и в мыслях не было этого делать. Сбросив оцепенение, он взволнованно схватил рукоять парящего меча. «Это не духовное сокровище, а отхармический артефакт второго ранга. Я его купил с неделю назад. Он называется «Бесплатно, если сломается!» громко объявил обрадованный Шинань. У Лефея чуть глаза не выкатились из орбит. Такой фантастический артефакт обладал весьма странным именем, хотя он не мог не признать, что оно ему очень хорошо подходило. Зрители растерянно переглянулись после того, как было озвучено название меча, как вдруг из толпы раздался крик. «Это название! Я вспомнил! Я видел, как кто-то купил его в торговой зоне! Эта штука стоит всего 500 духовных камней!» Мне тоже он попадался на глаза. «Думаю, в продаже осталось еще 7-8 таких мечей помеченных крестом! Вот это стоит всего 500 духовных камней! Я тоже такой хочу!» После этих выкриков некоторые незамедлительно вошли в духовный интранет, намереваясь купить себе такой меч. Даже Лефея без колебаний зашел в сеть. Такой поворот событий вынудил Шинанне последовать их примеру, он тоже хотел купить еще несколько мечей. В этот момент все начисто забыли о поединке, большое количество желающих быстро раскупило все выставленные на продажу артефакты Ван Буэлэ. Некоторые успели урвать себя несколько, другие остались ни с чем. Ван Буэлэ тем временем переплавлял оружейный песок у себя в пещере Бессмертного. Когда завибрировала нефритовая табличка, он заглянул в нее и увидел список одинаковых сообщений. «На ваш счет поступило 500 духовных камней! Ваш баланс! На ваш счет поступило 700 духовных камней! На ваш счет поступило 1000 духовных камней!» Ван Буэлэ отложил работу над оружейным песком, чтобы разобраться в ситуации. «Что происходит?» Глава 165-я Провокация «Откуда взялось столько людей с нюхом на хорошие артефакты?» Ван Буэлэ скептически выгнал брови при виде сообщений в сети о покупке неких крестовых дхармических артефактах. «Крестовые дхармические артефакты?» Ван Буэлэ сразу понял, что речь идет о выставленных им на продажу артефактах, помеченных крестом. Он не стал выставлять оставшиеся у него бесполезные артефакты. Посты с просьбой продать их выглядели уж больно странно. «Крестовые дхармические артефакты» с подозрительной быстротой оказались на слуху у учеников, поэтому он решил несколько дней понаблюдать за развитием событий. Все оказалось совершенно не так, как ожидал Ван Буэлэ. За следующие несколько дней пользователи в сети с острова Верхней Академии все чаще упоминали некие крестовые дхармические артефакты. Количество желающих заполучить их тоже росло. Большинство учеников никогда о них не слышали, но любопытство брало свое, и они довольно быстро узнавали о существовании необычных артефактов. Первоначальное удивление сменялось желанием приобрести их для себя, вот только ни одного не было в продаже. Это подарило крестовым дхармическим артефактам определенный риол таинственности. На этом бы загадочные артефакты и канули в лето, если бы не одно видео. Один из учеников выложил в сеть запись поединка Шинани или Фея. Публикация этого видео произвела эффект разорвавшейся бомбы. Невероятно прочный дхармический артефакт! Какой же это летающий меч? Это явно щит! Очень крепкий щит! Эффект видео стал чем-то вроде рябья, отброшенного в стоялую воду камня, со временем рябь должна была сойти на нет, после чего жизнь пошла бы своим чередом. Именно это и должно было произойти, если бы не один из купивших такой артефакт. Не успело улечься шумиха вокруг крестовых дхармических артефактов, как он выложил в сеть еще одно видео. Эй, народ, гляньте сюда! Я тут прикупил себе летающий меч! Пусть вас не смущает его потрепанный вид! Скорость меча просто сумасшедшая! Ученик из павильона боевых искусств на видео метнул хрупкий на вид летающий меч, который, казалось, был готов рассыпаться на части в любую секунду. После хлопка пробитого звукового барьера меч исчез, не оставив после себя следов, зрители, смотревшие видео, отчетливо видели, что даже в момент старта меч показал какую-то сверхъестественную скорость. Пару вдохов спустя во вспышке света меч вернулся, второй хлопок был еще громче первого. Ученика даже обдало мощным порывом ветра, когда поднятая в воздух пылья сила на видео стала видно восторженного ученика с летающим мечом в руках. Даже на записи можно было разглядеть ухудшившееся состояние клинка. «Видели? По скорости этот меч уделывает все остальные артефакты! Что скажете? И вот еще что! Этот меч стоил мне жалких 700 духовных камней!» Ученик радостно рассмеялся видео вновь подняло шумиху вокруг крестовых дхармических артефактов. Те, кто уже следил за ними в сети, еще больше захотели их заполучить. Даже не следившие за новостями заинтересовались артефактами после просмотра видеоролика. В интернете как грибы после дождя появлялись новые видео. Каждый дхармический артефакт на видео обладал необычными, даже экстравагантными свойствами. Способы их использования зависели от того, что придумывали владельцы. В одном все видео были схожи, в них фигурировали артефакты, помеченные крестом. Крестовые дхармические артефакты стали настоящим хитом среди учащихся. В этот критический период Ван Болла не продавал дхармические артефакты. Первая партия крестовых дхармических артефактов стала лимитированным продуктом, сколько бы люди не хотели их купить, нового товара не было. Концепция, редкая всегда ценится дороже, сделала крестовые дхармические артефакты, цены таких сделок достигали неприлично высокого уровня. Этого Ван Болла не ожидал. При виде постов в сети с просьбой купить крестовые дхармические артефакты, он с блеском в глазах посмотрел на сваленную в бездонной сумке кучу уже не таких бесполезных дхармических артефактов. Возможно, они не такой уж и мусор. Ван Болла решил выставить на продажу вторую партию артефактов, чтобы подогреть ажиотаж. В это же время в сети появился еще один пост-видео, где ученик с павильона дхармического оружия с надменной демонстративностью медленно разбирал летающий меч, словно проводил вскрытие. Собрать и даосы, я услышал о крестовых дхармических артефактах от знакомого. Несколько человек просили высказаться о них, поэтому из любопытства я за немалые деньги купил один. Поначалу я был заинтригован, но после анализа... Ха! Мастер оружия презрительно усмехнулся, ловко разбирая летающие меч на видео. Вскоре от меча осталась только духовная заготовка, при виде на чертоне он разочарованно покачал головой. Насколько я могу судить, это не дхармический артефакт, а просто мусор. Большинство функций меча были урезаны в угоду усиления нескольких свойств. Какой в этом смысл? Таким вот бесчестным способом кто-то осуществляет отъем денег умения сведущих учеников. Никто в здравом умении станет делать такие дхармические артефакты. Вот почему они привлекли к себе столько внимания. На самом деле, если захочу, то могу переплавлять по 10 штук таких игрушек в день. Такой мусор совершенно бесполезен. Все это мастер оружия объяснил спокойным тоном. Духовные заготовки были снабжены дополнительной защитой, поэтому он не смог стереть начертания. С другой стороны, ему не особо хотелось утруждать себя. И последнее. Отбросив заготовку в сторону, сказал он. Хочу предупредить собратьев учеников более ответственно относиться к своим покупкам. К сожалению, даже среди частных мастеров павильона тхармического оружия попадаются паршивые овцы, чьи действия только поручат репутацию нашего славного братства. Опубликованное видео породило настоящую бурю в духовном интранете. Основным фактором стала серьезная репутация этого мастера оружия. Он был главой департамента аудита павильона тхармического оружия. В его полномочия входил аудит всех департаментов павильона, поэтому без особой причины никто не хотел с ним связываться. Видео такой важной шишки не могло не привлечь к себе внимания. С ростом количества просмотров накалялась и дискуссия. Вот как? Какой-то шарлатан втюхивает нам мусор? Кто он? Ценное, как я думал, сокровище оказалось простым хламом. Такие комментарии оставляли те, кто не смог купить крестовый одно видео погасило интерес общественности к его артефактам, начисто испортив ему план продаж. Этими тхармическими артефактами вряд ли можно было гордиться, однако они были не столь плохи, как утверждал разоблачитель. К тому же наглое заявление мастера оружия о том, что он мог за день переплавить десяток таких артефактов показалось Ван Буэлэ наглым преувеличением. Если ему и удастся сделать это, его мечи не будут такими же крепкими, как у Ван Буэлэ. Холодно рассмеявшись, он достал из бездонной сумки еще один летающий меч, он анонимно выставил его на продажу и опубликовал пост специально для разоблачителя. Эй, мастер оружия из департамента аудита, если ты разберешься в этом артефакте, тогда я признаю поражение! Даже Ван Буэлэ затруднялся сказать, что было не так с этим летающим мечом. Из-за неадекватного поведения меча он не хотел выставлять его на продажу. После активации он зачастую не мог отличить союзника от врага, один раз оружие успешно поражало противника, а в другой описывало дугу и ударило в хозяина или прохожего. По этой причине Ван Буэлэ не планировал его продавать, все изменило провокационное видео. В итоге он под влиянием гнева решился выставить на продажу это опасное оружие. Джао Хай Лень, мастер оружия из департамента аудита, холодно рассмеялся, прочитав пост о мече. Поначалу он отмахнулся от этого вызова, но обстановка в сети накалялась. В итоге вместо Джао Хай Леня первым меч купил какой-то другой ученик. Об испытании ошеломленный владелец меча выложил в сеть видео, на нем меч как безумец рубил все, что попадалось на пути. В результате перепродажи меча в сеть попало еще несколько похожих видеороликов. Шумиха вокруг артефакта из небольшого ветерка переросла в настоящую бурю, чем привлекла к себе повышенное внимание учеников. Все чаще в адрес Джао Хай Леня звучали призывы купить ему меч, после чего сел за его анализ. При попытке разобрать его у него глаза на лоб полезли. Начертания на заготовке не только были снабжены повышенной защитой, сама их структура оказалась невероятно комплексной. Что-то подобное он редко видел даже на духовных сокровищах третьего ранга. Это усложняло задачу тому, кто пытался понять причину неполадок этого артефакта. Однако новости о том, что он приобрел злополучный меч, уже разошлись по сети. Ученики с нетерпением ждали результатов. Джао Хайлинь про себя чертыхнулся, он сам загнал себя в ловушку, из которой был всего один выход. Какой псих переплавил этот хромический артефакт! За неимением выбора Джао Хайлинь обратился за помощью к трем знакомым мастерам оружия. После изучения меча каждый демонстрировал схожую с ним реакцию. В итоге все четверо пожертвовали сном и отдыхом в попытке разобраться в механизме летающего меча. Спустя семь дней они начисто выдохлись. Спасибо, господа! Проводив троицу, Хайлинь с кислой миной вернулся в пещеру бессмертного, он немного опасался человека, переплавившего такой артефакт, на такое мог быть способен только мастер оружия вроде него самого. Он не хотел наживать себе врагов из-за такого пустечного спора, задействовав все доступные каналы и подняв всех знакомых, он попытался узнать как можно больше о своем оппоненте через департамент, ответственный за духовный интранет. Жесткий регламент департамента не позволил ему узнать всю подноготную загадочного мастера и его сотрудников, однако им артефакта был ученик оружия. Джао Хайлинь почувствовал, будто у него камень уполз плеч, при этом его глаза холодно блеснули. Какой-то ученик оружия смеет бросать мне вызов? Глава 166. Добрый и отзывчивый старший брат Джао. Джао Хайлинь с холодной усмешкой выложил новое видео в духовный интранет, теперь за этой темой следило намного больше людей, чем в начале. Всем не терпелось поскорее увидеть видео Джао Хайлини с разбором механик летающего меча. Практически сразу после попадания в сеть просмотры видео поползли вверх, когда следившие за темой начали делиться этим роликом со своими друзьями, количество просмотров взлетело еще выше. На видео Джао Хайлинь выглядел очень свежим, словно не он совсем недавно валился с ног от усталости после нескольких дней кропотливой работы над летающим мечом, он был полон сил и держался с присущей ему надменностью. Несколько дней я не выкладывал видео, поскольку был занят переплавкой духовного сокровища четвертого ранга. Мне не было времени заниматься мечом. Только вчера я закончил духовное сокровище и решил взглянуть на него. По моему мнению, этот меч просто мусор. Он даже хуже предыдущего артефакта. Такого ширпотреба я еще не видел. Хотел бы проинформировать создателя, что мне нет дела до придуманного тобой состязания между нами, однако, как мастер оружия повелен от хромического оружия, я просто обязан открыть тебе глаза на несколько простых истин. Быть счастью повелен от хромического оружия не так просто, как может показаться. Что до твоего меча, из-за проблем с техникой был нарушен температурный контроль. В результате превышения температуры расплавилось начертание номер 3785. Это внесло изъян в расположение других начертаний, поэтому после активации меч и не мог правильно навестись на цель. Вдобавок, из-за нерешливого расположения начертания оружие наделено с сильной жаждой убийства. Невозможность ее в освобождении заставляет меч атаковать врагов и союзников. После небольшой паузы он добавил. И последнее, я еще раз хотел бы попросить тебя перестать продавать ученикам такой хлам. В противном случае я узнаю, кто ты и заставлю ответственных лиц расследовать твои действия. Голос Джоу Хайлинина в видео звучал крайне сурово. Он вел себя как настоящий представитель власти. Неудивительно, что посмотревшие видео всерьез восприняли его слова. К тому же его речь подкреплялась логическими аргументами. На видео он разобрал летающий меч и указал на неправильное начертание. Все это сделало его выступление крайне убедительным в глазах общественности. Так вот оно что. Неудивительно, что он мастер оружия. Ему потребовался один день, чтобы досконально изучить хромический артефакт. Впечатляет. Настоящий мастер оружия. Как и раньше и говорил, крестовые хромические артефакты это мусор. Видео подтвердило мои подозрения. Обычный ширпотреб. В духовном интернете разгорелась жаркая дискуссия. Все чаще звучали голоса настроенных против крестовых хромических артефактов. Джоу Хайлинь был доволен поднятой им бурей. По его мнению переплавивший эти артефакты человек безусловно обладал талантом. Но этим видео он поставил в их конфликте точку. Он полагал, что его оппонент не решится ответить, особенно с учетом роста противников крестовых хромических артефактов за последние два дня. Загадочный создатель артефактов хранил молчание, Джоу Хайлинь хмыкнул, как он и думал его оппоненту нечем было крыть. Котелок у парня явно варит, но корень всех его проблем банальное невежество. Это был последний комментарий Джоу Хайлини в сети. После этого он занялся другими делами. Даже спустя еще сутки создатель крестовых хромических артефактов никак не отреагировал, пользователи продолжили обсуждать его творение и не лез на нем отзываться. К этому моменту Ван Боулэ наконец закончил переплавку тысячной песченки оружейного песка. На родостях он решил зайти в сеть, чтобы проверить, как идут дела у крестовых хромических артефактов. У кого есть столько свободного времени, чтобы целыми днями мониторить интранет? Раздраженно процедил Ван Боулэ. Дискуссия о нем и его творениях в сети порядком его разозлила. Перед выставлением меча Ван Боулэ лишь мельком на него взглянул. Мастер оружия слишком долго тянул с публикации результатов анализа, поэтому Ван Боулэ начисто обо всем забыл. Его куда больше заботила переплавка оружейного песка. Пролистав множество оскорблений и критики в свой адрес, он наткнулся на видео Джао Хайлине. После просмотра у него округлились и ярко заблестели глаза. Так вот в чем было дело! Воскликнул он, хлопнув себя по бедру. На оружейный песок влияет температура! Ван Боулэ вскочил и одним махом опустошил бутылку духовно-ледяной воды. Отбросив пустую бутылку в сторону, он начал мерить шагами пещеру бессмертного. В его голове усердно вращались шестерни. Если скорректировать этот сегмент начертаний, чтобы изменились и другие области, тогда мяч будет по-настоящему улучшен. Он не только научится различить врагов и союзников, его сила тоже существенно возрастет. Температура и начертания «Кажется, я понял!» Ван Боулэ был серьезно взволнован. До продажи бракованного летающего меча он запомнил расположение начертаний, отсутствие полного понимания проблемы и необходимость переплавлять оружейный песок не дали ему времени понять причину такого странного поведения меча. В итоге он не стал вносить в него изменения. Резко застыв на месте, Ван Боулэ вытащил летающий меч и пулей умчался в комнату с плавильной печью. Там он провел ряд экспериментов в надежде подтвердить свою теорию. Когда выяснилось, что мастер оружия дал правильный ответ, он задумался о связи между температурой и начертаниями, видео из сети стало для него настоящим откровением. Вот, оказывается, в чем дело. Ван Боулэ без промедления решил искать новую гипотезу. Несколько дней спустя, когда он вышел из комнаты с плавильной печью, его глаза восторженно блестели. С духовной заготовкой в руках он от души расхохотался. Эта духовная заготовка представляла собой нечто совершенно новое. Ван Боулэ переплавила ее после достижения просветления на чертаниях путем объединения своих выводов с идеями из видео Джао Хайлини. В заготовке отсутствовал ружейный песок, однако по силе она уже почти достигла уровня духовного сокровища. Кто бы мог подумать, что начертания можно использовать таким способом. Это значит, что сделанные мной в прошлом хромические артефакты не следовало полностью покрывать начертаниями. Во время переплавки начертания немного изменяются под влиянием температуры. Вот почему мне не вышло сделать духовное сокровище. Если учитывать температуру во время переплавки, то можно завершить начертания практически сразу и достичь безупречного результата. Теперь я это знаю. Вот в чем разница между хромическими артефактами и духовными сокровищами. Именно это до меня и пытались донести преподаватели и другие связь между начертаниями и температурой. Вид заготовки в руках вызвал у Ван Боулэ очередной приступ радостного смеха. Мастер оружия решил одну из мучивших его проблем, что позволило ему заметно улучшить технику производства хромических артефактов, но истинная ценность видео была в другом. С его помощью он наконец понял фундаментальную разницу между хромическим артефактом и духовным сокровищем. Это был настоящий подарок судьбы. Во всяком случае, Ван Боулэ именно так считал. Часть мучивших его вопросов была решена, как будто он заплутал в лабиринте, и мастер оружия пробил стены, чтобы помочь ему выбраться. Старший брат Джао весьма способный, малый. Да еще и добряк. Когда первоначальный восторг немного спал, он мысленно признал поражение. Его гнева как не бывало. Он искренне считал Джао Хайлини настоящим мастером своего дела. К тому же он просто не мог злиться на человека, который помог ему решить заковыристую проблему. Видео Джао Хайлини по сути приблизило его еще на шаг к получению титула мастера оружия. Эта мысль обнадеживала. Теперь он задумался о других проблемах, которые не мог решить. Немного подумав, он с блеском в глазах достал из безданного браслета бусины, имевшие свойство взрываться от малейшего давления, бусины отправились в обитую бархатом шкатулку. Такая мягкая подкладка значительно уменьшала шанс случайной детонации. Ранее он изучал бусины, но так и не смог обнаружить корень проблемы. По его мнению, зьян бусин было в несколько раз сложнее обнаружить, чем в случае летающего меча. Заполнив все необходимые формы, Ван Буэлэ выставил бусины на продажу. Талант старшего брата Джао заслуживает уважения. Раз теперь все серьезно, то вот две взрывоопасные бусины. Они могут взрываться от малейшего нажатия. Непрофессионалам не разрешается покупать их. Я не несу ответственности за любые несчастные случаи. Я попросил установить ограничения, чтобы только старший брат мог купить их. Не верю, что у тебя хватит таланта понять, что с ними не так. Ван Буэлэ опубликовал сообщение и с чувством выполненного долга распечатал пакетик снэков. Старший брат Чао нехороший парень. Раз он серьезно настроился мне помочь, нельзя, чтобы задачка показалась ему слишком легкой. Чтобы чуть-ка распалить его интерес, я опубликовал это провокационное сообщение. Ван Буэлэ про себя рассмеялся и подумал, что с его предупредительным отношением к другим людям определенно надо было что-то делать. Опустошив пакетик, он заметил поднявшуюся в результате публикации посташу Миху. Просмотров сообщения собрало немало. Ван Буэлэ усилием воли подавил нетерпение и взялся за улучшение ножен. В ходе модификации он скорректировал начертания, вдохновившись находками из крестовых хромических артефактов. Благодаря этому ножны стали еще сильней. Тем временем в сети кипели страсти. Настырные создатели крестовых хромических артефактов и взрывоопасные бусины стали одной из самых обсуждаемых тем среди студентов. Вскоре до Джао Хайлини дошли новости. Галядя на пост в сети, у него заблестели глаза. Любопытно! Это что, вызов? Люди, сумевшие попасть на остров Верхней Академии, были не дураками. Джао Хайлини сразу раскусил скрытый смысл слов и действий Ван Буэлэ, своим опрометчивым поступком он загнал себя в безвыходную дискуссию, где он обсуждал хромические артефакты с кем-то уступавшим ему по статусу. Сначала поглядем, достоин ты или нет. Джао Хайлини с холодным смехом открыл в сети список духовных сокровищ, после этого он опубликовал сообщение. Создатели крестовых артефактов, я принимаю твою просьбу, но у меня есть встречная просьба. Я хотел бы, чтобы ты изучил духовное сокровище. У него несколько проблем, решить которые у меня не было времени. Я одолжу тебе его на месяц. Если за это время ты не справишься, пожалуйста, больше не беспокой меня! Глава 167-я Должно быть, это ловушка. Пост Джао Хайлини подлил масло в огонь ведущейся в интернете дискуссии. Происходящее стало самой обсуждаемой темой на острове Верхней Академии. В свободное время от переплавки ножен Ван Буэлэ тоже следил за новостями в сети. Прочитав провокационный пост оппонента, он закусил губу. Все эти парни, те еще лисы! Ван Буэлэ немного расстроился. Ему никогда не встречались простые и прямолинейные люди. Все-таки он просто хотел учиться. Хоть Ван Буэлэ и был немного расстроен, его глаза ярко сверкали. На заполнение формы для получения духовного сокровища Джао Хайлини у него ушло всего пара минут. И все-таки старший брат Джао хороший парень. Духовное сокровище штука не дешевая. Даже мне немного жалко разбирать его. Ван Буэлэ был преисполнен энтузиазма. У него имелось несколько духовных сокровищ. Шлем для похудения Чэнь Юйтуна, нефритовый кулон реактора и зеркало, полученное в качестве компенсации от семьи Линь. Каждое из этих сокровищ было очень ценным, он ни разу не вскрыл их из страха случайно повредить. Ван Буэлэ не было недостатка в деньгах, но при мысли о покупке духовного сокровища у него все внутри скручивало от жадности. Сейчас ему было нечего бояться. Джао Хайлини по своей воле прислал ему такой артефакт для изучения. Получив духовное сокровище, которое оказалось с зеркалом в медной оправе, Ван Буэлэ без промедления влетел в комнату с плавильной печью, где занялся разбором и изучением артефакта. Похоже, при изготовлении этого духовного сокровища было использовано много разных материалов. Теоретически нет необходимости в таком их количестве. К тому же, выглядит зеркало не то чтобы очень впечатляюще, повсюду видны трещины и изъяны, оставленные после переплавки. Это произошло из-за влияния температуры на начертания? Что до духовной заготовки? Проклятье! Начертания духовных сокровищ такие запутанные! Изучение артефакта превратилось для Ван Буэлэ в настоящую серию открытий. Восторженный блеск его глаз становился все ясценней. Для него бронзовое зеркальце стало настоящим сокровищем. В ходе его разбора и изучения знания Ван Буэлэ о духовных сокровищах подверглись серьезному испытанию. По его мнению, сама судьба вложила ему в руки это зеркало. В ходе работы над духовным сокровищем его руки двигались все уверенней, одно это было серьезным поводом для радости. Пока Ван Буэлэ изучал духовное сокровище, Джао Хэлинь пытался понять, как подступиться к двум взрывоопасным бусинам. Первая же попытка обследовать их показала, что в одиночку ему не справиться. Проклиная все на свете, он пригласил друзей, которые помогали ему в прошлый раз. На сей раз четыре мастера оружия корпели над бусинами три дня. Никак не продвинувшись, они были вынуждены сдаться. Запутанные начертания на бусинах оказались куда сложнее, чем они предполагали. Старший брат Джао, создатель этого дхармического артефакта настоящий псих. Они всего лишь второго ранга, но в них находятся десятки тысяч начертаний. Несколько сотен аспектов бусин были изменены. Что нам делать? Если мы забудем о сне и еде, на проверку всех начертаний у нас уйдет по меньшей мере полгода. Джао Хэлинь был сбит с толку. В голову начали закрадываться мысли, а не признать ли ему поражение. Тем временем Ван Боулы задрал голову и расхохотался. «Я все понял!» С этим криком он выбежал из комнаты с плавильной печью. Температурные изменения зависят не только от плавильной печи, но и от материалов. У каждого материала разная температура плавления. Это обязательно нужно учитывать при создании духовных сокровищ. Переплавка хромического артефакта кардинальным образом отличается, поскольку состоит из цепочки последовательных шагов. Второй шаг начинается только после успешного выполнения первого. В случае духовных сокровищ нужно учитывать все шаги и нюансы перед переплавкой. Учет примерного влияния всех факторов на температуру можно сравнить с получением ответа после вычисления суммы. Только после этого можно приступать к вырезанию начертаний. Это единственный правильный способ переплавки духовных сокровищ. Такие продвинутые знания курса начертаний могут понять только те ученики, кто уже знает о высокоуровневых начертаниях. Ван Боулу использовал формулу начертаний, чтобы выявить изъяны духовного сокровища. Ошибка заключалась в расположении ветряных и огненных начертаний. Начертания с атрибутом ветра были сильнее. Это не давало огненным начертаниям работать, вдобавок их подавляли. В результате все духовное сокровище работало некорректно. Любой другой смог бы выявить изъян только после множества тестов. Ван Боулу не только знал формулу, но и обладал хорошими фундаментальными знаниями о предмете. Первым делом он опубликовал результаты в духовном интернете, заканчивало пост с анализом духовного сокровища короткое послание. Проблема действительно оказалась незначительной. Старший брат оказался человеком слова. Дискуссия среди тех, кто следил за темой, возобновилась с новой силой. Никто не ожидал, что у Ван Боулу на получение ответа уйдет всего три дня. С другой стороны, Джао Хай Линь, который еще размышлял над тем, а не бросит ли ему все, был, пожалуй, больше всех ошеломлен этой новостью. После месяца горячих дебатов и экспериментов мне удалось выявить корень проблемы. С холодным смешком сказал он, у этого парня на все про все ушло всего три дня. Не может такого быть! Джао Хай Линь презрительно цокнул языком и зашел в сеть. Найдя пост в Ван Боулу, он с подозрением сощурился, а потом пораженно ахнул. Да как такое возможно? Выражение его лица резко изменилось. При виде приписки к посту в Ван Боулу у него на шее вздулись в вены. Завершающие слова поста задели непосредственно его эго. Либо этот парень не ученик оружия, либо за ним стоит кто-то очень серьезный. Это заговор целью дискредитировать меня! Джао Хай Линь начала бить мелкая дрожь. У себя в голове он лихарточно перебирал врагов и недоброжелателей, которых успел заработать за последние несколько лет. К сожалению, их было слишком много, чтобы понять, кто мог за всем стоять. Внезапно он задумывался, зачем вообще опубликовал свое первое видео. Насколько он помнил, как-то в разговоре о странных артефактах упомянул его верный подручный. Это и разожгло в нем интерес. Должно быть, он тоже замешан! Глаза Джао Хай Линя холодно заблестели. Чем больше он об этом думал, тем сильнее убеждался, что все это было спланированной против него акцией. Каким бы хитрым ни был мой противник, мне нельзя проигрывать. Пока игра продолжается, у меня есть шанс раскрыть заговор. Джао Хай Линь принял решение, стиснув зубы, он поднял все свои связи. Ему удалось заручиться помощью пары десятков мастеров оружия с павильон от хромического оружия. Команда из более чем двадцати человек целый месяц занималась изучением бусин, когда в сети пошли разговоры о том, что Джао Хай Линь струсил, из пещеры бессмертного вышел всклокоченный мастер оружия с покрасневшими глазами. Этот месяц дорого ему обошелся. К тому же Джао Хай Линь был полностью выжат, да и помогавшие им мастера оружия тоже едва держались на ногах. Целый месяц они, отгородившись от мира изучали бусины, обеднев знания и умы более двадцати мастеров оружия, они наконец выявили проблему взрывоопасных бусин. Переплавка духовных сокровищ была легкой прогулкой в сравнении с анализом этих двух проблемных артефактов. В конце концов даже Джао Хай Линь начал опасаться загадочного создателя жутких бусин. К счастью, он не знал, что и сам Ван Буэлэ понятия не имел, как так получилось. Этот хромический артефакт слишком сложный и довольно бесполезный. Никто не станет тратить силы на создание такой чепухи. Это еще одно подтверждение моей теории. Все это часть тщательно подготовленного против меня плана. Попрощавшись с группой помощников, Джао Хай Линь сел в позу лотоса у себя в пещере и холодно рассмеялся. Несмотря на это, мне удалось раскусить задачу. Я всегда отвечаю ударом на удар. Джао Хай Линь глубоко вздохнул, причесал взъерошенные волосы, принял специальную пилюлю, которая убрала покраснение глаз, после чего записал видеоролик. Выявление проблемы этого отхормического артефакта потребовало некоторых усилий. Его духовная энергия оказалась слишком концентрированной и недостаточно заблокированной. По этой причине была нарушена циркуляция духовной энергии по необходимым начертаниям. Превышение концентрации духовной энергии привело к тому, что бусины взрываются от любого прикосновения. Видео получилось очень подробным со вставками ошибок в начертаниях, тон и выражение лица Джао Хай Линь оставались презрительными весь хронометраж. Под конец он напоминал об очередном духовном сокровище. Было бы гроба не ответить взаимностью. Сможешь ли ты понять, что не так с этим духовным сокровищем? Ван Боулэ проигнорировал разразившуюся в сети бурю. Его интересовал только ответ Джао Хай Линь на него славность не зашло просветление. Это еще одна проблема при переплавке духовных сокровищ. Необходимо не только установить оптимальную температуру для материалов, но и убедиться, что духовная энергия поступает во все каналы и на чертый факт не будет корректно функционировать. Ван Боулэ сидел словно громом пораженный. Небольшое состязание с мастером оружия помогло ему понять тонкости переплавки дхармического оружия. А старший брат Джао хорош! Ван Боулэ в скорейшем порядке заполучил выставленное для него духовное сокровище. Когда он наконец получил посылку, то сразу же сел за изучение артефакта. Несколько дней спустя Ван Боулэ с тяжелым вздохом поднялся. Несмотря на усталость внутри у него буквально кипела энергия. После публикации своего ответа он выставил еще один дхармический артефакт, снявшими глазами вновь был вынужден собрать экспертную группу, чтобы понять устройство зонта. Разумеется, их услуги стоили недешево. В таком ключе продолжалась невиданная ранее дуэль сокровища артефактов. Благодаря помощи Джао Хайлини знания Ван Боулэ о дхармическом оружии стремительно росли. Это позволило ему переплавить ножны в совершенный дхармический артефакт второго ранга. С тех пор он с нетерпением ждал каждое новое видео у Джао Хайлини. Каждая упомянутая в них деталь, пусть даже незначительная, помогала ему узнать что-то новое. Старший брат Джао такой способный, настоящий мастер. Он даже понял причину странного поведения зонта. Его знания от храмическом оружии внушают уважение. Каждое новое видео только распаляло энтузиазм Ван Боулэ. Он продолжил выставлять в духовный интернет, крестовывает храмические артефакты. Большая печать выставленная последней сводила Джао Хайлини с ума. Помогающие мастера оружия уже начали сожалеть, что вообще согласились участвовать в этом фиаско. Что бы ни предлагал Джао Хайлинь, они больше не хотели ему помогать. Когда в пещере бессмертного Джао Хайлини остался один, ему пришлось отказаться от дальнейшего участия в битве сокровищ. Само состязание имело для него второстепенное значение, намного важнее было выявить детали заговора неких недоброжелателей. Сколько бы Джао Хайлинь не ломал над этим голову, он никак не мог понять мотивы своих врагов. Это непонимание пугало больше всего. Они очень хорошо подготовились. Полагаю, на подготовку этого плана у них ушло по меньшей мере два года. Что же делать? Джао Хайлинь попытался успокоиться, это стало самым большим вызовом с тех пор, как он возглавил департамент аудита. От одной мысли о подготовленных врагами тхармических артефактах и скорости, с которым выявлялись недостатки в его духовных сокровищах, у него мороз пробегал по коже. Одно было точно, все это подтверждало его теорию. Сомнений нет, за этим человеком точно стоит группа людей. Глава 168 БЗ БЗ Капитуляция Джао Хайлинь стала локальной сенсацией и серьезно укрепила репутацию крестовых тхармических артефактов. Ограниченное количество быстро сделало их раритетом. С окончанием конфликта накал страстей заметно спал, внутри слова крестовые тхармические артефакты крепко отпечатались в головах учеников, практически все знали об их существовании. Разумеется, многие до сих пор гадали, кто же создал эти загадочные артефакты. Ван Буэлэ наоборот расстроился. Окончание их неофициального состязания оставило крест на дальнейшем обмене опыта между ним и старшим братом Джао. Благодаря помощи последнего Ван Буэлэ не только лучше понял механику работы духовных сокровищ, но и приобрел определенную уверенность в своей силе, когда дело касалось их создания. Ранее он практически сразу отказался от идеи переплавки духовных сокровищ, однако сейчас чувствовал себя способным создать их. Что до раскрытия общественности правда о создателе крестовых тхармических артефактов, Ван Буэлэ долго размышлял от слесообразности этого шага. В итоге он отказался от этой идеи. С одной стороны крестовые тхармические артефакты действительно имели проблемы, с другой Ван Буэлэ нравилась самомысль наличия у него двух брендов тхармических артефактов. Одного официального, а другого так сказать на темной стороне. Существование сразу двух брендов дарило ему чувство могущества. В автобиографиях высокопоставленных чиновников говорится, что великих ему интерпретировал стату, сейчас его буквально переполнило чувство собственной уникальности. С самодовольной улыбкой Ван Буэлэ наконец всерьез взялся за изучение и переплавку духовных сокровищ третьего ранга. Благодаря новым методам и концепциям, которые он почерпнул из видео о Джао Хайлине, помимо ежедневной работы над оружейным песком он посвящал все свое время переплавке духовных сокровищ третьего ранга. Примерно в это время ему прислали список наград за вылазку в деревню истинного дыхания. Пробежавшись по нему глазами он пораженно прошептал «Более 13600 предметов». Ван Буэлэ не считал сколько предметов вынес из деревни истинного дыхания. Теперь он понял почему Дао Академия так долго возилась с его находками. Их было слишком много. Вдобавок всех их требовалось внести в реестр Дао Академии. По этой причине Ван Буэлэ только сейчас получил полный список. Что интересно свойства более трех тысяч найденных предметов были неизвестны даже Дао Академии. Эти предметы были специально отмечены в списке. В сопроводительном письме упоминалось что Ван Буэлэ мог выбрать из списка более тысячи предметов. Исключением были мертвецы, пилюли и исходные с ними предметы. На их количество стояло жесткое ограничение. Он не мог забрать их все, однако ему позволялось выбрать по предмету из каждой ограниченной категории. Немного подумав Ван Буэлэ разделил свою награду на две части. Он оставил за собой право выбрать пятьдесят процентов причитающихся ему предметов. Вторую половину он обменял Удао Академии на духовные камни. Количество средств на счету выросло до пугающей отметки, что не могло не обрадовать Ван Буэлэ. Я богат! Его глаза заблестели. Дополнительные денежные средства позволили ему одним махом купить многие материалы, которых он не мог себе позволить последние несколько месяцев. С ними он засел за переплавку новых духовных сокровищ третьего ранга. Вот только высокая сложность создания таких сокровищ по-прежнему представляла проблему, хотя Ван Буэлэ теперь знал о них куда больше, чем раньше. За два месяца Ван Буэлэ цена огромных усилий накопил семь тысяч песчинок оружейного песка. К этому моменту после множества пропоошибок он наконец переплавил первое духовное сокровище. Получившийся артефакт вряд ли можно было назвать чем-то уникальным. Это был летающий меч под названием Меч Небесной Волны. Калинок был способен создавать волны, его ауры атакующие силы впечатляли. Среди других духовных сокровищ третьего ранга оно не особо выделялось. Хоть Клинок не мог идеально разрезать надвое совершенный дхармический артефакт второго ранга, удар таким оружием мог разбить такой артефакт на множество фрагментов. Ван Буэлэ был очень доволен испытанием Меча Небесной Волны, при этом он понимал, что для получения звания Мастера Оружия умения переплавлять Мечи Небесной Волны было недостаточно. Все-таки в павильоне дхармического оружия серьезно относились к экзамену названия Мастера Оружия. Поспрошивав знающих людей, он выяснил правила и тонкости грядущего испытания. Оказалось, что от экзаменуемого требовалось подготовить духовное сокровище. Главное было продемонстрировать духовное сокровище наивысшего качества. Обычное духовное сокровище третьего ранга отвечало лишь базовым требованиям экзамена. Существовал небольшой шанс стать мастером оружия, переплавив заурядное духовное сокровище, но тут все больше зависело от удачи. Традиционно для теста кандидаты старались подготовить самое лучшее духовное сокровище, которое они могли переплавить. После тщательнейшей подготовки они подавали заявку на проведение экзамена. В случае одобрения заявки назначалась дата проведения теста. В назначенный день на место проведения экзамена названия Мастера Оружия приходили глава павильона дхармического оружия вместе с четырьмя своими заместителями. Выступая в качестве экзаменаторов, в ходе теста они задавали экзаменуемым ряд вопросов о переплавке духовных сокровищ. Разумеется, в некоторых случаях они просили переплавить представленное духовное сокровище прямо перед ними. Иногда заместители требовали переплавить другое духовное сокровище опять же прямо во время экзамена. В случае ошибки экзамен можно было считать проваленным, жульничество тоже серьезно наказывалось, например исключением с острова Верхней Академии, при этом Академия забирала все, чему научила своего ученика. жульничающие на тесте, но случилось это крайне редко, к тому же любой обман рано или поздно раскрывался и нарушителей жестоко наказывали. Ван Буалэ понимал, что с его нынешним уровнем еще рано думать о звании мастера оружия, поэтому он пока не собирался готовить духовное сокровище для экзамена. Моя задача научиться переплавлять совершенные духовные сокровища третьего ранга с такой же легкостью, как я сейчас могу создать любой совершенный артефакт второго ранга. Даже если кто-то захочет завалить меня, у него ничего не выйдет. Никто не помешает мне стать мастером оружия. Такую планку установил для себя Ван Буалэ. Отгородившись от остального мира, он занимался переплавкой духовных сокровищ третьего ранга. Он чувствовал, как с каждым днем растет его мастерство в переплавке духовных сокровищ. После создания седьмого духовного сокровища у него уже собралось десять тысяч песчинок оружейного песка. Глядя на оружейный песок и чувствуя ножны внутри себя, Ван Буалэ всерьез задумался, стоит ли дальше придерживаться плана и продолжить изучать духовные сокровища третьего ранга или переплавить ножны. Работы с духовными сокровищами было еще очень много. К тому же Ван Буалэ хотел и дальше продолжить экспериментировать. Насчет ножен он был не так уверен, хотя у него уже имелись ключевые материалы, а остальное продавалось на острове Верхней Академии. Наконец Ван Буалэ принял решение. Оружейный песок и ножны были слишком ценными. Вдобавок Ван Буалэ не был уверен в том, что ему удастся успешно их переплавить. В итоге он продолжил заниматься духовными сокровищами третьего ранга. Шло время. Перед тем, как закрыться у себя в пещере Ван Буалэ решил есть меньше снеков, в результате он похудел и стал более привлекательным. На заработанных духовных камнях Ван Буалэ за три месяца и после бесчисленного множества ошибок научился весьма умело переплавлять духовные сокровища третьего ранга. Наконец он дорос до создания совершенных духовных сокровищ третьего ранга, пока еще это были простые тем не менее это никак не влияло на его мотивацию. Одновременно с этим он обновил все свои совершенные дхармические артефакты второго ранга и несколько их крестовых собратьев. Благодаря внушительной сумме на счету он довел их до третьего ранга, этот смелый эксперимент закончился успехом благодаря его мастерству и щепотке удачи. Ножны тоже стали духовным сокровищем третьего ранга, правда без приставки совершенные. Ван Буалэ радосно взмахнул ножнами перед собой в ожидании появления игол из цемича от увиденного у него отвисла челюсть. Сначала из ножен послышалось жужжание, Ван Буалэ оцепенело наблюдал как из ножен вылетело девять москитов. Его взгляд на мгновение затуманился, в голове послышался гул. Какого чёрта? Ван Буалэ недоверчиво протёр глаза. Такого он никак не ожидал. Придя в себя пару секунд спустя он в панике бросился проверить начертания на ножнах. Как оказалось москиты появились не случайно. Из-за несовершенства его техники во время интеграции с оружейным песком что-то произошло. Это спровоцировало изменения начертаний и трансформировало ножны. Насколько далеко зашли эти изменения Ван Буалэ не знал. Это и стало причиной такого побочного эффекта. В определённом смысле ножны были одновременно и успехом и провалом. Однако они отличались от крестовых тхармических артефактов. Трансформации крестовых тхармических артефактов происходили из-за одной песчинки оружейного песка. А вот с ножнами интегрировалось сразу десять тысяч песчинок. Не может быть! Ван Буалэ хотелось заплакать, но слёз не было. Мысленно он проклинал себя за несдержанность. Ножны были переплавлены слишком рано. Этот инцидент отрезвил Ван Буалэ. Вся его эйфория начисто испарилась, особенно при виде летавших вокруг москитов. Он хотел прихлопнуть одного, но на собственное творение у него не поднялась рука. К тому же на ножны было истрачено десять тысяч песчинок оружейного песка и огромное количество материалов. Москиты тоже могут быть сильными! Не очень уверенно попытался утешить себя Ван Буалэ. Ему сразу вспомнился гигантский москит из Томонолесья. Собрав решимость кулак, Ван Буалэ вышел из пещеры бессмертного, он решил испытать москитов в деле. Толстые праотцы и высокопоставленные чиновники, написавшие автопедографии пожалуйста благословите меня! Эти москиты должны хоть что-то уметь! Хотя бы стоить потраченного на них оружейного песка! Глава 169 Сигнальный огонь Раздосадованный Ван Буалэ вышел из пещеры бессмертного. Закат окрасил небо в оранжевые тона, в воздухе уже чувствовался запах приближающейся весны. Из-за удачного географического расположения Дао Академии казалось круглый год стояла весна, хотя сейчас на улице чувствовалась прохлада, да и влажность была высокой. Пронизывающий ветер пробирал до самых костей. Несмотря на обманчиво тёплую погоду, человек замерзал, если долго находился на улице. Практики могли не обращать внимания на такие мелочи, как холод. Ван Буалэ даже не почувствовал прохладного ветра, возвещавшего скорый приход весны. Он шёл по дороге на запад, пока не нашёл тихий и безлюдный уголок. Помолившись про себя, он взмахнул рукой. Вместо ножен из его ладони беззвучно появились невидимые прядицы меча. Этот сыт трансформировался в девять москитов. Насекомые выглядели очень реалистично, внешне или в плане аур они не отличались от настоящих москитов. Услушав знакомое жужжание, Ван Буалэ поёжился. Ван чуть рефлекторно не прихлопнул их, но вовремя подавил в себе этот порыв. Несколько размеренных вдохов позволили ему успокоиться. Как только он попытался взять москитов под контроль, те вздрогнули и выстрелились перед ним в ряд словно солдаты. Хм? В глазах Ван Буалэ появился блеск. Ему в голову пришла одна идея. Москиты начали перестраиваться в воздухе согласно тому, что он представлял себе в голове. Какие проворные? Ван Буалэ был приятно удивлен. Изначально он был слишком расстроен, чтобы заметить всю неординарность москитов. Сейчас они уже не казались ему бесполезными. А что произойдет, если я не буду напрямую управлять ими, а просто отдам команду? Ван Буалэ сразу решил опробовать эту идею. Как оказалось, москиты обладали собственным разумом, поэтому могли самостоятельно выполнять отданные им приказы. К примеру, патрулировать защищать от врагов. Когда Ван Буалэ отправил в ножны внутри себя больше духовной энергии, то, к своему удивлению, почувствовал увеличение угла своего обзора. Обычный человек при взгляде прямо обладал радиусом обзора шириной примерно в 45 градусов. Даже практики не могли изменить этого. Лучшее, что они могли сделать, так это не тренировать свои пять чувств, чтобы чувствовать окружение. Но сейчас Ван Буалэ с изумлением обнаружил, что радиус у Ван Буалэ не было слов. Внимательно изучив окружение, он понял причину этой перемены, он видел мир через москитов, каждый из них стал для него дополнительной парой глаз. Похоже, с ними он мог преодолеть естественные ограничения, присущие человеческим глазам. От этого открытия Ван Буалэ едва заметно задрожал, он сразу понял, какую неоценимую помощь эта способность окажет в будущем. Во время столкновения с врагами она могла помочь ему следить за окружением и попадет в устроенную кем-то застаду. Ван Буалэ решил выяснить пределы этой способности, в ходе управления москитами он постоянно менял радиус своего обзора. Выяснилось, что его глазами одновременно могло служить любое количество москитов от одного до девяти. Насекомые безукоризненно исполняли его мысленные команды. Одна эта способность стоит десять тысяч песчинок оружейного песка. Восторженно подумал Ван Буалэ. Посмотрим, насколько далеко они смогут улететь. Не успел он об этом подумать, как у него опять перехватило дыхание. Десять москитов быстро разлетелись в разные стороны, отчего в голову Ван Буалэ транслировалось изображение сразу из десяти разных источников. Перед ним предстала добрая половина павильон от хромического оружия. Чем дальше улетали москиты, тем больше в мысленной картине появлялось слепых пятен, ничего подобного Ван Буалэ никогда раньше звуков, он услышал множество голосов. Какой же сложный экзамен названия ученика оружия. Надеюсь, в этот раз я не завалю его. Старший брат Джоу, может ты сделаешь скидку на твой мистический огненный металл? Я планирую приобрести большое его количество. Жареная картошка! Кому жареные картошки? Вы слышали? В этом году обещают нашествие чудовищ. Главная крепость неподалеку от моего родного Ощущение было такое, будто его из тихой комнаты переместили в центр оживленного рынка. От такого шума у него закружилась голова. Он быстро приказал москитам набрать высоту, после этого ему немного полегчало. Москиты могут передавать звуки! Как же много шума! Голова Ван Буэлэ как будто налилась свинцом, но боль сместил на второй план захлестнувший его восторг. Он попробовал как-то отфильтровать звуки. С грехом пополам ему удалось добиться более-менее удовлетворительного результата. После этого он приказал москитам разлететься по отдаленным уголкам павильон от хромического оружия. Вскоре он услышал голоса и увидел изображение внутренних помещений административного департамента академии. Мрачный как туча Суньфан уже держался за ручку двери, как вдруг кто-то окликнул его. Старший брат Сунь мы... В выражении лицо Суньфана изменилось, он опасливо обгляделся, а потом обернулся к говорившему и сурово смирил его взглядом. А ну тихо! В следующий раз на людях называй меня старшим братом Фаном! Меня зовут Фан Сунь! Став невольным свидетелем этого разговора, Ван Буэлэ сухо покашлял. В прошлом Суньфан оскорбил его, из-за чего был наказан административным департаментом Академии. Ван Буэлэ был человеком терпимым, к тому же после повышения он не хотел порослеть злопамятным и жестоким руководителем, вот почему Суньфан так легко отделался. Ван Буэлэ планировал выждать какое-то время и потом потихому разобраться с ним, но этот парень проявил настоящие чудеса изобретательности. После инцидента этот гений изменил свое имя Суньфан Сунь. Положа руку на сердце, Ван Буэлэ после такого не мог ему ничего сделать. В очередной раз подивившись благородству своей натуры, он решил поставить крест на их конфликте. Выкинув увиденное из головы, он приказал москитам отправляться дальше, оказалось, что они не могли улететь дальше полутора километров. Ван Буэлэ был довольным результатом, следующими были тесты на скорость на коротких дистанциях, а также на силу атаки. Москиты оказались способны на молниеносные рывки, человеческий глаз не мог за ними отследить. Второй тест принес не такие впечатляющие результаты, в лучшем случае москиты могли пробить насквозь дерево, камень уже представлял для них определенные проблемы. Все в порядке, это же москиты, они должны кусать людей, а не сбивать их с ног. Попытался успокоить себя Ван Буэлэ. Он раздумывал, а не приказать ли ему кусить кого-то, но в павилоне дхармического оружия не нашлось тех, с кем бы он враждовал. Лин Тяньхау находился в уединении, по приказу Ван Буэлэ москиты сделали несколько кругов вокруг пещеры, куда недавно переехал Лин Тяньхау, к сожалению, им не удалось проникнуть внутрь. Куда запропастилась эта бесстыжая мартышка, когда она так нужна? Разочарованно пробормотал Ван Буэлэ. Он планировал проверить силу укусов москитов на обезьяне, либо на Лин Тяньхау, когда тот выйдет из пещеры. Позвав их обратно, он подумал, точно, надо проверить их прочность. Когда москиты вернулись к Ван Буэлэ, он попробовал раздавить одного. Москит оказался довольно крепким, но стоило Ван Буэлэ использовать свою силу, хрусь, насекомое было раздавлено. Ван Буэлэ с тревогой послал в ножны ещё духовной энергии, по взмаху его руки появился новый москит. Глаза Ван Буэлэ заблестели. После нескольких попыток он установил, что москиты могли восстанавливаться бесконечное число раз при условии наличия у него духовной энергии. Потрясающе! Ван Буэлэ мысленно систематизировал все полученные данные. Как потенциальный мастер оружия, который мог создавать духовные сокровища, он был серьёзно впечатлён. Он не знал, насколько сильнее были бы ножны с настоящими иглами цемеча, которые должны были получиться, если бы он в точности следовал инструкциям Лапули. Насколько он мог судить, эти видоизменённые ножны были ничуть не слабее, а в некоторых аспектах они даже превосходили оригинал. Пока Ван Буэлэ испытывал москитов, за много километров от Дао Академии посреди огромной горной цепи был зажжён сигнальный огонь. Издалека казалось, будто горы находились во власти мрака, среди которого в небо поднимался одинокий столб сигнального дыма. От дыма исходила ни с чем несравнимая аура, словно ничто на свете не могло развеять его, он соединялся с небесным сводом и расходился широкими кольцами. Если подойти к горам достаточно близко, то можно было увидеть странный металлический отлив. На вершине горы, с которой поднимался столб дыма, стояла огромная крепость. Величественная крепость была сделана не из кирпичей, а из особого металла с чёрным отливом. Стены, сооружённые на склоне горы крепости, были усеяны шипами. Их длина различалась, но все были заляпаны запёкшейся кровью. На концах некоторых шипов находились круглые платформы. На них стояли огромные пушки, композитное духовное сокровище, изобретение Федерации. Эти пушки обладали чудовищной огневой мощью. Вдоль всего периметра стен на шипах располагалось настолько много таких духовных сокровищ, что их невозможно было сосчитать. Сама крепость простиралась очень далеко в обе стороны, куда больше потрясали крепостные стены высотой пять тысяч метров. Выглядели они как гигантские врата, запечатывающие небо и соединявшие всю горную цепь. Величественные стены отделяли внутренние территории Федерации от внешнего мира. За их пределами лежала полоса выжженной земли, а еще дальше бескрайние джунгли. Доносившийся исчащий оглушительный звериный рев был услышан на много километров окрест. Эти дикие земли были территорией чудовищ. Глава 170. Седьмая крепость. Редкие вспышки молнии озаряли полчища крылатых существ в небе, орда чудовищ быстро приближалась, духовные сокровища снаружи крепости открыли огонь, прежде чем они успели подобраться достаточно близко. С громоподобным грохотом пушки обрушили на чудовищ гратослепительных лучей, громовые птицы не успели сбежать, их настигла мгновенная смерть, от их предсмертных криков кровь стыла в жилах. Внутри крепости снова лисолдаты. Такое давно уже стало для них обыденностью, они служили в одной из главных крепостей, защищавшей федерацию, называлась она Седьмые врата. Семь главных крепостей располагались в разных частях федерации, в юрисдикции каждой из них находились сотни малых крепостей в подконтрольных им областях. Военный контингент был расквартирован в крепостях круглый год, их силами время от времени отражались подбирающиеся границы малые орды чудовищ. В каждой главной крепости находился генерал, и сотни подконтрольных крепостей. Их главная цель заключалась в защите человечества от чудовищ. На вершине башни Седьмых врат стоял генерал Джоу, который вместе с Джоу Лу посещал турнир павильона боевых искусств. Сложив руки за спиной, он долго не сводил глаз джунглей вдалеке, судя по нахмыренным бровям, он был немного обеспокоен. У прогноза Федерации ожидается малочисленное нашествие чудовищ. Так почему последние несколько дней мне так неспокойно? Пробормотал себе под нос генерал Джоу, а потом уже заметно громче скомандовал. Свяжитесь с четырьмя Дао Академиями. В этом году нам потребуется больше людей. Приказ генерала в этот же день был передан четырем Дао Академиям. Примерно в это же время пришли запросы из других крепостей. Пока Академии занимались подготовкой, Ван Бууале пребывал в отличном настроении после испытания москитов. По дороге домой негромко что-то насвистывал, когда из-за поворота показалась пещера Бессмертного, откуда ни возьмись, прилетела верёвка. Она обвила не Ван Бууалы, а ствол большого дерева неподалёку. Под конец она завязалась петлю. Кто здесь? Ван Бууале молниеносно шагнул вперёд, а взмахом рукава вызвал девять москитов. Его правая рука уже была в перчатке, а левую оплетали едва заметные духовные пряди. Он остороженно долго вглядывался в направление, откуда прилетела верёвка. Ничего подозрительного обнаружить не удалось. Он повернулся к свисавшей светке петли. Эта верёвка принадлежала к когорте обычных хромических артефактов Острова Верхней Академии. Поначалу Ван Бууала не узнал её. Как вдруг у него округлились глаза. «Это что, она?» Ван Бууала подошёл к ней, чтобы получше разглядеть. В ней чувствовалось присутствие его печати. «Это правда?» Недоверчиво прошептал он. Эту верёвку он сплавил с оружейным песком несколько месяцев назад. Во время испытания она улетела в небо и не вернулась. Ван Буала совсем о ней забыл. Кто мог подумать, что она вернётся через несколько месяцев. С этой верёвкой что-то серьёзно не так. С усталым вздохом Ван Буала снял верёвку с дерева. Он планировал изучить её поподробнее по возвращению домой. Возможно, ему удастся как-то её улучшить. В противном случае от неё не было никакого толка. В бою не было смысла использовать верёвку, которая при броске во врага улетала в небо и не возвращалась несколько месяцев. Оставался открытым другой вопрос, где всё это время пропадала верёвка. Ван Буала затруднялся ответить на этот вопрос. Он задумчиво убрал верёвку в бездонную сумку и двинулся к пещере Бессмертного, дома сразу же направился к плавильной печи. Через несколько часов он вышел, закрыл за собой дверь и раздражённо вздохнул. Верёвка была какой-то неразрешимой головоломкой. В ходе изучения он выяснил, что все начертания в ней полностью изменились. Начертания превратились в беспорядочные переплетения линий, ему так и не удалось раскусить получившийся шифр. Ничего не оставалось, как убрать верёвку до тех времён, когда он начнёт лучше разбираться в тхармическом оружии. О верёвке можно подумать и потом. Я уже отвечаю минимальным требованиям мастера оружия. Следующий шаг — освоить переплавку духовных сокровищ третьего ранга, а также подготовить сокровища для экзамена. С этой мыслью Ван Боулэ открыл список тхармического оружия. Пробежившись по нему глазами, Ван Боулэ остановился на строчке с названием Драконий Клык. Среди духовных сокровищ третьего ранга Драконий Клык считался одним из лучших сокровищ. Переплавка бросала ученику вызов не только из-за сложности начертаний, но и очень редких материалов. Помимо металлов и драгоценных камней требовалось большое количество клыков-чудовищ, рядом даже имелась приписка «Качество используемых клыков напрямую влияет на качество духовного сокровища». В теории, если в глубокой бездне море убить морского дракона, свирепое существо, которое появилось с началом эры духовного истока, и собрать его клыки, получившийся артефакт сможет посоперничать с духовным сокровищем пятого ранга. Тот же принцип распространялся на любые другие зубы чудовищ сильнее морских драконов. Такие клыки по экспоненте повышали силу духовного сокровища. Это духовное сокровище выглядит как булава. Ван Буал разглядел изображение духовного сокровища в списке хромического оружия, он все еще колебался. После изучения списка он пришел к выводу, что только созданием драконего клыка мог гарантировать себе повышение. Клыки-чудовищ продаются на павильоне от хромического оружия, правда не очень много, да и выбор оставляет желать лучшего. К тому же для этого драконего клыка требуется стержневой зуб. Что же мне использовать в качестве ядра сокровища? Ван Буал серьезно задумался, с охмылкой он подумал об алмазной обезьяне. У тупой мартышки очень белые зубы. Явно в хорошем состоянии. Если мне удастся наложить руки на один из них и использовать его в качестве ядра, тогда духовное сокровище получится очень сильным. Соблазн был силен, но Ван Буал понимал, что добыть зуб обезьяны будет очень сложно. Даже если не учитывать фактор сложности афишировать наличие у него клыка было не очень хорошей идеей, с некоторым сожалению он начал прокручивать в голове список потенциальных вариантов. В павильоне от хромического оружия нашлось несколько любопытных экземпляров, если судить по ответам учеников, откликнувшихся на объявление Ван Буал о покупке зубов и клыков чудовищ. Многие из них учились в павильоне боевых искусств. В их распоряжении было много зубов и клыков чудовищ. После непродолжительных поисков Ван Буал приметил клык свирепого волка. Его клык мог стать сердцем духовного сокровища, которое он собирался переплавить. Эти волки путешествовали стаями, взрослая особь могла потягаться по силе с человеком на второй, а может даже на третьей ступени истинного дыхания. Эти жестокие звери выглядели крайне пугающе, их тело покрывали отростки по форме, напоминающие человеческие пальцы. У человека, впервые видевшего это чудовище, волосы от страха вставали дыбом. К тому же в притве на острых зубах зверя скрывался яд. Ван Буал и этот клык обошелся в кругленькую сумму. После нескольких тестов он пришел в восторг. По его мнению, этот клык хорошо подходил в качестве ядра для его духовного сокровища. Не успел он задуматься о покупке дополнительных зубов и клыков. Как по острову Верхней Академии со скоростью лесного пожара распространилась новость. Эти вести многих учеников застали врасплох. Все-таки на острове Нижней Академии у них не было доступа к такого рода информации. До попадания в Верхнюю Академию они лишь в общих чертах знали о проблеме. Здесь они наконец поняли, как все устроено и познали весь ужас, который несли с собой орды чудовищ. Новость очень быстро дошла до Ван Буалэ. В сети ежечасно появлялось все больше новой информации. Ван Буалэ отложил свои покупки и сосредоточился на грядущем нашествии чудовищ. Заметки и посты в сети лишь подтвердили то, что он и так уже знал. В федерации служило семь генералов. Во время войн с чудовищами семеро генералов расширили территорию федерации, продвинув границы вглубь диких земель. Под конец войны они основали семь главных крепостей, их окружали сотни малых крепостей, в их задачи входила охрана границы и уничтожение всех приближающихся чудовищ. Каждую весну начиналось нашествие чудовищ, это был сезон военных действий для крепостей во всей федерации. Четыре ДАО Академии наслаждались своим высоким статусом не просто так. Они тоже несли на своих плечах часть ответственности. Каждый год Академии посылали своих учеников в семь главных крепостей, там ученики переходили под командование военных. Их помочь в сражении с чудовищами считалась формой культивации. Ученики боевых искусств занимались истреблением тварей, алхимики-врачеванием, эксперты по магическим формациям поддерживали войска своими формациями. У учеников с других павильонов были свои задачи. Что до учащихся с павильон надхармического оружия, они занимались ремонтом и восстановлением поврежденного надхармического оружия, в основном огромных композитных духовных сокровищ в крепостях. Любой ученик, направленный в одну из крепостей, мог не вернуться домой. Выживших ждали награды и почести в Академии, в личном деле ученика ставилась особая отметка об участии в военных действиях. Очень полезная строчка в резюме при поиске работы в системе государственных органов Федерации. Пока в сети обсуждали новости о предстоящем нашествии чудовищ, Ван Боуле получил сообщение от Академии. Ему вместе с Чень Юйтуном надлежало отправиться в седьмую крепость. Глава 171 Истребить целый вид Следом за приказами пришло голосовое сообщение от Чень Юйтуна. Младший брат Боуле, ты, вероятно, уже получил сообщение. В седьмой крепости мы будем отвечать за ремонт и восстановление композитных духовных сокровищ. Практически всех учеников павильона дхармического оружия распределили по главным крепостям. Моя команда состоит из нескольких человек. Тебя, Джоу Пенхая и кого-то по имени Суньфан. В федерации всего семь великих генералов, седьмой крепостью командует Джоу Десси. После небольшой паузы он спросил. Младший брат Боуле, ты знаешь, как стать генералом? Главная крепость, дхармическое оружие девятого ранга и покорение новых земель для человечества нет более великой почести, чем стать генералом. Чэнь Юи Туна переполнял восторг, похоже, ему не терпелось принять участие в военных действиях. Если кто-то хочет стать генералом, ему нужно истребить целый вид, уничтожить любой из двадцати самых опасных видов существ из бестиарии Федерации, выжечь линию крови до последней капли. Тогда-то человека и наделяют почетным званием генерала. С появлением генерала Федерация начинает экспансию в дикие местности, где обитают чудовища. На захваченных землях возведут новую главную крепость, там зажгут вечный сигнальный огонь, который будет внушать страх в сердца чудовищ. Вечный сигнальный огонь — это тхромическое оружие девятого ранга. Для его создания Федерация собирает всех ныне живущих практиков тхромического оружия, в его основу ложится духовная кровь уничтоженного вида. У меня две мечты. Создать живого автоматона и уничтожить целый вид чудовищ, стать генералом, сигнальный огонь. При упоминании о мечтах в голосе Чэнь Юйтуна послушались страстные нотки. После своей пламенной речи он сообщил дату их отлёта. Ван Буоле отложил нефритовую табличку и тяжело вздохнул. Сейчас он пытался переварить услышанное от Чэнь Юйтуна. Ван Буоле был человеком осторожным, но точно не трусом. С сильным и благородным характером, хотя и со склонностью к насилию. Он понимал, постоянные угрозы со стороны чудовищ подобно топору палача нависала над шеей федерации. Многие полагали, что рано или поздно разразится вторая война с чудовищами. Относительно титула генерала и вечного сигнального огня ни то ни другое не было конечной целью Ван Буоле. Он мечтал стать президентом федерации. Чтобы стать генералом надо истребить целый вид чудовищ. Тогда для того, чтобы меня избрали президентом, мне нужно уничтожить десять видов, расширить границы, возвести десять главных крепостей и зажечь столько же вечных сигнальных огней. В противном случае не смогу держать генерала в узде. После глубокого вздоха в его глазах появился яркий блеск. Он с такой же страстью, как Чин Юй Тун относился к идее захвата для человечества новых земель. С этой мысли Ван Буоле начал подготовку. Он отсортировал свои дхромические артефакты и купил немало пилюль. У него над головой то и дело пролетали летающие корабли, несущие на борту по 3-5 человек. Некоторые ученики решили пораньше отправиться в назначенные взглядом. Ван Буоле самому уже не терпелось отправиться в путь. Как говорянный с Чин Юй Туном дать его лета, он приобрел все необходимое для путешествия. Рано утром четвертого дня Ван Буоле покинул пещеру Бессмертного и направился к дисциплинарному департаменту, предвкушая скорое начало их задания. На месте он обнаружил Джо Панхай и Сунь Фана. Эти двое пришли еще раньше и теперь дожидались Чин Юй Туна и Ван Буоле. Сунь Фан нервно переминался с ноги на ногу. Он старался не допускать вольности при разговоре с Джо Панхайем, время от времени стреляя глазами из стороны в сторону. Заметив Ван Буоле, он сделал судорожный вдох и сделал несколько шагов ему навстречу. Не успел Ван Буоле подойти, как Сунь Фан в спешке накрыл ладони кулак и низко поклонился. Фан Сунь приветствует старшего брата Вана! Джо Панхай неподалеку странно покосился на своего собеседника. До него доходили слухи о новом имени Сунь Фана. При виде того, как Сунь Фан расшаркивался перед Ван Буоле, его губы невольно тронула улыбка. Он тоже накрыл ладони кулак и уважительно поприветствовал Ван Буоле. На приветствие Сунь Фана Ван Буоле рассмеялся и похлопал его по плечу, после чего подружески поздоровался с Джо Панхайем. В ожидании последнего члена команды они коротали время за приятной беседой. От простого хлопка по плечу Сунь Фан почувствовал себя так, будто у него камень свалился с плеч. Довящая тяжесть, которая очень долго не давала ему покоя, наконец исчезла. Он заметно приободрился, правда из его позы не исчезло напряжение. Чтобы не говорили Ван Буоле или Джо Панхай, он согласно кивал. Вскоре пришел Чен Юй Тун. Он тоже был полностью готов. Взглянув на Ван Буоле и остальных, он рассмеялся и без лишних слов достал свой корабль. Летающее судно Ван Буоле ни в какое сравнение корабля Чен Юй Туна было заметно даже не специалисту. К тому же он вмещал в себя до десяти пассажиров и был выкрашен в серебряный цвет. По одному внешнему виду было понятно, что это штучная работа. Отправляемся! Взмахнув рукой, Чен Юй Тун запрыгнул на борт, следом за ним поднялся Ван Буоле, потом Джо Панхай и, наконец, немного зажатый Сунь Фан. Когда все заняли места, Чен Юй Тун сделал глубокий вдох и обратился к товарищам. Господа, на время выполнения этого задания, нам надо стать командой. Надеюсь, мы все вернемся домой целыми и невредимыми. Чен Юй Тун вспыхнул духовной энергией, в плане культивации, пика стадии истинного дыхания, он превосходил Ван Буолы и остальных. Как только его энергия соединилась с кораблем, все на борту почувствовали вибрацию, а потом судно на огромной скорости взмыло в воздух. В мгновение ока летающий корабль покрыл огромное расстояние. Ван Буоле стоял в центре корабля, его взгляд был направлен на стремительно уменьшающееся озеро Зеленолесье, он старался дышать неспешно и размеренно, мысленно он был решительно настроен выполнить порученную им миссию. Корабль Чен Юй Туна отличался от транспорта простых людей и тех, кто находился на стадии древних боевых искусств. Будучи одним из лучших учеников Острова Верхней Академии, популярным кандидатом на пост вице-главы павильона, а также практиком скультивации и пика истинного дыхания, Чен Юй Тун имел в своем распоряжении очень быстроходное судно. С таким кораблем они могли за несколько часов преодолеть внушительное расстояние между Академией и Седьмой Главной Крепостью. Если бы Ван Буала добирался туда на корабле Острова Нижней Академии, то путешествие заняло бы куда больше времени. Все-таки простым летающим кораблям приходилось снижать скорость в плохих погодных условиях, тогда как корабль Чен Юй Туна благодаря его высокой культивации мог безопасно проходить практически через любую непогоду. Хотя и существовали определенные погодные атмосферные аномалии, куда бы ни рискнул сунуться даже Чен Юй Тун. Что до угрозы со стороны чудовищ, на просторах Федерации обитало немало опасных существ, но большинство из них находились на уровне древних боевых искусств. Твари, чья сила равнялась стадии истинного дыхания, держались от людей подальше. Федерация планировала истребить всех чудовищ внутри своих границ, но это было практически неуполнимой задачей. Каждый год под влиянием духовной энергии огромное количество простых зверей мутировало в чудовищ, даже если бы Федерация всерьез взялась за дело, у нее бы ничего не вышло. По неизвестной причине Федерация занималась истреблением чудовищ стадии истинного дыхания. Каждый год специализированный департамент занимался точечным уничтожением таких существ. Некоторые враждебные территории, похоже, заключили с Федерацией негласный пакт о ненападении. Голубое небо пересекало белая черта. Корабль Чен Юй Туна с грохотом, разносящимся на многие километры вокруг, мчался через облака, могло показаться, будто это был не грохот, а рев какого-то огромного зверя. Чен Юй Тун и Ван Буолэ стояли на носу корабля, оба смотрели на летящие впереди земли. Под ними проносились города и населенные пункты поменьше, территорию между ними представляли собой густые джунгли, без намека на людское присутствие. Несколько раз им поболись руины разрушенных мегаполисов. Человечество проигрывало войну с чудовищами, больше половины населения планеты погибло. Негромко сказал Чен Юй Тун, когда корабль проносился над очередными руинами города. Я много читал о той войне. В то время среди всех политических сил федерации не существовало человека с культивацией выше стадии возведения основания. Никому не удавалось подняться до стадии создания ядра. У чудовищ с другой стороны было три короля на стадии создания ядра. Когда казалось, что надежды уже нет, одному человеку федерации наконец удалось пробиться со стадии возведения основания на стадию создания ядра. Это был поворотный момент войны. Тогда же появилось и божественное оружие. Из борьбы за божественное оружие с чудовищами и другими политическими силами победителями вышли четыре великих дау-академии. Благодаря божественному оружию федерация переломила ситуацию и одержала сокрушительную победу. Она построила семь главных крепостей и уничтожила всех королей-чудовищ. К сожалению, им не удалось истребить всех чудовищ. Однако я верю, что наш прогресс не остановить. Когда-нибудь планета будет полностью принадлежать нам. Глаза Чанью и Туна свирепо сверкнули, в душе Ван Боулы разыгралась настоящая буря эмоций. Он хотел высказать своё мнение, но тут впереди показалась горная долина и крепость. Стены из чёрного металла покрывали жутковатого вида шипы. Между ними примастилось множество круглых платформ с огромными пушками. От крепости сходила невероятная по своей силе довещая аура. Солдаты на стенах и внутри крепости тоже внушали трепет своей аурой. «Мы на месте?» Ван Боулы неотрывно смотрел вниз. Чанью и Тун, Джоу Панхай и Сунь Фан проследили за его взглядом. «Это малая крепость. Впереди находится седьмая главная крепость. Вот там-то нам и нужно отрапортовать о своём прибытии», неграммко сказал Чанью и Тун. «Вот это вот малая крепость?» с удивлением переспросил Ван Боулы. Только сейчас он заметил множество похожих крепостей, разбросанных по региону. Их размеры никак не ассоциировались со словом «малый». Чаще всего они стояли в горах, повторяя заглавной крепостью, все вместе крепости создавали заградительную линию. Через час Чанью и Тун сообщил о скором прибытии в седьмую крепость. Ван Боулы ошеломлённо уставился на чудовищных размерах стену из металла в горах вдалеке. Не существовало слов, чтобы описать эмоции, которые он сейчас чувствовал. Крепость впереди по размерам и масштабу во много раз превосходила виденные малые крепости. Он никак не мог отвести глаз от грандиозных врат, словно бы подпирающих само небо. В этот самый момент немыслимого потрясения он увидел поднимающийся из-за крепостных стен столб дыма. В вышине он расходил с огромными черными кольцами. Вечный сигнальный огонь. Глава 172. Знаменитость? Диаметр столба дыма превышал 30 метров. Издалека черный дым впечатлял, а вблизи от его вида перехватывал одух. Никто не видел источника этого дыма, не мог понять, откуда он брался. Глазу было виден лишь поднимающийся в глубокое небо столб дыма, который напоминал вихрь. В вышине черные кольца дыма становились похожими на огромный глаз. В сигнальном дыму ощущалась невероятная духовная сила, казалось, её было достаточно, чтобы сравнять с землей целую гору. Даже практики истинного дыхания вроде Ван Буэлея, Чэнь Юй Туна обратились бы в пепел при контакте с этой силой. «Тхармическое оружие девятого ранга! Мощнейшее оружие, которое на данный момент может производить Федерация!» Чэнь Юй Тун шумом втянул в лёгкий воздух, дыхание Ван Буэлэрдом с ним стало прерывистым. Сигнальный дым действительно впечатлял, но он не шёл ни в какое сравнение с огромными вратами, угрожающего вида шипами и стенами из блестящего металла, за которыми лежали выжженные земли. Там даже духовная энергия ощущалась совсем по-другому, как бы говоря, что там лежали земли, совершенно не похожи на территорию Федерации. За стенами поджидал первобытный безумный жестокий мир. «Седьмая главная крепость!» – прошептал Ван Буэлэ. Неподалеку от крепости летающий корабль оказался в зоне действия магической формации. Внезапно судно лишилось энергии, но потом его словно подхватила невидимая рука, занесла за стены и мягко опустила среди бараков. Во время снижения они увидели десятки судов, приближающиеся к крепости, в них летели ученики из других академий. Их тоже сначала останавливала магическая формация, а потом парковала внутри крепости. Огромный военный лагерь вмещал в себя сотни тысяч воинов, после приземления Ван Буэлэ и остальные покинули корабль. К ним тут же подошёл солдат, отдав воинское приветствие, он назывался их сопровождающим, напряжённая атмосфера военного лагеря повлияло на Ван Буэлэ. Их группу из четырёх человек после нескольких контрольно-пропускных пунктов провожатый привёл к армейской палатке. «После регистрации вы получите задание! Спасибо вам за неотценимую помощь!» Молодой парень в военной форме отсылитовал им со словами «За человечество!». Чен Юй Тун, Ван Буэлэ и двое их спутников в ответ почтительно чуть наклонили головы и накрыли ладонями кулаки. Молодой солдат пошёл к взлётной площадке встречать других прибывших. Снаружи палатки в ожидании стояло около сотни человек, каждый из них находился на стадии истинного дыхания. Судя по разноцветным нарядам, они были из разных дау-академий. Одни оживлённо болтали, вторые явно нервничали, третьи молчали, некоторые мрачно поглядывали на дикие земли вдали. «В этот раз четыре дау-академии прислали многовато людей», — шёпотом сказал Чен Юй Тун, Ван Буэлэ. Ван Буэлэ кивнул. Он заметил, как через пропускные пункты проходило всё больше людей. Пока они ждали, люди, стоящие впереди, узнали Чен Юй Туна, некоторые подошли поздороваться. Помимо товарищей с острова Верхней Академии дау-академии эфира, к нему подходили ученики трёх других академий. Чен Юй Тун с улыбкой всех приветствовал, он обладал безукоризненными манерами и харизмой, он представлял Ван Буэлэ своим друзьям и знакомым, умело включая его в разговор. Джо Пэн Хай и Сунь Фан с завистью смотрели на Чен Юй Туна в окружении большого количества людей, завистливые взгляды доставались и Ван Буэлэ, которому Чен Юй Тун уделял особое внимание. Оба понимали, что не могли соперничать с Чен Юй Туном, чьи связи распространялись на все четыре дау-академии, удивляло другое. Ван Буэлэ с естественной непринуждённостью заводил друзей и новые знакомства. «Ван Буэлэ! Это Ван Буэлэ!» Ван Буэлэ улыбался и дружелюбно разговаривал со всеми, с кем его знакомил Чен Юй Тун. Те ученики четырёх великих дау-академий, кто только пришёл к палатке, заметили столпотворение. Узнав Ван Буэлэ, многие резко менялись в лице. Среди них были те, кто посещал деревню истинного дыхания и получил повышение до верхней академии в своих учебных заведениях. Они прекрасно знали, кто такой Ван Буэлэ. Одни натянуто улыбались, другие всё же подходили, чтобы поздороваться. Такое странное поведение заинтриговало Чен Юй Туна. Он потянул Ван Буэлэ за рукав и шёпотом спросил. «Младший брат, почему они так странно на тебя косятся? Что с ними не так?» «Не обращай внимания. Если кратко, то они думают, что в деревне истинного дыхания я украл предназначенные им судьбой духовные корни». С надкой самодовольства в голосе сообщил Ван Буэлэ. Он вкратце пересказал свои приключения в деревне истинного дыхания, а Джоу Пэнхай и Сунифан уставились на него со смесью страха и благоговейного трепета, словно перед ними стоял полубог. Чен Юй Тун тоже изменился в лице. Эта история позволила ему по-новому взглянуть на своего младшего брата. Он похлопал Ван Буэлэ по плечу, но так не успел ничего сказать. Одна девушка в группе прибывших внезапно заметила и закричала. «Ван Буэлэ!» Она носила халат до Академии Белого Оленя, миниатюрная красавица хмырила свои изящные брови и, судя по напряженным скулам, скрежетала зубами. «Ли-и?» Ван Буэлэ обернулся энергично и помахал. Это действительно была Ли-и. Она одарила Ван Буэлэ с попеляющим взглядом, а потом фыркнула и демонстративно отвернулась. После этой сцены Чен Юй Тун вопросительно посмотрел на Ван Буэлэ. «С ней ты тоже познакомился в деревне истинного дыхания?» — шепотом спросил он. «Ага. Своенравная девочка. Она хотела раздеть меня до гола. К счастью, был на стороже, а то кто знает, как бы всё обернулось!» — поделился Ван Буэлэ. Чен Юй Тун открыл рот, словно хотел что-то сказать. Пору секунд он так и не смог подобрать подходящих слов. С натянутой улыбкой он покачал головой. Что-то Джо Панхай и Суньфана оба ошламленно застыли. Оставшееся время люди снаружи палатки пытались узнать друг друга получше. Когда подходила чья-то очередь, они скрывались внутри. Спустя какое-то время полок откидывался, и они улетали с площади на своих кораблях. Похоже, регистрация снимала эффект судов, который накладывала на них магическая формация. Наконец пришёл черед группы Ван Буэлэ. Внезапно вдалеке прогремел взрыв, как будто был пробит звуковой барьер. Такой громкий звук больно резанул по ушам всем присутствующим, люди задрали голову вверх, от увиденного многие поменялись в лице. Ван Буэлэ тоже посмотрел на небо, где через дикие местности к крепости летело три огромных чудовища. Длина существ в небе превышала 30 метров, их змеиные тела покрывали усики, а из спин торчало несколько пар крыльев. Сверепые существа летели очень быстро, эманации к культивации внушали страх, по силе она превосходила культивацию Чанью и Туна. От приближения гигантских существ задрожали крепостные стены, изнутри в них ударили три луча света такой разрушительной силы, что казалось, они могли пронзить сами небеса. Свет нес с собой волну обжигающего жара. Три летающих чудовища попытались уклониться, но у них ничего не вышло. Свет пробил их насквозь, превратив в облака кровавого пара. Смерть настигла их мгновенно. «Это пушка-вулкан!» — восторженно воскликнул Чанью и Тун. Однажды Федерация собрала всех лучших практиков хромического оружия. В результате их исследований им удалось соединить сотни духовных сокровищ в огромную пушку, обладающую разрушительной силой. Дао Академия поручила нам защиту и ремонт этих пушек. Ван Буэлэ не ожидал такой чудовищной мощи от пушек вулкан. Внезапно он осознал, что солдаты неподалёку вообще не обратили внимания на шуму залп пушек. Солдаты уже давно привыкли к подобным происшествиям. Вот как выглядит линия фронта. Ван Буэлэ попытался успокоить себя. Он заметил вулканы, о которых рассказал Чанью и Тун ещё на подлёте к крепости. Пока он размышлял об их огневой мощи, из палатки вышла группа людей. Попрощавшись с Ван Буэлэ и его спутниками, они улетели на своих летающих кораблях. Чанью и Тун глубоко вздохнул и посмотрел на Ван Буэлэ. Вместе они вошли в палатку. Джоу, Пэн Хай и Сунифан справились с изумлением и поспешили следом. Внутри палатки было не очень просторно. По обе стороны письменного стола в центре палатки стояло по два человека. За столом сидела суровая девушка в военной форме. Более внимательный наблюдатель заметил быстроптивые искорки в её глазах. При виде девушки Джоу, Пэн Хай и Сунифан заметно оживились, Чанью и Тун никак не отреагировал, а вот Ван Буэлэ застыл как вкопанный. Только не она. Он неосознанно потер переносицу. Ситуация складывалась не лучшим образом. Девушку за столом звали Джоу Лу. Появление Ван Буэлэ ничуть её не удивило. Она видела список ещё до начала сборов, поэтому узнала о прикреплении Ван Буэлэ к крепости. Её взгляд был холоднее льда. «Ван Буэлэ, помнишь меня?» — с усмешкой спросила она. Чанью и Тун, Сунифан и Джоу Пэн Хай удивлённо повернулись к Ван Буэлэ. Людей в крепости, знавших Ван Буэлэ, с каждой минуты становилось всё больше. Ван Буэлэ моргнул. С его характером в Дау Академии Эфира он бы без проблем пошёл бы на конфронтацию, но сейчас он играл на чужом поле. Во временном отступлении не было ничего зазорного, поэтому он вопросительно посмотрел на Джоу Лоу и непонимающе спросил. «Красавица, мы знакомы?» Глава 173. Затишье перед бурей. От слов Ван Буэлэ Джоу Лоу лишилась дара речи. Его отрицание было ожидаемым, но она не предполагала, что её назовут красавицей. Комплимент не произвёл должного эффекта. Она демонстративно фыркнула. Сейчас было не время для мести. Она пристально посмотрела на Ван Буэлэ, а потом поднялась из-за стола и поприветствовала Чин Юй Туна. «Должно быть, ты старший брат Чин Юй Тун. Мне нужна нефритовая табличка, которую вам выдали в Дау Академии Эфира». Вежливо попросила Джоу Лоу. Вне зависимости от её воинского звания, при общении с кем-то вроде Чин Юй Туна требовалось проявлять вежливость. Дело было не только в уровне культивации, но и его семье. А один из кандидатов на пост вице-главы павильона тхромического оружия обладал высоким статусом даже за пределами Академии. Чин Юй Тун задвинул подальше непрошенные мысли, после чего спокойно передал нефритовую табличку. Несмотря на более слабую культивацию Джоу Ло, он вёл себя с ней уважительно. Это произвело положительное впечатление на Джоу Ло, к тому же Чин Юй Тун был хорош собой и обладал манерами настоящего джентльмена. С таким статусом культивации он всегда пользовался популярностью как у учеников, так и у учениц Острова Верхней Академии. Тем не менее он ни с кем не встречался, предпочитая одиночество. Во время разговора с Чин Юй Туном Джоу Ло зарегистрировал нефритовую табличку с назначением отдал Академии Эфира. В итоге их прикрепили к одной из малых крепостей. В ходе нашествия чудовищ им предстояло чинить и следить за состоянием пушек вулкан в этой крепости. Уточнив все детали своей миссии и получив военный пропуск, Чин Юй Тун вместе с Ван Боу Ло и остальными вышли на улицу. А Джоу Лоу мрачно проводила взглядом Ван Боу Ло. «Я не стану пользоваться служебным положением в личных целях», — мысленно фыркнув, подумала она. «Если бы я хотел отомстить, то мне бы не составило труда устроить ему по-настоящему райскую жизнь. Придёт время, и я отомщу». Она перевела взгляд, сопустившись на место пологопалатки на письменный стол. Ей ещё предстояло много дел. Погрузившись в летающий корабль, четверо учеников СДА у Академии Эфира полетели к назначенной им крепости. Внутри Джоу Пэнхай, Сони Фан и Чин Юй Тун вопросительно посмотрели на Ван Боу Ло. Первые двое не считали корректным задавать вопросы, но Чин Юй Тун не удержался и спросил. «Боу Ло, ты явно знаком с этой девушкой? Тоже познакомились в деревне истинного дыхания? Неужто и она хотела раздеть тебя дегала? Хотя что-то не складывается. Не припомню, чтобы она училась в нашей или трёх других ДАО Академиях. В противном случае она бы никогда не попала в армию в стульюном возрасте. Должно быть, подсуетился кто-то из её семьи». Чин Юй Тун с подозрением смотрел на Ван Боу Ло, на что тут сухо покашлял. Внутри корабля не было посторонних, не было смысла и дальше скрывать правду. «Её зовут Джоу Ло», — сообщил он. «Она не пыталась меня раздеть, но я как-то раз ударил её по попе. В тот раз она носила облегающие штаны, от удара одна половинка стала больше другой. Персик превратился в тыкву горлянку, если вы понимаете, о чём я». Ван Боу Ло в красках описал их стычку, посеяв в головах троих молодых людей весьма провокационные образы. Джоу Пан Хай и Сунифан мысленно признали поражение. Глядя на Ван Боу Ло, обоих посетила одна и та же мысль. Им было очень далеко до человека, который достиг таких заоблачных высот в вопросе флирта с женщинами. Чин Юй Тун вымоченно улыбнулся и похлопал Ван Боу Ло по плечу. «Боу Ло, от женщины дни проблемы». Медленно произнес он, пытаясь донести мысль. «Мой тебе совет, держись от них подальше. Избавишь себя от кучи хлопот? Я знаю это по своему опыту». Слова Чин Юй Туна показались Ван Боу Ло немного странными, но он не успел как следует всё обдумать. Их корабль долетел до нужной крепости. Эта малая крепость стояла на вершине горы, издалека крепость представляла собой угольный чёрный гигантский полумесяц. Высота стен растянувшихся более чем на три километра достигала нескольких сотен метров. Страна, смотрящая на дикие джунгли, была выполнена в виде дуги. От неё, словно ветки дерева, расходились шипы с круговыми платформами, чем-то всё это напоминало ложку. На платформах возвышалась по 30-метровой пушке вулкан, за каждой платформой были закреплены солдаты, а в некоторых случаях их количество достигало тысячи человек. Некоторые солдаты отвечали за базовый ремонт вулканов, другие занимались истреблением чудовищ во время нашествия и не давали им пробиться к пушкам и повредить их. Такая система была принята по двум причинам. С одной стороны, пушки вулкан нужно было защищать, с другой, после критического повреждения они взрывались. По этой причине их нельзя было устанавливать слишком близко к крепости. По обеим сторонам от крепости среди гор мерцал полупрозрачный магический барьер. Он пробирался в обе стороны от крепости. Этот барьер не только защищал крепость от чудовищ из диких местностей, но и соединял эту крепость с двумя ближайшими малыми крепостями. Если забраться на самую высокую гору и посмотреть вниз, то можно было увидеть множество точек, малых крепостей, вокруг главной крепости. Сама она находилась в окружении поблескивающей защитной магической формации. Помимо отражения нашествий чудовищ, малые крепости защищали седьмую главную крепость от атакующих магической формации. Где бы ни началось вторжение чудовищ, духовная энергия от созданных ими атакующих магических формаций распределялась по различным малым крепостям. Такая тактика серьезно увеличивала стабильность защитной магической формации людей. В результате чудовища стали считать малые крепости потенциальными точками для прорыва, а людям пришлось снабдить все малые крепости пушками вулкан. Их было не так много, как в главных крепостях, но все равно их количество исчислилось сотнями. Вдобавок, через перемещающие формации можно было быстро послать или запросить подкрепление. На территории подконтрольной седьмой главной крепости стояли сотни малых крепостей. Вместе они составляли седьмые врата федерации. Ни одному нашествию чудовищ не удалось пробить этот нерушимый заслон. После приземления в крепости Ван Буэлэ с друзьями встретились с командующим, рослым статным мужчиной с кустистой бородой. Не успели они как следует устроиться, а их уже ждали неотложные дела. Незаметно прошло три дня. За это время Ван Буэлэ не смог выкроить время на культивацию. Под предводительством Чен Юйтуна он инспектировал пушки вулкан. К этой крепости были прикреплены ученики из всех четырех великих дао-академий. Большинство составляли практики боевых искусств, но были и алхимики, и эксперты по магическим формациям, и ученики из других павильонов. У каждого были свои обязанности. Практики тхарамического оружия занимались обслуживанием и ремонтом пушек вулкан. Включая группу Ван Буэлэ их было более дюжины. Всех распределили по имеющимся пушкам. Группа Ван Буэлэ была ответственна за 30 орудий. Относительно немного, но пушка вулкан представляла собой крайне сложное устройство. Первые три дня Ван Буэлэ изучал строение этих пушек. Его с самого начала поразила их комплексность. В основе каждой пушки вулкан находилось более сотни духовных сокровищ. Каждая из них являлась неотъемлемой частью механизма. Во время работы сила пушки превосходила совокупную мощь всех этих духовных сокровищ. Именно из-за такой сложности простые практики не могли ремонтировать их в случае поломки, солдаты не обладали нужной квалификацией для ремонта духовных сокровищ. Даже Ван Буэлэ, Джоу Панха и Суньфан выполнили роль ассистентов, непосредственный ремонт выполнял Чэнь Юй Тун. Ван Буэлэ уже мог создавать духовные сокровища, поэтому за первые три дня он серьёзно продвинулся в плане понимания устройства пушек, что удивило даже Чэнь Юй Туна. В итоге он разрешил ему выполнить ремонт самостоятельно, это серьёзно снизило нагрузку на команду. Целую неделю они приводили в порядок вверенные им пушки, после проверки всех вулканов, а также замены износившихся частей, команда Ван Буэлэ смогла наконец передохнуть. Они выполнили первую половину порученной им задачи, осталось проследить за пушками во время нашествия чудовищ. В ожидании начала вторжения Чэнь Юй Тун большую часть свободного времени заводил новые знакомства среди учеников из других академий, Джоу Панха последовал его примеру, а Суньфан подружился с офицерами крепости. Ван Буэлэ с другой стороны проводил время в компании солдат, а не их командиров. За эту неделю он заметил, что большинство из них находились на стадии древних боевых искусств. В плане культивации они серьёзно ему уступали, но в его присутствии в их глазах появлялся восхищённый блеск, а в сердцах желание оберегать. Оберегать Ван Буэлэ, а точнее защищать практиков вроде него. Такое поведение солдат долгое время не укладывалось Ван Буэлэ в голове. Хоть он и был практиком, простые люди на стадии древних боевых искусств хотели защитить его. Для них немногочисленная каста практиков символизировала надежду, их следовало защищать во что бы то ни стало. В особенности практиков, способных создавать и восстанавливать пушки вулкан. После этого осознания в душе Ван Буэлэ поселилось странное необъяснимое чувство. Многие солдаты были его ровесниками, но они уже носили шрамы. К тому же изношности сколы на ихдхромических артефактах говорили о частом использовании и ремонте. Пока он занимался культивацией в Дао Академии, эти люди сражались с чудовищами не на жизнь, а на смерть. Эти солдаты проливали кровь, чтобы у практиков было время стать сильней, а простые люди могли жить в мире. А вот почему, когда работа стала меньше, Ван Буэлэ сошелся с солдатами и приложил все силы, чтобы восстановить и убрать изъяны из ихдхромических артефактов. Его помощь вкупе с непринужденным характером позволила ему быстро найти общий язык с солдатами, с тех пор его часто можно было увидеть в их компании. В эти моменты он часто забывал о своем статусе практика. «Ну-ка, кто-то хвастал, за что сделает меня в армрестлинг! Сейчас все и выясним! Проигравший стирает носки всех присутствующих!» Сплаться перед бараками, где жило несколько сотен воинов, доносился громкий смех и обрывки оживленных разговоров. Там же сидел Ван Буэлэ, впечатав кулак мускулистого мужчину встал, а он самоуверенно улыбнулся. Глава 174. Начало нашествия чудовищ. На плацу звучал смех. Скептически настроенные солдаты в толпе решили посостязаться с Ван Буэлэ в армрестлинге. Изначально было решено, что Ван Буэлэ не будет использовать духовную энергию, допускалась только физическая сила. Вызвавшиеся солдаты находились на пике ступени укрепления пульса, один за другим они проигрывали Ван Буэлэ и в расстроенных чувствах поднимались из-за стола. После каждого раунда из толпы раздавались беззлобные комментарии. «Ван Буэлэ, хромическое оружие точно твой профиль? Ты, случаем, не адепт боевых искусств?» «Я слышал, что боевые практики 4-х ДО Академии умеют усиливать свои физические способности, но чтобы на такое был способен кто-то с павильона хромического оружия...» Ван Буэлэ самодовольно похлопал себя по животу. «Я просто красавчик! Всем известно, что красивые люди зачастую ещё и гении!» Ван Буэлэ смеялся. С орещи на плацу атмосфера действовал на него расслабляюще. Он достал пакетик снэков и забросил в рот горсть хрустящего лакомства. Объяснение Ван Буэлэ вызвало у солдат приступ смеха. Последовавшие за этим шутки и дружеское подтрунивание никак не смутили толстокожего Ван Буэлэ. У него давно выработался определённый иммунитет к такого рода вещам. Он достал целый ворох снэков и угостил ими солдат. Во время перекуса один из солдат сказал, «Ван Буэлэ, я был бы рад отплатить тебе за угощение! У тебя есть девушка? Если хочешь, могу познакомить с моей сестрой, когда вернусь домой! Она настоящая красавица!» Мускулистый солдат, недавно проигравший Ван Буэлэ, с гордой улыбкой сделал ему это предложение, уплетая снэки. Ван Буэлэ на мгновение застыл, он повидал немало разных людей, но ему впервые довелось познакомиться с кем-то вроде этого Здоровяка. «Ты пытаешься нас вести?» Другие солдаты разразились очередной порцией смеха. Здоровяк уже и не помнил, сколько предлагал познакомиться со своей сестрой. Если кто-то дарил ему подарок или оказывал услугу, он тут же рассказывал о своей красавице-сестре. Очередным упоминанием сестры он заработал в свой адрес целую кучу шуток и подначек. После комментариев его сослуживцев ситуация показалась Ван Буэлэ забавной. Мускулистый мужчина лишь усмехнулся невозмутимо жуя чипсы. На громкий хруст и шуршание пакетов на плацу не раз обращали внимание патрулирующие солдаты. Они дружелюбно улыбались при виде Ван Буэлэ. Спустя всего несколько дней о нём уже знали практически все солдаты. В плане культивации между ними лежала огромная пропасть. Солдаты были не дураками. Они видели искренность и приятный характер Ван Буэлэ, чувствовали, что он и вправду хотел подружиться с ними. Давно в крепости не звучало столько смеха. Это не ускользнуло от внимания офицеров и бородатого командира крепости, это лишь укрепило их положительное впечатление о Ван Буэлэ. Две недели прошли без происшествий. Ван Буэлэ удачно вписался в солдатское сообщество. Наконец началось вторжение чудовищ. Однажды тишину ночи нарушил пронзительный вой, перебудив всех в крепости. Выскочившие на улицу люди смотрели на небо за крепостными стенами. Ван Буэлэ в это время занимался культивацией. Он открыл глаза и в спешке покинул свою резиденцию. Под звуки тревоги солдаты крепости организованно маршировали к части крепости, где располагались платформы с более чем сотней пушек вулкан. Эта сцена подействовала на него отрезвляюще. Поежившись, он поспешил к стенам крепости. Оттуда ему открылся вид на дикие земли. Он прищурился. Между небом и землей находился странный клокочущий туман. В нём мельтешило множество свирепых чудовищ. Орда чудищ с рыком и ревом надвигалась на крепость. Их размеры варьировались от трёх до семи метров. Они отличились друг от друга не только внешне, но и по скорости. Однако все они выглядели свирепыми и опасными. Людям на крепостных стенах в нос ударил запах застарелой крови, мокрой шерсти, пота и мускуса. Внешний вид существ одновременно отталкивал и пугал. Некоторые походили на волков с двумя головами, другие на аллигаторов с шипастой спиной. Нашлись даже такие звери, которых Ван Буэлэ не смог идентифицировать. В орде чудовищ выделялись существа высотой около 20 метров, свирепые медведи, огромные слоны, динозавры и другие твари. Количество этих гигантов вызывало опасения. Больше всего Ван Буэлэ поразили 30-метровые гиганты со спалинскими стволами деревьев на плечах в арьергарде Орды Чудовищ. От одной их поступи сердце сжималось от страха, с каждым их шагом вздрагивала земля. Ван Буэлэ в крепости чувствовал, как дрожала земля у него под ногами, хоть крепости стояла на горе. К укреплениям людей приближалась огромная стая летающих чудовищ. Правда, она больше напоминала черное грузовое облако. Чудовищ надвигались словно поводок, грозивший смести любое препятствие. Ван Буэлэ впервые видел нашествие чудовищ настолько многочисленную Орду тварей, по примерным подсчетам их было больше миллиона. Слабейшее существо в Ордене уступало по силе человеку на ступени физической печати, причем были и такие, которые излучали эманации, похожие на те, что испускали практики стадий истинного дыхания. Увиденное казалось Ван Буэлэ нереальным. Практики из четырех великих дао-академий, кто впервые участвовал в войне с чудовищами, пытались унять дрожь в руках. Внезапно из сердца крепости, подобно раскату грома, раздался крик командующего. «Такая крошечная Орда-чудовищ! Дайте-ка по ним залп вулканами!» Слова бородача услышали все внутри и за пределами крепости. На платформах за стенами, где в окружении солдат стояло около сотни вулканов, внезапно прогремела серия взрывов. От залпа пушек содрогнулась вся крепость, оглушительный грохот сотни вулканов, похожий на рев железных драконов, перекрыл все звуки. Одновременным залпом пушки исторгли лучи ослепительного света. Свет переполняло огромное количество духовной энергии, ужасающей духовной силы. Даже практики стадии истинного дыхания не могли пережить удар пушки вулкан. Прямое попадание испопелило бы любого на месте. Выстрел более сотни орудий нес в себе разрушительную силу, способную сотрясти сами небеса и землю. На глазах ван Буэлэ лучи света дугой прошли по небу и обрушились на орду чудовищ. Небо и земля содрогнулись от такой мощи, ударная волна налетела на крепость, в лица защитников ударил порыв шквального ветра. Ван Буэлэ тяжело задышал, у него в ушах стоял звон после оглушительного выстрела пушек. Часть джунглей превратилась в пепелище, в воздухе осталось озвенеть только предсмертный вой уничтоженных чудовищ. Небо, казалось, потускнело, после меткого попадания один из гигантов рухнул на землю. Залп пушек уничтожил треть летающих тварей в небе, пушки произвели всего один залп, выстрел орудий, оставивший после себя выжженную землю, прорядил орду чудовищ. Сверепый вой выживших тварей усилился, несмотря на потери, орда стала приближаться к крепости еще быстрее. «Сброд!» — хмыкнул бородач и язычно скомандовал. «Канониры! Огонь на поражение! Завалите всех здоровых чудищ! Первый корпус немедленно выступайте!» Офицеры продублировали команды бородача. Вскоре Ван Буэлэ увидел, как из главных ворот вышло сто тысяч воинов, все солдаты носили доспехи и были вооружены хромическими артефактами. Жажда крови стала практически осязаемой, в бой пошли и боевые практики Четырех Дау Академий. Люди сошлись в бою с чудовищами на подходах к крепости. Началась резня! Время от времени шум боя перекрывал грохот пушек вулкан, их целью были существа ростом около 20 метров. Ситуация на поле боя вызывала беспокойство, но в действительности численность чудовищ стремительно таяла. Практики магических формаций, а также практики укоротителей животных Четырех Дау Академий тоже принимали участие в сражении. На поле боя Цирил Хаос у Ван Боулы и других практиков хромического оружия были свои задачи. Они ремонтировали закрепленные за ними пушки вулкан, дабы те могли беспрерывно вести огонь. Чен Юй Тун забрал напряженного Джоу Панхайя Суньфана, который судорожно ловил ртом воздух на проверку 20 пушек. Под надзором Ван Боулы осталось 10 орудий. Ван Боулы перемещался между платформами и проверял состояние пушек, одним глазом след за ситуацией за стенами. Рёв чудовищ, крики людей и грохот взрывов смешались у него в ушах в какую-то чудовищную какафонию. Со временем ему удалось стряхнуть с себя остатки первоначального шока. На смену растерянности пришло желание сражаться, взмахом рукава он призвал москитов. С его ладони 9 крохотных насекомых умчались в гущу сражения. Проверим силу укусов москитов. Шкуры чудовищ выглядят толстыми, да ещё вся эта шерсть. Не уверен, что у них вообще получится хоть кого-то укусить. Глава 175. Неописуемый зуд. Практики тхармического оружия находились вне опасности. Однако их технические навыки каждую минуту подвергались серьёзному испытанию. Вдобавок объём работы был просто колоссальным. Особенно тяжело приходилось Ван Боулы под чьим надзором находилось 10 вулканов. Необходимо следить сразу за 10 оружиями вынуждало его долго не задерживаться на одной платформе. После беглого осмотра он устремлялся к следующей платформе. Ему приходилось постоянно проверять уверенные ему пушки на предмет возможных неисправностей. Любые проблемы требовали немедленного устранения. Если поломка выходила за рамки его компетенции, ему приходилось вызывать чань Юйтуна. На передвижение между платформами на своих двоих уходило очень много времени, которое можно было потратить на ремонт или устранение неисправности пушек, поэтому Ван Боулы летал между 10 платформами снаружи крепости на своём корабле. Выкрыв свободную минутку, он позвал москитов. Сейчас он раздумывал о потенциальном подопытном, на которого можно было бы их натравить. Внезапно одна из пушек вулкан завибрировала в непривычной его уху тональности, как будто дестабилизировалась одна из деталей монолитной конструкции. Ван Боулы отказался от идеи непосредственного управления москитами и поспешил к проблемному вулкану. Мысленно он отдал москитам приказ кусать чудовищ стадии истинного дыхания. Времени управлять ими напрямую у него не было. Девять москитов улетели на охоту. Вскоре они нашли подходящую цель. Существо похоже на леопарда. Аура его культивации превосходила стадию древних боевых искусств и находилась на стадии истинного дыхания. Коварное существо со звериной грацией ловкости перемещалось по пулю боя, леопард избегал боевых практиков 4D у Академии, его интересовали только солдаты стадии древних боевых искусств. Мощным прыжком он накидывался на солдат, разрывал зубами шею и растворялся в хаосе сражения. С холодным блеском в глазах леопард увернулся от атаки одного из боевых практиков и хищно оскалился. Звериный взгляд был направлен на горло рослого солдата, который сражался со зверем древних боевых искусств. В этот момент неподалёку показались девять москитов. Они незаметно приземлились на леопарда. Их крохотные хоботки не могли пробить толстую шкуру, как вдруг они резко удлинились и успешно достигли плоти зверя. Выпив коровьи москиты улетели. Позади них произошло нечто странное. Перед самым прыжком на свою жертву у леопарда резко расширились зрачки. Стоило ему прыгнуть, как всё тело животного стресс сильный спазм, а из пасти вырвался жуткий вой. Дрожащий леопард без каких-либо видимых причин внезапно рухнул на землю, так и не допрыгнув до цели. На земле извивающееся животное с диким воем пыталось почесать себя лапами, как будто его охватил неконтролируемый зуд, причём такой силы, что агония пронизывала до самых костей. Леопард, способный потягаться в силе с практиком истинного дыхания, мучительно завыл. Его сила таяла на глазах, пока её почти не осталось, будто бы рой крошечных насекомых грыз его не только снаружи, но и изнутри. В глазах леопарда застыл страх, он попытался подняться, но лапы предательски подгибались, зуд был неописуемый. Животное могло только выть, агония леопарда длилась недолго, странное поведение чудовища заметил один из бойцов четырёх дау-академий. Он быстро подошёл и пронзил лоб леопарда мечом. Что с ним? Когда леопард не попытался увернуться от удара, позволив убить себя, боевой практика торопил. В горячке боя он не стал забивать себе этим голову, и поспешил к следующему противнику. Этот случай был подобен маленькой волне в огромном океане. Никто не обратил на него внимания, даже Ван Буоло был слишком занят выявлением неисправности вулкан, да и у него не было свободной энергии, чтобы следить за москитами. Девять москитов продолжили рыскать по полю боя. В воздухе стоял тяжёлый запах крови, со всех сторон раздавались крики и звериный рёв, на поле брони властвовали смерть и боль. Москиты были не только крошечными, но ещё и очень манёвренными. Практики солдаты и чудовища практически их не замечали. Такая незаметность позволила москитам выполнить указания Ван Буоло, не привлекая к себе внимания. Они жалели всех существ стадий истинного дыхания, которые попадались им на пути. Постепенно на поле боя происходило всё больше странных происшествий. Многие чудовища стадий истинного дыхания, которые секунду назад свирепо нападали на людей, внезапно с диким воем падали на землю и судорожно начинали скрести себя лапами в попытке унять зуд. У кого лапы дотягивались до зудящего места, раздеряли кожу до мяса, те, кому повезло меньше, сходили с ума от неспособности расчесать зуд. С безумным воем они, не разбирая своих и чужих, бросались вперёд и рвали зубами всё, что оказывалось рядом. Со временем такое случалось всё чаще, а распространение странного феномена удивило многих бойцов. Что происходит? Чудовища сходят с ума? Что они делают? Чешутся? Никогда такого не видел. Практики солдаты не могли понять причин такого странного поведения чудовищ. Больше всех недоумевали солдаты на платформах с пушками вулкан, которые отлично видели всё поле боя благодаря хорошему обзору с высоты. Они не могли поверить своим глазам. За их плечами было множество сражений с чудовищами, и с года в год им приходилось отражать нападение врага, но ещё никогда они не видели ничего подобного. Ван Боулэ тем временем закончил ремонт вулкана, услышав удивлённые возгласы, он поднял голову от пушки. В этот момент крылатое чудовище в небе стало жертвой москитов. С пронзительным криком оно перестало махать крыльями и камнем рухнуло вниз. Поражало другое. Тело крылатого чудовища заметно вздулось. Никто не заметил, как по лицу Ван Боулэ промелькнуло изумление. Его духовная энергия незамедлительно отправилась в ножны внутри тела. В эту же секунду в его голове появились изображения того, что видели москиты. Он увидел практически всё поле боя. Брать контроль над москитами он не стал. Вместо этого Ван Боулэ наблюдал, как москиты искусали чудовища стадии истинного дыхания и улетели к следующей жерте под аккомпанемент безумного рыка и воя. Ван Боулэ судорожно вдохнул. «Ничего себе!» – подумал Ван Боулэ. Он был одновременно удивлён и доволен. Глазами москитов он увидел клыки чудовищ. Его лицо тотчас посветлело. «Повсюду клыки! Для драконьего клыка нужно много зубов чудовищ!» «Это настоящий кладезь материалов для моего артефакта!» – возбуждённо подумал Ван Боулэ. Он немедленно приказал москитам вернуться, и глаза пригодятся для наблюдения за десятью пушками. Сам он на огромной скорости помчался к полю боя. Это заметили солдаты неподалёку. Они хотели как-то предупредить или остановить его, но Ван Боулэ двигался слишком быстро. Мгновением позже он уже оказался в гуще сражения. К нему сразу же бросился медведеподобный зверь. Ван Боулэ прыжком сократил до него дистанцию и молниеносным движением схватил нижнюю челюсть медведя. Движением кисти он раскрыл пасть чудовища. «Неплохой зуб!» Глаза Ван Боулэ блеснули. Коренной зуб был безжалостно вырван. Быстрое движение кисти и восемь летающих мечей обезглавили воющее создание. После этого он поспешил дальше. Солдаты, собиравшиеся остановить Ван Боулэ, увидев эту сцену, изумлённо на него уставились. Огромный медведь был чудовищем стадии истинного дыхания, но Ван Боулэ убил его с такой же лёгкостью, как ломает тонкий прутик. Ван Боулэ с довольной улыбкой забросил зуб в бездонный браслет. Благодаря москитам он знал, что в данный момент вулканы были в порядке. Используя свободных москитов для наблюдения за тылом и флангами, он перемещался из одной части поля боя в другую. Вскоре к звукам сражения прибавились вопли чудовищ, которых лишали клыков и зубов. Иногда к ним примешивались радостные возгласы Ван Боулэ. «Этот зуб подойдёт! Хм, этот коренной тоже ничего! Какой острый клык! Пригодится!» Ван Боулэ носился среди сражающихся словно толстое привидение. Он останавливался перед чудовищами, которых покусали москиты, вырывал зубы, а потом убивал их. Действовал он сноровисто и плавно, подобно текущей воде или плывущим облакам. Всё больше людей становилось свидетелями извлечения зубов, солдаты, боевые практики из четырёх дау-академий. Многие люди в крепости видели стычки Ван Боулэ с чудовищами и последующее удаление у них зубов. «Это у Ван Боулэ хобби такое? Коллекционирование зубов?» Удивлённые люди не понимали смысла происходящего. Казалось, будто у Ван Боулэ были глаза даже на затылке. В хаосе сражения он словно видел и слышал всё, что творилось вокруг. Он очень быстро, как юркая, но толстая рыба лавировал между чудовищ, которые пытались окружить его. Каждая атака оборачивалась вырыванием зубов. Попадавшиеся ему чудовищ начинали ни с того ни с сего выйти дико чесаться, начисто забыв о самообороне. Всего за два часа количество убитых Ван Боулэ чудовищ достигло 30 и ещё больше тварей на стадии древних боевых искусств. Большинство боевых практиков не могли похвастаться подобными результатами. В сердцах тех, кто становился свидетелями атак Ван Боулэ, разгорался огонёк соперничества. А они начинали драться с удвоенной силой. От такой мелочи серьёзно возрос напор защитников. Хоть москиты Ван Боулэ и получали повреждения, пока у него имелась духовная энергия, они могли восстанавливаться бесконечное количество раз. В ходе сражения он расправлялся с чудовищами всё быстрее и быстрее. С каждым новым противником процесс извлечения зубов отнимал всё меньше времени. Теперь он мог сходу оценить качество зубов и клуков чудовищ, если не подходили извлечь их с корнем. Может, надо было идти учиться на стоматолога? Удивлённо пробормотал Ван Боулэ. Он стремительно приближался к олеву с зелёной шкурой. Некоторые места массивного тела чудовища странно вспухли. Оно барахталось на земле, пытаясь добраться лапами до жутко зудящих мест. Глава 176. Новая угроза. Ван Боулэ в считанные мгновения добрался до цели. Схватив клык, он уже хотел вырвать его, как вдруг из пасти чудовища в него ударила молния. В результате попадания от камня кристаллизованной духовной энергии в теле Ван Боулэ откололся кусочек. После пыток электричеством мучительницы из чёрной маски этот разряд был не сильнее комариного укуса. Приложив силу, Ван Боулэ вырвал клык чудовища и с довольной улыбкой окинул взглядом поле боя. И люди истребили больше половины орды, многие из оставшихся чудовищ бежали. Только все подумали, что нашествие подошло к концу, как вдруг земля у них под ногами сильно задрожала. Вдали внезапно разразилась буря в десять раз больше предыдущей. Чудовищная буря подняла огромные облака пыли. К крепости на огромной скорости летело ужасающее количество крылатых существ. Их было настолько много, что они заслонили с собой небосвод. Практики и простые солдаты примерзли к месту, поражённо глядя в небо. Но тут им в уши ударило пронзительный свист, свистело бородатой командующей крепости. Первый корпус и все практики, возвращайтесь в крепость! Привести в действие магическую формацию канониры пять залпов вулканами! В словах командующего, прогремевших над всем полем боя, слышались тревожные нотки, которых раньше не было. Пока офицеры вокруг выкрикивали приказы, у Ван Боулэ появилось дурное предчувствие. Он бросился к крепости, хватая попадавшихся на пути солдат. Напуганная и встревоженная армия вернулась в крепость. Ван Боулэ и Чень Юитун наблюдали за врагом с крепостных стен. Только ему начало казаться, что он привык к этому месту, как ситуация резко изменилась. Вдалеке между небом и землей поднималась новая орда чудовищ. В этой волне было по меньшей мере в десять раз больше чудовищ. Армия из сотен тысяч существ растянулась до самого горизонта. Масштабы новой волны поражали воображение. Численность противника вселила страх в сердца людей. Ветер принес с собой запах крови. Земля ощутиму дрожала, даже горы едва заметно раскачивались. С этой ордой пришло множество огромных созданий двадцать метров ростом. Встречались даже стометровые гиганты, несущие крепости огромные булыжники. К сожалению, это было еще не все. Позади орды чудовищ пульсировали семь сгустков духовной энергии. Они взмыли в небо из лучей энергию намного выше стадии истинного дыхания. Духовная энергия соединилась в ураган, который срокотом двинулся вперед. Что скрывалось внутри не видел никто, хотя на границе бури парили семь свирепых ни на что не похожих существ, причем на их телах то и дело вспыхивали магические символы. Стояли они на висящих прямо в воздухе камнях. Камни тоже выглядели необычно. Все являлись тхармическими сокровищами с пугающей аурой. Удушающая аура семи существ потрясла всех защитников крепости до глубины души. Стадия возведения основания, полушепотом сказал Чэнь Юй Тун. Ван Було услышал его тяжелое дыхание. От двух этих слов он прищурился. Он уже знал, что за стадией истинного дыхания следовала стадия возведения основания. Сила стадии возведения основания была слишком большой. Пропасть, разделяющая ее и предыдущую стадию, была даже шире, чем между стадиями древних боевых искусств и истинного дыхания. Практики стадии возведения основания особо не различали культивацию древних боевых искусств или истинного дыхания. Для них первые были муравьями, а вторых они все равно могли легко раздавить. Такую разницу в силе не могло сократить даже численное превосходство. Из противостояния группы практиков истинного дыхания ни одного эксперта возведения основания победителям выйдет последний. От его противников живых не останется никого. Ван Боулэ захлестнуло чувство надвигающейся опасности. Размеры новой волны чудовищ стали для него полнейшей неожиданностью. У врага оказались даже твари с культивацией стадии возведения основания. Если нас атакует такая многочисленная орда, то на другие крепости, включая главную, чудовищ напало еще больше? Ван Боулэ судорожно втянул в легкий воздух, он достал одно из своих духовных сокровищ, доработанную им перчатку, и без колебаний натянул на руку. Не только Ван Боулэ испытывал смешанные эмоции. Солдаты, расквартированные в крепости весь год, стали как никогда серьезными, в крепости воцарилась давящая атмосфера. Казалось, воздух был наэлектризован. Внезапно всю крепость тряхнула, на железных стенах вспыхнули магические символы и начертания, а потом из сердца крепости начал расходиться полупрозрачный защитный барьер. Его чудовищная сила разорвала на части всех оставшихся неподалеку от крепости чудовищ. Ван Боулэ прищурился, приведя такую разрушительную мощь барьера. Благодаря глубоким знаниям от хромическом оружии, он знал, что работу защитного барьера таких размеров было трудно поддерживать долгое время. Их активировали только в крайних случаях. Видимо, командующий крепости расценил ситуацию как потенциально опасную, раз приказал включить защитный барьер. Купол энергии с грохотом раскинулся на более чем 3000 метров. Теперь, чтобы добраться до крепости, чудовищам предстояло пройти через барьер. Многочисленная армия чудовищ с оглушительным рёвом бросилась вперёд. Сверепость и жестокость были часть их натуры. Чудовища, сверкая рубиновыми глазами, без каких-либо колебаний налетели на барьер. Воздух сотряс их оглушительный рёв, вне зависимости от уровня культивации зверей, которые прикасались к барьеру, тут же разрывало на части фонтане кровавых брызг. Земля промокла от крови, но чудовища бесстрашно продолжили переть на барьер, даже по дрожащему барьеру стекала кровь убитых тварей. Ван Бо Леза вооруженно наблюдал за безумным штурмом, внезапно ему в уши ударил страшный грохот, всколыхнувший небо из земли. Пушки вулкан дали пять залпов, пять залпов небесного огня. После каждого выстрела вечернее небо прочерчивали более сотни лучей света, подобно огненному дождю они проходили через барьер и обрушивались на ряды чудовищ. Мелкая дрожь земли переросла в настоящее землетрясение. Огонь пушек одних чудовищ разрывал на части, других обращал в пепел. Пятьсот выстрелов уничтожили половину орды чудовищ снаружи барьера, куда ни посмотри, всюду валялись окровавленные или обуглившиеся трупы чудовищ. Пару мгновений спустя на их место пришли другие. Враг продолжал наращивать численность, несмотря на то, что вёл штурм барьера, соприкосновение с которым равнялось верной смерти. Такая тактика вскоре начала приносить свои плоды. Барьер покрылся рябью, словно не мог долго противостоять такому натиску. Буря в небе тоже приближалась. Семь существ в стадии возведения основания двигались к крепости вместе с бурей. Исходящая от них удушающая аура с каждой минуты становилась все сильнее и сильнее. Бородач прищурился. «Разве по прогнозу Федерации это не должно было быть мелким нашествием? Чёрт подери! Да я впервые вижу орду таких размеров!» Командующий незамедлительно запросил у главной крепости подкрепление. Как оказалось, не только они, но и все малые крепости столкнулись с беспрецедентным нашествием чудовищ. Хуже всего ситуация была в главной крепости. Туда прибыл король-чудовищ стадии создания ядра. Когда бородачу доложили о замеченном там короле-чудовищ, он судорожно вздохнул. Его глаза покраснели, когда под натиском тварей защитный барьер начал трескаться, во взгляде командующего появилась доселе невиданная свирепость. Подняв руку, он во всё горло скомандовал. «Самоуничтожение барьера! Зададим этим тварям жару! Канониры, дайте десять пушечных залпов! Корпус магических формаций, активируйте символы! Второй корпус! Начинайте обряд летающих мечей!» Вскоре после приказа командира крепости барьер неожиданно взорвался, застав орду чудовищ врасплох. Внезапный взрыв словно гигантская коса разрубила воющих чудовищ пополам. В этот момент пушки вулкан дали десять залпов. Тысяча ослепительных лучей пересекла темнеющее небо, земля заходила ходуном, ударная волна от взрывов достигла самих небес. Огненные дождь и коса чистейшей энергии, получившиеся от взрыва барьера, уничтожили огромное количество чудовищ, но им не удалось существенно снизить численность противника. Растущая, несмотря на потери орда чудовищ, с кровожадным ревом хлынула на поле, ранее закрытая барьером. Они бежали к горе, на которой стояла крепость. В самой высокой точке крепости открывалась пугающая картина. Несметная орда чудовищ растянулась от выжженного поля перед крепостью до темнеющего горизонта, куда медленно опускалось солнце. В подконтрольной седьмой главной крепости территории все малые крепости столкнулись с ранее невиданным нашествием чудовищ. Нападение таких масштабов превосходило все самые смелые прогнозы федерации. В самом тяжелом положении находилась седьмая крепость, куда в сопровождение ошеломительной орды чудовищ прибыл король стадии зарождения души. Чудовища стадии возведения основания под командованием короля были не менее опасными. В этот раз враг собрал огромную армию. Даже главная крепость региона оказалась в опасности, по всей седьмой линии обороны была поднята тревога. Пока шла атака на седьмую линию обороны, шесть других крепостей федерации под контрольной им территорией тоже были вынуждены обороняться от неслыханных по своим размерам армии чудовищ. Противник практически прорвался в четвертую главную крепость, чудовища сосредоточили на ней свой главный удар, мобилизовав для этого восемь королей. Никто не ожидал от чудовищ такого стремительного и мощного наступления. Федерация отреагировала так быстро, как могла, очагов сражения было слишком много, имеющимися в распоряжении командования силами нельзя было помочь всем. В итоге основная часть подкрепления была отправлена в четвертую крепость. Четыре великие дау-академии, сенаторы и другие фракции тоже не остались в стороне, только вот они отправили своих людей не на поля сражения под стенами крепостей. По их мнению, в этом не было смысла. Такое массовое нашествие чудовищ предоставило человечеству отличную возможность. По секретному приказу командования Федерации, лучшие эксперты различных фракций должны были покинуть границы Федерации и тайно проникнуть вглубь диких территорий. Они должны были ударить в самое сердце скопление чудовищ в далеких от границ джунглях. Стратегия заключалась в нанесении неожиданного удара, куда не ожидает враг, и в последующем наступлении в тыл атакующей армии. По плану, это должно было вынудить чудовища отозвать наступающие силы, чтобы отразить атаку с тыла. А разумеется, этот план мог сработать только при одном условии, если семь главных крепостей не падут под натиском врага. Глава 177. Звуковая волна, блокирующая ЦИ. Ван Була находился в одной из малых крепостей седьмой линии обороны, которая была защитным рубежом между Ордой и Чудовищей землями человечества. Он не мог командовать и вести за собой людей, не обладал непобедимой культивацией, он был незначительным практиком стадии истинного дыхания. От страха его била мелкая дрожь, однако солдаты стадии древних боевых искусств продолжили сражаться. Как он, практик, мог бежать от чудовищ словно последний трус? Вперед! Решил Ван Була. Словно вернувшись в Туманолесье, он почувствовал, как внутри него пробудилась жажда убийства. Он запрыгнул в летающий корабль и на нём перелетал между десятью вулканами, где исправлял неисправности, чтобы пушки могли и дальше вести огонь. Бесконечные волны Чудовищ с рявым оглушительным топотом ворвались на поле, который раньше защищал барьер. Командующий крепости наблюдал за приближением врага, в его глазах появился слегка безумный блеск. «Магические символы!» Резко рубанув рукой, прокричал он. Трёхкилометровый периметр вокруг крепости внезапно залил свет магической формации. Практики из четырёх ДАО Академии, мастера из армии, специализирующиеся на магических формациях, активировали скрытые под землей магические символы. На поле перед крепостью из земли ударила духовная энергия и ослепительный свет магической формации. На поле как будто опустилась невидимая гора, чья сила словно тень накрыла площадь в три километра. Чудовища на поле утонули в свечении магической формации, и хлопы казались завязли в болоте. Тщетно пытаясь вырваться, они выли в бессильной ярости. По заметленным магической формации чудовищам из крепости обрушился целый град сверкающей стали. Эти мечи выпустили солдаты из корпуса летающих мечей, состоящего из боевых практиков Академии армии. Летающие мечи мчались по полю, разрывая чудовищ на куски. В полете они построились таким образом, чтобы получилась сеть острой стали. Зазвучали истошные вопли чудовищ, в воздухе запахло свежекровью, поле перед крепостью окрасилось валой, теперь издалека оно больше напоминало ковер из плоти и крови. На поле опустилась аура смерти. При других обстоятельствах многих бы от такого стошнило, но сейчас запах крови разбудил в чудовищах неконтролируемую ярость, и рожок в людских сердцах желание убивать. Координированная атака магической формации летающих мечей смела с поля перед крепостью всех чудовищ. После ремонта пушки вулкан продолжили вести огонь. Их целью были чудовища за границей уничтоженного барьера. Территория внутри разбитого барьера и за его пределами превратилась в настоящий ад на земле. Множество ревущих тварей были разорваны на куски. Вот только после этого люди не разразились радостными криками. Когда они подняли глаза на дикие джунгли вдалеке, то увидели орды чудовищ, заполонившие небо и землю, океан, который растянулся до самого горизонта. Эта сцена лишила многих присутствия духа. Бородатый командир крепости тяжело вздохнул. «Братья и друзья из четырех академий, не дайте страху владеть вами!» Вновь его зычный голос раздался во всех уголках крепости. «Я, старик Джан, за десять лет командования этой крепости уничтожил множество орд этих чудищ. В этот раз они собрали внушительное войско, но чутье подсказывает, что если мы выстоим, то нападение твари захлебнется, и Харда будет ослаблена!» Командующий явно не пытался поднять мораль войск, тем не менее его слова подарили надежду многим солдатам. Ван Буэлл сделал глубокий вдох. Он понимал, в такие времена людям как никогда была нужна надежда. Он продолжал молчаливо чинить пушки вулкан, отдавая себе отчет в том, что его вклад был в лучшем случае минимальным. Все, что он мог делать, так это поддерживать десять вверенных ему пушек в идеальном состоянии, чтобы те продолжали сеять смерть и разрушение. Сражение продолжалось, землю и горы сотрясали мощные толчки, каждый час тянулся невыносимо медленно, обычный день пролетел бы для всех этих людей незаметно, но во время сражения время, казалось, замедлило свой ход до черепашьей скорости. Бесчисленные орды чудовищ не прекращали натиск, благодаря удару магической формации, граду мечей и огню пушек вулкан между двумя армиями установился хрупкий баланс. Армия чудовищ накатывалась на людские позиции, словно морской прибой, казалось, они вовсе не замечали чудовищных потерь. Наконец, защитникам удалось отбросить врага за границу уничтоженного барьера. Если в чудовищ не попадали пушки вулкан, их убивали магическая формация или летающие мечи. Чудовища обязательно попытаются как-то переломить ситуацию. Ван Боуле выглядел мрачно. Продолжая ремонтировать пушку, он посмотрел на бурю вдалеке и на семерых чудовищ стадии возведения основания, которые до сих пор почему-то не атаковали. Внезапные возрачки уменьшились до размера точки. От бури во все стороны хлынул бурлящий черный туман, отчего стало возможно увидеть огромную летучую мышь, скрывавшуюся в самом ее центре. Кожа существа была пурпурного цвета, а глаза сверкали холодной жестокостью. Стоило ей вылететь из ока бури, как ее защитным кольцом окружили семь чудовищ стадии возведения основания. Появление нового врага потрясло многих до глубины души. Даже Ван Боуле не смог сохранить невозмутимость при виде летучей мыши. Его дыхание стало прерывистым, в голове зазвучал отчетливый гул. Пока люди таращились на летучую мышь, она широко раскрыла пасть и беззвучно закричала. На самом деле она ударила в крепость ультразвуковой волной. Люди на стадии древних боевых искусств ничего не услышали, она была нацелена на практика в стадии истинного дыхания. Они почувствовали себя так, будто им в мозг вонзили острый кинжал, из горла многих вырвался полный боли крик. Практика вскрутила сильная судорога, к счастью поглощающая семечка вовремя среагировала и не позволила ультразвуковой атаки проникнуть в мозг Ван Боула. Правда у него из носа все равно пошла кровь. Мощнейшую ультразвуковую атаку сопровождали волны, источником которых была летучая мышь. Где бы ни проходили эти волны, символы магической формации гасли и становились бесполезными. Волны дестабилизировали дождь из мечей, в результате чего он лишился своей маневренности. Практики незамедлительно отозвали мечи, но урон уже был нанесен. Некоторые мечи попросту разбились. Больше всего пострадали пушки вулкан. На самом деле именно они были истинной целью летучей мыши. В результате удара волн треть пушек вулкан завибрировали и начисто лишились силы. Теперь это грозное оружие превратилось в обычную грудь металлолома. Одна из таких пушек находилась под надзором Ван Боула. Он утер кровь из-под носа и, проигнорировав дискомфорт, поспешил к поврежденной пушке. Выяснилось, что начертания вулкана превратились в пыль. Встроенная в них функция самоуничтожения тоже была отключена. Да, проверка остальных пушек показала, что часть начертаний в некоторых из них рассыпалась на части. Ещё немного, и пушки полностью придут в негодность. Что это за существо? Ван Боула был потрясён до глубины души. Впервые ему повстречалось чудовище, способное влиять на начертания. Судя по покрасневшему от ярости лицу бород этого командующего, он тоже не ожидал подобной атаки. Удар летучей мыши нарушил хрупкий баланс между двумя сторонами. Люди в крепости примерзли к месту, но уже в следующую секунду им в уши ударил рёв чудовищ. Орда твари словно гигантская волна с безумным рыком пересекла границу разбитого барьера. Из крепости ударило четыре потока цемеча. Их сила была настолько высокая, что они могли подавить даже культивацию истинного дыхания. Исходящее от них аура не уступала чудовищам стадии возведения основания на краю бури. Более того, она была даже немного сильней. Практики стадии возведения основания! Уван Боулэ расширились глаза. Его сердце восторженно затрепетало, пока он наблюдал за полётом четырёх потоков цемеча по небу. За сиянием скрывались четыре летающих меча, на которых стояли трое мужчин и одна женщина. Их аура повергала в благоговейный трепет. Очевидно, они всё это время скрывались в крепости в ожидании подходящего момента для удара. Внезапность их появления легко объяснялась, к сражению присоединилась летучая мышь. Несмотря на молниеносность их рывка, семеро существ в стадии возведения основания успели перехватить их и не подпустить к летучей мыши. Глаза чудовищ излучали жажду убийства. Четвёрка практиков предвидела подобный исход. По первоначальному плану они хотели подождать ещё немного, но после атаки летучей мыши ждать было нельзя. Их промедление могло стоить защитникам огромных потерь. При текущем раскладе сил существовал шанс падения крепости, поэтому они были вынуждены нанести удар. С точки зрения стратегии это было большой ошибкой. Им следовало пренебречь возможными потерями, ведь их задача заключалась в устранении летучей мыши. Если следовать такой логике, то убийство летучей мыши должно было нанести серьёзный удар по врагу. Тем не менее, глубоко внутри эти практики оставались людьми. Все они когда-то начали простыми людьми, только благодаря усердной работе они достигли своего нынешнего положения. Они просто не могли закрыть глаза на смерть такого количества людей. Четверо практиков сошлись в воздушном бою с семью чудовищами стадии возведения основания. Это выглядело как внезапная атака по врагу. Но многие в крепости сразу поняли, что практики нанесли ударное упреждение, чтобы оттянуть на себя семь чудовищ, которые могли серьёзно потрепать армию защитников, если те решили бы присоединиться к сражению. По спине в Анболе прибежали мурашки, его дыхание сбилось. С блеском в глазах он посмотрел на чудовища вокруг. Он ещё усерднее взялся за ремонт пушек вулкан. С грохотом был дан очередной пушечный залп по приближающейся арде чудовищ. Под нагрузкой из-за выстрела повреждённых начертаний стало ещё больше, что привело к усилению нестабильности орудий. Некоторые с протяжным скрежетом после всего одного залпа окончательно сломались. Бородатый командующий сразу заметил это. «Практики дхармического оружия! Ваша задача — держать пушки в рабочем состоянии! Мы не можем лишиться вулканов! Мы выиграем для вас столько времени, сколько сможем!» После этого Бородач быстро отдал ряд приказов. Вскоре почти вся армия, за исключением символической группы охраны, вместе с практиками из четырёх дау-академий покинула крепость. И им предстояло ещё раз сойти с лицом к лицу Сарду и чудовищ. Глава 178. Опасность на каждом шагу Грохот не стихал ни на минуту. Четыре практика стадии возведения основания сражались с группой чудовищ. В этом бою любая ошибка могла закончиться смертью, особенно с учётом того, что им противостояло семеро чудовищ стадии возведения основания. Четверым практикам явно приходилось крайне тяжело, но никто из них даже не думал о бегстве. Они сражались не на жизнь, а на смерть. Чудовища стадии возведения основания полагались на свои крепкие шкуры, тогда как практики имели в своём арсенале не только духовные сокровища, но и магические формации. Один из них, мужчина средних лет, сражался с этхармическим оружием седьмого ранга. Одного такого оружия было достаточно, чтобы посеять страх в сердцах врагов. Эдхармическое оружие не зря считалось большой редкостью. Мало кто из практиков стадии возведения основания мог себе его позволить. Неудивительно, что их называли бесценными. Эдхармическое оружие обычно находилось в руках сильнейших воинов фракции или политической группировки. Практика в стадии создания ядра. Ожесточённое сражение в небе продолжалось. На поле боя внизу была устроена настоящая кровавая баня. Многотысячная армия защитников крепости билась с ордами чудовищ. Каждую секунду кто-то погибал, масштаб из них был катастрофическим. Всюду валились изорванные тела, земля промокла от крови. Разрушительная сила огромных чудовищ и гигантов поражала воображение. Они могли сражаться сразу с несколькими практиками, поэтому крепость находилась в крайне невыгодном положении. В этом сражении явно проигрывали люди. К счастью, в сравнении с бездумными атаками чудовищ в рядах армии людей были эксперты по магическим формациям, алхимики и укротители животных. Их стараниями между двумя сторонами вновь был установлен шаткий баланс. Сражение шло и высоко в небе и на земле, а также на средних и низких высотах. Накал схватки там был ничуть не меньше. В воздушном бою на средних и низких высотах принимали участие пушки Вулкан. Их врагами выступали стаи летающих тварей. Манёвренные и крайне опасные существа совершенно не страшей смерти раз за разом налетали на позиции людей. Их атаки не давали практикам ремонтировать пушки, отчего орудия быстрее приходили в негодность. Ремонт пушек Вулкан был кропотливой работой. К тому же орудия продолжали вести огонь по наземным и воздушным силам для поддержания войск. Размер вражеской орды вынудил командующего отправить практически всех в атаку в надежде задержать их, поэтому каждую платформу защищала примерно по тысяче солдат. Последний рубеж обороны пушек. То и дело раздавались боевые кличи, на платформах пушки Вулкан с повреждёнными начертаниями дожидались ремонта, находясь при этом под атакой крылатых существ. Не получив ремонта или не выдержав его окончания, они со скрежетом ломались. С разрушением пушек платформы наводняли чудовище, движимые жаждой крови, они врывались в ряды людей и устраивали резнё. Чэн Юй Тон, Джоу, Пэн Хай и Суни Фан или другие практики хромического оружия пришли в ярость, и их глаза покраснели от гнева. Работы было слишком много, им приходилось следить за нападениями крылатых существ и спешно чинить пушки, которые как магнит притягивали к себе чудовищ. Ван Буоле довёл пушку вулкан до сносного состояния, двинулся дальше, как вдруг услышал пронзительный крик. Через защитный барьер золотого колокола и головы защищавших его солдат он увидел практик от хромического оружия из ДО Академии Святоречи на другой платформе. Около восьми чудовищ прорвались через защитное духовное сокровище и разорвали его на куски. Под мерзкий хруст и брызги крови платформу затопил целый рой тварей. После короткой стычки на платформе не осталось никого, кроме тел сотен солдат. Их должны были защищать боевые практики, но сейчас все они сражались внизу у стен крепости. Практиков хромического оружия защищали только их собственные духовные сокровища и тысячи солдат на каждой платформе. За недолгое пребывание в крепости Ван Буэлэ успел подружиться с живущими здесь солдатами. Каждый раз, когда он подходил к пушке вулкан, они брали орудие в кольцо. Солдаты живым щитом защищали пушка от чудовищ. В такой ситуации по-настоящему показали свою ценность бусины барьера Золотого Колокола. На каждую из зверенных Ван Буэлэ платформ он бросал подюжний штук. Другие практики хромического оружия тоже использовали все артефакты, что у них были. Дошло до того, что Ван Буэлэ начал раздавать защищавшим его солдатам дхармические артефакты собственного изготовления, что заметно усиливало их боевый потенциал. Несмотря на это, жертв все равно нельзя было полностью избежать. Крылатые существа в небе собирались в большие стаи, напоминавшие грозовые облака. Чудовища стадии истинного дыхания часто атаковали в составе группы из дюжин сородичей. Такие удары обладали крайне разрушительной силой. Перед лицом несметных орд-чудовищ вклад сражавшихся москитов был минимальным, каплей в море. Им чудом удавалось оставаться в живых. Ситуация постепенно усугублялась. Даже старания практиков дхармического оружия не могли уберечь пушки вулкан от поломки, одна за другой они выходили из строя, после чего платформу наводняли чудовище. К этому моменту Ван Буэлэ закончил ремонт очередной пушки вулкан. Орудие взрыгнуло луч света по чудовищам стадии возведения основания в унисон с атакой сражавшихся с ними четырех практиков. С протяжным гулом пушка содрогнулась и окончательно сломалась. Девять чудовищ стадии истинного дыхания в воздухе увидели в этом возможность. Вместе с тысячами крылатых тварей стадии древних боевых искусств они на огромной скорости налетели на барьер Золотого Колокола. После оглушительного грохота летающие чудовища были отброшены назад. Барьер Золотого Колокола и летающие твари задрожали, однако первый был крайне крепким, к тому же они накладывались друг на друга в несколько слоёв. В результате на барьере не осталось ни царапины. «Отступаем!» выкрикнул Ван Буула и вместе с солдатами покинул платформу. Чудовища не собирались их отпускать. Стая выполнила вираж и начала пикировать на людей во второй раз. «Отправляйтесь к следующей платформе без меня!» скомандовал Ван Була. В окружении кровожадной ауры он выскочил из-под защиты барьера Золотого Колокола. Он запрыгнул в летающий корабль, стиснул пальцы в перчатки и нанёс удар кулаком. Духовная энергия закрутилась в спираль. В результате получилась ураганная волна. Где бы ни проходила эта волна, там раздавались дикие виски вой разрываемых на части чудовищ. Не теряя времени даром, Ван Буула выполнил несколько магических пасов. В небо умчались клинки ветра и град летающих мечей. В следующий миг с неба обрушился кровавый дождь. Рукава халата Ван Буалы давно промокли от крови. Наблюдая за разлетевшимися в страхе чудовищами, он внезапно помрачнил и взмахнул кистью в магическом пассе. Его окутал туман. Он без предупреждения развернулся и молниеносно выбросил левую руку вперёд. Думала застать дедулю врасплох безмозглая зверюга! Рука Ван Буалы, в которой был сконцентрирован облачный палец, замкнулась на шее чудовища стадии истинного дыхания у него за спиной. Она пыталась скрытно подобраться к нему. При контакте с рукой чудовище разорвало на куски. Во все стороны брызнула кровь, Ван Буалы не стал испытывать судьбу. Он быстро добрался до солдат, которые находились под защитой барьера Золотого Колокола и беспокойно озирались в ожидании его возвращения. Вместе они поспешили в крепость. Солдаты не стали оставаться там на отдых или перегруппировку, они незамедлительно отправились к другим пушкам вулкан. Ван Буалы немного выбился из сил, поэтому быстро забросил в рот пилюлю. Не став дожидаться её полного растворения, он взмыл воздух на летающем корабле. Сражение в небе продолжалось, мельтешащие в воздухе крылатые твари накрыли тенью всё поле боя, откуда доносил сырёв его чудовищ. Всё в поле его зрения стало полем боя, опасность и смерть поджидали на каждом углу. Ван Буалы стеснул зубы. В его глазах появился безумный блеск, он не забыл порученную ему миссию, не имело значение, что три пушки вулкан сломались, семь веренных ему орудий всё ещё работали и вели огонь по врагу. Никто не прятался, никто не сбежал. Дело не в отсутствии страха, просто в некоторых ситуациях долг был превыше всего. Было бы преувеличением сказать, что защитники крепости на поле боя, где малейшая потеря концентрации могла стоить жизни, не испытывали страха. Большинство малодушных солдат уже сложили головы. При виде творящихся вокруг ужасов Ван Буала показалось, будто у него в жилах теперь течёт жидкое пламя. Безумный блеск в его глазах стал ярче, на борту летающего корабля стоял человек в заляпанном кровью и изрезанном когтеме чудовищ халате. И сейчас он направлялся к ближайшей пушке вулкан. Внезапно шестое чувство Ван Буала забило тревогу, он без промедления выпрыгнул из корабля. Поглощающее семечко припечатало его к стене крепости, тогда как летающий корабль полетел дальше без пилота. В эту секунду из области на небе, где сражались четверо практиков и семеро чудовищ стадии возведения основания, ударило 10 лучей мертвя до бледного света. Сложно сказать, кто из чудовищ стоял за этой атакой, но лучи тусклого света были нацелены в крепость, вот только не в пушке вулканов практиков тхармического оружия. Этот удар был слишком внезапным, а скорость лучей слишком высокой. Они в мгновение ока достигли практиков стадии истинного дыхания. Прямое попадание в лоб уничтожило их тело и душу. Чен Юитон благодаря культивации пика истинного дыхания чудом успел контратаковать, да и то только ценой десятка духовных сокровищ выше третьего ранга. С его губ все равно брызнула кровь, что до Ван Буэлэ, луч жуткого света уничтожил его корабль сразу, как он выпрыгнул за борт. После взрыва корабля луч поменял траекторию и устремился прямо к нему. Сила притяжения семечка внутри Ван Буэлэ позволила ему под немыслимым углом запрыгнуть на крепостную стену. Так он и вернулся от луча во второй раз. Луч мертвенно-бледного света прошел в волоске от Ван Буэлэ и разрушил часть стены рядом с ним, от взрыва у него заложило уши. Тяжело дыша, Ван Буэлэ пораженно посмотрел вверх. В небе, где сражались чудовища стадии возведения основания, парил угольный черный единорог. Он холодно смотрел на него и Чинь Юй Туна, только им двоим удалось избежать смерти после атаки лучей смертоносного света. Ван Буэлэ вообще смог уклониться от атаки, что было даже сложнее, чем просто отразить удар. Чудовище стадии возведения основания не ожидало, что кто-то выживет, а Ван Буэлэ с его культивацией не должен был пережить эту атаку. За это ему следовало благодарить москитов, именно они предупредили его о готовящемся ударе. С помощью поглощающего семечка он долетел до крепостной стены, хоть его культивация еще не позволяла ему летать. Эти два фактора обеспечили его вживание. Сердце Ван Буэлэ было готово вырваться из груди. Его лоб покрылся испариной, опасность ощущалась как никогда реально, это чувство лишь усиливали грохот взрывов и крики боли. После удара лучей света и смерти практиков хромического оружия ремонт вулкана встал, пушки и так едва работали, но после атаки многие из них начали выходить из строя. Глава 179. Решимость. После поломки пушек крепость оказалась уязвима для наземных атак и ударов с воздуха. Людей неумолимо теснили, поражение оказалось неминуемым. Сразу после поломки пушек чудовища ринулись на защищавших их солдат. Вновь началась резня. После себя чудовища оставляли усыпанные телами и залитые кровью платформы. К звуку схватки примешивались мучительные крики и яростный вой. Со своего места на стене Ван Буэлэ все отчетливо слышал и видел. В кровавой резне на платформах один за другим погибали его друзья. Некоторых из солдат чудовища подкидывали в воздух, где их разрывали на части крылатые твари. Ван Буэлэ покрасневшими глазами наблюдал, как мускулистого мужчину поймали чудовища. Он хотел броситься к нему на выручку, но тут огромный клюв пробил бедняги лоб. Солдат, уступивший Ван Буэлэ в борьбе на руках и во время перекуса предложивший познакомить его с сестрой, был разорван чудовищами на части. Из горла Ван Буэлэ вырвался горестный крик. Он молниеносно выбросил руку. В этот же миг с его кисти в чудовище, убившее мускулистого мужчину, ударил облачный палец. Существо задрожало и рухнуло замертво. Дрожа от ярости, Ван Буэлэ в последний раз посмотрел на залитую кровью платформу, после чего начал перепрыгивать с одного острого настенного шипа на другой. Так он пытался добраться до одного из ещё функционирующих вулканов. Вперёд его вела жажда мести. К нему начали слетаться чудовища в попытке окружить его, но ярость Ван Буэлэ уже не поддавалась контролю. Он атаковал без какой-либо жалости, магический пас за пасом. Ван Буэлэ прорывался вперёд, оставляя за собой трупы. Его губы покраснели от крови. Наконец он добрался до платформы с работающей пушкой вулкан. После массовых поломок во всей крепости осталось работать всего 13 пушек. Одна из них до сражения находилась под надзором Ван Буэлэ. На этой платформе стояла последняя из десяти пушек, за которыми он должен был следить. Её уже осаждали чудовища. Под грохот пушки там вела бой большая группа солдат. Они пытались не дать врагу пробиться к орудию. Судя по скрыжету, после каждого выстрела вулкан в любой момент мог окончательно выйти из строя. Ван Буэлэ добрался до платформы как нельзя вовремя. Солдаты расступились, позволив ему пройти к пушке. Он сразу же положил руку на корпус, послав внутрь поток духовной энергии и приступил к ремонту. Несмотря на сильную вибрацию, пушка всё ещё могла стрелять. Ствол развернулся к группе чудовищ, которая убивала защитников на других платформах. «Сдохните!» Взревел Ван Буэлэ и обрушил на врага четыре сокрушительных залпа. Грохот выстрелов эхом прокатился через всё поле боя, а зарившие небо четыре луча света прожгли гигантские бреши в рядах чудовищ. В воздухе какое-то время ещё звенело эховое уничтожных тварей. Оставшиеся пушки вулкан тоже вели огонь по врагу. После каждого выстрела землю сотрясали мощные толчки. А люди постепенно реорганизовывали оборону крепости, готовясь защищать её от атак земли с воздуха. Когда чудовища в небе отступили, следующим объектом гнева Ван Буэлэ стал чёрный единорог стадии возведения основания. Под влиянием ярости он дал в чудовище шесть залпов подряд. Ни один из выстрелов не попал в цель, но ему всё равно удалось внести свой вклад в идущее в небе сражение. Под прикрытием огня артиллерии практик с божественным орудием одним мощным ударом отрубил одинорогу голову. Из пасти чудовища успел вырваться предсмертный крик боли и ярости. Кровь поверженного зверя окропила землю внизу алым дождём. Пушка в вулкан не могла вести огонь в таком темпе. Каждый несколько залпов ей требовался ремонт. Уменьшенное количество приоритетных целей позволило чудовищам в воздухе с пронзительными воплями пойти в атаку на последние 13 вулканов. Они хотели воспользоваться паузой между выстрелами, чтобы уничтожить их всех до единой. В этот критический момент Ван Буэлэ без колебаний использовал все бусины барьера золотого колокола. С мощным трёском уже имевшийся на платформе золотой барьер стал во много раз толще, а твари его отделили только барьеры несколько тысяч простых солдат. Ван Буэлэ тяжело вздохнул и начал ремонтировать пушку. Вскоре орудие вновь было готово стрелять, и всё же выглядел Ван Буэлэ крайне мрачно. Пушка рядом с ним вновь загрохотала, посылая в небо лучи смертоносного света. Ван Буэлэ по натуре был человеком мстительным. Вместо простых чудовищ он теперь целился в существ в стадии возведения основания. К этому моменту в армейском командовании царила полная неразбериха. Даже командующий крепости присоединился к схватке. Он был настолько вымазан в крови, что с первого взгляда его трудно было узнать. Бородач прорывался через орду чудовищ к буре впереди. «Я сотрыва всех с лица земли!» тихо прорычал Ван Буэлэ. Как же ему хотелось выстрелить из пушки в глаз летучей мыши в самом центре бури? Он понимал, что её смерть могла закончить это сражение, вот только это существо находилось под защитой бури. Вдобавок пушка не могла стрелять на такие большие дистанции. Ван Буэлэ всё же попробовал её подстрелить, но луч света не достиг цели. После нескольких залпов в воздух он навёл пушку на чудовищ на земле. Хоть он и был взбешён, ярость не лишила его способности трезво соображать. Он понимал, если продолжить целиться в чудовищ стадии возведения основания, то внимание с их стороны может привести к крайне печальному для него концу. По этой причине он чередовал выстрелы в небо с ударами по земле. Таким образом, Ван Буэлэ пытался замаскировать, куда на самом деле он целился. Другие пушки вулкан вели огонь по схожей схеме. Существа стадии возведения основания в воздухе пока ещё не заметили того, что делал Ван Буэлэ. К сожалению, несмотря на все его старания, пушка вулкан постепенно теряла стабильность. Глядя на растущее количество повреждённых начертаний, а Ван Буэлэ всё больше нервничал. Пока он размышлял, как отремонтировать пушку так, чтобы вернуть ей некое подобие стабильности, в соседних платформ послышался яростный вой. Ван Буэлэ поёжился, орды чудовища взяли в кольцо другие пушки вулкан. В результате массированной атаки были уничтожены ещё несколько вулкан. Видя, что защитники терпят страшные потери, Ван Буэлэ повернул свою пушку в попытке помочь, но было уже слишком поздно. Там, где стоял Чэнь Юй Тун, вышли из строя два вулкана. С недаемому яростью и скорбью, Чэнь Юй Тун чудом удалось прорваться к Ван Буэлэ. Ему пришлось оставить на растерзание чудовищем всех защищавших его солдат. Во всей крепости осталось всего три вулкана. Чэнь Юй Тун взял на себя ничего говорить. Несмотря на усталость и серьёзные раны, Чэнь Юй Тун сразу же взялся за работу. Под их опекой пушка успешно делала выстрел за выстрелом. К сожалению, уничтожаемые ей группы тварей были каплей в море несметных орд чудовищ. С другой стороны, пока оставалась хотя бы одна пушка-вулкан, грохот её залпов вселял страх в сердца чудовищ и не давал им перейти в полномасштабное наступление. После ещё нескольких выстрелов корпус орудия сильно завибрировал, Ван Боулэ печально посмотрел на пушку. В его сердце поднялась волна горечи, ультразвуковой удар летучей мыши повредил начертания. Дальнейшей их фрагментации было не избежать. Эта пушка оказалась на грани поломки. «Боулэ, её не спасти! У нас ещё две пушки! Может, пора?» Хрипло спросил Чэнь Юй Тун. В его глазах отчётливо угадывалось Чэнье. Ван Боулэ молча посмотрел на стоящих вокруг солдат. Люди внутри барьера золотого колокола, заметив выражение лица Ван Боулэ и Чэнь Юй Туна, побледнели. Никто из них не разговаривал. Их тхармические артефакты находились в плачевном состоянии. Даже те, что выдал им Ван Боулэ уже потрескались. Ранее Ван Боулэ израсходовал весь запас взрывоопасных бусин, поэтому у защитников платформы почти закончилась амуниция оружия. Все понимали, что долго удерживать платформу не удастся. С падением барьера золотого колокола и прекращением огня пушки вулкан их ждет та же участь, что и все остальные платформы. Снаружи барьера уже собрались чудовища. Движимые безумные жаждой крови они раз за разом набрасывались на золотой барьер. Среди них были даже чудовища стадии истинного дыхания. Под их сокрушительными атаками барьер начал покрываться Рябьё. В любую секунду он мог не выдержать и разбиться. Боулэ, мастер оружия Чэнь, уходите, скорее, мы их задержим. Постараемся выиграть вам хотя бы немного времени. Может, у нас нет таланта, чтобы стать практиками, но все мы солдаты. Когда мы поступили на службу, то поклялись защищать федерацию даже ценой своих жизней. Боулэ, пожалуйста, загляни к моим родным. У тебя есть мой адрес? Боулэ, уходи! После пары мгновений тишины солдаты заговорили практически хором, пытаясь убедить Иван Боулэ уйти. Их глаза сели решимостью, которую было не сломить даже смерти. Небольшая группа солдат окружила Ван Боулэ и Чен Юйтуна плотным кольцом, чтобы провести к следующей платформе. Остальные были готовы стать живым щитом в попытке задержать чудовищ. Уведенное потрясло Чен Юйтуна до глубины души. В покрасневших глазах Ван Боулэ стояли слезы, кровь в его жилах казалось замерзла, а сердце сжалось. Он посмотрел на солдат, а потом на рвущиеся к платформе орды чудовищ, потом он перевел взгляд на сражения в небе и под стенами крепости. Когда он только попал в крепость, его поразило отношение солдат. Люди на стадии древних боевых искусств хотели всеми силами защитить его практика. Несмотря на небольшую продолжительность их знакомства, внезапности опустошительность нашествия чудовищ, перед его мысленным взором проносились недавние воспоминания, как они боролись на руках, смеялись и шутили, их совместные перекусы. Кошмарные сцены сражения глубоко вырезались ему в душу. Меньше чем за день многие из его новых друзей погибли, от одной мысли об этом его сердце кровью обливалось. Особенно его задела трагичная смерть солдата, который хотел познакомить и вас со своей сестрой. Когда все эти воспоминания сложились в единую картину, он вернулся в реальность к людям, в чьих чистых глазах стояло желание отдать жизнь за него и Чен Юйтуна. Эти люди собирались сдерживать чудовищ до последнего вздоха. Это может прозвучать глупо, но я пока не хочу уходить. Я верю, что смогу починить эту пушку. Ван Буэлэ сделал глубокий вдох, он повернулся к пушке вулкан, его глаза буквально сияли, еще никогда в жизни они не светились с такой решимостью. Глава 180-я Контратака После этих тихих слов Ван Буэлэ нажал ладони на металлический корпус, духовная энергия из его тела хлынула внутрь пушки. Изучив начердание всех духовных сокровищ, он попытался их стабилизировать. Решение остаться тронуло Чен Юйтуна, какое-то время он ничего не говорил, а потом рассмеялся. С ранее невиданной решимости он подошел к нему и присоединился к ремонту пушки. Когда их взгляды встретились, Ван Буэлэ тоже рассмеялся. Вокруг кишели чудовища, в небе раздавался оглушительный вой. Этот момент навеки отпечатался в их сердцах и душах солдат на платформе. Иногда здравый смысл и страх смерти уступали ценности одного конкретно взятого поступка. Если человек меньше думал и больше действовал, это не обязательно показывало его безрассудство. Иногда это демонстрировало искреннее чистосердечие. Старший брачень, оставь начертание на меня, сосредоточься на ремонте и замене материалов! Спокойно сказал он, не отрываясь от работы. В глазах Ван Буоле плицали искорки. Чан Юй Тун без возражения перевел духовную энергию с начертания на проверку состояния пушки. При этом его руки быстро разбирали ее части и заменяли поврежденные материалы. Что до Ван Буоле он задержал дыхание и сосредоточился. Мысленно им на огромные скорости производились расчеты по формуле. За время работы над пушками вулкан его понимание их внутреннего устройства и принципов работы практически достигло совершенства. Он знал, что такое орудие состояло из сотен духовных сокровищ. Каждое сокровище являлось винтиком одного большого и крайне хитроумного механизма. Духовные сокровища содержали в себе от одного до нескольких сотен тысяч начертаний. По этой причине в пушке вулкан начертаний было невероятно много. Ультразвуковая атака летучей мыши и последовавшие за ней волны прошли через духовные сокровища внутри пушек вулкан, повредив их начертания. Они больше не справлялись с нагрузкой от стрельбы, поэтому в случае продолжения работы разрушалось еще больше начертаний, Ранее подход к ремонту пушек напоминал повторное выведение карандашом стертых частей рисунка, духовные энергии практик проводил по поврежденным начертаниям, чтобы те продолжили работать. Но с ростом нефункционирующих начертаний эффективность традиционного метода ремонта падала. Разрушение и фрагментация затронули по меньшей мере четверть всех начертаний пушки, вот поэтому ранее Чен Юй Тун был вынужден с горечи признать неремонтопригодность пушки. Тут он не ошибся. При использовании устоявшегося подхода чинить. У Ван Буэла оставался только один выход полностью заменить неисправные начертания. Не восстановить, а использовать другие начертания и изменить поврежденные таким образом, чтобы пушка-вулкан в каком-то смысле переродилась. Такой подход находился за пределами компетенции мастеров оружия, не говоря уже о учениках оружия. Даже знание всех тонкостей внутреннего устройства пушки не делало из практиков крепости создателей этого оружия. К тому же у них не было главной схемы, по которой это оружие изготавливалось. Можно было попытаться создать имитацию, но модификация уже существующих начертаний представляла собой слишком сложную задачу. В другое время и при других обстоятельствах военные никогда бы не разрешили им этот эксперимент, ведь Провел мог закончиться дестабилизацией пушки-вулкан. Вот только сейчас рядом не было никого, кто бы мог их остановить. Более того, многие начертания уже были в той или иной степени повреждены, даже если у Ван Буэла ничего не выйдет, взрыва не произойдет. В худшем случае пушка окончательно сломается, в любом случае у него не осталось при исполненной решимости Ван Буэла попытался успокоить расшалившиеся нервы и своих знаний на чертаниях и имеющиеся у него формулы расчета, он знал, что для их замены и преобразования ему предстоит выбирать из огромного числа доступных начертаний. К примеру, Ван Буэла предстояло заменить поврежденный сегмент крайне сложных начертаний более простыми версиями, дабы эта часть конструкции продолжила функционировать. Другой проблемой были расколоты начертания, которые больше не работали и их нельзя было использовать. От Ван Буэла требовалось добавить несколько начертаний, чтобы эта часть конструкции хоть как-то работала. Такие изменения нельзя было применить в отрыве от остальных частей вулкана. Пушка представляла собой крайне сложный и филигранный механизм, изменение всего одной детали могло повлиять на работоспособность всего орудия. Ему требовалось произвести огромное количество расчетов, ничего подобного он никогда раньше не проделывал. Как только Ван Буэла начал модифицировать пушку вулкан, Чан Юй Тун, похоже, догадался, что задумал его друг. Прищурившись, он внимательно на него посмотрел. В итоге он решил довериться ему. Не желая мешать Ван Буэла, он начал быстро заменить поврежденные материалы пушки. В позах охранявших их солдат проскальзывало напряжение и нервозность. На поле боя все еще шло сражение. Чудовища у платформы из раза в раз набрасывались на барьер Золотого Колокола, защитный купол находился в опасной близости от обрушения. Ван Буэла и Чан Юй Тун тем временем все силы отдавали пушки. Пока их никто не тревожил, они могли полностью сконцентрироваться на ремонте. Наконец напряженная атмосфера лопнула как сильно натянутая струна. Барьер Золотого Колокола с грохотом разбился. Взрывная волна в мгновение ока стерла внушительное количество чудовищ разом. Солдаты с боевым кличем завязали с оставшимися тварями бой. Они были второй и последней линией обороны между пушкой и ордами чудовищ. Сграмки моревом Ван Боулэ с размаху ударил ладонью по корпусу. Орудие с дроганием изрыгнуло луч ослепительного света. Направлено оно было на напирающих чудовищ. Небеса сдрогнулись, земля задрожала. Оставляя за собой волны, выстрел пробил дыру в небе. Там, где прошел луч света, не осталось чудовищ, словно их стерла с лица земли какая-то невидимая рука. Это был не конец. Пока Чан Юй Тун заменял материалы, Ван Боулэ еще сильнее перестроил начертания и ударил по пушке еще раз. Бом-бом-бом! Три оглушительных залпа вынудили чудовищ отступить. Благодаря своевременному вмешательству в Ан Боулэ солдаты понесли небольшие потери. Сейчас они смогли перевести дух. Многие с признательностью и благоговейным трепетом посмотрели на двух практиков дхармического оружия. К этому этапу сражения во всей крепости уцелела всего одна пушка-вулкан. Остальные либо пали под натиском чудовищ, либо от перегрузки перестали работать. Единственный вулкан стал самым приметным объектом на всем поле боя. Будь то простые солдаты, практики или чудовища, их головы невольно поворачивались в сторону пушки-вулкан. Это касалось и сражающихся в небе. Даже они удостоили взглядом оружия, хоть в их схватке любая ошибка могла стать смертельной. Летучая мышь в буре тоже холодно взглянула на пушку-вулкан, рядом с которой стоял Ван Боулэ. Работай! Прокричал Ван Боулэ, игнорируя взгляды окружающих и продолжая модифицировать начертания. Он работал на пределе физических и духовных сил. Такого рода модификаций начертаний требовали от него колоссальных умственных усилий. Это выходило за пределы его возможностей, но он упрямо продолжил работать. После замены части поврежденных начертаний он бил по корпусу пушки для очередного залпа. Каждый выстрел повреждал начертания. Несмотря на беспрерывный ремонт, артиллерийский огонь помогал солдатам на земле и практикам в воздухе, но его эффект на ход сражения был минимальным. С другой стороны, влияние вулкана на мораль нельзя было недооценивать. До тех пор, пока стояла хотя бы одна пушка вулкан и грохот ее залпов эхом разносился по полю боя, в ледских сердцах полыхало пламя борьбы. Так не могло продолжиться вечно. Двое талантливых практиков техармического оружия могли лишь отсрочить неизбежное. Каждый залп уничтожал примерно половину начертаний, тогда как в ходе последующего ремонта им удавалось восстановить или заменить только треть. Вопреки стараниям Ван Буэлэ и Чэнь Юй Туна все больше начертания пушки переставали функционировать, на данный момент уже не работало примерно две трети от общего числа начертаний. В любой момент пушка могла замолчать навсегда. Что нам делать? Взлохмаченный Ван Буэлэ хотел на стенку лезть от бессилия. И как назло вслед за снегом пришел Иний. Образно о том, что беда не приходит одна. Чаша весов сражения высоко в небе наконец покачнулась. Два чудовища стадии возведения основания с мучительным воем взорвались. Их разорвало на части в мгновение ока. В результате были ранены еще три чудовища и за их ранобильно текла кровь. В этой атаке погибло два практика стадии возведения основания и серьезно ранены два их товарища. Оставшиеся в живых мужчины с божественным оружием в руках так и норовило выскользнуть из слабеющих рук. Со всей возможной скоростью они полетели обратно в крепость. Позади остались чудовища, три из семи погибли в бою, оставшиеся четыре существа несмотря на серьезные раны не растеряли свои свирепости. С диким воем они бросились в погоню за двумя практиками. В попытке помочь Иван Було спешно развернул вулкан. Как вдруг между отступающими практиками и преследующими их чудовищами вклинился луч радужного света. Бородатый командующий крепости с немыслимой скоростью умчался в небо верхом на духовном сокровище в форме летающего диска. В руках он держал длинный меч цвета крови, с оглушительным боевым кличем на устах он одним ударом меча казалось рассек небеса. Кроваво-красное сияние меча трансформировалось в устрашающих размеров клинок разрушения. Четыре чудовища успели только яростно зарычать. Алый клинок промчался мимо них на огромной скорости разрубив двух надвое. Ранее полученные раны не позволили ему вернуться от удара. Кровавое свечение продолжило полет, однако два других чудовища вовремя среагировали и бросились бежать. Командующий запрокинул голову и безумно расхохотался. Братья, за федерацию, в атаку! Прокричал он и с ревом бросился вслед за убегающими чудовищами стадии возведения основания. Двое раненых практиков стиснули зубы, развернулись и присоединились к атаке бородача. После гибели четырех существ в стадии возведения основания более слабые чудовищ на земле дрогнули. В их звериных глазах появилась неуверенность, словно они в любую секунду могли бежать с поля боя. Все без исключения солдаты пошли в безумную контратаку. Надежда есть! С ликованием в голосе прокричал Ван Боуле, воодушевленный блестяще проведенный атакой командующего. Глава 181 Защитники крепости воспрянули духом. Солдаты перешли в полномасштабную контратаку. Огромная летучая мышь в далекой буре прищурилась, распахнула свою жуткую пасть и издала беззвучный крик. Ультразвуковую волну сопровождал ураганный ветер. Бородатый командующий два практика стадии возведения основания задрожали. На их губах выступила кровь. В то же время два раненых напоминало о недавней панике. Очевидно, они, как и Бородач, притворили в жизнь какой-то хитроумный план атаки на главных защитников крепости. Время для удара было выбрано идеально. Внезапность их нападения поставила Бородача и двух практиков стадии возведения основания в крайне опасное положение. Проколятья! Где подкрепление? От ярости учения Ютуна побелели костяшки пальцев. Он ничего не мог широкая пропасть. В схватке с таким врагом намало чем мог помочь. Ван Буэлла был мрачнее тучи. Среди солдат неподалёку повисла напряжённая тишина. Радостные крики, совсем недавно рвавшиеся из их горла стихли. Никто не мог предсказать, как закончится это сражение. Людей сковывали напряжение и тревога. «Всё упирается в огромную летучую мышь!» Мрачно заметил Ван Буэлла. Нетрудно было догадаться, кто командовал Ордой Чудовищ. Летучая мышь нанесла всего два удара. Первый смёл магическую формацию и уничтожил достаточно пушек вулкан, чтобы качнуть чашу весов в пользу армии Чудовищ. Второй удар атаковал практика в стадии возведения основания и подорвал поднявшуюся мораль войск. «Если мы не найдём способа убить эту летучую мышь!» В сердце Ван Буэлла локотала ярость. Он понимал, только её смерть могла изменить исход всего сражения. В противном случае без подкрепления крепость рано или поздно падёт. С этой мысли в его глазах появился жестокий блеск. С его невысокой культивацией он мог только полагаться на повреждённую пушку вулкан. Ещё не конец, остался ещё один вариант. Ван Буэлла перевел взгляд с пушки вулкан на парящую вдалеке летучую мышь. Стиснув зубы, он решился на безумный поступок. «Раз дошло до этого, надо попытаться!» Старший времени! Пяти минут хватит! Я собираюсь модифицировать пушку вулкан! Выпалил Ван Буэлла, его правая рука уже лежала на корпусе пушки. Чэнь Юй Тун из-под нахмуренных бровей посмотрел на Ван Буэлла. То, что тот ранее делал с начертаниями, показывало его подкованность в обращении с хромическим оружием, его мастерство впечатляло. В одних областях Ван Буэлла серьёзно ему уступал, но в других уже превзошёл его. Вместо слов Чэнь Юй Тун встал на страже Ван Буэлла. На их платформу прибыли другие практики хромического оружия четырёх ДАО Академий. Когда Чэнь Юй Тун объяснил им план Ван Буэлла, большинство поражённо застыли. Некоторые вообще сомневались в успехе этого начинания. В другой ситуации они бы обязательно высказались против этой авантюры, но во время страшного кризиса никто не сказал ни слова. Всё-таки пушка под надзором Ван Буэлла продержалась дольше всех. Из всех вулканов уцелела только она. Вместо пререканий они встали вокруг пушки охранным кольцом, их примеру последовали солдаты. Ван Буэлла в самом центре поднял руку и с ярким блеском в глазах достал огромное количество материалов. Это было отвлекающим манёвром. На самом деле ему было нужно незаметно для окружающих вытащить оружейный песок. Переплавка оружейного песка стала для Ван Буэлла привычкой после доведения ножен до третьего ранга. Нерегулярные переплавки позволили ему накопить несколько тысяч песчинок оружейного песка. У него не было другого выбора. Более двух трети начертаний пришли в негодность. Традиционные способы ремонта не могли предотвратить уничтожение начертаний после каждого выстрела. Вдобавок пушка вулкан обладала внушительной боевой мощью, но от дальности пушки не хватало для того, чтобы сбить огромную льтучую мышь. Ван Буэлла оставалось только попытать удачу с оружейным песком. Пожалуйста, хотя бы в этот раз мне должно повезти! Мысленно помолился он. Тяжело дыша он соединил материалы с вулканом, сосредоточившись на контроле слияния оружейного песка с пушкой. Оружейный песок впервые использовался на композитном духовном сокровище. Он сконцентрировал всю свою энергию на процессе медленного соединения оружейного песка с начертаниями духовных заготовок. Из-за сложности устройства пушки изменения в начертаниях духовных сокровищ протекали за гранью его контроля. Ван Буэлла понятия не имел, что из этого выйдет. Оружейный песок прямо у него на глазах соединялся с начертаниями. Некоторые поврежденные части в ярком сиянии соединились друг с другом, создавая совершенно новые начертания. Ещё больше его поразило другое. Внезапно он увидел ранее невиданные начертания на духовных заготовках. Появление скрытых от глаз начертаний порядком его удивило. Он ранее читал в духовном интернете, что некоторые высокоранговые дхармические артефакты имели скрытые начертания. Что-то вроде шифра. Никто, кроме создателей артефакта, не мог их ни увидеть, ни воспроизвести. Большая часть появившихся начертаний была повреждена, в его голове завертелись мысли. Внезапно всё встало на свои места. Модифицированные или заменённые им начертания не могли долго работать, потому что он имел дело только с видимыми глазу начертаниями, часть начертаний была скрыта, и он не мог их изменить. Вот почему ни один ремонт не был по сути доведён до конца. Оружейный песок служил своеобразным ключом шифрования, который открыл потаённую часть пушки вулкан, показал невидимые до этого начертания, расшифровал их и раскрыл весь потенциал. На глазах Ван Боуле раскрылись секреты пушки вулкан. Не зря говорят, приходящее счастье оживляет ум. В голове Ван Боуле начали вращаться шестерни. Теперь он лучше понимал внутреннее устройство вулкана и его начертаний. Радоваться сделанному открытию времени не было. Его глаза бегали по новым начертаниям в попытке запомнить их все, пока слияние с оружейным песком наконец не подошло к концу. Ввиду комплексности пушки вулкана результат не был понятен сразу. В итоге он стиснул зубы и навёл пушку на летучую мышь. Прогремел выстрел. Этот зал был полевым испытанием эффектов слияния. Пожалуйста, сработай! Мысленно взмолился Ван Боуле. Грохот пушки сотряс небеса. Этот выстрел ничем не отличался от предыдущих, как и луч вырвавшегося из дула света. Небо над полем боя озарил сияющий расчерк. Свет мчался прямо к огромной летучей мыши в центре бури. Чэнь Юитун и остальные, затаив дыхание, наблюдали за светом в небе. Даже огромная летучая мышь повернула голову в сторону приближающегося к ней луча света. Пока солдаты смотрели в небо, а Ван Боуле молился, луч в полёте внезапно превратился в огромную сферу света и упал вниз. Это стало для всех полной неожиданностью, даже для летучей мыши. Выстрел пушки вулкан неожиданно для всех принял форму сферы света. Из горла Ван Боуле вырвался разочарованный крик, когда шар света обрушился на полчищи чудовищной земле. Прогремевший взрыв превзошёл одновременный залп всех пушек вулкан. Цвет неба на мгновение изменился, земля задрожала. Словно от удара гигантской волны о высокий утёс, грохот казалось достиг самых высоких небес. Даже земля слегка просела. Облака в небе забурлили, и в лица людям и чудовищем ударил порыв ураганного ветра. Люди, звери стадии возведения основания ошеломлённо уставились вниз. Солдаты вокруг Ван Боуле, практики четырёх ДАО-академий и Чэнь Юй Тун лишились дара речи. Это... Это... Ван Боуле примерз к месту, он оцепенело смотрел на место, куда приземлился шар света. От грохота взрыва, в который мог потягаться залпом десятков вулканов, закладывало уши. Поле боя затопило море испопеляющего всё живое света, издали в безграничной армии чудовищ образовалось огромное пустое пространство, где не было ни одного чудовища. Землю усеивали их окровавленные обгоревшие трупы. Сфера света обладала чудовищной разрушительной силой, от взрыва землю всё ещё заметно потряхивало, обе армии какое-то время не могли прийти в себя. Практики дхармического оружия, включая Чэнь Юй Туна, резко обернулись к Ван Бууле, от переполняющих их эмоций они тяжело дышали. Огромная летучая мышь в центре бури перевела взгляд на Ван Бууле. Из её пасти вырвалась новая ультразвуковая волна, бородачи практики стадии возведения основания поюжились, словно им под кожу вонзились иголки. Как только волна подавила их культивацию, они оказались в серьёзной опасности, ведь и в этот момент на них напали два чудовища стадии возведения основания. Чудовища вокруг платформы тоже получили приказы. С безумным воем они бесстрастно кинулись к Ван Бууле. Похоже, они были настроены во что бы то ни стало уничтожить платформу, даже если это будет стоить им жизни. «Не дайте им прорваться!» Со свирепым блеском в глазах скомандовал Чен Юй Тун. Ван Бууле делом доказал свою правоту. Как он, его старший брат мог стоять в стороне и ничего не делать. Вспыхнув духовной энергией, он повёл людей в атаку. Выстрел пушки воодушевил у других практиков автокромического оружия. Они собрались с духом и вместе с солдатами пошли в лобовую атаку на чудовищ. Накал схватки резко возрос. Чудовищ было слишком много, да и бросались на людей они словно безумные. Среди сражающихся шагала смерть, собирая свою кровавую дань. В окружении гибнущих людей стоял Ван Бууле. Каждый вдох давался с трудом, глаза покраснели. Ван пытался заставить пушку выстрелить ещё раз, но ничего не вышло. Похоже, она была способна ещё на один выстрел. Глядя на гибнущих людей и чудовищ, которые, казалось, слезли отовсюду, он решился на безрассудный поступок использовать оружейный песок ещё раз. Он никогда повторно не модифицировал хромический артефакт оружейным песком. Сейчас времени размышлять не было. Молниеносным движением руки он засыпал оружейный песок в пушку вулкан. К его несказанной радости оказалось, что песок можно было использовать для повторного преобразования. У этого плана была одна проблема. Вторая метаморфоза была сопряжена с множеством непредсказуемых факторов. По окончании слияния пушка вулкан задрожала. Внутренности орудия дестабилизировались, кажется, оно оказалось на грани поломки. Ван Боулэ в панике достал ещё оружейный песок для ещё одной попытки. После пяти попыток модифицировать пушку она стала совершенно неремонтопригодной. К тому же её массивный ствол содрогался со страшной силой. Как будто внутри нарастала ужасающая энергия. Во все стороны от пушки хлынули волны духовной энергии. Странное дело, начертания стабилизировались, к тому же отсутствовали намёки на саморазрушение или возможное отключение пушки. Готово! Раздался радостный вопль Ван Боулэ. Он поднял голову и с криком ударил ладони по корпусу пушки. Огонь! Небо и землю сотряс чудовищный грохот, из дула пушки в вулкан вырвалась неописуемая сила. Ни один из прошлых залпов не мог сравниться с тем, что сейчас сорвалось из дула пушки, да и сравнивать их было совершенно бессмысленно. Свет из белого стал голубым. Одних расходящихся от луча света волн было достаточно, чтобы уничтожить всех чудовищ вокруг. С диким воем они были сожжены дотла. Мир потускнел, на луч света сейчас смотрели все участники сражения. Слепящий свет направлялся к огромной летучей мыши, которая уже открыла пасть для следующей ультразвуковой атаки. Глава 182 Цельсия Огонь Луч на огромной скорости летел вперед. Чудовище на его пути мгновенно испопеляло. Даже при соприкосновении с волнами, расходящимися от луча, чудовища либо погибали, либо получили серьезные раны, либо из их пасти фонтаном вырывалась кровь. На фоне темнеющего неба луч голубого света оказался еще ярче. С немыслимой скоростью и рокотом луч пересек поле боя. Неся с собой разрушительную силу, свет приближался к гигантской летучей мыши в центре бури. Ее пасть была широко раскрыта для очередного ультразвукового удара по практикам стадии возведения основания. Внезапно она задрожала. В ее глазах появилась тревога. Если бы у нее были волосы, то сейчас бы они встали дыбом. Захлопнув пасть, она попыталась увернуться. Скорость луча света во много раз превосходила ее собственную, и все же свечение прошло мимо ее массивного тела. Промах. Несмотря на это, испускаемые светом волны прошли сквозь летучую мышь. В сильном спазме из ее пасти брызнула кровь, а мозг парализовал страх. До начала сражения она рассчитала максимальную дальность людской артиллерии и специально находилась вне зоны ее досягаемости. Она совершенно не ожидала, что ее чуть не собьет пушечный выстрел. Глаза гигантской летучей мыши покраснели. Дрожа всем телом, она запрокинула голову к небу и издала пронзительный крик. При взгляде на Ван Буоле чудовище окутала кровожадная аура. Выстрел вулкана оказался настолько мощным, что она впервые с начала сражения почувствовала себя в опасности. Если бы она хоть немного замешкалась, то луч света попал бы ей прямо в голову. Такая мысль напугала это умное существо. Сразу после ее пронзительного крика они бездумно ринулись вперед. Два чудовища стадии возведения основания в воздухе тоже хотели броситься в атаку, но они не могли оставить своих противников без присмотра. Вместо этого они тоже взвыли, отчего чудовища и гиганты в Орде казалось обезумели еще больше. Чудовища перепрыгивали практиков и солдат вокруг и бежали к платформе Ван Буоле. Одним выстрелом Ван Буоле разворошило осиное гнездо и сделал себя главной целью обезумевшей Орды чудищ. Обомлевшие ченью и тон практики солдаты на платформе так и не сдвинулись с места. Бородачи практики стадии возведения основания быстро стряхнули с себя оцепенение, произошедшее открыло им блестящую возможность для атаки. Летучая муж была слишком занята чтобы мешать их в схватке, у них открылось второе дыхание, они незамедлительно пошли в атаку на двух чудовищ стадии возведения основания. Солдаты, защищайте платформу с пушкой вулкан, прогремел приказ командира. Ван Буле, если сможешь отвлечь летучую мышь, тебя представят к награде. Если ты убьешь эту тварь, я лично подам прошение о твоем щедром вознаграждении. По приказу командующего практики солдаты на поле поспешили к платформе, пытаясь по пути остановить чудовищ. Ченью и Туны солдаты на платформе тоже бились с врагом изо всех сил. Вокруг пушки вулкана разгорелась напряженная схватка. Что до гигантской летучей мыши в небе, её культивация явно находилась не на стадии возведения основания, иначе бы даже такое осторожное существо атаковало больше нескольких раз. Летучая мышь явно обладала серьезным магическим талантом, что делало её отличным выбором для командующего войсками из тыла. Перепуганное чудовище больше не задерживалось в одном месте слишком долго, летучая мышь перелетала с места на место, крыльями создавая порывы ураганного ветра, который поднимал воздух пыль. Так она пыталась не дать увидеть себя. О том, чтобы подлететь поближе к Ван Буала не было и речи. Она ещё полностью не дошла от последнего выстрела пушки. В итоге она кружила в небе, надеясь, что орда чудовищ расправится с вулканом раньше, чем её собьют. Такая тактика требовала времени, но в данной ситуации это был самый надёжный путь к победе. Ситуация складывалась именно так, как предполагала летучая мышь. Вокруг нервничающего Ван Буала кипела жаркая схватка, пушечный залп не по его вине не попал в цель. Всё-таки в результате модификации песком характеристики пушки непредсказуемым образом изменились, стрелять из неё теперь было не так легко, как раньше. Он услышал обещания Бардача, но сейчас было не время фантазировать о будущей награде. У платформы кипело сражение, смерть поджидала на каждом углу. Ван Буала несколько раз глубоко вдохнул. Он не смел тянуть концентрацию, пока его духовная энергия вливалась в пушку. Изначальный механизм автоматической наводки переключил сноручное наведение. Чтобы повысить свои шансы на успешное попадание, он вызвал москитов. Крохотные насекомые на большой скорости полетели к огромной летучей мыши. С их помощью Ван Буала видел всё, что сейчас происходило в небе. Круговое зрение в 360 градусов без слепых пятен дало ему потрясающий чёткий обзор всего поля боя. Летучая мышь двигалась слишком быстро, к тому же её прикрывала буря и поднятая ей пыль. Ван Буала не мог взять её в прицел, да и кровавая резня у платформы никак не помогала унять дрожь в руках. Не спеши, не спеши, мне нужно всего лишь подгадать момент. Ван Буала продолжил размеренно дышать в попытке успокоиться. С началом активации вулкана в воздухе забырлила волатильная энергия. Духовную энергию из окружения стремительно затягивала в пушку, Ван Буала мысленно как будто погрузился в воды спокойного озера. Сейчас он не видел ничего, кроме далёкого неба и кружащей там летучей мыши. Пушка содрогнулась, но Ван Буала этого даже не заметил. Его дыхание замедлилось, мир, который он видел через москитов, постепенно сужался в крохотную точку. Он ждал идеального момента. Ван Буала произойдёт, если этот момент никогда не наступит. Следует ли ему всё равно выстрелить из пушки или всё-таки этого не делать, чтобы и дальше держать летучую мышь в напряжении? Исход боя должен был решить итог схватки в воздухе. Если бородача двое практика в стадии возведения основания одержит победу, то у людей появится шанс на победу в этом сражении, но какой ценой. Совершенно внезапно в поле зрения Ван Буала попали два луча света вдалеке, а они двигались к крепости. Следом за ними на большой скорости летели восемь бассивных кораблей с подкреплением из седьмой главной крепости, возглавляли их двое практика в стадии возведения основания, которые летели в лучах яркого света. Несмотря на бледность лица и полученные раны, они целеустремлённо продолжали лететь вперёд. Очевидно, перемещающая формация между крепостями была разрушена, поэтому подкрепление пришлось высылать на летающих кораблях. Завидев подмогу на горизонте, в глазах Ван Буала появился блеск. Вот он, Ван Буала задержал дыхание, сейчас он как будто смотрел через трубу. Ну же, ну же, замри! Увидев в корабле людей летучую мышь начала бить дрожь, в этот самый момент Ван Буала с криком выстрелил. Небо и землю казалось сотряс оглушительный раскат грома, из дула пушки вырвался луч ослепительного света. Одновременно с этим само орудие начало разваливаться на части, когда луч света умчался в небо, пушка окончательно развалилась и превратилась в простую гору металлолома. Все ее начертания одновременно распались на части. Ван Буала закашлялся кровью, от усталости у него подогнулись колени, но солдат неподалеку успел его подхватить. Вот только Ван Буала этого даже не заметил, он неотрывно смотрел на удаляющийся луч света. Голубой расчерк невероятной энергии с рокотом пронзил небосвод, словно огромный синий дракон. По скорости он уже напоминал не предыдущие выстрелы, а разряд молнии. Ему хватило одного мгновения, чтобы достичь летучей мыши. Корлатое чудовище с мерзким визгом попыталось вернуться, но было слишком поздно. Свет прошил ее тело насквозь. На глазах людей чудовище огромная летучая мышь начала распадаться на части, крылья с хрустом потрескались и осыпались вниз дождем из мелких фрагментов, и с пасти чудовище хлынул фонтан крови. Луч света полностью ее уничтожил. В небе ничего не осталось, словно невидимая рука стерла все упоминания о существовании этого зверя. Смерть летучей мыши произвела на поле боя эффект разорвавшейся бомбы. Изумление Ченю и Туну и остальных на платформе быстро сменилось неконтролируемым восторгом, им даже начало казаться, будто все это им приснилось. Солдаты и практики четырех ДАО Академии на поле боя испытывали схожие чувства, а вот в глазах чудовищ появился страх. Людям удалось перевернуть ситуацию в свою пользу. Два чудовища стадии возведения основания застыли прямо во время схватки с бордачом. Одному тут же отрубили голову, а второе попыталось удрать. Далеко оно не ушло. Двое практиков стадии возведения основания, прибывших с подкреплением, перерезали беглецу путь к отступлению. Вместе с командующим они зарубили и его. В орде чудовищ на земле воцарилась паника. Своем расталкивая собратьев, армия чудовищ обратилась беспорядочное бегство. Во всем этом хаосе кровожадная аура командующего крепостью ни капли не померкла. Своим зычным голосом он прикричал как Афоню на поле брани, скомандовав оставшимся войскам перейти в контрнаступление. Солдаты и практики вокруг Ван Буоле присоединились к наземным силам. Хоть Ван Буоле и валился с ног от усталости, он все равно спрыгнул с платформы в гущу сражение. Ван приказал москитам следовать за ним. Под людским натиском чудовища уже не разбирали своих очежих, топча собратья в попытке сбежать. Враг нес страшные потери, наконец уставшие люди прекратили преследование остатков армии чудовищ. Бородач устало вздохнул. Его глаза быстро отыскали в толпе покрытого кровью Ван Буоле. Со смехом командующий подошел к нему и по медвежьи обнял, похлопав вопу спине. К счастью, Ван Буоле было крепкое физическое тело, иначе от такого похлопывания у него бы на губах выступила кровь. И все же раны напомнили о себе острой болью. Решив не уступать Бородачу, он тоже со всей силы похлопал вопу спине. Почувствовав, что чего-то не хватает, командир отпустил Ван Буоле, неловко покашлял, а потом взял руку Ван Буоле и поднял ее над головой. Он посмотрел на своих раненых солдат и на прибывшее подкрепление. «Скажите, кто это?» «Ван Буоле!» Закричали во все горло выжившие в бою солдаты. Они собственными глазами видели промчавшийся по небу ослепительный луч света и гибель летучей мыши. Слыша, как люди скандируют его имя, Ван Буоле почувствовал, как щекам прилила кровь. Он впервые чувствовал нечто подобное. Это было неописуемое чувство. Особенно отличились тысяча с небольшим солдат, защищавшие пушку вулкан. Под влиянием эмоций они окружили Ван Буоле и с радостными криками принялись подкидывать его в воздух. На поле боя впервые послышался радостный смех людей, которым не только удалось выжить, но и одержать победу. Практики четырех ДАО Академии, наблюдая за тем, как солдаты подбрасывают Ван Буоле в воздух, чувствовали небывалый душевный подъем. по прибытии на поле боя произвел на них неизгладимое впечатление. Глава 183 Оливковая ветвь От радостных криков солдат и виды бегущих чудовищ в груди Ван Буоле потеплело, однако залитая кровью и заваленная трупами поле боя быстро вернули его в действительность. Радость быстро сменилась печалью и каким-то довящим ощущением на сердце. Остатки армии вернулись в крепость после небольшого отдыха командующий приказал расчистить поле. Тела солдат и практиков занесли обратно в крепость. К сожалению, некоторых чудовищ изуродовали до неузнаваемости. Бродя по полю несущим на себе следы жуткого кровопролития, многие становились неестественно молчаливыми. Расчистка заняла три дня, после чего в жизнь крепости вернулось некое подобие нормальности. Солдаты не стали сжигать трупы чудовищ, из них можно было извлечь ресурсы и ценные материалы, павших солдат сложили вместе, их имена записали в список павших героев. Члены семей погибших получат прах и денежные пособия, за погибших практиков родственники получат особую компенсацию. После сражения люди в крепости, включая Ван Буэлэ, начали получить вести об ужасающих сражениях, разыгравшихся в главной крепости и по всей седьмой линии обороны. Нашествие чудовищ окончательно захлебнулось у стен седьмой главной крепости после убийства генералом Джоу короли чудовищ. Было истреблено неисчислимое количество чудовищ, но и защитники крепости заплатили смерть и большую кровавую дань. Масштабы нашествия превзошли самые пессимистичные прогнозы федерации. Добрая треть малых крепостей седьмой линии обороны не выдержала натиска врага. Оттуда мало кто вернулся живым, причем не только солдат, но и практиков. Большинство защитников этих крепостей пали в бою. Из двух трети устоявших крепостей почти половина продержалась до прибытия подкрепления, после чего расправилась со своей частью вторжения. Но понесенные потери были колоссальными, другая треть выстояла, несмотря на опоздавшую помощь из других крепостей. Они выгрызли зубами победу, нейтрализовав направленную против них орду. По размерам эти крепости были больше стандартных малых крепостей, вроде той гнёс службы Ван Буэлэ, к тому же их защищало намного больше практиков солдат. Что до менее крупных звеньев седьмой линии обороны, не только крепость Ван Буэлэ успешно отразила атаку чудовищ, тем не менее такие случаи были большой редкостью. В результате феноменальная победа крепости Ван Буэлэ произвела сенсацию на всей седьмой линии обороны. Подкрепление прибыло под самый конец сражения, но даже без него исход уже был решен благодаря внезапному нападению командующего, жертве двух практиков стадии возведения основания и выстрелу Ван Буэлэ. Имя Ван Буэлэ и многих других ушло далеко за пределы крепости, вскоре с легкой руки бородатого командующего о них заговорили по всей седьмой линии обороны. Никто не мог оставаться равнодушным, когда ему рассказывали о героической обороне той крепости, все эти люди сами пережили нашествие чудовищ, поэтому им не надо было объяснять, какой подвиг совершили защитники. Следующие несколько дней Ван Буэлэ чувствовали как героя. В крепости не было никого, кто бы не знал его имени, говори с ним исчезли сухость и формальность, они действительно были благодарны ему за то, что он сделал. Их слова признательности шли от чистого сердца. В момент кризиса Ван Буэлэ и Чин Юитун могли бросить вулкан, но они решили остаться. Когда об этом узнали в крепости, репутация Ван Буэлэ еще больше выросла, все в крепости теперь относились к Чин Юитун и остальным, кто защищал Ван Буэлэ с особенной теплотой. К сожалению, ни радость победы, ни отношения людей не могли убрать тяжесть сердца Ван Буэлэ. У него до сих пор перед глазами стояли сцены кровавого сражения и гибели солдат, пережитая оставила на нем глубокий отпечаток. Смириться со случившимся за небольшой срок, что прошло со сражения, было очень трудно, как после пережитого он мог, как ни в чем не бывало, продолжить вести беззаботную жизнь. Примерно в это время стало известно, что Ван Буэлэ коллекционировал зубы и клыки чудовищ, поэтому следующие несколько дней он получил целый ворох. Люди делали ему подарки от чистого сердца, солдаты были очень благодарны Ван Буэлэ, они очень хотели выразить свою признательность, но не знали как. Единственное, что они могли сделать, так это дарить ему зубы чудовищ. Бездонный браслет до отказа был заполнен клыками. Ван Буэлэ был очень тронут, да и отказываться от подарков было некрасиво. Как-то раз Чэнь Юй Тун молча передал ему два бездонных браслета, ему потребовалось какое-то время, чтобы упаковать все подарки. Практики, которые пережили сражение, теперь по-другому смотрели на Ван Буэлэ, людей в крепости и собратьев из других ДАО-академий. Между ними были выкованы узы братства. После сражения они стали намного теплее относиться друг к другу и чаще проводить вместе время. Их нынешний круг общения и то, как они относились к простым солдатам, коренным образом изменились. Крепость постепенно восстанавливалась после отражения нашествия чудовищ, в то время как Ван Буэлэ осаждали гости и доброжелатели, бородатый командующий доставил список заслуг генералу Джоу в седьмой главной крепости. Это был список с именами многих храбрых солдат и практически всех учеников ДАО-академий. Можно сказать, в списке упоминались практически все, кто пережил сражение, возглавляли его имена Ван Буэлэ, двух практиков стадии возведения основания и самого командира, как внесших самый существенный вклад в победу и достойных кандидатов на представление к награде. В палатке командующего генерал Джоу пробежался глазами по списку, натянутый улыбнувшись он посмотрел на бородача. Позади генерала стояла немного бледная Джоу Лу, из-под униформы проглядывали повязки, в ее глазах был виден пережитый опыт, выкованный в гарниле жестокой войны, и взгляд остановился на имени Ван Буэлэ в списке. Под расчетливым взглядом генерала Джоу бородач сохранял невозмутимость, он намеренно усилил давление на кровеносную он ничего не сказал, но его намерения были предельно ясны. Я не уйду, пока вы не согласитесь достойно вознаградить моих людей. Хватит отмалчиваться, выкладывай. Потребовал генерал Джоу, указав пальцем на бородача. Он не знал то ли плакать, то ли смеяться. Бородач моргнул и без лишних слов вытащил еще один список и подошел к генералу, но не стал класть его на стол, вместо этого он подал его генералу двумя руками. Тот, не мигая, посмотрел на список, судя по помрачневшему лицу, он уже догадался его содержимым. Он поднялся и двумя руками принял список, после чего развернул его. В нем были имена всех, кто погиб в сражении за крепость. В палатке повисла тишина. Первыми в списке стояли имена погибших практиков стадии возведения основания. Генерал, армия и федерация сейчас испытывают трудности, я понимаю. Я не против урезать награды вдвое, но пособие семьям погибших должно быть обязательно выплачено. Это было не сражение, а настоящая резня. С этими словами бородач опустил голову. Генерал Джоу безмолвствовал, спустя какое-то время он поднял глаза на бородача и спокойно сказал, «Как мы можем урезать награду вдвое? Все в списке получат ее в тройном размере. Что до пособия семьям погибших они тоже будут увеличены втрое». От этих слов бородатый командир вздрогнул, не став ничего говорить, он накрыл ладонью кулак и поклонился генералу Джоу, после чего вышел из палатки. Когда за ним опустился полок палатки, генерал поднялся и надолго о чем-то задумался. «Джоу Лу!» Наконец сказал он. «Через три дня я лично посещу все крепости для встречи с солдатами. Подготовь все!» Джоу Лу отвела взгляд от имени Ван Буу Ле в списке. «Как прикажете?» Незаметно прошло три дня. С окончанием нашествия ученики четырех дау Академии начали возвращаться в свои учебные заведения. Ван Бу Ле, Чен Ю и Тун и их друзья тоже попрощались с солдатами и стали собираться в дорогу. Перед атлетом Ван Бу Ле получил сообщение от командующего крепостью. «Меня хочет видеть генерал Джоу!» Ван Бу Ле моргнул. Он знал, кто такой генерал Джоу из седьмой главной крепости. Его он видел еще в дау Академии. Этот человек занимал пост в высших эшелонах армии. Звали его Джоу Десси. Он уничтожил целый вид чудовищ, что само по себе являлось невероятным достижением. Если бы Ван Бу Ле впервые услышал о генерале, то не стало бы так нервничать. Но он знал, кто именно хочет с ним встретиться. Вечное присутствие с генералом Джоу Лу заставило его задуматься. «Может, Джоу Лу его любовница?» Ван Бу Ле почувствовал признаки подступающей головной боли. Мысль о сделанном вкладе в победу немного его успокоила. Направляясь к палатке командующего крепостью, он все равно оставался на стороже. У входа в палатку он наткнулся на Джоу Лу. Их взгляды на мгновение встретились. Девушка явно была чем-то задачена. Отведя глаза, она холодно сказала «Генерал ждет тебя». Заметив намек на растерянность во взгляде девушки, глаза Ван Бу Ле блеснули. Он молча откинул полок палатки и зашел внутрь. Перед большой картой стоял генерал Джоу в черной военной форме. Его хорошо сложное тело создавало впечатление нерушимой горы. При взгляде на генерала Ван Бу Ле почувствовал себя так, будто оказался перед огромной пушкой вулкан. У него слегка перехватило дыхание. «Приветствую, генерал Джоу!» Поздоровался он, накрыв ладонью кулак и поклонившись. «Ван Бу Ле, подойди!» Не отрываясь от карты, сказал генерал Джоу. Ван Бу Ле поднял голову и после поры секунд раздыме сделал несколько неуверенных шагов. Подойдя к генералу, он посмотрел на карту, она еще на входе привлекла его внимание. Это была топографическая карта седьмой линии обороны. За пределами людских укреплений лежали обширные дикие земли, а еще дальше находилось огромное море. «Может показаться, будто чудовищам удалось в нескольких местах прорвать седьмую линию обороны, но на самом деле мы одержали серьезную стратегическую победу!» Неспешно объяснил генерал. Пальцем он указал на область моря. «Четыре ДАО Академии, Сенат и другие политические силы успешно атаковали море чудовищ. Мы понесли тяжелые потери, зато нам удалось убить девять королей чудовищ и по меньшей мере на двадцать лет обеспечить спокойствие на границах. Но у всего есть как светлая, так и темная сторона. Внутренние конфликты Федерации, назревавшие больше десяти лет, эти нарывы в следующие двадцать лет обязательно вскроются. Грядущая политическая буря не обойдет стороной «Четыре ДАО Академии», не будет потревожена только армия. Поэтому генерал Джоу внезапно повернулся и внимательно посмотрел на Ван Бууле. «Ван Бууле, не хочешь поступить на службу в армию?» Глава сто восемьдесят четвертая «Секретное оружие». «Я имею в виду бессрочную воинскую службу, к тому же тебе придется дистанцироваться от ДАО Академии», с блеском в глазах сказал генерал Джоу. В его глубоком баритоне чувствовалась естественная кровожадность. Эм... Неожиданное предложение генерала застало Ван Буула врасплох, к тому же он и представить не мог, что творилось за кулисами, пока они защищали крепость. В свете внезапности и масштабности нашествия Федерация была обязана пойти на такие жертвы. Ван Бууле понимал мотивацию командования, поскольку читал автобиографию высокопоставленных чиновников, но как простой практик, который подружился с солдатами и считал их своими друзьями, он не мог согласиться с таким решением Федерации. «Что бы я выбрал, если бы был президентом Федерации?» Ван Бууле какое-то время молчал, будущее предсказать невозможно, но он верил, если когда-нибудь наступит такой день, он не будет сожалеть о принятом решении. Похоже, генерал Джоу не ждал от Ван Бууле ответа прямо сейчас. Не сводя глаз в Ван Бууле, он спокойно продолжил. «Я понимаю, тебе нужно тщательно всё взвесить, поэтому можешь дать мне ответ, когда будешь готов». Генерал Джоу отчётливо дал понять, какие преимущества и недостатки несла с собой военная служба. Во время принятия решения Ван Бууле в первую очередь будет опираться на то, что он сегодня услышал. Когда генерал хотел ещё кое-что добавить, Ван Бууле, помявшись, спросил. «Генерал Джоу, если я поступлю на службу, смогу ли в будущем стать президентом Федерации?» «Кем?» спросил генерал Джоу, изумлённо выгнув брови. Ван Бууле силой воли подавил непрошенные мысли, которые возникли у него в голове из-за тона генерала. «Президентом Федерации!» повторил он и с надеждой посмотрел на собеседника. «Хм, армия не вмешивается в политику. Если ты хочешь стать президентом Федерации, то тебе придётся организовать военный переворот. Ты планируешь устроить мятеж?» После непродолжительного раздумья спокойно дал свой ответ генерал Джоу. Ван Бууле поёжился и неловко рассмеялся. «Генерал, я так понимаю, что вопрос о моём поступлении на военную службу не очень срочный, поэтому я хотел бы взять время подумать». Генерал Джоу немного наклонил голову, а потом рассмеялся. «Ван Бууле, армия не так простая, как ты думаешь. Знаешь, почему я рассказал тебе о грядущем хаосе в Федерации и о том, что он обойдёт страной только армию?» Ван Бууле отрицательно покачал головой. Он и вправду ничего об этом не знал. Слышав уверенность в голосе генерала Джоу, он всем своим видом попытался показать, что готов внимательно слушать. Проигнорировав выражение лица Ван Бууле, генерал сложил руки за спиной и повернулся к карте. «В армии служит меньше практиков, чем в других политических группировках, да и наши традиции и культивации значительно им уступают. Однако у нас есть секретное оружие!» Генерал повернул голову к Ван Бууле в ожидании очевидного вопроса. На самом деле он не планировал раскрывать слишком много подробностей о секретном оружии. Он только хотел показать юному практику, что поступление на службу в армию было верным решением. На вопросы можно было не отвечать, ведь его рассказ преследовал другую цель – сам когда-то был таким молодым человеком с неуемной жаждой получить ответы на все вопросы. Ван Буууле несколько раз моргнул. Упоминание генералам некоего секретного оружия слегка изменило ситуацию. Таким нехитрым трюком он умел заинтересовывать людей еще в три года. Ожидаемо на вопросы он вряд ли получит ответы, скорее наоборот, генерал наверняка ограничится туманными намеками, чтобы навести туман таинственности на упомянутое секретное оружие. Если он хочет получить ответы, то действовать над сточностью да наоборот. Поэтому он не стал ничего спрашивать. Разговор оборвался неловкой паузой. Каждая секунда для генерала Джоу тянулась невыносимо медленно. Видя, как поменялся в лице генерал, Ван Буууле вздохнул. Его собеседник обладал огромной силой и статусом, поэтому было бы некрасиво, если бы он потерял лицо. «Что из себя представляет секретное оружие?» Спросил он. Генерал Джоу сделал глубокий вдох. Он раскусил трюк Ван Буууле, но в конечном счете решил рассказать ему об истинном могуществе армии. Подняв голову, он смотрел на потолок палатки, но почему-то создавалось ощущение, будто его взгляд был направлен куда-то очень далеко в небеса. Появление духовной энергии нарушило течение цепной реакции деления тяжелых ядер и реакции термоядерного синтеза. Все ядерное оружие на планете перестало работать. С тех пор армии удалось создать два прототипа бомбы, работающие на эффекте черных дыр. Их мощь значительно превосходит силу атомного оружия. Эти два прототипа бомбы-коллапсары и есть секретное оружие армии. Коллапсар — термин, ранее использовавшийся в астрофизике для обозначения космического объекта, возникающего в результате гравитационного коллапса массивных тел и обладающего сверхмощным гравитационным полем. Аван Пуэлл резко навострил уши, от удивления у него округлились глаза и слегка приоткрылся рот. Что? Как человек, родившийся в эре духовного истока, он не видел того расцвета технологий, упал и до появления меча из позеленевшей бронзы. В книгах по истории из библиотеки родителей он вычитал о чудовищной разрушительной мощи ядерного оружия. За год он свыкся с мыслью, что духовная энергия изменила структуру материи и стала новым видом энергии, сделав бесполезными многие технологии ушедшей эры. Неудивительно, что Ван Пуэлл воспринял рассказ генерала Джоу с большой долей скепсиса. Если одновременно взорвать штук 20 таких бомб, теоретически можно уничтожить практически всё живое и расколоть мир надвое. Вот на что способен прототип бомбы Калапсар. Заметив реакцию Ван Буэлла, генерал развел руки в стороны и спокойно продолжил. Жаль, что процесс производства этого оружия сопряжён с целым рядом трудностей. Материалы для них встречаются крайне редко, поэтому за все эти годы нам удалось создать всего две так называемые протобомбы. К тому же они не обладают силой настоящей бомбы Калапсара, их мощи не хватит, чтобы стереть чудовищ с лица земли, а ведь далеко за нашими границами прячутся невероятно сильные чудовища, не говоря уже о по-настоящему легендарных тварях. И всё же две протобомбы Калапсары служат определённым фактором сдерживания. Их неиспользование даёт эффект не хуже, чем фактическое применение. Ранее я упомянула безопасность на границе в ближайшие 20 лет, не последнюю роль в этом играет сдерживающий фактор нашего секретного оружия. Дыхание Ван Буэлла сбилось, мысли в голове смешались в кашу, стоящий перед ним человек, казалось, стал ещё больше, даже армия предстала перед ним в другом, более таинственном свете. Довольный эффектом, который на Ван Буэлла оказал рассказ, генерал заговорил медленней. Не недооценивай технологический потенциал Федерации. Появление духовной энергии изменило правила игры, но Федерация исследует способ обеднения духовной энергии и знания от хромическом оружия из теории создания прототипов бомбы Калапсара для создания настоящих антиматериальных бомб. Другими словами, полноценных бомб Калапсаров. Хотя такое оружие будет правильнее назвать антидуховными бомбами. Успех этого исследования может вложить в руку Федерации частицу силы Бога. Всё это генерал Джоу поведал спокойным тоном. При взгляде на застывшего от узумления Ван Буэлле он рассмеялся и передал ему медаль из нефрита. Эта медаль символизирует дружбу с армией. С ней ты можешь один раз попросить о помощи седьмую главную крепость, включая меня, если, конечно, твоя просьба не будет противоречить закону. До сих пор не отойдя от шока, Ван Буэлле осторожно принял медаль. У себя в голове он прокручивал слова генерала Джоу о портабомбах, хотя мысли пока находились в полном беспорядке, несколькими глубокими вдохами ему удалось немного успокоиться. Медаль у него на ладони обладала невероятной ценностью. Помощь седьмой главной крепости и самого генерала Джоу! Ван Буэлле прищурился. В этот раз награда превзошла самые смелые ожидания. Это была не медаль, а скорее защитный талисман. Ем можно было даже не пользоваться. Само по себе наличие у него этой медали могло отпугнуть многих недоброжелателей. «Премного благодарен, генерал!» С этими словами он накрыл ладони кулак. Губы генерала Джоу утронула тень улыбки. «Твои заслуги будут отражены в рапорте. Копии будут отправлены в Федерацию и дал у Академии эфира. В будущем тебя ждет награда». «Ван Буэлэ, как тебе удалось модифицировать пушку вулкан?» Спросил он. Ван Буэлэ отрепетированным движением достал из бездонного браслета нефритовую табличку и подал генералу. Он заранее подготовился, прекрасно понимая, что инцидент с пушкой обязательно вызовет вопросы. Сам он до конца не понимал, как контролировать изменения, но в нефритовой табличке описывалось большинство начертаний пушки после трансформации. Ван Буэлэ не хотел утаивать информацию, которая могла серьезно поднять боевую мощь крепостей. В нефритовой табличке он тщательно перенес все известные ему начертания. Будучи частью павилона дхармического оружия, Ван Буэлэ знал, насколько трудно трансформировать такое сложное оружие, как вулкан. Для экспериментов требовалось намного больше времени. Он решил не вдаваться в подробности относительно неожиданного успеха в изменении начертаний. Тут можно было сослаться на вдохновение и удачу. Все-таки он был практиком дхармического оружия, который был известен своими знаниями начертаний на всю Дау Академию Эфира. Забрав нефритовую табличку, генерал Джоу тепло улыбнулся. Ван Буэлэ совершил настоящий подвиг во время сражения за крепость. Если бы он отказался делиться информацией, то тут ничего нельзя было сделать, ведь его защищал статус ученика Дау Академии Эфира. К тому же не пристало генералу заниматься такими низменными вещами, как кража чужих идей. Еще немного поболтав, он дал понять своему юному собеседнику, что разговор окончен. Уполога палатки Ван Буэлэ замялся, а потом все же повернулся к генералу. Эм, генерал Джоу, у вас случайно нет зубов чудовищ в стадии возведения основания? Мне они нужны для переплавки артефактов. Просьба слегка позабавила генерала. Коротким движением кисти он бросил Ван Буэлэ три черных зуба. Тело Короля Чудовищ это одно большое сокровище. Каждую его часть нужно внести в риостер, поэтому придется подождать. Когда с формальностями будет покончено, я подарю тебе клык Короля Чудовищ. А пока вот тебе три зуба трех чудовищ в стадии возведения основания. При виде зубов Ван Буэлэ заблестели глаза. Сжимая их в руке, он попрощался и вышел. Вскоре Чен Юй Тун, Джоу Пен Хай, Ван Буэлэ и Сунь Фан на летающем корабле отбыли в Дао Академию Эфира. Пока судно поднималось в небо, Ван Буэлэ с Чен Юй Туном наблюдали за уменьшающейся крепостью у себя под ногами. Каждый испытывал разные эмоции. От печали, горечи и нежелания улетать до чего-то не столь очевидного. Нельзя сказать, что после пережитого в крепости они начали новую жизнь, но теперь неопределенно смотрели на вещи по-другому. Примерно в это время из палатки вышел генерал Джоу. Предупредительный, всегда прислушивается к кричам других и вглядывается в выражения их лиц. Глядя на улетающий корабль Ван Буэлэ, столик и восхищение, подумал он. Скромный и простодушный, и в то же время решительный и беспощадный. У него неплохой характер, многообещающий талант, чертовски многообещающий. Глава 185-я Щедрая награда Дао Академии Стояла отличная погода, в чистом бездинного облачка небе ярко сиело солнце, из которого торчал гигантский меч. Корабль Чен Юйтуна покинул воздушное пространство крепости, по мере набора высоты горы и леса постепенно отдалялись. В воздухе довещая печаль, которая не отпускала их после окончания нашествия чудовищ, начала постепенно исчезать. Мёртвых не вернуть, они могли лишь сделать полученный в крепости опыт, нестираемый частью себя. Джо Панхай и Суньфан получили несколько серьёзных ранений, даже находясь под действием целебных пилюль, оба имели слегка нездоровый вид. С другой стороны, в их позе осанки чувствовалось некая расслабленность и отсутствие скованности, они отвели взгляд от удаляющейся крепости и с предвкушением посмотрели вперёд. Где-то там далеко их ждала Дао Академия. Армия обычно награждалась за заслуги медалями, Дао Академии вручали отличившимся нечто более существенное. Федерация, а с другой стороны, награждала людей только по результатам изучения отчётов и рапортов. У обоих практиков затрепетало в груди, им хотелось поскорее вернуться в Дао Академию. Чудом уцелев в недавнем сражении, Джо Панхай и Суньфан стали вести себя раскованней в присутствии друг друга, хоть вначале они держались особняком. Чэнь Юйтун сидела рядом с Ван Бууэлой. Младший брат Бууэлой, с улыбкой сказал он, похлопав его по плечу. В этот раз ты действительно отличился. Ты станешь ещё известней по возвращении в Дао Академию. Особенно если учесть, что в сражении мы представляли Дао Академию эфира. Нашими подвигами мы принесли славу нашему учебному заведению. Так Чэнь Юйтун пытался приободрить Ван Бууэлой. Тот же пытался привести свои мысли в порядок. Со временем он всё более активно включался в беседу с Чэнь Юйтуном. Они обсудили последние новости Дао Академии, а потом позвали Суньфана и Джоу Панхая присоединиться к ним. Так прошло несколько часов. Обратное путешествие прошло так же гладко, как и первый полёт. Неподалёку от подконтрольной города и эфира области все четверо поднялись и посмотрели на место своего назначения озеро Зеленолесье. Мы дома! Одновременно сказали Джоу Панха и Суньфан. Раньше их никогда не посещало такое чувство, но после всех ужасов сражения с чудовищами они почувствовали тепло внутри при виде знакомого озера. Словно странники, вернувшиеся из долгого путешествия. Ван Буоле под влиянием схожих эмоций подошёл к носу корабля. Судно рассекало ветер с той же непринуждённостью, что рыба прозрачную гладь воды. Лучом серебряного света они приближались к озеру Зеленолесье. Ван Буоле никогда не летал на кораблях настолько высокого качества. Особенно это было заметно потому, как судно во время их путешествия либо сметало чудовищ с пути, либо внушало в них такой страх, что те не решились приблизиться. За весь путь им ни разу не потребовалось отбиваться от атак чудовищ. Более того, корабль мог лететь даже при плохих погодных условиях. Разумеется, сильные погодные аномалии приходилось обходить стороной. Наконец, озеро Зеленолесье раскинулось перед ними во всем своём великолепии. Корабль сбавил скорость во время прохождения через туманную завёсу острова Верхней Академии. После короткой остановки для проверки магической формации людей на борту, они приземлились на одной из публичных площадей острова. Там их уже ожидала небольшая делегация. Глава павильона тхармического оружия, а также четверо его заместителей тоже присутствовали. Перед ними стоял наставник Чин Юй Туна, тот самый старейший на павильон тхармического оружия, которому Ван Буоле приглянулся ещё во время лекции на горе ректора Нижней Академии. Его лицо буквально светилось гордостью. Все эти люди тесным кольцом окружали мужчину со сложенными за спиной руками, облачённого в длинный красный халат. Одного из трёх заместителей главы секты Дао Академии Эфира. Все четверо пришли в восторг при виде встречающих их высокопоставленных лиц. Сойдя с корабля, они тут же их поприветствовали. Добрый день, наставник. Моё почтение, заместитель главы секты, главы павильона. Чин Юй Тун явно знал человека в красном, если судить по тому, как он с волнением поприветствовал его, а потом низко поклонился, как бы намекнув Ван Буоле остальным поступить так же. Заместитель главы секты? Ошеломлённо подумал Ван Буоле. Получив намек от Чин Юй Туна, Ван Буоле без примедления поприветствовал мужчину ещё раз. Чоу Пэн Хай и Сунь Фан были ещё сильнее сбиты с толку. Для них кто-то вроде заместителя главы секты был чрезвычайно важной фигурой. Сегодня можете оставить формальности. На губах заместителя главы секты играла улыбка, пока он слушал слова приветствия Ван Буоле со товарищей. Мужчина в красном размеялся, небрежно махнув рукой. Он помог одобрительно похлопал Чин Юй Туна и Ван Буоле по плечу. Отличная работа, молодые люди! Вы не посрамили до Академии Эфира! Заместитель главы секты оказался человеком прямолинейным. Он понимал, что Ван Буоле и остальные только что вернулись со смертельно опасного задания. Они совершили настоящий подвиг, на который обратило внимание даже армейское руководство. Если смотреть на все семь линий обороны, то разыгравшееся в их крепости сражение было не таким уж масштабным, однако до Академии Эфира с момента своего основания всегда пристально относилась к наказанию и вознаграждению своих учеников. По приказу главы секты он пришел на площадь, чтобы наградить четверку героев, дабы Ван Буоле и трое его спутников в будущем служили примером для остальных учеников. «Что бы вы хотели получить?» Добродушно спросил он. «Если это в моих силах, ваше желание сегодня же будет исполнено!» В глазах Ван Буоле и остальных заплясали огоньки. Предложение было крайне заманчивым, но Чэнь Юй Тун, Джоу Пэн Ха и Сунь Фан понимали, кто больше всех заслуживал награды. Хоть им и дали возможность высказаться, они не имели морального права просить больше, чем Ван Буоле. После непродолжительных раздумий они дали ответ. Желание Сунь Фана оказалось очень простым. Он попросил пещеры бессмертного, поскольку их количество у павильона хромического оружия было ограничено. Большинство пещер были зарезервированы для мастеров оружия. В статусе ученика оружия их можно было получить либо обладая серьезной силой, как в случае Джоу Пэн Ха либо за наличие духовного корня в 8 Цуни, как, например, у Ван Буоле. Для кого-то в радиусу Нь Фана пещера бессмертного была очень желанной наградой. Джоу Пэн Ха решил поменять свою награду на бонусные очки экзамена названия мастера оружия. Сейчас для него не было ничего важнее. Он не был полностью уверен, что сможет стать мастером оружия, полагаясь исключительно на свои навыки. С бонусными очками его уверенность в успехе выросла до 70%. Желание Чэнь Юй Туна отличалось от остальных. Он не стал просить награды, прекрасно понимая, что в будущем это поможет ему стать вице-главой павильона. Чэнь Юй Тун даже подмигнул Ван Буоле, когда отказался от награды. Заместитель главы секты улыбнулся, выслушав пожелания троицы. Наконец он повернулся к Ван Буоле. «Что насчет тебя?» Ван Буоле в голове роились всевозможные мысли. Он заметил, как Чэнь Юй Тун ему подмигнул, намекнув, что отказ от награды принесет ему куда больше выгоды в долгосрочной перспективе. Когда он уже хотел последовать совету, в голове внезапно всплыли отрывки из автобиографии высокопоставленных чиновников. Несколько раз моргнув, он задумался о человеке перед ним. Никто не мог отмахнуться от слов заместителя главы секты, особенно в свете предстоящего экзамена для будущих мастеров оружия, который имел для него большое значение. Если заместитель главы секты замалвит за него словечко, считай звание мастера оружия у него в кармане. С этой мыслью Ван Буоле решил прощупать почву. «Заместитель главы секты? Я не знаю, о чем бы мог попросить. Сейчас я больше всего хочу стать мастером оружия, но прекрасно понимаю, что такое почетное звание нельзя получить в награду, только заслужить». Мужчина в красном вопросительно выгнал бровь и едва заметно улыбнулся. Повернувшись к главе Павильон и остальным он сказал «Маленький плот, с его навыками я ничуть не сомневаюсь, что ему нет никакой нужды обменивать награду на титул мастера оружия. Ему точно по силам заработать его самостоятельно». Глава Павильона Дхармического оружия и остальные улыбнулись и согласились со словами заместителя главы секты. Такая реакция изрядно их удивила, если судить по бросаемым в сторону Ван Буоле взглядом. В своих словах Ван Буоле напрямую не просил обменять награду название «Мастер оружия», однако всё равно дал всем понять своё желание. Заместитель главы секты подыграл ему, в результате Ван Буоле не только не потратил зря награду, но и получил дополнительные гарантии относительно будущего экзамена. Одно это показывало остроту его ума, причём всё было обставлено весьма умело и не вызвало ни одобрения окружающих, что ещё раз подняло его в их глазах. Улыбка наставника Чен Юйтуна, старейшный павильон от хромического оружия стала ещё шире. Видя, что всё идёт по плану, Ван Буоле, пытаясь скрыть радость, низко поклонился и накрыл ладонью кулак. Разогнувшись, он сделал глубокий вдох и негромко сказал «Спасибо, заместитель главы секты. Я не знаю, что было бы уместно попросить, поэтому я с радостью готов последовать вашему совету, если вы, конечно, не против». Стоило Ван Буоле открыть рот, как у Чен Юйтуны округлились глаза. Члены руководства павильона от хромического оружия с удивлением посмотрели на Ван Буоле. На самом деле Ван Буоле принял более мудрое решение, чем Чен Юйтун, который отказался от награды. Такую просьбу он получил шанс наладить первые мосты в отношении с заместителем главы секты. Любопытно. Мужчина в красном многозначительно посмотрел на Ван Буоле. Судя по всему, он о чём-то глубоко задумался. Наконец, приняв решение, он улыбнулся. «За все эти годы в Далакадемии Эфьюра через мои руки прошло около 100 наследий из-за пределов небес. Уникальные и невероятно ценные. К тому же их могут использовать люди даже на стадии истинного дыхания. Они не теряют своей актуальности даже на стадиях возведения основания и создания ядра, поскольку высокая культивация делает такие техники ещё сильней. В Далакадемии осталось меньше 20. Помнится, одно из наследий связано с тхармическим оружием. Называется оно «Пламенный взрыв». Что скажешь? Люди из павильона тхармического оружия лишились дара речи. У четырёх ветцы глав павильона глаза на лоб полезли. Даже их руководитель задрожал. К изумлению примешивалась изрядная доля зависти. Никто не ожидал от заместителя главы секты такого решения. Технику «Пламенный взрыв» очень хотели заполучить даже люди с их культивацией. Вот только она находилась за пределами их досягаемости. Наследия такого толка отличались от области молний павильона магических формаций. Пять покоящихся там наследуемых техник молний являлись очень сильными, однако они были доступны широкому кругу лиц. Уникальные техники на вроде «Пламенного взрыва» после освоения становились чем-то вроде «Особого таланта». Их необычайность подчеркивала то, что записаны не были на фрагменте. После импринтинга в голове практика техника стиралась из фрагмента и переставала существовать, отчего её было практически невозможно освоить другому человеку. Вот что делало такие техники уникальными и единственными в своём роде. Даже по лицу наставника Чен Юй Туна промелькнуло удивление. Наследуемая секретная техника являлась предметом зависти многих в Дао Академии Эфира. Глава 186 Пламенный взрыв После использования уничтожался сосуд, где хранилась уникальная секретная техника. По традиции Дао Академии Эфира только по-настоящему отличившийся человек удостаивался одной из секретных техник, другими способами получить их не существовало. Это объяснилось тем, что за многие годы Академия получила в своё распоряжение чуть больше ста таких техник. Даже если прибавить внушительную добычу из деревни истинного дыхания к подвигу в крепости, Ван Буоле вряд ли был достоин такой щедрой награды. Если бы он отдал всего себя служению Дао Академии, его бы рано или поздно наградили одной из секретных техник, в противном случае ему можно было навсегда забыть о них. Джоу Пенхай и Сунифан находились в замешательстве, они мало что знали о секретных техниках, но Чэнь Юй Туну уже доводилось кое-что о них слышать. От удивления у него расширились глаза и перехватило дыхание, он испытывал не только изумление, но и зависть. Даже Ван Буоле слегка торопел. Он лишь в общих чертах знал об уникальных секретных техниках, но по лицам окружающих нетрудно было догадаться об их невероятной ценности. Наконец, наставник Чэнь Юй Туна пришёл в себя и повелел Ван Буоле поблагодарить заместителя главы секты. Услышав слова старейшной секты, Ван Буоле не колебался ни секунды. Слыша грамкий стук крови в ушах, он вышел вперёд и поклонился. Спасибо большое, заместитель главы секты! Перед уходом мужчина в красном с улыбкой ещё немного поговорил с Ван Буоле. Когда он ушёл, глава павилона тхармического оружия подошёл к четвёрём практикам, чтобы тоже поздравить с успехами, вот только и вот он был более сухим и не таким дружелюбным, как у заместителя главы секты. Ван Буоле летающий корабль, что было большой редкостью для павильона тхармического оружия, серебряное судно имело форму капли воды. Такой броский корабль с первого взгляда понравился Ван Буоле. Похоже, судно оказалось даже более продвинутым, чем у Чен Юйтуна, не говоря уже о великолепном дизайне. Чен Юйтун горько усмехнулся, почувствовав лёгкий укол зависти, по внешнему виду корабля было понятно, какую прорву денег на него потратил павильон тхармического оружия. Младший брат Буоле, такие выдаются только кому-то с рангом вице-главы павильона. За стоимость продажи одного такого корабля можно позволить себе роскошные апартаменты в самом богатом квартале города Эфир. Узнав цену летающего корабля, Ван Буоле радостно высказал свою признательность. После ухода главы павильона и его заместителей к компании подошёл наставник Чен Юйтуна. Он поведал Ван Буоле подробности относительно секретной техники. От слов старика, Ван Буоле ошеломлённо захлопал глазами, всё случившееся свалилось на него как снег на голову. Теперь он понял, насколько ценной техникой его наградили. Даже без учёта корабля было сложно подсчитать ценность полученной награды. Секретная техника, записанная на фрагменте, могла быть унаследована всего один раз, после этого фрагмент обращался в пыль. В радостном предвкушении Ван Буоле направился в свою пещеру Бессмертного, где он ещё долго не мог успокоиться. По логике, его не должны были так щедро наградить. Ван Буоле не давал опокоя чувства, будто он что-то упускал. Ломая над этой загадкой голову, он заметил, что последние несколько дней после возвращения их ратные подвиги стали активно обсуждать на острове Верхней Академии. В сделанном объявлении, которое стало отправной точкой для всевозможных дискуссий, даже упоминалась выданная им награда. Это сразу же разожгло жаркие дебаты на всем острове. Даже Люда Обень прислал ему голосовое сообщение. Из него Ван Буоле выяснил, что объявление было сделано и на острове Нижней Академии. Как будто кто-то хочет сделать из нас пример для подражания. Другого объяснения не было, тем не менее, повода расстраиваться не было. По его мнению, Дао Академия весьма умело выявляла талантливых учеников. С пачкой снеков в руках он засел за чтение дебатов в духовном интернете, Дао Академия эфира официально объявила о вкладе Ван Буоле и остальных в победу во время сражения за крепость. Из них сделали настоящих героев. Причем основной фокус был сделан на Ван Буоле. В итоге вокруг его персоны крутились практически все дискуссии и споры учеников Верхней Академии. Пока новость будоражила умы учеников на обоих островах, Ван Буоле решил испытать свой коплевидный корабль. Судно могло развивать умопомрачительную скорость и обладало внушительной огневой мощью. Оно по всем статьям превосходило корабль Чинь Юйтуна, Ван Буоле был приятно удивлен. Теперь он еще сильнее хотел получить секретную технику, которая наверняка окажется даже лучше корабля. Долго ждать не пришлось. Несколько дней спустя Ван Буоле получил обещанную заместителем главы секту награду. Кроваво-красный фрагмент размером с ноготь в изящной нефритовой шкатулке. Изучив ее, Ван Буоле понял, что внутри она была отделана радужным духовным камнем, а снаружи дорогим нефритом. Драгоценные материалы шкатулки стали для Ван Буоле настоящим сюрпризом. Стоило поднять крышку, как ему в лицо ударила волна насыщенной духовной энергии. Вместе с собой энергия несла жар, словно внутри беззвучно горело невидимое духовное пламя. Ван Буоле едва заметно задрожал от восторга при виде алого фрагмента. Он неосознанно напрягся, судорожно ловя ртом в воздух. Существует множество видов фрагментов из-за пределов планеты. Некоторые можно непосредственно выбрать в тело, другие лишь временно использовать, как те, что были в деревне истинного дыхания. Есть и такие, как этот осколок передо мной. Их нельзя выбрать в себе, но я чувствую манации духовной печати. Ауру. Ван Буоле прокрутил у себя в голове информацию, полученную от наставника Чинь Юй Туна. Тогда он не до конца понял сказанное, но сейчас, увидев всё собственными глазами и почувствовав на щеках жар, его внезапно посетило просветление. Спустя какое-то время Ван Буоле тяжело вздохнул. С некоторыми колебаниями он надавил на алый фрагмент, как его научил наставник Чинь Юй Туна. Как только он коснулся фрагмента, по пальцам начал струиться жар, но потом резко исчез, словно в ожидании чего-то. Ван Буоле затаил дыхание. Культивация внутри него пробудилась. С её активацией исчезнувший обжигающий жар хлынул в его тело через руку и начал концентрироваться в голове. Ван Буоле скрутило в спазме. В голове зазвенело. Он потерял контроль над собственным телом и рухнул на пол без чувств. Неизвестное количество времени спустя Ван Буоле пришёл в себя. Правда, он всё забыл, даже кто он такой. Осталось только одно чувство, будто он превратился в сгусток огня. Мир перед ним изменился. Он видел огненную бурю. Эта буря взвилась до самого неба, уничтожив всё вокруг. Затмив весь мир, она заполнила собой его сердце и душу. Следующие две недели Ван Буоле неподвижно просидел в пещере бессмертного в позе лотоса. На лбу, между бровей, находилась алая метка. Как только она сдвинулась с места, он вздрогнул и открыл глаза. Из них быстро исчезло первоначальное замешательство. Несколько минут спустя зрение вернулось в чёткость, да и туман в голове рассеялся. В эту же секунду он тяжело задышал. Всё оказалось сном. Ван Буоле усилием воли заставил себя успокоиться, после чего взглянул на шкатулку. На месте фрагмента, которого его пальцы, как он думал, коснулись всего пару мгновений назад, уже лежал пепел. Он резко поднял голову на часы, к его несказанному удивлению, он пролежал в отключке две недели. В этот самый момент в центре волба пронзила острая боль. Руками не удалось ничего нащупать, поэтому он посмотрел в зеркало. От увиденного он подскачал, как ошпаренный. После такого Ван Буоле не мог сохранять спокойствие. С датаённым дыханием он наблюдал в зеркале, как медленно растворяется во лбу огненная метка. Ван Буоле поднял руки, как его научил наставник Чинью Итуна, сосредоточился и мгновенно произнёс одно слово «Пламя!» В этот же миг у него на ладони вспыхнул шар алого пламени. Несмотря на исходящий жар, огонь не обжёг Ван Буоле. Подняв руку, он со всей силы ей взмахнул. Вокруг него раскинулось небольшое море пламени, температура в пещере бессмертного начала расти. Дошло до того, что защитная магическая формация в камне начала опасно потрёскивать. Ему пришлось установить действие техники. После мысленного приказа море пламени молниеносно втянулось обратно в руку. «Это и есть секретная техника!» «Пламенный взрыв!» С волнением подумал Ван Буоле. Несколько кругов по пещере бессмертного спустя он решил выйти на улицу. Такую технику лучше испытывать на открытом пространстве. Когда он закрыл за собой дверь пещеры бессмертного и задумался, где бы провести тест, ему позвонил Чинью Итун. Стоило Ван Буоле включить кольцопередатчик, как оттуда раздался взволнованный голос Чинью Итуна. Судя по восторженным ноткам в голосе, произошло что-то очень важное. «Младший брат Буоле, у меня отличные новости о нашей династии!» Глава 187. «Серьёзный рост влияния». «Отличные новости?» После слов Чинью Итуна, Ван Буоле, собиравшийся испытать технику «Пламенный взрыв», несколько раз моргнул, остановился и вопросительно посмотрел на кольцо передатчик. Не дождавшись ответа, Чинью Итун радостно продолжил. «Дедушка-наставник, ты можешь знать его как старейшно Дзянь Дженде». Совершил прорыв сначально на среднюю ступень создания ядра. С главного старейшный павильон от хромического оружия его повысили до заместителя главы секты Дао Академии Эфира. В Академии всего три заместителя главы секты, теперь их четверо. «Младший брат Буоле, нас ждет светлое будущее!» Если судить по учащенному дыханию доносящегося из кольца передатчика, Чинью Итун был крайне взволнован. Его радость была практически осязаемой. Ван Буоле не знал, что и думать. Его мысли все еще занимала секретная техника «Пламенный взрыв», к тому же он не узнал последние новости после своего вынужденного уединения. Он понятия не имел, что произошло за две недели его отсутствия, что до упомянутой Чинью Итуном династии у него имелись о ней лишь общие представления. Имя дедушки-наставника Джоу Джен Дэ, о котором говорил Чинью Итун, показалось ему незнакомым. «Дедушка-наставник?» Чинью Итун сразу понял причину замешательства Ван Буоле. «Младший брат Буоле, у дедушки-наставника два ученика. Примечание переводчика. Дедушка-наставник — вежливое обращение к учителю своего наставника». Со смехом объяснил он. «Ректор Лу из Нижней Академии или дедушка-наставник Лу Юнь Кунь и мой наставник Суни Фэн». Примечание переводчика. Дедушка-наставник — обращение к соученику-наставника. Когда ты попал в Верхнюю Академию, дедушка-наставник Лу позаботился о формальностях. Наставник давно планировал сделать тебя своим учеником, но этому помешала твоя добыча в деревне истинного дыхания, которая привлекла внимание других важных лиц Академии. Примерно в это время дедушка-наставник отправился медитировать в уединении. «Основная причина задержки — большое количество процедур, которые следует соблести для принятия нового ученика. Теперь, когда дедушка-наставник покинул уединение и получил должность заместителя главы секты, ты можешь обратиться к нему с просьбой об ученичестве». Чэнь Юй Тун объяснил все это жизнерадостным тоном. У Ван Бо Лэ слегка расширились глаза, хотя сказанное почти полностью совпадало с тем, что он ожидал услышать. Услышанное напомнило ему о династиях, упоминаемых в автобиографиях высокопоставленных чиновников, его мозг активно взялся переваривать полученную информацию. Ему не потребовалось много времени, чтобы на основе сказанного сделать самый важный вывод. Старший брат Чэнь, раз дедушка-наставник получил повышение до заместителя главы секты, получается пост главного старейшинной павильона от хромического оружия, который он занимал ранее, сейчас пустует. Кто его заменит?» Чэнь Юй Тун про себя похвалил острый ум Ван Бо Лэ и его способность подмечать мелкие детали. Младший брат, когда дедушку-наставника повысили, он порекомендовал главе секты моего наставника как лучшего кандидата на пост главного старейшина. Пока Ван Бо Лэ это слушал, в его голове роилось множество мыслей. Он сразу понял, если это правда, тогда их династия получит огромное влияние, особенно в павильоне от хромического оружия. Заместитель главы секты на самом верху, чуть ниже главный старейшина павильон от хромического оружия и, наконец, весь остров Нижней Академии с властью на трёх этих уровнях у него с Чинь Юй Туном тоже прибавится влияние. Как пословица, чем выше вода, тем выше стоит и лодка. Немного разволновавшийся Ван Бо Лэ тяжело задышал. У себя в голове он уже рисовал картины политических схваток из автобиографии высокопоставленных чиновников. Чем больше он об этом думал, тем сильнее убеждался в своей причастности к Али Ти Дао Академии Эфира. Больше его нельзя было считать простым учеником. Тем не менее, в этом уравнении есть несколько неизвестных переменных. Всё-таки другие, старейшный павильон от хромического оружия тоже не прочь занять пустующее место. Уже совсем скоро за эту должность развернётся серьёзная борьба. С поддержкой весьма влиятельного дедушки-наставника наши шансы на успех где-то 80%, может, даже 100%. Чинь Юй Тун не особо беспокоился. Кажется, он свято верил в способность дедушки-наставника разрешить эту ситуацию в их пользу. Он слегка успокоился после того, как наконец смог поделиться с Ван Боулы радостными новостями. Сделав глубокий вдох, он обратился к Ван Боулы. Младший брат, если всё пройдёт как надо, тогда наставник станет главным старейшиной, а значит, никто не помешает мне стать вице-главой павильона от хромического оружия. Поэтому тебе нужно как следует постараться, чтобы стать мастером оружия. Когда наставник станет главным старейшиной, он устроит всё так, чтобы серьёзно повысить твои шансы возглавить административный департамент академии. Такой шанс выпадает не каждый день. Боулы, если план сработает, то ты вполне можешь через несколько лет стать вице-главой павильона. Тогда наше слово будет иметь серьёзный вес в павилоне от хромического оружия, не говоря уже о власти, которая будет сосредоточена в наших руках. Спокойные и в то же время оптимистичные слова Чэнь Юй Туна подняли Ван Боулы настроение и посеяли у него в голове радужные мысли. «Будь спокоен, старший брат Чэнь», заверил его он. «На самом деле я могу хоть сейчас стать мастером оружия, но хочу получше подготовиться, чтобы увеличить свои шансы на успех». Чэнь Юй Тун довольно рассмеялся, согласившись с планом. «Экзамен на звание мастера оружия разделён на главный и второстепенный. Оба требуют регистрации. Успешное прохождение любого из них делает тебя мастером оружия, однако разница всё же есть. Второстепенный экзамен проходит каждый месяц. Любой может принять в нём участие после регистрации. Курирует его вице-глава павильона. Что до главного экзамена, его проводят всего раз в год. Для него нужно зарегистрироваться заранее, к тому же конкуренция там значительно выше. Будут присутствовать все вице-глава павильона. Очевидно, этот экзамен значительно важнее второстепенного. В сравнении со второстепенным экзаменом успешное прохождение главного в будущем откроет тебе совершенно другие двери и упростит продвижение по карьерной лестнице. В то же время те, кто хотят испытать себя на главном экзамене, должны быть абсолютно уверены в своих способностях. В нем участвуют не ради простого продвижения в ранге, а чтобы превзойти как можно больше сверстников или даже стать номером один. Боулэ, до главного экзамена этого года остается еще больше трех месяцев. Не упусти этот шанс, раз ты почти готов. Главное, не поддавайся давлению. Как только наставник станет главным старейшиной, обо всем можно будет договориться. Сообщив подробности будущего экзамена, Чен Юйтон отключился. Все еще рядом с пещеры бессмертного Ван Боулэ отключил кольцо-передатчик. Этот разговор зарядил его оптимизмом. Особенно радовала перспектива возглавить административный департамент академии, когда наставник Чен Юйтуна станет главным старейшиной, и он получит звание мастера оружия. В груди затрепетало сердце, а он был преисполнен решимости. Три месяца. Этого должно хватить. Ван Боулэ уверенным шагом вернулся в пещеру бессмертного. Там он открыл духовный интернет и зарегистрировался на главный экзамен мастеров оружия. Покончив с этим, он вышел на улицу и отправился к просторной площадке. Там он, с трудом сдерживая волнение, взмахнул правой рукой. С ладони тотчас сорвалось небольшое море огня, в радиусе девяти метров от него вспыхнула огненная буря. В воздухе появилась марева, а на земле черные отметины. Ван Боулэ был довольным результатом, однако заметил быстрое истощение запасов духовной энергии. Он подержал пламя еще какое-то время, а потом мысленно приказал ему вернуться обратно. «Если я использую технику со всей силы, то смогу продержаться примерно 30 вдохов». Несмотря на невысокую продолжительность техники, Ван Боулэ вполне устраивал результат. По возвращении в пещеру Бессмертного он с довольным видом решил прикусить. Незаметно для себя он прикончил семь пакетиков снеков и задумался о духовном сокровище для предстоящего экзамена. «Я планировал представить на экзамене драконий клык. Не зря же подготовил столько зубов, особенно чудовищ в стадии возведения основания. Однако…» Бубнил себе под нос Ван Боулэ, при этом его глаза странно блестели. Как человек, перечитавший много автобиографий высокопоставленных чиновников, он знал, что покровительство начальства — это лишь половина победы. Ему нужно было сражаться самому, чтобы показать всё, на что способен. По этой причине ему не стоило возлагать все надежды на возможное повышение наставника Чень Юйтуна до главного старейшины. Он должен усердно работать и подготовиться достаточно хорошо, чтобы не просто получить звание мастера оружия, а занять первое место на экзамене. Тогда, если в планах наставника Чень Юйтуна произойдёт непредвиденная накладка, он всё равно с блеском сдаст экзамен, что в свою очередь позволит побороться за желанное первое место. Использование драконьего клыка уже не казалось ему столь удачной идеей. Хоть это духовное сокровище и считалось очень хорошим, его сила зависела не столько от начертаний, сколько от использованных материалов. На это точно обратят внимание, а значит, это повлияет на положение в списке лидеров. Глаза Ван Бо Лэб блеснули, его посетила дерзкая идея, на самом деле после возвращения из крепости у него в голове уже сформировались общее очертание плана. В ходе размышлений эта идея постепенно обрастала деталями. Возможно ли создать миниатюрную пушку вулкан? Еле слышно пробормотал Ван Бо Лэ, чем больше он обдумывал эту идею, тем сильнее становился соблазн. Если я смогу создать маленькую пушку вулкан, духовное сокровище третьего ранга, то обставлю всех конкурентов во время экзамена. С такой малышкой кто сможет со мной потягаться? От этой мысли сердце Ван Бо Лэ забилось быстрее, мысленно он воскресил все увиденные начертания из пушки вулкан, включая скрытые, которые ему удалось обнаружить во время слияния орудия с песком. Внезапно у него появилось сильное предчувствие. Я... Я могу создать мини-пушку вулкан! Глава 188 Просьба ударить током Три месяца ни много ни мало. Я потрачу это время с толком. В пещере Бессмертного в позе лотоса сидел Ван Бо Лэ, распланировав начертания для пушки вулкан, он еще больше преисполнился решимости. Решено! Буду делать пушку вулкан! С глубоким вдохом Ван Бо Лэ несколько раз достал нефритовую табличку, на ней он начал приводить начертания в четкую структуру, которой бы подходил имени пушки вулкан. Ему не пришлось придумывать все с чистого листа, имелся прообраз, однако такого рода импровизация была сопряжена с некоторыми сложностями. К счастью, Ван Бо Лэ прекрасно знал начертания пушки вулкан, во время сражения за крепостью он внес много улучшений в дизайн начертаний пушки, в итоге он понимал устройство каждой ее части. Пушка не должна быть слишком маленькой, небольшие размеры пойдут в ущерб огневой мощи, да и собрать ее будет трудно. Ван Бо Лэ почесал затылок, прокручивая в голове различные варианты нового дизайна. Нельзя перемудрить с дизайном пушки, мне следует относиться к ней как к оригиналу и лишь усилить начертания. Следующие три дня Ван Бо Лэ забыв о идее с ней отдыхе, переделывал структуру начертаний. Наконец у него в голове был готов примерный костяк идеи идеальной пушки вулкан, внешне она будет коренным образом отличаться от оригинала, больше всего она напоминала реактивный гранатомет. Ван Бо Лэ был доволен получившимся чертежом в нефритовой табличке. Следующий шаг. Согласно чертежу распланировать начертания таким образом, чтобы пушка получила желаемую огневую мощь. Его то и дело посещали свежие идеи, отчего он с головой ушел в креативный процесс. На планирование будущих начертаний улучшенной пушки вулкан у него ушло еще несколько дней. Мозговой штурм порядком его вымотал. А от них только начертаний он распланировал более миллиона, не говоря уже о том, что ему пришлось перебрать все имеющиеся начертания на оригинальной пушке. Уровень его культивации и понимание от хромического оружия не позволили поместить все начертания на одно духовное сокровище. Для получения работающей системы мне нужно собрать семьдесят восемь духовных сокровищ. Ван Буэллоу стало потер переносицу и сделал несколько больших глотков духовной ледяной воды. После небольшого перерыва он опять приступил к работе. Эта стадия отняла у него львиную долю времени. Ему нужно было точно следовать требованиям для семидесяти восьми духовных сокровищ, причем каждая имела уникальный облик начертаний и функционал. Вдобавок, ошибки были недопустимы. По проекту все духовные сокровищ и более миллиона их начертаний должны гармонично взаимодействовать, чтобы при сборке они дополнили друг друга, а их функции идеально сочетались. Малейшая ошибка и все придется начинать сначала. В такой сложной конструкции отсутствие изъянов было ключевым фактором. Следующий месяц был посвящен переплавке. Ван Буэллоу радостно осмотрел получившиеся семьдесят восемь духовных сокровищ. Некоторые не отвечали его высоким стандартам, но с нынешним уровнем навыка это было лучшее, на что он был способен. Требовали от него таких трудозатрат и умственных усилий, как переплавленная партия артефактов. За прошедший месяц он настолько ушел в работу над новой пушкой вулкан, что начался забыл о снэках. Теперь самый трудный шаг собрать все вместе. Галяя на разложенные духовные сокровища, Ван Буэллоу сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. Соединение в единое целое духовных сокровищ было не так просто, как сборка детского конструктора. В действительности их можно соединить только с помощью духовной энергии. Такая невероятно посыла серьезный вызов как запасам его энергии, так и способностям концентрации. По этой причине Ван Буэллоу взялся за переплавку только после одного дня отдыха. Хоть Ван Буэллоу и знал о возможной сложности, в ходе работы он испытывал постоянные трудности. Многие вещи не получились с первого раза, особенно на второй день, когда прототип пушки с громким треском внезапно взорвался. Ван Буэллоу вовремя защитился от взрыва бусины и барьера золотого колокола. При виде развалившихся на части духовных сокровищ у него на глазах чуть не навернулись слезы. «Моей культивации недостаточно!» Несмотря на эту мысль, он не собирался сдаваться. После этой неудачи он осознал, что без филигранного контроля духовной энергии сборка такого духовного сокровища была невозможна. Замедление скорости и понижение интенсивности духовной энергии спровоцировали взрыв прямо во время сборки. По сути, духовная энергия не могла угнаться за скоростью переплавки. Ван Буэллоу превосходил других практиков второй ступени истинного дыхания, однако ему не удалось одним махом соединить все части будущего артефакта. Меряя шагами пещеры бессмертного, он пытался придумать решение. Внезапно он застыл на месте. Собрать духовное сокровище получится только с культивацией третьей ступени истинного дыхания. С этой мысли Ван Буэллоу пусть и нехотя, но всё же решил воспользоваться пилюлями. Он опустил голову и со странным блеском в глазах посмотрел на живот. Эффективность пилюль ничто в сравнении с кристаллом у меня внутри. Поглаживая живот, размышлял он. Каждое использование поглощает часть этого кристалла, но это слишком медленно. Если повысить скорость поглощения, то точно случится прорыв культивации. Хлопнув себя по животу, Ван Буэллоу сел в позу лотоса и без колебаний нахлобучил на голову духовное сокровище для обмана собственного мозга, которое подарил им очень Юй Тун. Я тяжело ранен, мне нужны нутриенты. Мысленно скомандовал он. Сразу после этого шлем слегка завибрировал. Некие два ощутимый импульс достиг его мозга. На этом всё. Больше артефакт никак не отреагировал. Ван Буэллоу решил ещё немного подождать. Когда ничего не произошло, он попробовал другие команды, включая голод и изнурительный бег. Ничего не сработало. Похоже, пришло время дать более серьёзную установку. Я снова беременный! Импульс из шлема заметно усилился, но не успел Ван Буэллоу обрадоваться, как импульс потерял эффективность, оказавшись у него в голове. Ван Буэллоу отвисла челюсть. Я что, слишком часто обманывал мозг? И теперь у него выработалась резистентность? И он больше мне не верит? Тяжело вздохнув, Ван Буэллоу был немного обескурожен своим выводом. Ситуация выглядела не столько невообразимой, сколько нелепой. Его собственный мозг ему не верил, что может быть глупее. Так не пойдёт, разочарованно подумал Ван Буэллоу. Первой мыслью было проверить духовный интернет на предмет продаваемых пилюль. Блуждания по сети не принесли ожидаемых плодов. Никто не продавал пилюли без побочных эффектов, способные в короткий промежуток времени вызвать прорыв культивации. Большинство пилюлей имели более умеренный эффект и продолжительный приём для получения прорыва культивации. Нужные Ван Буэллоу пилюли существовали, вот только заполучить их было большой удачей. До главного экзамена оставалось менее двух месяцев. Неудивительно, что Ван Буэллоу начал нервничать. Он связался с Зайкой и Думень, но первая не приняла звонок, так как все ещё находилось в уединении, Думень сразу ответила, к сожалению, у неё не было необходимых пилюль. Когда Ван Буэллоу уже хотел связаться с Чинью и Туном, он внезапно вспомнил, как во время сбора зубов чудовищ его ударило током. В тот раз от кристалла внутри отколался маленький кусочек, вот тут-то у Ван Буэллоу загорелись глаза. Он отправился в иллюзорный мир подушки. Там он попросил Лапулю вновь ударить его током. Такая просьба показалась и очень странной, тем не менее, в него почти сразу же прилетела молния. Несколько ударов током и вопли спустя Ван Буэллоу был вынужден признаться, что этот план тоже не сработал. Что-то не так. Может, удары током в мире иллюзий не работают? А нужно только реальное электричество? Ван Буэллоу был одновременно расстроен и раздражён. Дальнейшее исследование этому пути могло привести его к смерти, во всяком случае, так он думал. Однако мысли о предстоящем экзамене названия мастера оружия и кресле руководителя административного департамента подтолкнули его к идее поиска силового кабеля где-нибудь на острове Нижней Академии. Может быть, тебе попробовать воспользоваться небесной силой громой молнии? Такие молнии несут с собой определённые магические законы, что выгодно отличает их от рукотворного электричества. Молнии? В предыдущий ход рассуждений Ван Буэллоу резко остановился. Покинув мир иллюзий, он задумался об услышанном от ректора Нижней Академии в мистическом мире области молний, куда мог попасть любой ученик Верхней Академии. Ван Буэллоу ни разу не посещал этот мистический мир с момента попадания на остров Верхней Академии. В сети ему попадались об этом дискуссии. Так называемый мистический мир представлял собой идеально сохранённый фрагмент древнего меча из позеленевшей бронзы. Похороненный фрагмент скрывал в себе разряд молнии, наследие огромного меча в солнце. Наследие состояло из пяти частей, каждая представляла свои заклинания и секретные техники. Пять заклинаний, дуговой разряд, электромагнетизм, проблеск меча, взрыв дракона и морское узилище. Пробормотал Ван Буэлло. В случае освоения пяти заклинаний практик получал полное наследие, такая его форма подозрительно напоминала весьма опасную погодную аномалию, бушующую на просторах Федерации, электромагнитную бурю. Проанализировав этого себя в голове, Ван Буэллоу понял, что нельзя было тереть время, ему нужно как можно скорее пробиться со второй на третью ступень истинного дыхания. С новой культивацией ему точно удастся собрать семьдесят восемь духовных сокровищ в улучшенную пушку-вулкан для демонстрации на экзамене названия мастера оружия. Надеюсь, меня это не убьет. Прогнав из головы непрошенные мысли, Ван Буэллоу уверенным шагом вышел из пещеры Бессмертного. На своем каплевидном корабле он полетел к павильону магических формаций, от скорости нового средства передвижения захватывало дух. Вскоре Ван Буэллоу добрался до нужного павильона, после чего взял курс на мистический мир под названием Область Молний. Она находилась на небольшом холме на территории павильона. Там стояли восемь огромных зеленых камней, в центре которых находилась магическая формация. Поскольку место было открыто для всех желающих, охрана отсутствовала. После регистрации любой мог войти и попытаться получить наследие. К тому же магическая формация служила определенным предохранителем. Как только ученик внутри сталкивался со смертельной опасностью, его тут же приносило наружу. Ван Буэллоу прибыл на закате. В мистическом мире было не так людно, как днём. Без лишних церемоний он зарегистрировался и вошёл в магическую формацию. Мир перед глазами на мгновение затуманился. В следующую секунду он оказался в незнакомом месте. Со всех сторон его обступала темнота. В глаза сразу бросилась высокая пагода, казалось, сделанная из чистого золота. Её заострённый шпиль напоминал наконечник меча. В этом странном месте таких пагод было больше тысячи. В ушине то и дело раздавались оглушительные раскаты грома, стоило ему поднять голову, как он увидел вспышки молнии среди грозовых облаков. Иногда молнии били в высокие пагоды, от чего те начинали дрожать. Издали такие разряды напоминали удары электрических драконов или пугающие воплощания треволнения небес. Глава 189-я Пушка Бауле Ван Бауле какое-то время просто рассматривал пагоды. Впервые оказавшись здесь, его до глубины души поразила странность этого места. На ближайших 7-8 пагодах угадывались силуэты сидящих учеников, искавших способ повысить свою культивацию. С раскатами грома темноту на миг разгоняли яркие всполохи, практики на пагодах в миру своих сил давали молниям отпор. Мало кто мог выдержать их чудовищный натиск, те, кому это не удалось, с треском перемещались наружу благодаря магической формации. Ну и жуть! Ван Бууле задергалась в веко. Немного постояв в нерешительности, он стиснул зубы и, игнорируя людей вокруг, запрыгнул на ближайшую пагоду. С самой высокой её точки он поднял голову на небо. Всего молнии 40. Каждый следующий удар сильнее предыдущего. После восьми ударов человек может раскрыть секретную технику молний. Такое описание этого места Ван Бууле вычитал в духовном интернете. С глубоким вдохом он начал раскручивать культивацию. Внезапно в вышине прогремел раскат грома, блаждающая среди туч молния сменила направление. Спугающая скоростью разрушительный поток электричества ударил Ван Бууле. Всё произошло слишком быстро, только Ван Бууле заметил вспышку, как огромная электрическая дуга обрушилась прямо на него. Прогремевший грохот мог сотрясти небо и землю, а вздрогнув, Ван Бууле только успел моргнуть, как молния, словно золотая духовная змея проникла в тело и принялась метаться внутри. Подревоженный кристалл концентрированной духовной энергии завибрировал и потряскался. «Работает!» радостно подумал Ван Бууле. Его била неконтролируемая дрожь, наэлектризованные волосы встали дыбом, глаза были широко распахнуты. Его ударила настоящая молния, причем очень сильная. Ван Бууле выдержал удар только потому, что в мире иллюзий его неоднократно било током лопуля. Боль ушла на второй план, когда кристалл продемонстрировал первые признаки возможного раскола. Из потрескавшегося кристалла в тело Ван Бууле выплеснулось внушительное количество духовной энергии. Когда по меридианам побежала духовная энергия из ручейков, она постепенно переросла в широкие реки. Напиваясь свежей духовной энергией, физическое тело постепенно укреплялось. Чувство это, Ван Бууле от радости перехватило дыхание, он задрал голову и указал пальцем на тучи. «Ударь ещё раз, если не боишься!» На этот крик обернулись несколько учеников неподалёку. Зная о пугающей природе молнии, они уставились на него во все глаза. Правда, вскоре им пришлось выбросить его из головы и сосредоточиться на своих молниях. Прогремел очередной раскат грома, Ван Бууле угодил второй разряд в несколько раз сильнее предыдущего. Его вздресло. Терпеть мучительную боль ему помогала мысль в постепенном расщеплении кристалла. Следом с неба по очереди ударили ещё две молнии. Проходящее по телу электричество ощущалось им так, будто кто-то ножом воскребал его внутренности. С увеличением мощности молнии усиливалась и боль. После четвёртого разряда Ван Бууле больше не мог этого носить. Не помогли непривыкшие к боли тела, небурлящая внутри духовная энергия. Ван Бууле вынужден переместиться наружу. Добравшись до пещеры бессмертного, Ван принял позу лотоса и погрузился в медитативный транс, чтобы вобрать выделенную из кристалла духовную энергию. Несколько дней спустя Ван Бууле открыл глаза. Он был полон силы энергии, его культивация заметно повысилась, в прекрасном настроении он вновь отправился в мистический мир области молний. День за днём цикл повторялся. Ван Бууле упорно продолжил бросать вузов молниям, чтобы кристалл ещё сильнее потрескался. Он находился внутри мистического мира так долго, как мог, а потом спешно возвращался в свою резиденцию для поглощения духовной энергии. Таким образом укреплялось его физическое тело, росли культивация и сопротивляемость к молниям. Со временем он поднял количество молний до шести, а потом и до семи. Причём каждая следующая молния была в несколько рассильнее предыдущей. Его частые визиты в область молний не могли не заметить окружающие. Для многих способность Ван Бууле выдерживать шесть или даже семь ударов молнии была невероятным достижением, сами они в лучшем случае могли вытерпеть два или три разряда. После такого на вторую попытку они решались только спустя большое количество времени, а вот изначальные перерывы Ван Бууле в три-четыре дня постепенно сокращались, пока он не стал ходить туда почти каждый день. Людям было трудно в такое поверить. Он ходит туда каждый день? Как его тело такое выносит? Гляньте на его странное выражение лица. Чёрт возьми, почему мне кажется, что он получает от всего этого удовольствия? Под взглядами шокированной толпы Ван Бууле действительно всё больше осваивался в новых для себя условиях. Особенно под конец, когда усиливались молнии. Боль стала его извечным спутником, к счастью, её немного смягчала духовная энергия из трескающегося кристалла. Рост культивации придавал ему силу и повышал сопротивляемость к ударам молнии. Это длилось в течение месяца. Наконец настал день, когда Ван Бууле в очередной раз устоял после семи ударов молний, но тут кристалл внутри него завибрировал. Хлынувшая из него духовная энергия подняла его культивацию на новый уровень. Со второй на третью ступень истинного дыхания. Культивация совершила прорыв, духовная энергия в меридианах превратилась из узких ручейков в широкие реки, его аура ярко вспыхнула, вместо перемещения наружу он остался ждать восьмого удара молнии. Этот разряд отличался от остальных легким малым оттенком. В момент удара среди учеников занят для культивации прокатился коллективный вздох. У них на глазах слегка красноватая молния пронзила небеса и ударила прямо в Ван Буэлэ. Его тело скрутило судорога, казалось, его сейчас разорвёт на куски. Кристалл внутри серьёзно потрёскался, в это же время у него в голове возникли техники управления молнией, словно кто-то выжиг их прямо на его теле и душе, превратив в незавершённую метку. Метка блеснула, непосвящённому этого было не понять, но Ван Буэлэ, слившись с новым ощущением, инстинктивно понял назначение метки. Это была первая из пяти секретных техник области молний. Ван Буэлэ больше не мог находиться в мистическом мире, поэтому быстро переместился наружу. Оказавшись на улице, он зашатался и рухнул на колени, после чего сплюнул на землю собравшуюся во рту кровь. В ушах до сих пор стоял звон. Немного придя в себя, он поднял голову к небу и расхохотался. «Мне удалось!» Ван Буэлэ поднялся, ордосно смахнул пульс халата и поднял правую руку. По взмаху кисти с пальцев сорвалась сверкающая дуга, она была совсем тоненькой, но скрывающаяся в ней энергия поразила многих учеников, толпившихся у входа в мистический мир. Некоторые от удивления охнули. «Дуговой разряд!» Дуговой разряд являлся первой из пяти секретных техник мистического мира области молний. Немногие на острове Верхней Академии ей владели. Появление нового носителя техники переполошило толпу, к нему были прикованные взгляды всех присутствующих. Видя удивление на лицах и слыша перешептывания людей вокруг, Ван Буэлэ самодовольно улыбнулся. Дальше красоваться смысла не было. На каплевидном корабле он вернулся в пещеру Бессмертного. Стоило ему дома раскрыть ладонь, как на ней затанцевало электричество дугового разряда. Еще одно движение кисти и теперь на ладони полыхало пламя. Как такое могло оставить его равнодушным? Ван Буэлэ с радостью отметил, что стал гораздо сильней. У меня три коронных техники. Пламенный взрыв, дуговой разряд и облачный палец. Сердце Ван Буэлэ захлестнуло радость. Он ощущал новую силу в теле и как движение по меридианам широкой реки духовной энергии. Истинное дыхание! Третья ступень! Со смехом подумал он. На радостях он одним махом пустошил пять бутылок духовной ледяной воды. Утерев рот и похлопав живот, он сел в позу лотоса. Он достал тхармические артефакты для новой версии пушки-вулкан. Теперь пришло время подготовить духовные сокровища для экзамена. С глубоким вдохом Ван Буэлэ попытался подавить в себе радость. Для предстоящего дела требовались спокойствие и концентрация. Сборка духовного сокровища заняла две долгих недели. Глубокой ночью, когда до начала экзамена оставалось семь дней, дверь в пещеру бессмертного внезапно распахнулась и оттуда вылетел взъерошенный и измотанный Ван Буэлэ. Вот только в его глазах не было ни намёка на усталость, его переполнял восторг. На летающем корабле он улетел за пределы острова Верхней Академии в дикую глушь где-то за городом Эфир. Корабль остановился над каким-то безымянным лесом, Ван Буэлэ внутри судна с трепетом взмахнул кистью. Из бездонного браслета появился длинный цилиндр толщиной с человеческую руку, труба была чёрного цвета и немного напомянула реактивный гранатомёт. От неё исходила жутковатая аура и могучая духовная сила. Это изобретённая мною улучшенная пушка-вулкан! Ван Буэлэ погладил холодную поверхность цилиндра, положил его на плечо и прицелился в холм внизу. Духовная энергия в его теле внезапно пришла в движение, в пушке начал нарастать яркий свет, с громоподобным грохотом и мощной отдачей в плечо пушка выстрелила. Даже его летающий корабль отнесло метров на десять в сторону и сдуло в холм ударил луч пурпурного света. От мощного взрыва дрожал весь холм, выстрел был сделан в воздух под углом. Когда пыль немного улеглась, Ван Буэлэ увидел сквозную дыру шириной два метра. Ему какое-то время не верилось, что это сделала его улучшенная пушка-вулкан. Такая сила превосходит уровень совершенного духовного сокровища. Пушка дотягивает до четвертого ранга. Я уже придумал имя. Эта штука будет называться пушкой Буэлэ. Ван Буэлэ в корабле буквально сиял от гордости. Он поднял пушку-вулкан над головой и расхохотался. С пушкой Буэлэ остальным можно забыть о победе на предстоящем экзамене. Глава 190 Экзамен названия мастера оружия Обрадованный Ван Буэлэ сделал еще несколько выстрелов. От восторга у него мурашки пробежали по коже. Блеск его глаз каждой секунды становился только ярче. Он был крайне доволен получившейся пушкой. Сила этого духовного сокровища была несопоставима с огневой мощью настоящего вулкана. С другой стороны из-за весьма компактных размеров ее можно было легко переносить в руках. Одно это делало оружие невероятно полезным. Такого рода духовных сокровищ полно, но большинство из них четвертого или пятого ранга. У них поразительная огневая мощь, правда расход энергии тоже существенный. В этом аспекте им далеко до пушки Буэлэ. Ван Буэлэ остался довольным результатами еще нескольких тестов, покрутив в руках пушку еще какое-то время, он с неохотой убрал ее в бездонный браслет. На свистовой веселой мелодии он вернулся в свою пещеру бессмертного. Как оказалось, до экзамена оставалась еще неделя, в избежание проблем на экзамене он попробовал разобрать пушку. В некоторых случаях экзаменаторы могли попросить учеников заново воссоздать представленное для оценки духовное оружие. На всякий случай Ван Буэлэ переплавил отдельный набор составных духовных сокровищ для пушки Буэлэ, в худшем случае придется переплавить пушку на месте, поэтому он хотел прийти на экзамен во всеоружии. С окончанием приготовления ему можно было отдохнуть, чтобы на экзамене находиться в самой лучшей своей форме. С приближением теста ученики Острова Верхней Академии, подавшие заявление об участии, спешно заканчивали подготовку. Особенно Лин Тяньхао. Конфлект с Ван Буэлэ сошел на нет после того, как он перестал жить с ним по соседству, но в его сердце медленно прорастали посеянные ранее семена ненависти. Он планировал сдать экзамен на мастера оружия, а уже потом отомстить. Готовился он со всей тщательностью. Его цель не просто сдать, а занять первое место среди всех остальных участников. Изначально с его уровнем навыков о таких результатах можно было только мечтать, особенно с учетом недолгого обучения на Острове Верхней Академии. Но его богатая семья поддержала его упрямое желание переплавлять духовные сокровища. Для них не существовало цены, которую бы они не могли заплатить. Они даже пригласили одного из гранд-мастеров Федерации для его персональных уроков. Стремительный рост навыков Линти Аньхау объяснялся серьезной финансовой поддержкой семьи. «Я выбрал звездный сосуд. Самое сложное в переплавке духовное сокровище третьего ранга. В списке всех сокровищ этого ранга оно занимает первое место». В пещере бессмертного Линти Аньхау в позе Лотоса разглядывал сверкающую звездным светом нефритовую бутылку. Он слышал, что Ван Буэлле тоже собирался принять участие в экзамене. К этой новости он отнесся крайне серьезно. Он тоже потянул за пару ниточек в академии, чтобы разузнать побольше о новом хобби Ван Буэлле, которое у него появилось в крепости. О коллекционировании зубов чудовищ. Раз ему нужны клыки чудовищ, значит он хочет переплавить драконий клык. Безусловно, хорошее сокровище, но оно и рядом не стоит со звездным сосудом. К тому же, сила драконьего клыка напрямую зависит от качества материалов. Начертания при этом играют не такую серьезную роль. С драконьим клыком Ван Буэлле точно проиграет мне на экзамене. С улыбкой подумал Лин Тяньхао. Это подкрепило его уверенность в победе. За суматохой в попытках успеть подготовиться ученики не заметили, как незаметно подкрался день начала экзамена на звание мастера оружия. Когда прозвонил колокол, Ван Буэлле, медитировавший в пещере бессмертного, тут же открыл глаза. Он сделал глубокий вдох и вышел на улицу. Первое место на экзамене считай у меня в кармане! С таким настроем он полетел на своем каплевидном корабле к центральной горе. Экзамен для будущих мастеров оружия проводился на центральной горе павильон от хромического оружия. Посередине площади стоял внушительных размеров барабан войны. Именно его Ван Буэлле видел, когда в прошлом пролетал над этой горой. Болтали, что только мастер оружия мог ударить в барабан, чтобы вызвать старейшину. Все потому, что барабанную палочку требовалось переплавить на месте. Сама палочка являлась духовным сокровищем третьего ранга, обычные ученики не могли его изготовить, только мастера оружия. В этот момент перед барабаном собралось несколько дюжин людей. Это были кандидаты на получение звания мастера оружия, никто не разговаривал, все ждали начала экзамена. Когда Ван Буэлле прилетел на центральную гору, то увидел среди претендентов Лин Тяньхао. Этот надоедливый хорек тоже здесь? Произрительно хмыкнув, подумал Ван Буэлле. С каких пор он умеет переплавлять духовные сокровища? Ван Буэлле громко заявил о себе на всю Верхнюю Академию и обзавелся целой сетью полезных контактов. Кому-то вроде него не следовало обращать внимание на Лин Тяньхао, проигнорировав старого знакомого, он подошел к барабану. Очевидно, Лин Тяньхао не разделял чувств Ван Буэлле. Он долго не сводил с него глаз, а потом тихо фыркнул. Вокруг площади уже собрались ученики с павильон от хромического оружия. Все-таки тест будущих мастеров оружия являлся важным событием для всего павильона. Зрители приглушенно переговаривались. Кто бы мог подумать, что этот экзамен соберет столько желающих? Как думаете, кто займет первое место? Человек, занявший первое место на таком экзамене, получает право выбрать место работы. Если в департаменте есть вакантная должность, счастливчик может использовать эту привилегию, чтобы сразу же туда попасть. Как же я им завидую. Все-таки в Академии много мастеров оружия, у которых фактически отсутствует какая-либо власть. Зрители коротали время за беседой. Вскоре три раза прозвенел колокол. Из главного здания от центральной горы вышел человек, за которым следовало еще четверо. Мужчина во главе носил пурпурный халат. Несмотря на спокойствие, он все равно своим видом внушал трепет. Это был глава павильона тхармического оружия. За ним шли старик, которые мужчин в средних лет, от них исходила аура пика стадии истинного дыхания всего в одном шаге от возведения основания. Эти четверо были вице-главами павильона тхармического оружия. С их статусом к ним с почтением относились как внутри, так и за пределами Академии. Их высокое положение обеспечивала не только культивация, они обладали уникальными талантами или особыми навыками переплавки духовных сокровищ. Это был один из ключевых факторов, чтобы стать вице-главой павильона. К тому же им нужно было знать нужных людей и пользоваться определенной популярностью. Можно сказать, каждый из них имел весьма впечатляющую биографию. Эти люди возвысились из массы мастеров оружия, вице-главой павильона мог стать кто-то выдающийся в той или иной сфере. Это правило распространялось не только на вице-глав павильона, но и на их руководителя. Как только на площади показались пять человек, все разговоры резко стихли. Ван Була сделал глубокий вдох, его глаза блестели, он и другие экзаменуемые наблюдали за руководством У экзамена название мастера оружия нашего павильона не так уж много правил. Каждый из вас по очереди представит подготовленное заранее духовное сокровище, мы оценим их и зададим вам вопросы, после чего решим, сдали вы или нет. Человек, занявший первое место, получит приоритет в выборе места работы. Спокойно объяснил мужчина в пурпурном халате. Когда он закончил говорить, он повернулся к Ван Була и остальным экзаменуемым. Начнем с тебя. Глава павильона указал на опытного старшего ученика. Тот кивнул и быстро достал старое, ничем не примечительное зеркало простоватого дизайна, от него исходило сильное давление, что сразу заметили зрители. У многих перехватило дыхание. Ученик был доволен, какой эффект произвело на всех его зеркало, он подошел к главе павильона и почтительно представил ему зеркало. Мое почтение, уважаемые, это сделанное мною зеркало неба и земли, прошу, дайте свою оценку. Зрители в полголоса принялись обсуждать зеркало. Зеркало неба и земли, ха, непростое духовное сокровище третьего ранга. Оно до определенной степени может отражать заклинание. Для него требуется больше начертаний, чем для других духовных сокровищ. Ван Боуле тоже взглянул на зеркало, увиденное лишь подкрепило его уверенность в превосходстве пушки Боуле. Тем не менее, он не собирался расслабляться, все его внимание было сосредоточено на главе павильона и его заместителях. Глава взял зеркало и после непродолжительного осмотра передал одному из мужчин позади, как практики тхармического оружия они прекрасно разбирались в духовных сокровищах. Примерно час спустя каждый из них сделал определенные выводы, на вопросы о процессе создания зеркала ученик ответил без запинки. На этом тест подошел к концу, после короткой дискуссии были объявлены результаты. Отнанятый мастер оружия, твое место будет объявлено в конце экзамена. Глава павильона указала на следующего испытуемого. Дальше экзамен шел именно в таком ключе. Некоторые успешно сдавали тест, другие нет. Одним задавали уточняющие вопросы, других просили продемонстрировать в процесс переплавки отдельные части духовного сокровища. По мере демонстрации артефактов разговоры в толпе тоннекали листовно в стихали. Ван Боуле начал примерно понимать по какой схеме проходит экзамен. Не всех просит продемонстрировать процесс переплавки, но всем задают каверзные вопросы, ответ на которые может знать только настоящий создатель духовного сокровища. Пока Ван Боуле размышлял об этом, пришел черед Лин Тяньхау. Его звездный сосуд переполошил зрителей. Из толпы послышались удивленные возгласы, другие экзаменуемые во все глаза уставились на бутылку. Даже глава павильона и его заместители не смогли скрыть изумление. Звездный сосуд! Самое сложное в переплавке духовное сокровище третьего ранга. Впервые вижу его. Оно состоит из крайне сложных начертаний. К тому же для его создания нужен звездный камень. Я слышал, он жутко дорогой. В толпе экзаменуемых от удивления у Ван Боула расширились глаза. Он знал о существовании такого артефакта. К сожалению, в Академии имелось ограниченное количество звездных камней. Если кто-то хотел сделать на их основе духовное сокровище, ему нужно было выложить внушительную сумму, чтобы купить один такой за стенами Академии. Вот почему ему пришлось отказаться от идеи сделать это духовное сокровище. В следующем в его списке был не менее сложный артефакт, для которого не требовались такие дорогие материалы и компоненты Драконий Клык. Лин Тянь Хау мило скрыл свое ликование. Его артефакт, как он и рассчитывал, произвел настоящий фурор. Он почтительно подал звездный сосуд главе павильона, только после этого он позволил себе покоситься на Ван Боула. Ну что, голодранец, еще хочешь со мной состязаться? Поймав взгляд Лин Тянь Хау, Ван Боула лишь выгнал бровь. Кому какое дело, что это звездный сосуд? Когда я покажу свою пушку, даже ты будешь вынужден признать поражение и назвать меня папочкой. Под взглядами восхищенной толпы глава павильона взял звездный сосуд из рук Лин Тянь Хау. В его глазах без труда читалось удивление. Изучив его, он довольно кивнул и передал сосуд на рассмотрение своим заместителям. Их тоже устроило качество духовного сокровища. На несколько дополнительных вопросов Лин Тянь Хау ответил без каких-либо проблем. Когда один из вице-глав павильона попросил продемонстрировать начертание на месте, Лин Тянь Хау без возражения всё сделал. Зрители были потрясены увиденным. Теперь они с возросшим уважением смотрели на Лин Тянь Хау. Любой, кто мог переплавить звездный сосуд, олицетворял с собой компетентность и богатство. Впечатляющее духовное сокровище! Ты прошёл, Лин Тянь Хау! На данный момент у тебя ещё шанс занять первое место! Заметил глава павильона. Когда радостный Лин Тянь Хау вернулся в строй, взгляд головы скользнул по оставшимся экзаменуемым, он указал на Ван Буууле. Ван Буууле, покажи своё духовное сокровище! Его слова почему-то вызвали у Ван Буууле раздражение. Не подавая виду, он вышел вперёд, выставил руку и перевернул ладонь. На ней тут же возникла большая пушка. С гулким грохотом он поставил её на землю и поднял голову. Переплавленного мной духовного сокровища нет в списке павильона. Это моё собственное изобретение. Оно называется «Великая и могучая пушка Буууле», но для краткости просто «Пушка Буууле». Глава 191-я Совершенно ясна. Как только у него в руках появилась странная чёрная пушка, от её пугающей ауры по толпе прошла волна шепотков. Давно на экзамене не демонстрировались изобретения экзаменуемых. Изобретение нового духовного сокровища — задача невероятной сложности. Кроме собственного воображения, практику не на что было опираться, только по-настоящему уверенные в себе люди осмеливались представлять на экзамене разработанные ими артефакты. В прошлом на главных и второстепенных экзаменах в большинстве своём демонстрировались имеющиеся в списке духовные сокровища, сложность переплавки была указана прямо напротив их названий. Те, кто пришёл понаблюдать за ходом экзамена, больше интересовали не артефакты, а вопросы главы павильона и его заместителей. Такие вопросы представляли для них огромную ценность, если повезёт, они могли собственными глазами увидеть создание артефактов. Такой опыт ценил сновес золота. Ван Буэлэ принёс на экзамен изобретённое им духовное сокровище. С точки зрения зрителей и по ценности этот артефакт оставлял далеко позади обычные духовные сокровища из устоявшегося списка. Его изобретение? Хм, если мне не изменяет память, на экзамен не приносили своих изобретений уже лет десять. Великая и могучая пушка Буэлэ? Какое странное имя, но вид этой штуковины впечатляет. Зрители получили новую тему для обсуждений. Участники экзамена ошеломлённо уставились на духовное сокровище в руках Ван Буэлэ, особенно Лин Тяньхау. На него словно опрокинули уши от ледяной воды. Это не драконий клэк? Как? Почему? Лин Тяньхау в ярости закрежетал зубами. При виде пушки в руках Ван Буэлэ ему стало трудно дышать, у него появилось недоброе предчувствие. Ван Буэлэ какое-то время просто нежился в лучах всеобщего внимания, ему очень понравилось, как люди отреагировали на первую демонстрацию пушки Буэлэ. Усилием воли он подавил в себе радость, накрыл ладонью кулак и подтолкнул к голове павильона пушку Буэлэ. Глава павильона и четверо заместителей позади выглядели сосредоточенными, они одновременно повернули голову и внимательно посмотрели на Ван Буэлэ. Особенно глава павильона тхромического оружия. В окружении духовной энергии он подошел к пушке Буэлэ. Когда энергия проникла внутрь артефакта, выражение его лица не изменилось, но внутри разразилось настоящий ураган эмоций. С его мастерством в области тхромического оружия хватило бы беглого осмотра, чтобы понять всю экстраординарность духовного сокровища. В любой другой день на этом бы он и закончил свой анализ, но при детальном осмотре выяснилось, что это духовное сокровище находилось чуть выше третьего ранга и практически сравнялось с четвертым. Оно по всем статьям превосходило все представленные на экзамене духовные сокровища. Даже звездный сосуд не шел с ним ни в какое сравнение. Будь то сложность начертаний или вложенный талант и креативность, эта пушка и другие духовные сокровища находились на разных уровнях. К тому же пушка БОЛО явно была композитным духовным сокровищем. Это серьезно повышало ее ценность, однако все было не так просто, как могло показаться на первый взгляд, особенно с учетом личности создателя этого духовного сокровища. Ценность первого места на экзамене состоит непросто в выборе будущей должности. В будущем это станет одним из критериев при оценке кандидата на позицию вице-главы павильона. Насколько мне известно, Ван БОЛО спелся с Чэнь Юй Туном, эти двое явно принадлежат к династии Суньи Фэна, сейчас Суньи Фэн борется за кресло главного старейшины со старейшиной Ли. Глава павильона тхармического оружия прищурился. Он и Суньи Фэн принадлежали к разным династиям. Более того, его вполне можно было причислить к одному из людей старейшины Ли. Победа старейшины Ли в борьбе за пост главного старейшины была крайне ему выгодна. Все-таки, если Суньи Фэн сосредоточит в своих руках слишком много власти, особенно с таким учеником, как Чэнь Юй Тун, который с большой вероятностью станет вице-главой павильона, его собственное положение окажется под угрозой. Вот почему он мог позволить Ван БОЛО стать мастером оружия, но не мог допустить, чтобы лучшим на экзамене оказался человек из фракции Суньи Фэна. Особенно, если это Ван БОЛО. Его результаты с экзамена учеников оружия и так слишком хороши. Не говоря уже про блестящий послужной список. Если он займёт первое место на этом тесте, то в будущем при условии, что культивация и знания о хромическом оружии достигнут определенного уровня, с его наградами и достижениями он точно станет вице-главой павильона. Все эти мысли за считанные доли секунды пронеслись в голове главы павильона. Его глаза едва заметно блеснули, он собирался немного остудить пыл Ван БОЛО. Нечто подобное находилось в его юрисдикции. Даже если кто-то со стороны что-то заметит, непосредственно вмешаться он не сможет. Все-таки кресло главного старейшины все еще пустовало. К тому же, как глава павильона, он обладал внушительной властью. Даже если в будущем ему попытаются это припомнить, сделанного не воротишь. Пересмотреть этот случай уже будет нельзя. Приняв решение, он отозвал духовную энергию из пушки и молча передал ее своим заместителям. Те по очереди изучили духовное сокровище. Под впечатлением от найденного они с Пулом стали обсуждать его с главой павильона. Наконец, мужчина в пурпурном халате посмотрел на Ван Буоле. Раз это сокровище твое изобретение, вопросов не потребуется. Ван Буоле, здесь и сейчас переплавь еще одну пушку. Ван Буоле внимательно наблюдал за экзаменаторами. Вроде бы в их поведении не было ничего странного. Прозвучавшая просьба никак не прояснила их отношение к его работе. Все-таки они имели полное право попросить переплавить артефакт прямо на месте. Ван Буоле кивнул и размеренно задышал. Будучи готовым к чему-то подобному, он прямо на площади достал духовные камни и начал переплавку. В следующие два часа все присутствующие завороженно наблюдали за тем, как Ван Буоле переплавлял одно духовное сокровище с другим. Изредка из толпы доносились изумленные вздохи или обрывки приглушенных разговоров. Наконец, он соединил все духовные сокровища во вторую пушку Буоле. С глухим стуком он поставил пушку на землю и поднял глаза на голову павильона и его заместителей. Со всех сторон послышались шокированные вздохи. Голова павильона от хромического оружия внимательно посмотрел на Ван Буоле. «Ты сдал!» Негромко сказал он. «Что до твоего места? Объявление будет сделано после окончания экзамена». С облегченным вздохом Ван Буоле вернулся в строй. Он ни капли не сомневался, что занял сегодня первое место. Лентя Нехао с другой стороны выглядел крайне скверно. Костяшки на его пальцах побелели, а в сердце странным образом смешались зависть и горечь. Люди вокруг видели лишь его отстраненную маску. Оставшиеся экзаменуемые показали комиссии свои духовные сокровища. Наконец пришло время подведения итогов экзамена на звание мастера оружия самой интересной части всего действа. Люди на площади смотрели на главу павильона в ожидании объявления. Ван Буоле, Лентя Нехао и остальные экзаменуемые нервничали. Несмотря на железную уверенность в своей победе, Ван Буоле все равно боялся, что заветное первое место могло от него ускользнуть. Под внимательным взглядом толпы глава павильона что-то тихо обсуждал со своими заместителями. Ученики ничего не слышали, но заметили, как пожилого вице-главу павильона внезапно что-то рассердило. Трое его коллег о чем-то перешептывались, а глава павильона молча за всем наблюдал. Чуть позже они наконец пришли к консенсусу. Пожилой вице-глава павильона широко взмахнул рукавом и отошел в сторону. «Я отказываюсь комментировать присужденные места!» Холодно произнес он. Немного виновата, посмотрев на Ван Буууле, старик пошел прочь с площади. Эта сцена шокировала зрителей, Ван Буууле ко мне подступил горло. Странное поведение у старика и брошенный напоследок взгляд как будто говорили, что он был бессилен что-либо сделать и чувствовал себя виноватым. Ван Буууле мороз пробежал по коже. «Что происходит?» Мелькнула у него тревожная мысль. В этот момент глава павильона на всю площадь объявил результаты экзамена. «Павильон термического оружия присуждает первое место Лень Тяньхао! Экзамен закончен!» Невозмутимо сказал он. Даже не посмотрев в сторону Ван Буууле, он двинулся обратно к главному зданию. Тишина продлилась пару секунд, после чего плотину прорвало. «Победа досталась Лень Тяньхао!» «Что за чушь? Духовное сокровище Ван Бууула!» «Его собственное изобретение!» «Всяко лучшие артефакты из списка!» Пока зрители оживленно спорили, Лень Тяньхао задрожал. В его глазах промелькнули удивление и радость. Мысленно он уже готовился проиграть, но в итоге занял первое место. В этот момент по его телу как будто прошел заряд тока. «Должно быть, это отец!» Первое, что пришло ему в голову. Вне себя от восторга Лень Тяньхао вышел вперед, накрыл ладонью кулак и прокричал. Показав свою признательность, Лень Тяньхао не удержался и искоса посмотрел на Ван Буууле. Кислая мина конкурента стала бальзамом ему на душу. Он с трудом удержался от смеха. Ван Буууле резко поморочнел. Проигнорировав ликующего Лень Тяньхао, он недобро посмотрел в сторону главы павильона. Кто-то с другой с неохотой, но все же принял бы решение главы павильона или попытался найти компромисс после окончания экзамена. Ван Буууле обычно был крайне улыбчивым и жизнерадостным молодым человеком, но в действительности его характер язык не поворачивался называть хорошим. Мысль о достижениях и построенной сети контактов не помогла ему успокоиться. Его взгляд как бы говорил «Кому какое дело, что ты глава павильона?» Выйдя вперед, он громко сказал «Глава павильона рассудил нас несправедливо!» После этого он повернулся к толпе и накрыл ладонью кулак. «Собратья, все мы любим тхармическое оружие и стремимся к инновациям! У каждого из нас есть тхармическое оружие собственного дизайна. Мне не надо рассказывать, сколько усилий и времени мы вкладываем в наше увлечение. Мы тратим деньги на материалы и компоненты артефактов, хотя могли бы покупать пилюли для усиления культивации. Пока мы изучаем и разрабатываем новые духовные сокровища, ученики с других факультетов тренируются и занимаются культивацией, люди вроде нас вынуждены много работать и отдавать ремеслу всего себя. И что мы видим? От плодов наших усилий совершенно нового духовного сокровища просто отмахиваются. Я, Ван Буэлэ, во что бы то ни стало, набью справедливости! Слова Ван Буэлэ нашли отклик в толпе. Перешептывания зрителей переросли в громкий гомон, лицо главы павильона потемнело. Он мог проигнорировать Ван Буэлэ, если бы тот просто высказал свое несогласие с результатами экзамена, а он направил свою риторику на зрителей. Его протесты, апелляции к несправедливости закономерно вызвали ропот в толпе. Голова павильона с хромического оружия не мог проигнорировать назревающий скандал. Человек, сумевший подняться до такого высокого звания, явно не был глупцом, к тому же его решение имело под собой убедительные основания. Нам не на что опираться при оценке нового духовного сокровища, его начертания и композиции. К тому же артефакт не прошел проверку временем. Может статься, что это будет по-настоящему впечатляющее оружие, или же в нем обнаружится серьезный изъян. Такого рода предметы сложно оценить. Как глава павильона я вынес предельно ясное решение. Она не подлежит критике. Ты прошел экзамен на звание мастера оружия, но я все равно оценил звездный сосуд ленте Аньхао выше, поскольку это проверенное и надежное сокровище. Вот почему ему досталось первое место. Что до твоего духовного сокровища, я отправлю его на проверку. Если павильон хромического оружия не обнаружит в нем недостатков, то ты сможешь подать прошение пересмотреть итоговые оценки. Для некоторых словом мужчины в пурпурном халате прозвучали убедительно. В итоге зрители поделились на два лагеря. Услышав ответ главы павильона, Ван Боула закипел от ярости. Сказанное до боли напоминало типичную бюрократическую отговорку. Упомянутые испытания могли занять дни, месяцы или даже годы. Никто не мог сказать, сколько на них уйдет времени. Не подлежит критике? Ладно, я найду, как проверить мое сокровище прямо сейчас. Человека, который даст тебе по-настоящему ясный, не подлежащий критике ответ. Улыбка Ван Боула не предвещала ничего хорошего. Его глаза холодно поблескивали. Крутанувшись на месте, он быстрым шагом прошел сквозь толпу и двинулся к барабану для призыва старейшины. Глава 192. Ударить в барабан, чтобы позвать старейшину. Барабан для призыва старейшины. Формально только мастер оружия мог ударить в барабан. Став им, Ван Боуле получил это право. На самом деле причина была значительно проще. Только мастера оружия могли ударить в барабан, поскольку палочку, духовное сокровище третьего ранга, было необходимо переплавить на месте. И Ван Боуле мог это сделать. Когда зрители поняли, куда направлялся Ван Боуле, многие поменялись в лице. Некоторые не смогли скрыть удивление. Барабан в брошане? Ван Боуле уверен в своих шансах? Каждому мастеру оружие один раз в жизни позволяет с ним воспользоваться. Он решил пойти ва-банк. Сколько лет прошло с тех пор, как последний раз били в этот барабан? Другие экзаменуемые стояли словно громом пораженные, пока зрители жаром обсуждали его шансы. Лин Тяньхао так и не сдвинулся с места. Ушедшая была тревога вернулась с новой силой. Глубоко в душе он знал, что духовное сокровище Ван Боуле лучше его собственного. На этом фоне абсолютное спокойствие главы павильона выглядело странным. Мужчина в пурпурном халате сохранял невозмутимость. Намерение Ван Боуле ударить в барабан нисколько его не обеспокоило. Ребячество! С презрением подумал он. Даже если ему удастся ударить в барабан, на зав придет один из четырех старейшин. Все думают, что они работают в согласии друг с другом. Однако каждый мечтает заполучить место главного старейшины. Некоторые явно попытаются повернуть эту ситуацию в свою пользу. Он, конечно, может призвать главного старейшину, вот только эта должность павильонит хромического оружия пока еще вакантна. Сложив руки в замок за спиной, глава павильона спокойно наблюдал за тем, как Ван Боуле подошел к барабану. Тот буквально гипел от ярости. В злом умысле главы павильона не было никаких сомнений. Теперь можно было отбросить вежливость, либо он уйдет без первого места, либо призовет кого-то, стоящего на главе павильона, чтобы тот рассудил все по справедливости. Толпа затаила дыхание, когда Ван Боуле сделал глубокий вдох, стиснул зубы и положил руку на барабан. С громким гулом барабан вопрошания начал испускать давящую ауру и магические эманации. Из него вылетело большое количество материалов, духовные камни и нефритовая табличка с описанием метода переплавки. Все это зависло в воздухе перед Ван Боуле. С блеском в глазах он схватил нефритовую табличку и послал в нее духовную энергию. В этот же миг у него в голове появился метод переплавки. Собрав духовные камни широким взмахом рукава, он начал вырезать на них начертания. Для палочки требовалось сто тысяч. Такое духовное сокровище было весьма непросто изготовить, но для Ван Боуле это была простейшая задачка. Пока руки порхали над камнями нанося начертания, у себя в голове он производил расчеты по формуле. Духовные камни очень быстро покрывались начертаниями. Ван Боуле окутывали магические эманации и духовная энергия. Смешиваясь и переплетаясь, они создавали причудливую игру света и тени. Перед слиянием с духовными камнями вырезанные начертания ярко вспыхивали. Люди на площади завороженно наблюдали за его работой. Разговоры стали заметно тише, многие уже делились новостями в сети. Ван Боуле переплавляет палочку для барабана вопрошения. Скорее, на центральную гору, вы точно не захотите это пропустить? Ван Боуле и глава павильона столкнулись лбами, поэтому он собирается вызвать старейшину. Новости распространились со скоростью лесного пожара. Людям было сложно поверить во что-то столь необычное. Чен Юитон занимался какими-то административными вопросами в департаменте, когда до него дошли вести. Он тут же бросил все дела и поспешил на центральную гору. Со всех уголков павильона от хромического оружия к горе стекались люди. На вершине они обнаружили Ван Боуле перед барабаном вопрошения. Закончив начертание, он поднял руку, на ладонью тотчас вспыхнуло пламя. Ван Боуле решил использовать секретную технику пламенный взрыв, чтобы соединить материалы в барабанную палочку. Такая демонстрация навыков не оставила равнодушным ни одного ученика. Многие начали с завистью вздыхать. Пламенный взрыв! Эту секретную технику Ван Боуле недавно подарила Академия. Она не только служит смертельно опасным оружием, но и отлично подходит практикам хромического оружия. С ней можно создавать артефакты бесплавильной печи. Ого! Крутая штука! Процесс переплавки проходил гладко, без каких-либо проблем. Идеально, ни одной ошибки или изъяна. Простой рутинный процесс граничил с настоящим искусством. Зрители заворожно наблюдали за Ван Боуле. Линтянь Хау тяжело сдышал, с завистью глядя на своего конкурента. Глава павильона от хромического оружия лишь слегка соощурил глаза, однако он оставался спокойным. Пока зрители полушёпотом делились впечатлениями, к площади сбегались новые ученики. Час спустя Ван Боуле резко взмахнул рукой, пламя с ладонями разошлось кольцом и внезапно исчезло, явив всем присутствующим барабанную палочку зелёного цвета. На её поверхности какое-то время виднелись алые отметины, свидетельство того, что артефакт не успел остыть. Вскоре они исчезли, Ван Боуле не беспокоил жар, секретная техника пламенный взрыв серьёзно подняла его сопротивляемость к высоким температурам. Он бесстрашно схватил палочку и мрачно покосился на главу павильона. Покрепче сжав духовное сокровище, он с размаха ударил им в барабан в брошание. Бум! Люди на площади стали свидетелями всего процесса переплавки, они были готовы к этому моменту, и всё же удар в огромный барабан потряс их до глубины души. Всевозможные звуки, обрывки разговоров, всё стихло. В головах людей звучало могучее глухое эхо удара. Звук вышел настолько громким, что его услышали не только на Центральной горе, но и на всем Острой Верхней Академии. Казалось, он достиг даже небес. В этот удар Ван Боуле вложил всю свою ярость, всю обиду. Звук переполошил весь павильон хромического оружия. Те, кто никогда раньше его не слышал, до смерти перепугались. Что за чёрт? Откуда этот грохот? У пробегавших мимо людей они выяснили, что Ван Боуле ударил в барабан вопрошание. Не успели они толком переварить эту мысль, как прогремел второй удар. Бум! Звук был громче предыдущего. Пока эхо разносилось по острову, у барабана стоял дрожащий Ван Боуле. Судорожно ловертом воздух, он понял, почему в этот барабан не били больше пяти раз за одну попытку, и почему большинство не переходили порог в три удара. Барабан вопрошание выставлял практику духовного сокровища третьего ранга. Но не это было главной сложностью. Технически, если человек мог создать палочку, то мог ударить в барабан столько, сколько захочет. Фактически, количество ударов напрямую зависело от крепости тела. После первого удара в Ван Боуле ударил мощнейший откат. Сильная вибрация через барабанную палочку проникла в тело, и ему показалось, что его органы сплющила какая-то сила. Суставы жалобно заскрепели, вибрация тоже дезинтегрировала часть токсинов в теле. А откат от второго удара был еще сильней. В этот момент токсины начали выделяться через споры на коже. Такого рода очищающая процедура действовала крайне благотворно на практиков, однако она сопровождалась весьма сильной болью. Отдача усиливалась с каждым ударом в барабан, большинство людей не выдерживали подобные пытки. К этому моменту Ван Боуле сумел ударить в барабан три раза. Его била крупная дрожь, пред глазами плавали темные пятна, силы стремительно таяли. В физическом моментальном плане он достиг своего предела, тело больше не могло справляться с силой отката. Три удара призовут старейшину, этого недостаточно. Пять ударов позовут главного старейшину, но и этого мало, ведь на этот зов никто не откликнется. В повелении дхромического оружия сейчас нет главного старейшины. Мне остается только бить в барабан, пока не придет кто-то рангом повыше. Ван Боуле тяжело пыхтел, с приглушенным рычанием он со всей силы ударил в барабан в четвертый раз. Бум! Инструмент завибрировал, палочка чуть не выскользнула у него из рук. Ван Боуле скрутила под странным углом, его лицо побелело. Вибрация отката, буйствующая в его теле, была в несколько раз сильнее предыдущей. Чувство было такое, будто его кости, меридианы, плоти и кровь переживали настоящее перерождение. С трудом держась на ногах, он был готов в любой момент рухнуть на землю. У зрителей перехватило дыхание от такого невероятного зрелища. Четвертый удар! Еще один, и он достигнет текущего рекорда! Никому не удавалось ударить в этот барабан больше пяти раз! Лень Тяньхау нервно втянула в легкий прохладный воздух. Лицо-вицы глав павильона выражали изумление, глава павильона от хромического оружия охмурил брови. В его глазах на миг промелькнуло удивление, вот только Ван Боуле достиг своего предела. Его трясущиеся руки с трудом держали барабанную палочку. Это мой предел! Раз кому-то удалось ударить в эту штуку пять раз, это по силам и мне! Ван Боуле стеснул зубы, его глаза свирепо блеснули. Внезапно ожило поглощающее семечко, его сила притяжения совершила невозможное, а деревеневшая рука Ван Боуле, вцепившаяся в палочку, внезапно поднялась вверх и ударила в барабан. Словно марионетка, за чьи невидимые нити дергала сила притяжения поглощающего семечка. Бум! Пятый удар! Невидимые нити вновь ряской натянулись, Ван Боуле всё плыло перед глазами, ещё немного и он лишится сознания. Сила притяжения с трудом сумела заставить его руку ударить в барабан ещё раз. Барабанный Боуле сотряс небеса и поверг зрителей в шок. У Линтиани Хау загудела голова, бледный как простыня, он попятился на несколько шагов. Голова Павелин от хромического оружия ещё никогда не выглядел таким серьёзным. Глава 193 Она разбилась В шестой раз раздался барабанный бой. Энергия отката в теле Ван Боуле достигла невообразимого уровня, в него изо рта брызнула кровь, вот только не алая, а чёрная, словно с ней организм покидали токсины. Когда приступ закончился, на него накатила слабость. Перед глазами всё плыло, сознание угасало, как пламя костра на ветру. Я буду бить в барабан, пока не вырублюсь. У Ван Боуле кружилась голова, внезапно ноги подкосились, и он рухнул на колени. Похоже, ещё немного и он потеряет сознание. В этот самый момент он услышал внутри себя треск, как будто что-то разбилось. Вместе с этим звуком в его тело хлынула духовная энергия. Пока внутри буйствовала вибрация отката, духовная энергия проникала в меридианы. Культивация переживала серьёзный рост, отчего у него открылось второе дыхание. Когда туман в голове немного рассеялся, он понял, что кристалл внутри него поглотил энергию вибрации. Из появившихся на нём трещин без остановки вытекала духовная энергия. Всего за несколько вдохов его культивация совершила большой рывок с самого начала третьей ступени истинного дыхания. Так можно было? От удивлению Ван Боуле перехватило дыхание. Зрители неподалёку больше не могли сдерживаться. Ван Боуле вообще себя не щадит. Лупил в барабан до кровавого кашля. Шесть ударов. Такого раньше не случалось. Вы не заметили, как странно двигался Ван Боуле во время двух последних ударов? Он закрыл глаза и упал на колени. Он что, потерял сознание? Дискуссия стала более оживлённой. Внезапно кто-то заметил серьёзный рост культивации Ван Боуле. Судя по эмоциям в голосах людей, в толпе назревала буря. Небеса! Его культивация выросла? От него исходят какие-то странные эманации? Я помню, когда он только пришёл, его культивация была ниже! Из толпы раздавались обрывки громких разговоров и жарких споров. Лентя Аньхау, глава павильона и его заместители тяжело задышали, что до Ван Боуле блёски в угла стал ярче. Он поднялся, чувствуя выросшую культивацию. Я, Ван Боуле, всю свою жизнь больше всего ненавижу жульничество. Мне придётся положиться на свои навыки, если я хочу бить в барабан. Не без самодовольства подумал Ван Боуле. Для вызова главного старейшины требуется пять ударов. Кто придёт, если сделать шесть? Лучше перестраховаться! Ван Боуле сделал глубокий вдох, поглощающая семечка внутри вновь взяло под контроль его тело. Рука сама сделала замах и ударила палочкой в барабан в прошение седьмой раз. Бум! Ничего не произошло. Выходит, этого недостаточно, подумал он. Вибрация сотрясла всё тело Ван Боуле как внутри, так и снаружи. Её же поглощал кристалл. Будучи не до конца уверенным в результате, он решил на всякий случай ударить ещё раз. Восьмой раз! Этого должно хватить, верно? Если продолжу, то смогу совершить прорыв культивации! От этой мысли в его глазах разгорелось предвкушение. Ван Боуле чувствовал, как на кристалле появились новые трещины. Уже не думая о том, кто мог явиться на зов, он ударил в барабан ещё раз, а потом ещё. Девятый и десятый раз! Барабанный бой слышали все присутствующие, многие из которых наблюдали за ним, разенув рот. Больше никто не разговаривал. Ученики на площади, Линь, Тяньхау, глава павильона и его заместители стояли словно громом поражённые. От грохота у них в ушах стоял звон. Ещё никогда в барабан не били столько раз подряд. Последние несколько ударов Ван Буэлэ вообще сделал без паузы. Движения Ван Буэлэ выглядели странно-механическими. В любом случае все отчётливо слышали барабанный бой. Что интересно, это было ещё не конец. Одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый раз на глазах собравшихся Ван Буэлэ ударил в барабан в семнадцатый раз. Он мог продолжать, но тут не выдержала палочка и раскололась прямо у него в руке. По толпе прокатилась волна шепотков. Разбилась? Даже палочка монстр. Ученикам с трудом верилось в реальность происходящего. Когда палочка разбилась, внешние слои кристалла внутри Ван Буэлэ серьёзно потрескался. В тело хлынул большой поток духовной энергии. Благодаря этой подпитке его культивация поднялась третьей ступени истинного дыхания на четвёртую ступень. Что? Он совершил прорыв? Как такое возможно? Да плевать на культивацию. Самое интересное, кто откликнется на семнадцать ударов в этот барабан? Пришелец? Ученики постепенно оправлялись от шока. Царившее до этого молчание было нарушено криками. Лентянь Хау был бледным как мел. У него перед глазами потемнело, титаническим усилием воли он не дал себе упасть на землю. Вид с голове павильона и их руководителю было тяжело дышать, особенно последнему. Он выглядел так, будто увидел привидение. Даже в самом страшном сне он не мог представить, на что окажется способен Ван Буэлэ. Если бы он изначально знал, мысль поставить его на место даже не пришла бы ему в голову. Семнадцать раз. Кто откликнется на этот зов? С тревогой и горечи подумал он. Не обращая внимания на шум толпы, Ван Буэлэ сокрушенно смотрел на разбитую палочку. Кристалл в его теле не до конца раскололся, растрескался только внешний слой. Уменьшенный кристалл теперь напоминал не куриное, а перепелиное яйцо. Семнадцать раз. Должна прийти какая-то большая шишка. Ван Буэлэ моргнул. Взглядом по зрителям, которые постепенно отходили от потрясения. Похоже, их даже больше не выинтересовало, кто же ответит на этот зов. Не без ехидства он заметил и выражение лиц лентяньхау и главы павильона. Оба выглядели так, будто увидели призрака. К радости от успеха примешивалось любопытство. Ван Буэлэ тоже было интересно, кто именно явец на зов. Внезапно облака над павильоном тхармического оружия разошлись в стороны. С неба в мгновение ока опустилась сокрушительная аура. Невероятно сильную ауру почувствовали на всем острове Верхней Академии. Хоть ей силы и не хватало для трансформации небес, она все равно переполошила всех на острове. Ученики со всех павильонов вздрагивали и задирали головы к небу. Люди на центральной горе павильона тхармического оружия затаив дыхание наблюдали за творящимся в небе. Лентяньхау невольно поднял голову, он выглядел растерянным, некоторые в толпе вроде Чинью и Туна догадывались, кто пришел. В их глазах павильона тоже о чем-то догадывались, если судить по тому, как они задрожали, стоило им поднять голову к небу. Глава павильона точно знал, кто почтил их своим присутствием, от его лица отлила кровь, это знание совершенно не обнадеживало. Под удивленные вскрики людей облака над островом Верхней Академии соединились в некое подобие огромного лица. Это расплывчатое лицо заслонило половину неба, любой, кого касалась его величественная аура, начисто терял самообладание. Окинув взглядом земли острова Верхней Академии, лицо повернулось к центральной горе павильона от хромического оружия Кванбулы. Вздрогнув, глава павильона и его заместители почтительно обратились к гигантскому лицу. Приветствуем Верховный Старейшина! Чен Юитун и другие практики с трудом вышли из оцепенения и тоже поприветствовали Старейшину. Когда их услышали ученики, которые никогда не видели Верховного Старейшину, они резко поменялись в лице и тоже выказали своё почтение Старейшине. В их голосах без труда угадывались трепеты восхищения. Со всех уголков острова Верхней Академии из разных павильонов раздавались слова приветствия подобно звукам морского прибоя. На острове Небесного Круговорота появилось несколько человек, они смотрели на остров Верхней Академии, одним из них был заместитель главы секты в красном халате. Рядом с ним стоял мужчина с весьма незаурядной аурой примерно того же возраста в идеально скроенном и улыбка. Судя по тому, что заместитель главы секты держался немного позади мужчины в белом, второй обладал более высоким статусом. Опять ван булэ. Юноше должно быть удалось поймать у дочи за хвост. Полагаю, дело в капле духовной крови. Без неё он не смог бы столько раз ударить барабан, чтобы вызвать Верховного Старейшина. Со смехом сказал мужчина в белом наряде. Заместитель главы секты рядом с ним кивнул. Глава секты как всегда прав. Кивнув, подтвердил он. Весьма интересный толстячок. Мне он нравится. Мужчина в белом халате оказался главой из секты Дао Академии Эфира. Пока они беседовали, ван булэ с благоговейным трепетом смотрел на небо. Он буквально кожей ощущал исходящую из облаков небесную мощь. Заклятие, способное сотворить в небе лицо, не могло не вызвать зависти и впечатлить до глубины души. В то же время ему стало не по себе. Стоило вспомнить, как он в прошлом поступил с персональным учеником Верховного Старейшины. Сделав глубокий вдох, чтобы хоть немного успокоиться, он заставил себя накрыть ладонью кулак и сказать «Ученик смиренно приветствует Верховного Старейшину. Я изобрел и собрал эту пушку булэ. Источником вдохновения для нее стали вулканы, установленные в крепостях. Голова павильона от хромического оружия не одобрила это духовное сокровище, намекнув на то, что мое изобретение мусор. Я не согласен с такой оценкой, поэтому смиренно прошу Верховного Старейшину лично оценить мою пушку». Не встав ходить вокруг да около, Ван Буэлэ громко изложил суть просьбы. Закончив, он еще раз накрыл ладонью кулак и низко поклонился. Как бы сильно он не нервничал, мстительная часть его натуры не могла успокоиться, пока не будет совершена месть. И сейчас наступил час расплаты. Голова павильона от хромического оружия чуть не ругнулся, когда услышал, какие грехи ему приписал Ван Буэлэ. Когда это он говорил, что пушка — мусор. В попытке дискредитировать его Ван Буэлэ врал некрасне. Что до высказанных Ван Буэлэ претензий, он мысленно приготовился давать объяснение, но тут лицо в небе скользнуло взглядом по толпе. Слова застрелив в горле главу павильона, взгляд в итоге остановился на пушке Буэлэ. В павильоне от хромического оружия повисла звенящая тишина. Люди с трепетом ожидали, что скажет лицо. Голова павильона и его заместители нервничали, а Лин Тяньхау еще сильнее побледнел. Лицо в небе, казалось, могло видеть пушку Буэлэ насквозь, могло увидеть ее внутреннюю структуру и начертания. Глаза облачного лица от удивления на мгновение вспыхнули. Внимательно изучив пушку, лицо отвело взгляд. На весь остров Верхней Академии прогремел властный голос. Отличная работа!